Голова 14. Здесь живут монстры. Ты меня ранил. Замкнувшийся круг. Оглушающие взрывы заполнили надстройку Сизифия звенящим эхом металла, бьющего по металлу. Внутренние переборки сминались, как листовая фольга, под напором абордажных торпед, врезавшихся в борт беспомощно дрейфующего корабля. Их тупые носы разламывали слои стали и керамита, пробивая путь к самому большому помещению на корабле железных рук, к его посадочной палубе. Из магма мел на фронтальных частях вырвались вспышки, и штурмовые минометы по конусу раскидали раскаленную докрасна шрапнель. Иного урона почти не было, поскольку кадм Тира, предвидевший подобную атаку, приказал убрать с палубы все трансатмосферные корабли. Бритвенно-острые вращающиеся зубцы абордажных торпед остановились, и крепежные болты отлетели один за другим. Верман Осайбус отдал приказ об атаке, направив синоптический импульс в БМУ, имплантированный в голову. Не успели его приказы достичь получателей, как противовзрывные заслонки на краю посадочной палубы ушли в пазы, и пара десятков носорогов, эбенового и железно-серого цветов, помчались к абордажным торпедам. Осайбус не станет организовывать на своем корабле позиционную оборону, он проведет стремительную контратаку. Он ехал в башне своего значительно модифицированного командного носорога, зафиксированный магнитными зажимами на нижней части механизированного тела, и давя на гашетки станковых штурмболтером, поливал зубастые, как у червей, пасти торпед горохочущими потоками, оставлявшими инверсионные следы. Прикрытые щитами штурмовые турели выдвинулись из ниж, открыли ответный огонь, и по опаленному броневому покрытию торпед заколотили гильзы. Но ничего не могло остановить бронированные машины, на пределе мощности, мчащиеся через обломки, возникшие при появлении торпед. Из торпед вылетели внутренние противовзрывные заслонки, и изнутри донесся полный ненависти животный рев, напоминавший о жутких пещерных ферродраконах Карааша. Сайбус развернул свой носорог и остановился, когда носы торпед отпали, и на поврежденный взрывами настил с грохотом упали штурмовые рампы. В атаку прокричал он по нескольким частотам. Железо превозмогает! Кабинные люки носорогов откинулись назад, и воины в черных доспехах, почти 200 боевых братьев, выступили из машин и двинулись вперед, занимая позиции в укрытии повалившихся стоек, обломков палубного настила и обрушившихся переборок. Из торпеды, упавшей первой, изверглась воющая масса изуродованной плоти и разнотипных доспехов, около сотни или чуть больше существ, подобных которому Сайбус никогда не видел. Его искусственные глаза были способны передавать визуальную информацию в нескольких спектрах и с великолепной четкостью, и сейчас он об этом пожалел. Они выглядели по-разному, но все были гибридными монстрами с поблескивающей плотью, деформированными телами и раздувшимися мускулами. У них были удлиненные руки, заканчивающиеся лезвиями и обмотанные цепями, на концах которых покачивались крючья, а двигались они с невероятной быстротой. Одни на ногах, напоминавших органические пружины, другие на мощных алых конечностях, как у вьючных животных. В их пластинчатых телах, словно в восковых фигурах, забытых рядом с горячей лампой, сплавлялись части тел от сотен различных существ. Генетика породила гнусных созданий, не заслуживающих права на жизнь. Но хуже любых уродств и отклонений была очевидность того, что тела эти когда-то принадлежали космическим десантникам. Смертная плоть не смогла бы вынести столь мучительные клеточные мутации и выжить. Обстрел со стороны железных рук замедлился, когда их настигла ужасная истина, а монстры воспользовались моментальным замешательством и с ужасающей скоростью преодолели расстояние, разделявшее два отряда. Несколько скосили неуверенные потоки огня, пока железные руки приходили в себя. Разрывные снаряды и выпущенные с небольшого расстояния ракеты оставляли от убитых лишь куски органов. Но остановить волны изуродованной плоти они не могли. Монстры, эти груды каменно-твердых мышц и костей, набросились на железные руки. Кассандр был наделен, заложенный в генах, способностью игнорировать обессиливающий эффект страха. Его организм умел блокировать химические и нейрологические реакции на эту эмоцию. Осознание научило не поддаваться его влиянию. Он сотни лет сражался в воинах императора, и ни разу он не позволил многочисленным ужасам галактики свести его с пути. Но ничто не могло приготовить его к этому. В битве с воинами, которых он до сих пор считал братьями, после его неудавшегося возмездия над Фабием, помешанные рабы-сервиторы бросили его в одну из мрачных комнат с железными стенами, группе хнычащих, дурнопахнущих монстров. Он думал, что они нападут, бросятся на него со своими анатомически невозможными конечностями-клинками и разорвут на части. Но они приняли его как своего. И только тогда он понял, что эти чудовища раньше были легионерами, как и он. Неважно, какому легиону они принадлежали раньше. Теперь это были отвратительные монстры, истекающие слюной, с полными клыков-пастями и зазубренными когтями. Уроды, полученные в результате операций и мутаций. Изверги, терявшие последние остатки человечности. И только тогда он увидел, как испортили и извратили его собственное тело. Раздувшаяся до неузнаваемости, приобретшая странный цвет из-за мерзостных ядов и биопрепаратов, что ему уводили, оно превратилось в насмешку над совершенством, которое когда-то гордо воплощало. Он увидел, что мускулы его взбухли, кожа стала твердой, а разросшиеся кости выступили из всех сочленений. Монстры не атаковали его, потому что он был одним из них. Их держали в заперти, как экзотических животных-зверинцы, и кормили питательной смесью. Кассандр был, судя по всему, единственным, кто понимал, что в нее подмешивали гормоны роста и гены-триггеры, увеличивающие агрессию и силу. После каждой кормежки неизменно начинались кровопролитные драки, и Кассандру не раз приходилось защищать участок пола, на котором он, свернувшись, спал. Он не трогал смесь, хотя желудок и противился воздержанию. Перекованный организм требовал питания, и Кассандр чувствовал, что тело начинает пожрать само себя. Это не радовало. Это означало, что конец его страданий близок. Он умрет, и этот кошмар закончится. Потом он вспомнил собственные слова, сказанные Наварий, и кредо кулаков. Принципы Рога Ладорна, сидящие в его голове так крепко, словно их бил туда кулак самого императора. Решимость, уверенность и стойкость. Честь, долг и способность вынести все. Кассандр ел понемногу, принимая не больше, чем было нужно для поддержания сил, и борьбы с внезапными позывами причинить окружающим вред. Его настроение резко менялось, и он напрягал последние остатки душевных сил, пытаясь не утратить то, что составляло его сущность, что делало из него воина легиона Састартов и гордого сына Рога Ладорна. В этом сумеречном мире первобытной жестокости время имело еще меньшее значение, но однажды наступил момент, когда переборочные двери распахнулись, и их согнали в электрифицированный коридор, ведущий в горячую железную трубу, которая вскоре загремела и затряслась, словно ее выстрелили из артиллерийского орудия. Громовое столкновение, резкое торможение. Последовательно выпущенные струи перегретого воздуха заставили их, воющих и охваченных яростью, столпиться в передней части трубы. Установленные в потолке распылители наполнили воздух химстимуляторами, от которых у Кассандра пошла кровь из глаз, а пульс участился, отвечая барабанному грохоту в груди. Теперь оба его сердца бились, голова кружилась, насыщенная кислородом смесь в измененной кровеносной системе заставляла пошатываться от страха и гнева. Под влиянием этих мощных, ярких эмоций усилители адреналинной секции и стимуляторы агрессии заставили его мышцы, и так пугающие огромные, раздуться еще сильнее. Дверь, удерживающая их внутри, поднялась, и железную трубу, в которой их заперли, заполнил яркий свет. Толпа воющих монстров, безумных и движимых алхимической яростью, бросилась наружу. Воины в черных доспехах, стоявшие впереди, открыли огонь из крупнокалиберных орудий, скосив первых монстров, вырвавшихся из заточения. Запах крови и внутренностей заполнял едва пробудившееся сознание Кассандра, стремлением сорвать плоть с их костей. Он боролся с порывом, но его несло на воинов в черном, вопреки собственному нежеланию к ним приближаться. Он знал, что должен вспомнить их. Он знал, что они не были его врагами, что они были братьями. Но мозг говорил одно, а тело требовало другого. Кассандр смотрел, как его чудовищные товарищи убивали взмахами когтистых лап или ядовитой желчной рвоты. Это была не боевая операция легиона, а безумная резня. Вокруг Кассандра болтерные выстрелы собирали с монстров кровавую дань, выдирая из них куски плоти или выбивая из спин фонтаны зловонной крови. Он пытался вырваться из убийственного вихря, но против воли оказался перед воином в мерцающей черной броне с кулаком и светлой серебристой стали. Кассандр скинул руки, подавляя желание оторвать этому воину голову. «Железноруки!» – прокричал он. «Я легионер!» Нижняя челюсть, изменившая форму из-за генетических преобразований, исковеркала его слова. Но даже если воин понял его, вида он не подал. Он выстрелил из болтера, и Кассандр покачнулся, когда снаряд ударил его прямо в центр груди. Боль была невероятной, но снаряд вместо того, чтобы взорвать его изнутри, отскочил от недавно окостеневшего панциря. Кассандр взревел и вырвал болтер из железной хватки космического десантника. Он переломил оружие надвое, отбросил в сторону сломанные половинки и прыгнул на безоружного воина. Шлем раскололся от первого удара. Вторым его оторвало от латного воротника. Сжатые газы зашипели под открывшимся лицом, состоявшим наполовину из металла, наполовину из плоти. Выражение ненависти на лице противника остановило яростный порыв Кассандра. В руке десантника вдруг оказался длинный боевой нож. Воин ударил Кассандра в бок, и кончик скользнув по костеному щиту, нашел уязвимое место и проткнул одно из легких. На лицо железнорукого брызнула кровь. Кассандр опустил руку, схватил воина за горло и вырвал его, раздирая блестящие трубки и брызгая артериальной кровью. Используя последние остатки жизненных сил, космический десантник еще дважды вонзил в Кассандра нож. Но в ударах не было силы. Клинок выскользнул из руки, и жизнь ушла из воина. Кассандр поднялся на ноги, смотря как с массы трахеальных тканей, зажатых в его кулаке, капает сворачивающаяся кровь. Он отбросил их в сторону, с отвращением и ужасом осознав, что натворил. Слуга Империума пал от его руки, и это немыслимое событие с трудом укладывалось в голове. Феликс Кассандр, капитан Имперских кулаков, убил воина из железных рук. По его лицу потекли маслянистые слезы, а желудок скрутило в спазме. Он запрокинул голову и взвыл, не обращая внимания на кровопролитную, жестокую битву, разыгравшуюся вокруг. Среди этих неисловствовавших монстров, Кассандр был единственным, кто понимал, как ужасно было то, что сотворил с ними апотекарий Фабий. Резкий толчок при торможении Грохот отскакивающих крепежных болтов и волна жара от магна мелк. Яркий свет залил грозовую птицу, когда упала рампа. Люций подождал, пока с десяток его боевых братьев не выскочит под огонь железных рук, и только после этого присоединился к бою. Не к чему ведь становиться пушечным мясом, принимавшим на себя губительный град первых выстрелов. По корпусу грозовой птицы глухо застучали выстрелы. Носороги и стационарные орудия открыли подавляющий огонь. Посадочная палуба звездного корабля была легкой целью с точки зрения доставки штурмового транспорта на борт, но на ней всегда находились орудия и защитные отряды. Люций за мгновение осмотрел вражеские позиции и удрученно отметил полное отсутствие фантазии в вопросе их размещения. В системе укреплений проглядывало влияние Желемановских предписаний, и Люция развеселила отчаянное стремление железноруких следовать за кем-нибудь новым. Плечо угодил выстрел, пронзив его болью. Все чаще и чаще ему казалось, что броня начинает становиться частью его, превращаясь в подобие твердой кожи, наделенной рецепторами боли и удовольствия в равной мере. Его это радовало. Он отпрыгнул в сторону, когда яростная очередь из автопушки прошла вдоль штурмовой рампы. Искры полетели, как мощный неоновый дождь, когда в толпе наступающих детей императора подорвались снаряды. Нескольких воинов разнесло в клочья. Еще пару разрезало с механической аккуратностью. Кровь окатила рампу, но Люций не уделил погибшим и мысли. Четыре грозовых птицы прорвались на посадочную палубу одновременно с несколькими абордажными торпедами. А судя по данным, пробивающимся через помехи на наложенный дисплей визора, еще три проникли на другие участки вражеского корабля. Судно было обречено, так что им оставалось только развлекаться с экипажем. Другие дети императора занимали палубу, но внимание Люция привлекли чудовищные монстры, атаковавшие железноруких. Он ухмыльнулся, заметив на вершине торпедные рампы Фабия, похожего на гордого отца, наблюдавшего за своими отпрысками. И что это были за отпрыски? Чудесный зверинец великолепных терат, явно созданных из генотипа легионеров, живые волны гротеска, способные сравниться с карнавалиями, которые до этого устраивал фениксиец. Они были ужасны и прекрасны, и при мысли о том, что сотворил Фабий, захватывало дух. Массивный громила, с дымящейся плотью, ярко-красной и горячей, как печь, отшвырнул носорог в сторону, словно бумажную игрушку, смяв в машине весь борд. Его мышцы были огромны, и от взмаха кулаков бронированный танк взлетел в воздух и приземлился в 30 метрах, совершенно разбитый. Болтерные снаряды врезались вплоть монстра, оставили в твердом теле борозды. Он взревел, глаза его налились кровью, мускулы покрылись зловонными, как прогорклый жир выделениями. Железнорукие бросились прочь от гиганта, между тем сломавшего второй носорог, оторвавшего еще вращающийся карданный вал и подхватившего его, как огромную дубину. Согласованно действуя в рамках отрядов, воины пытались не подпустить гиганта к себе, со всех сторон осыпая его разрывными снарядами. Люций метнулся в гущу воинов, плавными, скупыми движениями, разрезая их на куски. Они поворачивались к нему, выставляли пистолеты и мечи, но ни один не мог с ним сравниться. Люций пропустил над собой неумелый взмах цепным мечом, скинул собственный клинок, разрубая локоть противника, и с разворота вогнал ему в затылок второй. Вышедший из лицевой пластины шлема. В бой вступили новые дети императора, вопящее, ревущее сборище маньяков-убийц, с бастерни Абранксом и ланомией Руином во главе. Парные мечи Абранкса превратились в мелькающие размытые пятна, но Люция это не впечатляла. Скорость не равнялась мастерству, и слишком часто эти атаки наносили неаккуратные раны без всякой изящности. Руин сражался полыми кинжалами, узкими паньярдами, с которых с шипением капал яд. Раненые им содрогались в вызванных токсином конвульсиях, но гибли лишь немногие. Возможно, это и было его целью. Люций оставил их, и с изяществом ассасина двинулся сквозь сражающихся. Мечи его были инструментами вычурного убийства. Тела сжимали его со всех сторон, но Люций скользил между железнорукими и монструозными убийцами Фабия как дым. Железные руки сражались с каким-то механическим упорством и убивались тяжело. Люция охватила нервное возбуждение, когда воин, который должен был умереть от высокого удара в шею и одновременного укола в грудь, швырнул его на пол ударом железного кулака, мощного, как свайный молот. Он пошатнулся от удара, но успел прийти в себя прежде, чем воин приблизился, намереваясь покончить с ним. Из его ужасных ран лилась густая жидкость, но по ее переливающемуся, как у нефти, блеску Люций понял, что мечи лишь рассекли какие-то механические детали. «На тебе так мало плоти, что убивать почти нечего», — сказал он, уклоняясь от неумелого взмаха цепным мечом. Люций развернулся на пятках и ударил воина локтем в боковую часть шлема. Тот покачнулся, но все равно не упал, даже после того, как Люций вогнал оба меча ему в живот. Железнорукий что-то промычал, но различить слова в этом булькане было невозможно. Из решетки на лицевой пластине брызнула усеянная красными каплями пена, и Люций почувствовал маслянистый запах крови. Но этот бой уже успел наскучить ему. Люций выдернул мечи, скрестил их, как лезвие ножниц, и отрезал железнорукому голову. Он повернулся и нырнул в толпу сражающихся. Надеясь, что на этом корабле найдется хотя бы один воин, которому удастся его развлечь. Чудовищный монстр с лапами-крюками, как у гигантского богомола, врезался в середину наспех подобранного отряда железноруких, и троих зарезал, тремя же взмахами мощных конечностей. Он выл, убивая, и в этом горестном вое звучали и ненависти мука. Сайбус развернул станковый болтер своего носорога, держа окулярную сетку аугментированных глаз на черепе монстра. Направленный поток болтерных снарядов превратил его голову и туловище в конфетти из густо-красной плоти. Воины в броне безумных, словно взятых из горячечного кошмара цветов, бросились на них из окутанных дымом десантных катеров. Грудь их украшала характерная аквила, пусть и обезображенная, а значит они были детьми императора. Но ничто более не указывало на их принадлежность к этому когда-то гордому легиону. Их броню увешивали фетиши из кожи и кровавые боевые трофеи, испечляли непристойные символы и покрывали приваренные крючья. Хотя он давно отказался от слабой плоти, выбрав чистоту железа, при виде детей императора в его сердце разгорелась ненависть. Эти выродки убили его примарха. И никогда еще Вермана Сайбус не чувствовал себя таким живым, не ощущал себя человеком так сильно. До предательства на Истване Сайбус не раз сражался бок о бок с воинами фениксийца. Он восхищался их боевым этосом, и ревность, с которой они стремились к совершенству, всегда вызывала в нем уважение. Много лет назад он до глубокой ночи спорил с одним из юных офицеров по имени Релонор о преимуществах аугментационной мощи над органической силой. Насмехался над верой легионера в свою плоть и превозносил достоинство железа. Был ли юный Релонор сейчас среди этих ублюдков? Придется ли Сайбусу убить воина, которым он когда-то восхищался? Мысль его не встревожила, только укрепила веру в превосходство железа над кровью и костью. Рассредоточившиеся по палубе дети императора беспорядочно стреляли и вопили какую-то странную боевую молитву, которая терзала аугметику Сайбуса и заполняла мозг пронзительными помехами, казавшимися криками тысяч людей. Вой, виз клинков и ритмичные вспышки выстрелов сопровождали кровавый бой между абордажными отрядами и железнорукими, развернувшиеся на посадочной палубе. Мутировавшие конечности и когти, результаты генетических манипуляций рвали доспехи, выкованные в огне войны, а цепные мечи и пускаемые в упор болтерные снаряды в ответ раздирали отвратительные тела монстров. Сайбус поливал их огнем и штурм болтеров, но при этом замечал, что некоторые падали, не получив никаких ран от его собственных людей. На его глазах один изуродованный легионер рухнул, когда работавшее за пределами возможностей тело не выдержало и вспыхнуло изнутри. Другой просто взорвался под напором стремительно мутировавших клеток и превратился в подергивающуюся студенистую массу, похожую на коралловый риф из плоти. Сайбус отвлекся от бойни, заметив в гуще чудовищ, закованного в броню воина, над плечами которого поднималось ужасающее приспособление из лезвий, дрелей и пощелкивающих разделочных инструментов, некое хирургическое подобие сервозбруи. Он развернул башню, но чудовищное войско заслонило врага прежде, чем он успел выстрелить. Сайбус оставил мысли об одиноко стоящем воине и оглядел поле сражения со спокойной внимательностью тактика, словно еще находился в казармах. Монстров пока удерживали, стойкость его собственных воинов и биологическая нестабильность чудовищ не давала им переломить ход боя, но дети императора грозили заполнить всю палубу. «Первый эшелон, сдерживайте правый фланг», — приказал Сайбус, когда воины в пурпуре и золоте двинулись на окружение. Первый резерв — занять позиции. Носороги развернулись, как запираемые ворота, и, обеспечивая скоординированную поддержку пехоты, продолжали посылать в детей императора карающие потоки снарядов. Стационарные орудия и установленные на позициях турели накрыли огнем открытые участки палубы, сковав отряды, пытавшиеся выйти во фланг, пока железные руки проводили перегруппировку. Сайбус позволил себе на мгновение предаться мрачной радости. Дети императора поплатятся за свое безрассудство. Битва волнами вздымалась над ним. Это пучина, этот водоворот неистовой ярости, хладнокровных тактических решений и вычурной театральности. Она могла бы стать занимательным объектом для изучения различных стилей сражения. На Шараукину сейчас важнее было найти узловые центры вражеских сил, где неожиданный удар внес бы больше всего разлада. Он прыгал с балки на балку, с траверса на траверсу, под потолком посадочной палубы, останавливаясь лишь за тем, чтобы оценить тактическую обстановку. Вермана Сайбус, может, и был солдатом бескомпромиссным и не очень харизматичным, но в отношении боев был методичен, как секутор. Его воины отвечали на каждую атаку Детей Императора молниеносно и логично, даже если враги сражались, логикой не руководствуясь. Если организаторы атаки надеялись сломить обороняющихся одним сокрушительным ударом, их ждало горькое разочарование. Чудовищных созданий медленно теснили назад. Животному бешенству было не сравниться с ледяным спокойствием и непоколебимостью железных рук. В гуще самых яростных схваток Шараукин заметил нескольких Детей Императора и головореза с парными мечами, который пробивал путь сквозь обороняющихся. За ним следовал воин в шипастой броне, вооруженной двумя кинжалами, явно отравленными. Но один воин, раз за разом попадавший в поле зрения Шараукина, беспокоил его сильнее прочих. Этот невероятно искусный мечник превосходно видел границы между жизнью и смертью, и он скользил мимо мечей и пуль, будто растворившийся в тенях, с такой легкостью, с какой обычный человек пересекает комнату. Его мечи беспрестанно вторгались в пространство, занимаемое живыми, после чего живых не оставалось. Именно его Шараукин должен был убить. Люций заметил надвигающуюся тень за мгновение до удара. Он резко повернулся, чтобы избежать неизвестной атаки. Но даже его реакции оказалось недостаточно. Его словно ударили осадным молотом. Из легких выбило воздух, когда спикировавший воин опрокинул его на пол. Люций откатился в сторону от устремившегося вниз черного клинка, а второй блокировал с рефлекторной быстротой. Увидев, что воин в черном бросается на него, он согнул запястье, сводя мечи в крестовом блоке, изменил хват и развернулся на пятках, собираясь одним ударом в горло покончить с противником. Его меч столкнулся с бритвенно-острой сталью, и лишь отчаянное парирование спасло его собственную шею от метнувшегося к нему без шумного клинка. Люций был впечатлен и рад, что ему удалось найти воина, который знал, с какого конца надо держать меч. Большинство противников осталось бы без оружия после его первого блока. «У тебя хорошие навыки», — сказал он, когда они начали кружить друг напротив друга. Воин не ответил, и только тогда Люций заметил, что он не был железноруким. «Гвардеец ворона», — сказал он, узнав хват, стойку и наклон мечей, которые предпочитали теневые воины Корокса. «Теперь понятно, почему ты еще жив». Гвардеец ворона атаковал его стремительной серией обескураживающих ложных выпадов, высоких ударов и немыслимо быстрых уколов. И Люций парировал, уклонялся и пятился назад, следуя за все усиливающимся темпом дуэли. «У воина были не только навыки, но и талант, или даже дар. Давно я не убивал черных птичек», — хихикнул Люций, — «еще сыствона». Воин не отреагировал на провокацию, а значит, был еще более искусен, чем Люций полагал. Осознав, что разозлить воина так просто не удастся, он подавил потребность уничтожать противника, убивая его. Раз за разом они набрасывались друг на друга, кружась, как танцоры в номере, что окончится лишь со смертью одного из выступающих. Люций изучал воина, пока они дрались. Его движения были словно текущее масло, плавная последовательность переходящих друг в друга стоек. Его боевой стиль был безупречен, технически совершенен, но усиливался врожденным пониманием фехтовального искусства. Люций пораженно осознал, что этот воин был ему почти ровней. При мысли, что у противника есть шанс победить, Люция пронзила вспышка неуверенности. Он засмеялся, опьяненный радостью от долгожданной встречи с достойным противником, до предела взволнованный тем, что может проиграть, пусть даже вероятность этого была близка к нулю. Она существовала, и одно это было достойной причиной для восторга. «Друг мой», — сказал он, парируя низкий удар в пах и игриво отвечая выпадом к голове, «Я обязан узнать твое имя», — ответом ему стали коброй метнувшийся к шее меч и атака в горло с разворота. Разозлившись, Люций отбил оружие и рубанул по запястью ворона. Черный клинок отвел удар, и немыслимо быстрая контратака оставила глубокую царапину на орле, украшавшем на грудник Люция. «Отвечай, чтоб тебя», — рявкнул Люций, и еще один жалящий выпад проскользнул сквозь его оборону, оставив на щеке глубокий порез. Пораженный, Люций выскочил из дуэльного круга и опустил оружие. С лица его закапала кровь, и гнев испарился во вспышке восторженного счастья. «Ты меня ранил», — сказал он, одновременно восхищенный взволнованными. «Ты меня в самом деле ранил. Ты хоть понимаешь, как редко это бывает?» Не успел воин ответить, хотя Люций особо и не рассчитывал на ответ. Как кто-то третий ворвался в круг и сбил его с ног. Люций тяжело упал, выпустил мечи из рук и ударился головой, а покоробившиеся плиты настила. Глаза заволокло тьмой и кровавым туманом, но ему удалось заметить розово-золотое мутное пятно, метнувшееся к ворону мечнику. Но вопривавший взмахнул парными мечами, намереваясь отрубить ворону голову. И даже сквозь кроваво-красную дымку Люций узнал неуклюжий стиль бастерни Абрангса. Гвардеец ворона наклонился, уходя от атаки, и обогнул противника. Его мечи погрузились в поясницу Абрангса, в щель между спиной пластиной и кулетом. Абрангс закряхтел от боли и успел лишь развернуться лицом к врагу, как ему перерезали горло одним мечом и сняли скальп другим. Абрангс упал, мертвый, и Люций рассмеялся при виде этого позора. Он сомневался, что даже Фабий смог бы вернуть его после таких повреждений. Гвардеец ворона не остановился, чтобы насладиться убийством, а прыгнул к Люцию, собираясь покончить с ним. Но у судьбы, видимо, еще были на него планы. В центре посадочной палубы мгновенно вырос раскаленно-голубой купол электрического огня, и оглушительный раскат вытесненного воздуха пронесся через сводчатое помещение, словно ударная волна от атмосферного взрыва. Гвардеец ворона покачнулся, а Люций почувствовал горький металлический привкус телепортационной энергии. Он заморгал, пытаясь прогнать остаточные пятна от многочисленных источников света и призрачные отблески никогда не существовавших вещей. Бой на посадочной палубе прекратился, когда голубой свет исчез. На его месте стоял Пертураба, окруженный роботами-стражами. Голова пятнадцатая Другой способ сражаться Железо внутри Все к капитану Томатика пробежал через весь инжинариум, лавируя между элементами управления реакторной вентиляцией и струями газа, что вырывались из них. Достаточно горячие, чтобы отделить плоть от костей, эти струи сдирали краску с брони, а внутри доспеха было жарко, как в печи. Томатика обливался потом под комбинезоном, Капли пота жгли глаза и поток данных на визоре становился размытым. Клапаны аварийного сброса работали на пределе, по возможности быстро отводя энергию из реактора. Томатика задержался у одного из контрольных пунктов. Костяные сегменты цифр на табло пощелкивали, отсчитывая убывающие значения со скоростью альтиметра на падающем самолете. С помощью восстановленной сервоз бруи фратер дотянулся до красных железных вентилей на трубах и шип для загрузки данных подключился к ближайшему открытому терминалу. В кровь от перегруженных реакторов проник синестетический жар. «Все равно еще слишком много», — сказал Томатика. «Кира это не понравится, совсем не понравится». Голоса, орущие в ухо, требовали отчета, но он не обращал на них внимания. Да и что он мог им ответить? Сколько бы регулирующих стержней он не задействовал, уровни мощности в корабельных реакторах зашкаливали, приближаясь к критической отметке. «А когда это произойдет?» Он не стал заканчивать мысль и двинулся дальше по залу. Мимо гибнущих сервиторов, все еще работающих, хотя их кожа пузырилась и облизала от невыносимой жары. Машиновидцы, имеющие экзозащиту, старались управлять системой сброса так, чтобы энергия отводилась в резервные контуры, и искали дополнительные способы безопасно избавиться от излишка мощности. «Бесполезное занятие, но так они хотя бы дадут капитану время отразить абордаж». Томатика больше не мог ничего сделать и чувствовал досаду из-за того, что поставил всех в такое положение. «Мне надо на палубу, сражаться», — сказал он, краем глаза следя за тактическими сводками, которые поступали из корабельных инфоустройств. Посадочная палуба с трудом, но держалась. Данные о врагах на первый взгляд казались бессмысленными. Но не эта битва волновала Томатику. Несколько отдельных отрядов проникли на Сизифий и выше посадочные палубы. Силы быстрого реагирования уже двинулись им на перехват. Но чем дальше, тем сильнее казалось, что задачей первой атаки было удержать защитников на одном месте и таким образом расчистить путь к какой-то иной, истинной цели. Томатика выключил тактический канал. Он был столь же грозен в битве, как и любой воин 10-го легиона, но больше пользы мог принести здесь. Он отключился от терминала и пошел обратно к пульту управления, на другом конце машинного отделения. В клубах радиоактивного пара сновали тени. Сервиторы, которых излучение убьет меньше, чем за час. И лекс-механики, чьи высшие когнитивные функции уже угасли из-за химических выбросов. Несколько железных рук, вскрыв корпус реактора, работали в его недрах. Несмотря на утечку радиации, высочайшие температуры и корродирующие газы, они делали все, чтобы сдержать расплавление активной зоны, из-за которого Сизифий разорвало бы на части. Да и не только Сизифий, любого, кто оказался бы рядом с ним. Внезапно томатика понял, как может поучаствовать в сражении. Железный круг сомкнул щиты, образовав тупой клин наподобие носа космического корабля, и двинулся в атаку. Против их энергетического заслона и тяжелой брони огнестрельный огонь был бессилен. Каждый механизм приводился в движение реактором или жгутами псевдомышц. Усиленная защита корпуса в верхней части торса на руках и голове позволяла роботам выдерживать обстрел. И ничто в арсенале железных рук не могло ни на йоту замедлить их наступление. Неудержимая и безжалостная мощь, воплощенная в раненом железе с золотом и чернением, смела линию обороны железных рук словно ударом бойного шара. Пару носорогов отбросило в сторону, слаженным взмахом щитов, так что машины проскользили по палубе метров пятьдесят. С полдюжины легионеров погибли под сокрушительными ударами осадных молотов. Затем щиты разомкнулись с механической слаженностью, и из-под их прикрытия выступил Пертураба, которого сопровождали Форикс и Краагер. Сокрушитель наковален поднялся, а затем обрушился на палубу, став эпицентром сейсмических ударных волн такой силы, что бронированные машины переворачивались. Воздух наполнился шквалом обломков, железных рук разметало, словно листья на ветру. Мобильные орудийные платформы рассыпались на части, стационарные турели отключались из-за перепада давления. Роботы железного круга опустили торцы щитов на палубу и подняли оружие, установленное на плечах. Роторные пушки, гранатометы и счетверенные карабины. От их позиции развернулись перекрывающие сектора обстрела, и горизонтальный поток снарядов и лазерных выстрелов смел все на своем пути. Повелитель воскликнул Форикс, падая на одно колено и поднимая комби-болтер. Пертураба видел, что один на срок каким-то образом сумел устоять. С первого же взгляда было ясно, что эта машина весит гораздо больше стандартного, а в Окс-антенна указывала, что это транспорт командира. Воин десятого легиона, разместившийся в башне танка, нацеливал синхронизированные штурм-болтеры. «Он мой», — сказал Пертураба, — «разберитесь с остальными сами». Кивнув, Форикс махнул троим из железного круга и стал пробиваться на фланг, где десятый легион уже дрогнул под натиском детей императора. В этой расправе над врагом не было изящества, только эффективность. Никому из поверженных воинов уже не суждено было подняться, и даже Геносеме их не уцелело. Крагер перепрыгнул через упавшую переборку, поля по ошеломленным противникам из болт-пистолета. Еще три робота из железного круга не отставали от новопосвященного Триарха. Они прикрывали его от вражеского огня и поддерживали атаку собственной огневой мощью. Орудия командирского носорога выплюнули шквал болтерных снарядов, и два робота встали перед Пертураба, принимая огонь на свои щиты. Когда буря искр и взрывов стихла, роботы скользнули в стороны и опустили щиты так, что образовалось подобие рампы. И Пертураба, использовав их как трамплин, взвился в воздух, воздев молот. Вслед ему устремился поток выстрелов, но снаряды, натолкнувшись на броню, разрывались безо всякого вреда. Сокрушитель наковален опустился, подобно неумолимому поршню, и полностью расплющил всю переднюю часть танка. Машина, подпрыгнув, перевернулась, и, подчиняясь гравитационному полю, упала с сокрушительной силой. Инерция отбросила ее на выпирающий пиллерс, и остатки брони смялись, словно фольга. В Пертураба все еще стреляли. На этот раз это были хладнокровно точные выстрелы из болтера и ракетные установки, оставляющие за собой спиральный след. Один энергетический щит отклонил ракету в направлении крыши, а другой встал на пути масс реактивных снарядов. Пертураба отбросил молот и очертил рукой широкую дугу. Оглушительная очередь вырвалась из латной перчатки, и каждый тяжелый снаряд, специально изготовленный с помощью машины ференцийского энциклопедиста, пробивал вражескую броню благодаря плазменному боезаряду, используя затем тело противника как биотермическое топливо. При каждом попадании воины сгорали заживо. Железные руки сплотились вокруг своих сержантов и офицеров. Теперь Тураба, продолжая методичный обстрел, с убийственной точностью уничтожал каждого офицера. Едва тому удавалось установить контроль, как в грудь ему попадал снаряд, и его тут же охватывало пламя. Небольшой отряд железноруких бросился в отчаянную атаку из-под прикрытия горящей машины. Истребительная команда, вооруженная мелтаганами, плазменными ружьями и гранатами. Панцирные орудия железного круга сразили некоторых из этих воинов, заставив их исчезнуть в синем огне преждевременных разрывов. Но Тураба, отдав роботам мысленный приказ, позволил уцелевшим врагам приблизиться. Их было пятнадцать, стойкие, жаждущие крови, элита, судя по виду. В свете их визоров была ненависть, и их собственное, и отражение ненависти самого Пиртураба. Их доспехи были изуродованы шрамами, их готовность умереть заслуживала восхищения. Молот Пиртураба расправился с первыми тремя, разбив их, словно фарфоровых кукол. Еще двоих разорвало пополам оружейной очередью, а потом остатки отряда добрались до него, рубя противника мечами и стреляя в него из энергетических пистолетов, которые вспыхивали с яростью солнца. Железные руки были легионом убийц, выходившими из жестоких, вечно враждующих племен. И с юности впитывали воинскую культуру своего опустошенного мира. Они хорошо сражались, и некоторые удары даже достигали цели. Плазменный разряд попал в нагрудник Пиртураба, и за это примарх разорвал оружие противника пополам. И искореженным стволом проломил тому голову. Энергетический разряд, испарив воздух, опалил на плечник Пиртураба, и сокрушитель наковален, оставил от нападавшего только кровавое облако. Латная перчатка примарха изрыгала смерть, и каждый выпущенный снаряд пронзал жертву, как огненное копье. По мановению руки Пиртураба вспыхивал огонь, а за ним следовали крики. Десятый легион не мог победить, они не могли даже сражаться с таким противником, но все равно не отступали, не допуская, чтобы абсолютная невыполнимость поставленной цели отвлекла их от ее исполнения. Пиртураба восхищался железнорукими, но при этом убивал их без всякого сострадания. И вот пал последний воин, вся верхняя часть его тела превратилась в кровавое месиво, а нижняя еще подергивалась у ног Пиртураба. Примарху не нужно было осматриваться, чтобы понять. Битва за посадочную палубу закончена. Перестрелка стихала, но Форекс и Крайгер продолжали преследовать врага. Последние из защитников или погибли, или отступили под защиту противовзрывных диафрагм, каждая в несколько метров толщиной, чтобы вскрыть их потребовались бы пробивные заряды. Экипаж наверняка уже размещался в заранее подготовленных дефиле в коридорах корабля. И в таких узких проходах и огневых мешках малая численность им не помешает. Забыв о чести, дети Императора безумствовали среди павших, обирая трупы и забавляясь с обгорелыми изуродованными останками. Они впустую тратили время. Время, бывшее ключевым фактором в любом абордаже. Исход такой операции зависел от того, удастся ли помешать врагу перегруппироваться или сплотиться вокруг уцелевших командиров. Сохранение инициативы в бою – залог победы. Особенно, если речь идет о том, чтобы отобрать космический корабль у его экипажа. Однако Пертураба не торопился продолжать атаку. Он медлил, изучая воинов, выигравших эту битву. Орда противоестественных чудовищ, оживших кошмаров. Несколько десятков этих существ бродили среди трупов, словно забыв, где находятся. Пертураба знал, что они такое. Тераты, созданные фулгримовым алхимиком плоти из геносемени, которое было изъято у павших наистований. Сердце Пертураба застыло, когда он заметил отметки отделений и татуировки легионок, которые не смогли скрыть ни хирургические операции, ни клеточное воздействие. Судя по этим отметкам, больше всего было железных рук, но немало встречалось и выходцев из Саламандр или Гвардии Ворона. Пертураба не одобрял решение, принятое в легионе его брата. Такое вмешательство в генетику космических десантников, даже если они были врагами, было связано с технологией, которую невозможно контролировать. Какие еще запреты нарушит создатель этих существ, если позволить ему распоряжаться генетическим знанием императора? К тому же, материалом для тарад служили не только солдаты, все еще лояльных легионов. То тут, то там Пертураба замечал знаки легионеров под командованием Ангрона, Мартариона, Альфария или Ларгара. Был даже один из сынов Хоруса. Примарк знал, что Фабий грабит мертвых врагов, но то, что он не щадит из своих, стало отрезвляющим откровением. Если Фулгриму настолько наплевать на своих же товарищей по восстанию, до каких же глубин предательства он способен опуститься? Фабий, в сопровождении почетной стражи и сдергающихся, что-то бормочущих тарад и какафонов Вайросяна, пробирался по коридорам Сизифия с целенаправленной поспешностью. Служебная дверь, которую не успели вовремя закрыть, дала им доступ в недра корабля. А противоестественная сила тарад позволила прорваться к его бьющемуся сердцу. Четыре монстра, сопровождающие отряд, были лучшими созданиями Фабии. Теми, чья генетическая структура потребовала минимальной хирургической модификации. Внешне они все еще напоминали космических десантников. Но тела их, покрытые кусками брони, которую Апотекарию удалось раздобыть, чудовищно раздулись и увеличились. Да, это его лучшие творения. Но их тела пожирали сами себя. Они сгорали в биологическом пожаре, который жадно требовал питательных веществ, чтобы поддерживать изменения, происходящие с плотью. Химическая смесь, которой их кормили, не давала им умереть от истощения, вызванного этими переменами. Но напряжение боя оказалось непереносимым для слишком многих. Фабий не мог не признать, что с генетическим кодированием, которое он использовал, было что-то сильно не так. Неужели в данных, которые Альфарий украл у гвардии Ворона, был дефект? Маловероятно. Никто в Альфа-Легионе не обладал специальными знаниями, чтобы ввести в код вредоносный элемент, так, чтобы Апотекарий этого не заметил. Нет, дефект – это его собственный просчет. И предвкушение, с которым Фабий думал о том, как будет исправлять ошибку, не уступало по силе разочарованию, сопровождавшему ее обнаружение. Коридоры отзывались на шум боя странным эхом. Звук то нарастал, то стихал. Защитники упорно сражались за свой корабль, не понимая, что битва уже проиграна. «Куда мы идем?» – спросил Вайроссиан. Его скрипучий голос был сильно искажен из-за удлиненных челюстей. Фабий провел на бывшем капитане третьей роты одной из своих относительно успешных хирургических вмешательств. Он нарастил кости черепа и изменил их форму, чтобы избранные мутации смогли в полной мере развиться. Объединение капитана с экспериментальным инструментом, который разработала Бек Якинска, хоть и было неожиданным, но принесло вполне удовлетворительные результаты. «В апотекарион», – ответил Фабий. «Зачем?» – пробулькал Вайроссиан. «Потому что там есть кое-что нужное мне». «Что?» «Не знаю», – Фабия начинал раздражать этот допрос. «Не знаешь?» – зарычал Вайроссиан. И его похожее на топор оружие эхом отозвалось на его гнев. Вайроссиан все еще считался одним из капитанов Легиона и пользовался уважением. При нарастающем внутреннем расколе долго это продолжаться не могло, но пока что Фабий был вынужден соблюдать субординацию. «Там находится источник энергии, древний механизм, который при работе резонирует на частотах мне неизвестных. Я не знаю, что это такое, и потому хочу заполучить этот механизм. И вы мне поможете». Вайроссиан в ответ хмыкнул что-то неразборчивое, и трое какафонов за его спиной отозвались на это резким скрипучим шумом. От низкого гудения, которое издавало их оружие, у Фабия ныли зубы. Если бы не кляпы из колючей проволоки, ему бы пришлось постоянно слушать их вой. Кляпы можно было удалить по приказу Вайроссиана, и тогда эти орущие убийцы своей звуковой атакой разорвали бы на куски все, что окажется на пути. Двигаясь обходными маршрутами, они все дальше углублялись в сердце корабля, и Фабий выбросил какафонов из головы. На этом пути встречались препятствия, но ярость и рад, и звуковая ударная волна, исходившая от воинов Вайроссиана, смелите очаги сопротивления, что им встречались. Голый металл корабельных внутренностей казался однообразным и мрачным, разительно непохожим на великолепие Андроника. Хотя Фабию не нравилась театральная вульгарность собратьев, лабиринт его собственного царства тоже щекотал чувства. Правда, совершенно иным образом. Время, когда флоты 28-й экспедиции выглядели так, почти стерлось из памяти. Фабию подумалось, что с тех пор прошла целая жизнь, или даже больше. Один из тират посмотрел на него с высоты своего роста. У существа были сплющенные, будто размытые черты лица, словно он страдал от гигантизма, покрасневшие от кровоизлияния глаза на выкате из-за химических реакций. Между распахнутых челюстей капала слюна, а дыхание было горячим, звериным. «Что смешного?» – спросило создание. «Ничего», – ответил Фабий, – «и больше со мной не заговаривай». «Они умеют говорить?» – удивился Вайроссиан. «Я не думал, что у кого-то из них сохранился разум». «Некоторые умеют. Фабию не хотелось признавать, что деградация интеллекта – это еще одна проблема, которую придется решать в следующей партии». «Апотекарий, тебе еще далеко до следующего уровня постчеловеческой эволюции», – сказал Вайроссиан. «Эти твари – регресс к приматам». «Я не могу совершить прорыв в эволюции, не заплатив за это», – ответил Фабий. И палец его сжался на спусковом крючке медицинского игольника. «Каждое живое существо – звено в огромной цепи, которое связывает прошлое и будущее. Пройдут тысячелетия, и возникнут формы жизни, которые будут в ужасе уже от нашей примитивности». «Говори за себя, апотекарий», – проворчал Вайроссиан. Фабию хотелось его убить, забыв о последствиях. Но прежде чем он смог поддаться этому внезапному порыву, Терратов скинул тяжелую голову. Увеличенные ноздри существа зашевелились, анализируя коктейль из запахов. Секундой позже их почувствовал и сам Фабий. «Притирочный порошок, оружейное масло, стреляные гильзы и едкая, холодная вонь апотекариона». В конце коридора показалась группа железных рук с оружием на готове. Но Фабия это не встревожило. Он с самого начала знал, что без боя им весь путь не пройти. «Убить их!» – приказал он. И Терраты мгновенно подчинились. «Томатика!» – крикнул Кадм Кира. «Во имя Медузы!» «Ответь!» Он отбросил трубку Вокса. Руки его, опирающиеся на командную кафедру, сжались в кулаки. Немногие еще доступные системы сообщали одно и то же. Безрадостное известие. Битва проиграна. Посадочная палуба потеряна. И враг с минуты на минуту пробьет взрывозащитные двери. Как только это случится, корабль уже не удержать. Кира никак не хотел с этим смириться. «Велун, скажи наконец, что у нас есть энергия!» «Немного есть!» – ответил Саби Квелланд, переходя от одной станции мостика к другой, и считывая показания. Большую ее часть я перенаправил на орудие. Кира кивнул. Он уже чувствовал вибрацию в надстройке Сизифия. «Мы их задели?» «Да, но недостаточно. Тогда почему они не отстреливаются?» «Точно не знаю, Кадам. Может быть, потому что на борту примар. В чем бы ни была причина, скажи спасибо за такую малость». Кира понимал, что должен быть благодарен Андронику за молчание. Но то, что их взяли на абордаж, казалось оскорблением, злорадным уколом, полным высокомерия, словно умения тех, кто был на борту, ничего не значили. «Есть новости от Сайбуса?» «Нет», – ответил Велун, «ничего с тех пор, как Пертураба телепортировался на посадочную палубу». Кира похолодел от мысли о том, что в абордаже участвует столь грозный противник. При любом сценарии военных действий, появление одного из этих полубогов, сыновей Императора, сразу же снижало шансы с другой стороны. И сейчас Кира понимал, как больно оказаться этой другой стороной. «В таком случае он мертв». «Корабль потерян?» – спросил воручий вора. «Враг захватит нас живьем?» Кира вгляделся в лицо воры. И, несмотря на спокойный голос, увидел в глазах проводника неприкрытый ужас. Вора боялся, и вполне обоснованно, попасть в руки врага. Но здесь было что-то еще, какой-то другой страх, который никак не был связан с тем, что могли бы сделать с пленником Дети Императора или Железные Воины. Гаруда спорхнул с балки перекрытие, опустился на пост управления двигателями и, пощелкивая когтями по металлическому краю, издал переливчатый крик. Кира почувствовал настойчивую пульсацию двоичного кода в основании шеи и склонился над консолью, чтобы посмотреть, что привлекло внимание птицы. Поток данных, отображавшийся на экране, был за пределами его компетенции, но суть он уловил, и злость, которую Томатика вызвал в нем своими проделками, возросла многократно. «Веллун», — позвал Тира, — «Томатика замышляет именно то, о чем я думаю». Железный отец просканировал данные, и его когнитивная аугметика рассортировала показатели на сегменты, удобные для обработки. Судя по выражению на лице Велланда, Томатика делал именно то, о чем догадывался Тира. «Он перестал сбрасывать лишнюю энергию», — сказал Веллунд. «Он направляет все во внутренние контуры двигателей. Перегрузка наступит через четыре минуты. Можешь его остановить. Отсюда нет, капитан». «Тогда иди к нему», — приказал Тира. «Спускайся туда и останови его». Он заметил сомнение в глазах Велланда и переспросил. «Ты меня слышал?» «Слышал, капитан». «Тогда почему ты еще здесь?» «Потому что мне кажется, что у нас не осталось других вариантов». «Уничтожить корабль?» — воскликнул Тира. «Никогда. Пока мы живы и у нас есть болтеры, мы будем сражаться». Уллерах Бронтан доверил командование этим кораблем мне. «И скорее в землях теней наступит день, чем я позволю Томатики его взорвать». Веллун быстро подошел к капитану. «Я знаю, но подумай еще раз. На борту вражеский примарх, и изгнать его под силу только другому примарху. Если мы правильно догадались о том, что планирует Томатика, мы сможем убить Пертураба прямо здесь, прямо сейчас. Даже примарх такого не переживет. Мы сможем отомстить за Ферруса Мануса». Бронированная дверь Апотекариона рухнула вовнутрь с глухим лязгом, и наружу вырвались струи газа, за которыми последовал вопль звуковой волны. Лопнуло стекло, и полились медицинские жидкости. Запахло химикалиями в перемешку с антисептиком. Звуковые волны, сталкиваясь, метались по залу, как миниатюрные кометы, так что сталь трескалась, а все стеклянные предметы просто рассыпались. Трещины пошли и на поверхности контейнера, в котором лежал Ульраг Бронтан. Игнаций Нумен и Сеп Тойек начали отстреливаться, и пустой зал наполнился эхом выстрелов, которое в замкнутом пространстве казалось оглушительным. Дым разорвали спирали инверсионных следов. Атиш Тарса, опустившись на колени рядом с саркофагом Бронтана, поднял к плечу снайперскую винтовку. Прицел ее был соединен с его перчаткой Нортециумом и передавал каркасную модель цели на виза. При этом внутренние органы подсвечивались красным. Таким образом, каждый выстрел становился смертельным, а для Тарсы каждое сражение представало в неоновом хроме мерцающих биотепловых изображений. В этот момент картинка взорванного люка была загрязнена ослепительным теплом, следами болтерных выстрелов и разрозненными данными, которые казались невероятными. Из Марьева вырвалось какое-то ревующее существо, грозный гигант, источавший жар и окруженный биометрическими данными, которые не поддавались расшифровке. Внутренние органы этого огромного, сильного создания пылали, словно маленькие солнца, озарявшие чудовищно увеличенную плоть живительным светом. Тарса немедленно выстрелил, и токсический шок, вызванный специальными биоснарядами, превратил органы существа в сверхновую. Смесь, изготовленная апотекарием, была дистиллирована из яда ящериц-сульваек, которые обитали в пепельных болотах Вакула, и справилась бы даже с самой крепкой сердечно-сосудистой системой. Однако существо продолжало двигаться. Еще один снаряд, попавший ему в грудь, замедлил монстра, но не остановил его. Два выстрела в голову от Нумена все-таки уложили создание, но на смену ему из люка показалось несколько новых. «Все к капитану!» – крикнул Нумен, покидая свою позицию, когда в апотекарион прорвалось третье такое чудовище. Сеп Тойк перекатился из укрытия и выпустил очередь в грудь неуклюжего монстра, который, развернувшись ударом наотмашь, отбросил его через весь зал. «Это Тарса!» – заорал Саламандр Вокс. «Нам нужна помощь в апотекарионе!» Он отключил связь с Нортециумом, и зрение вновь обрело четкость. Теперь он видел, что чудовище на самом деле – космический десантник, но мутировавший далеко за пределы основного генома. Тарса был апотекарием, одним из тех, кто оберегал генетическое наследие легиона. И для него такое надругательство над великой работой императора было страшнейшим оскорблением. Даже предательство магистра войны не могло сравниться с изменой такого рода. Восстание Хоруса посягало на идеал, и, как несложно это было представить, объяснялось разочарованием, человеческим по своей природе. Эти же мутации посягали на саму жизнь. Тарса выстрелил в чудовище, которое уже ранил Тойек. Снаряд вонзился в череп, подобно сверлу трепана, и токсин поразил мозг за считанные секунды, вызывая отказ высших функций. Существо рухнуло на пол, держась за голову, похожими на дубины лапами. В Апатикарион протиснулся еще один изуродованный космодесантник, но Нумен успел выстрелить прежде, чем чудовище добралось до него. Тарса уже наводил винтовку на новую цель, когда заметил трех воинов, кричащие из украшенной брони. Они появились в разрушенном дверном проеме. Воющий шум, сопровождавший их, ошарашивал. Грохочущий диссонанс и какофония криков, которые доносились из установленных на плечах аугмиттеров. Тарса помнил отталкивающее обличие детей императора, еще по иствану пять, и без промедления выстрелил в горло первому из воинов. Тот уже подготавливал длинную обмотанную проволокой спиральную трубу, которая была соединена с усилителем на его спине. Воин упал на колени с булькающим криком удовольствия, вырвавшимся из разорванной глотки. Труба же изрыгнула синее пламя и гулкий басовитый звук, который отбросил Тарсу на контейнер баронтана. Апотекарий упал с другой стороны саркофага и в перекате поднялся на ноги, отступая подальше от капитана. Воин, издававший булькающие хрипы, упал лицом вниз, но другой уже целился в Тарсу, низко держа оружие с длинным тонким стволом, вокруг которого извивались стальные струны, а на конце виднелся зловещий шип. Прежде чем Тарса смог догадаться о назначении этого инструмента, легионер ударил по расширенной части его корпуса, и воздух между противниками искривился от ударной волны. Тарсу снова отбросило назад, и доспех его треснул от звукового давления. Он упал на плитке пола, взрыв на куски разорвал винтовку, на визоре был лишь статический шум от перегруженных систем. Среди ревущих воплей, которые издавало странное оружие детей императора, слышались болтерные выстрелы и крики ненависти. Чья-то голова, срикошетив от стены, покатилась к Тарсе. На розовом шлеме виднелись разнообразные акустические приемники. Обрубок шеи еще кровоточил. Апотекарий сумел встать как раз вовремя, чтобы увидеть, как Нумен погружает цепной меч в живот другого легионера. Морлок лишился своего шлема, а его нагрудник украшала глубокая вмятина, словно по нему ударили с чудовищной силой. Септ Тойк сражался с одним из модифицированных десантников, но его сил было слишком мало, чтобы справиться с искусственно измененным монстром. Забравшись на саркофаг Барантана, Тарса прыгнул на спину чудовищу и вонзил рабочий конец редуктора в основание его черепа. Сверла, лезвия и кюретки, которые обычно использовались для изъятия парагеноидов, вырвали из головы противника кусок значительных размеров. Отделения для тканей в перчатке Тарсы наполнились мозговым веществом и кровью, а существо испустило вопль боли, и лишь затем его нервная система поняла, что уже мертва. Тарса соскочил с падающего монстра и заметил, что некто внезапно оказался совсем рядом. Но было уже слишком поздно. Что-то длинное и тонкое прошло сквозь трещины в доспехе, вонзилось в его плоть, и апотекарий закричал, когда все рецепторы в его теле отозвались разрядами боли на вторжение ядовитого химического вещества. Ощущение было такое, словно он превратился в сломанный механизм. Конечности дергались в спазмах, внутренние органы пульсировали, работая на пределе возможностей. Зрение Тарсы помутилось от боли, но он все же увидел, как сеп тоек рухнул под градом ударов, которые наносил последний из мутировавших космодесантников. Чудовище наступило на повяженного врага, но Тарса не мог разглядеть, жив ли еще морлок. Еще один звуковой разряд прокатился по апотекариону, и Игнаций Нумен упал, держась за голову, так, словно она вот-вот лопнет. Апотекарий старался подползти к контейнеру бронтана, но нервная система отказывалась работать слаженно, и казалось, будто по синапсам в мозгу колотит какой-то огрен. Тарса полностью утратил контроль и хотел закричать от ярости, но даже такое проявление эмоций было ему недоступно. Некто, возвышаясь над ним, перевернул его на спину и прислонил к стенке стазисного контейнера. Этот некто был высоким, облаченным в длинное одеяние, текстурой до странного напоминающей плоть. Длинные белые волосы, впалые щеки и желтая, как пергамент кожа указывали, что этот человек знаком с искусством смерти. В древние времена его назвали бы некромантом. Однако на плечнике его украшали символы апотекария. Даже свежий слой бессмысленно, варварски яркой краски, не мог скрыть бледные контуры изначальной спирали. Механическое создание, прицепившееся к спине апотекария, напоминало паразита с подчерневшими конечностями, которые заканчивались лезвиями или шприцами. Казалось, что эти подвижные конечности изучают Тарсу. Саламандр хотел плюнуть в лицо предателю. Он мог в какой-то степени управлять лицевыми мышцами, но понимал, что не вернет контроль над телом достаточно быстро, чтобы помешать этому апотекарию исполнить задуманное. Голова его бессильно повернулась в сторону, и он увидел, что нумен бьется в судорога, стараясь остановить кровотечение из ушей, а оружие его валяется на полу. Двое детей императора, стоявшие перед ним, держали в утыканных шипами перчатках эти воющие и ревущие инструменты, которые заменяли им оружие. Один воин был на голову выше другого, его доспех украшали мерзкие символы, крючья и вибрационные датчики. У него было кошмарное лицо, растянутое, опухшее, изуродованное аномально разросшимися костями и бионическими имплантатами, отчего казалось, что воин постоянно кричит. Тарса старался оказать хоть какое-то сопротивление, но субстанция, которой его атаковали, то ли токсин, то ли нервно-паралитическое отравляющее вещество, была слишком сильной. Апотекарий заметил ненависть в его глазах и широко ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. Смех его походил на стук когтей. «Подожди умирать, маленький Саламандр», — сказал Фабий. «Ты мне еще пригодишься». Глава 16. Вопрос доверия. Нестандартный вход. Сизифий атакующий. Кадм смотрел на показания приборов на командной кафедре и непроизвольно сглатывал, видя, что значения мощности во внутренних контурах продолжают расти. Через считанные мгновения реакторы взорвутся и уничтожат Сизифий. И хотя все в нем восставало против этого решения, он знал, что Велунд прав. Если своими смертями они купят смерть примарха-предателя, значит, в конечном итоге все это было не зря. Он знал, что должен сказать что-нибудь экипажу, выразить напоследок, какой честью было для него служить с ними, но слов не находилось. Бронтан произнес бы прощальную речь, которая пережила бы их жертвенную гибель, которую помнили бы и после него, которую люди цитировали бы перед собственной смертью. У Тира ничего не было, и никогда раньше он не чувствовал себя столь неподходящей заменой капитану Ульраху Бронтану. Он перевел взгляд на Сабика Велунда, но Железный Отец не посмотрел на него в ответ, слишком занятый данными, выводящимися на инженерный путь. Гаруда летал в верхней части мостика, хлопая металлическими крыльями, и время от времени с карканьем пикировал кальдар проводнику. Но если внимание птицы и раздражало воручий вору, вида он не подавал. «Сколько у нас времени?» – спросил Тира. Велунда поднял на него взгляд. «По моим оценкам, около трех с половиной минут». Тира кашлянул. «Мы сумели принести пользу, Сабик», – сказал он. Велунда кивнул. «Так точно, капитан», – ответил он. «Сумели. Феррус бы нами гордился». «Мне достаточно и того, что мы его не опозорили», – сказал Тира. Велунда был явно озадачен, но ему не дали ответить. Вокс-станция затрещала, открывая входящее соединение. Мостик наполнил рев аварийных сирен и резкий свист перегретого пара. Но все это перекрывал голос, в котором отчаяние смешивалось с радостью от творящегося беспорядка. «Кадам, Кадам, ты тут?» – позвал фратер Томатика. «Фратер, это ты?» «Да, конечно», – ответил Томатика. «Кто ж еще?» «Томатика, будь ты проклят, ты всех нас погубил», – сплюнул Тира. «Пока еще нет, мальчик мой, но ты погубишь, если продолжишь меня отвлекать». «О чем ты?» «Фратер Велунд, еще на мостике?» – донесся голос Томатики сквозь грохот ударов и вой сирен в инженерных отсеках. Велунд бросился к вокс-станции и схватил звуковой рожок. «Я здесь, фратер», – сказал он. «Вы направляете всю избыточную энергию в двигатели?» «Да», – согласился Томатика. «Они достигнут критической точки меньше, чем через три минуты». «Должен заметить, времени немного больше, чем три минуты, фратер», – сказал Томатика. «Непосредственные наблюдения имеют свои преимущества. Но оставим вопросы точности. Тебе надо проследить, чтобы Кадам передал права управления на инфоустройство здесь, внизу. Мне нужен корабль». «И не надейся», – рявкнул Тира. «Я не отдам тебе последнее командование кораблем». «Придется», – огрызнулся Томатика. Из его голоса пропала вся легкомысленность. «И делай это быстро, капитан, или мы все погибнем». «Погибнем?» «Томатика, мы уже мертвы», – сказал Тира. «Благодаря тебе. Ты взорвешь корабль». «Не говори глупостей», – ответил Томатика. «Я ни за что бы не стал взрывать этот славный старый корабль. Ну, во всяком случае, намеренно. А теперь послушай меня, Кадам Тира. Я разгонял звездные корабли до допустимых пределов и сверх того, когда тебе еще руку не отрезали. Переводи командование на мое устройство и клянусь семью священными тенями Карааша, мы выберемся. А если нет, что ж, все это уже будет неважно». Тира посмотрел на Велунда, непонимающе пожавшего плечами. «Что ты задумал?» – спросил Велун. Веселость в голосе Томатики была слышна даже сквозь шум в подпалубах. «Увидишь, Сабик», – сказал он. «Но лучше поставьте того проводника к штурвалу». «Ах да, и еще один момент». «Что? Держитесь за что-нибудь». Подрывные заряды были на месте, готовые раскрыть внутренности корабля железных рук. Все железные воины были специалистами по подрывным работам, и Крагер не являлся исключением. Через считанные минуты после того, как посадочную палубу зачистили, он установил заряды, способные пробить тяжелую броню взрывозащитных дверей. Крагер еще раз проверил ряд взрывчатки перед главной заслонкой и побежал обратно к Пертураба. Примарх ничего не говорил с того момента, как убили последнего из железных рук, только бродил среди мертвых, будто искал что-то потерянное. Форекс находился рядом с ним, коварно перепоручив установку взрывчатки Крагеру. «Мы готовы подрывать», – сказал Крагер, подходя к Пертураба и Форексу. Вокруг Примарха широким кольцом встал железный круг, уменьшившийся на двоих. Крагера удивило, что железноруким вообще удалось уничтожить хоть сколько-нибудь боевых роботов. Но ему следовало помнить, что 10-й легион был не из числа тех, кто станет покорно сносить избиения. Крагеру вновь выпала честь наблюдать за своим Примархом в бою. И сейчас, стоя в руинах после очередной разрушительной победы, он был как никогда готов служить 4-му легиону. Пертураба разглядывал последствия битвы. Мертвые тела, разбитый транспорт, обрывки плоти. Освещаемый пламенем выпотрошенного носорога, он казался Крагеру выше, чем раньше. Мантия его колыхалась под потоками горячего воздуха. Черно-золотой драгоценный камень черепа застежки мерцал в свете огня. Пертураба кивнул и, опустившись на колено, коснулся ладонью палубы. «Подожди, Триарх», – сказал Пертураба. «Мне нужно время». Крагер посмотрел на Форекса. «Они будут перегруппировываться в узких коридорах в глубине корабля», – сказал он, думая про себя, что уж Пертураба и Форекс должны об этом знать. «Верно», – согласился Пертураба. «И мы выбьем их оттуда и уничтожим. Это будет сложно, и в процессе мы потеряем многих воинов». «Чем дольше прождем, тем больше потеряем», – заметил Крагер. «Я знаю. В таком случае мне непонятно, почему вы колеблетесь, Повелитель. Ты принимаешь уважение за неуверенность, Крагер. Я даю нашим достойным противникам возможность выстроить последний рубеж», – сказал Пертураба, поднимаясь и указывая на жуткие мутированные тела монстров, которых Фабий привез на борт. «Это была бесчестная победа, поэтому мы обязаны дать железным рукам возможность с честью умереть». «Это бессмыслица», – возмутился Крагер. «Нам надо скорее подвигаться вперед. Убить их всех прежде, чем они превратят этот корабль в смертельную ловушку, которую он и так уже напоминает». Примарх снял сокрушитель наковалин и, очертив им дугу, прижал лицевую часть к нагруднику Крагера. «Осторожно, мой юный триарх», – произнес Пертураба, лишенным выражения голосом. «Мне в трезубце нужен воин, способный говорить без обиняков, а не брехливая собака. Помолчи». Крагер вновь посмотрел на Форекса, ища поддержки. Но первый капитан стоял, прижав пальцы правой руки к боку шлема. Он кивнул в ответ на неизвестное сообщение по Воксу и поднял взгляд. Было очевидно, что он встревожен. «Повелитель», – быстро заговорил Форекс, – «вас надо уводить с этого корабля». Пертураба опустил молот и повернулся к первому капитану. «Поясни». «Барбан Фальк сообщает о накоплении огромных объемов энергии в реакторах корабля», – сказал Форекс. «Они на грани перегрузки. Через считанные минуты они оставят от корабля только радиоактивные обломки». Пертураба покачал головой. «Это какая-то уловка», – сказал он. «Если железные руки здесь погибнут, они погибнут, сражаясь». «Мы не можем быть в этом уверены», – сказал Форекс. «Я знал своего брата», – сказал Пертураба. «И его легионеры не позволят себе так умереть, когда есть еще с кем бороться». «Ферус Манус мертв, повелитель», – сказал Форекс. «Кто знает, на что способен его легион ненавистников плоти теперь, когда его нет». «Не на это», – твердо ответил Пертураба. «Нет», – с внезапной уверенностью произнес Крагер, точно зная, что сделал бы на их месте. «Повелитель, вы не правы. Они с радостью разнесут этот корабль на куски, если решат, что вы при этом погибнете». «Что стоит жизни нескольких сотен легионеров, когда речь идет об убийстве примарха?» «Один корабль с воинами против жизни железного владыки. Об этом и спрашивать бессмысленно. Меня даже удивляет, что они так долго не могли это осознать». Пертураба не ответил, раздумывая над словами своих триархов. Секунды утекали, и Крагер уже готовился почувствовать добела раскаленную волну, которая сопроводит взрыв корабельного реактора. «Повелитель», – продолжил Крагер, – «вам был нужен воин, способный говорить без обиняков. Так вот, я говорю вам без всяких обиняков. Вы должны немедленно покинуть корабль. Они покончат с собой в ядерном взрыве, если будут знать, что вы тоже умрете. Но если здесь будем только мы, они станут сражаться. Мы можем захватить этот корабль. Вы же знаете, что можем, но только если вас на борту не будет. Вы должны уйти и предоставить битву нам». Крагер напрягся под взглядом холодных глаз Пертураба. Берас был разбит сокрушителем на ковален за меньшее. Наконец примарх кивнул и опустил молот на плечо. «Нет», – сказал он, – «мы все уйдем. Как ты и говорил, этот корабль теперь стал смертельной ловушкой. И я больше не собираюсь терять воинов из-за тщеславия Фулгрима. Мы вернемся на железную кровь и взорвем этот корабль своими орудиями. А если Андроник окажется у нас на пути, мы уничтожим и его». Крагер раскалился. Именно так и сражались железные воины. Решительно и неослабно, беспощадно и неумолимо. «Мы не сможем дать железным рукам возможность умереть с честью», – сказал Пертураба. «Но я заставлю Фулгрима заплатить за их жизни». Форекс кивнул и сказал. «Фальк, телепортационные маяки активированы. Вытаскивай нас отсюда». Атиш Тарса боролся с ядом, парализовавшим его конечности. Но это было все равно, что бороться с безжалостной хваткой раствора из паутиномета. Апотекарий-предатель с любопытством разглядывал его, будто они были старыми друзьями, помирившимися после долгого периода отчужденности. «Устройство на груди мертвого воина», – произнес он голосом, напоминавшим шелест сухой пыли в пустыне. «Это старая технология из былых времен, так?» Тарса замотал головой. «Для тебя он бесполезен. Он привязан к геному капитана Бронтана». Фабий ухмыльнулся и погрозил ему пальцем. «Вы, саламандры, совсем не умеете лгать», – сказал Фабий, проводя обломанным черным ногтем вдоль его скулы по щеке и глазу. «Думаю, в этом виноват вулкан». «Не смей произносить его имя», – сплюнул Тарса. «Почему нет? Это какая-то традиция на Ноктюрне, не говорить плохого о мертвых?» «Вулкан жив», – сказал Тарса, и повторил слова как мантру. «Вулкан жив!» «Вулкан жив!» Фабий засмеялся. «Такая убежденность в том, кто так старательно закрывает глаза на правду». Тарса заскрежетал зубами, почувствовав болезненное ощущение в пробуждающихся кистях и стопах. Кончики его пальцев дернулись. «Убей его, Фабий!» – сказал воин, застывшим в крике лицом. «Возьми, что тебе нужно, и уйдем!» Всему свое время, – ответил Фабий, и нервные окончания в плоти Тарсы болезненно заявили о себе. Теперь он с некоторым усилием воли мог контролировать непроизвольные движения. Он сжал кулак. Паукообразный механизм на спине апотекария-предателя вздернул Тарсу на ноги и прислонил к стазис-контейнеру. Фабий смотрел сквозь стекло с яростной жадностью. Его глаза с тяжелыми веками горели в предвкушении того, как он вырвет железное сердце из тела Бронтана. «Подумать только, что я смогу с этим устройством сделать!» – жадно сказал он. «Ты его убьешь!» – сумел Тарса процедить сквозь сжатые зубы. «И ты думаешь мне?» Тарса провел идеальный правый кросс и обрушил кулак на лицо Фабия. Апотекарий-предатель покачнулся от удара, выбившего зубы и заставившего кровь брызнуть с челюсти. Механический арахнит выпустил Тарсу, и тот рухнул на согнутые ноги. Он попытался подняться, но удар отнял у него все силы. Фабий навис над ним, всю нижнюю часть его лица заливала кровь. В черных глазах пылала ярость. «Ты дорого за это заплатишь!» – сказал он. «Ты будешь молить меня о смерти годами, пока я буду пытать тебя, не давая умереть!» Тарса посмотрел наверх, и на его губах появилась тень улыбки. «Почему ты улыбаешься?» – резко спросил Фабий. «Брат Шараукин!» – сказал Тарса. «А пол чем не нравится!» Развернувшись, Фабий увидел гвардейца-ворона, спрыгнувшего с переплетения кабелей и труп под потолком. Два меча с черными лезвиями погрузились в грудь апотекарии, и из ран брызнула маслянистая черная жидкость. Фабий завалился назад, раскрыв рот в гримасе ужаса. Шараукин выдернул из него мечи, крутнулся на пятках, метнул один из них в сторону. Клинок, описав в воздухе несколько кругов, пробил шлем воина из Детей Императора, и он упал со сдавленным дисгармоничным воплем, который отдался болью в черепе Тарсы. Но не успел Шараукин покончить с Фабием, как на него бросился последний из монстров. Ворон перепрыгнул через контейнер ульдраха Бронтана и приземлился у дальней стены, подняв узкое лезвие к правому плечу. Существо врезалось в стену апотекариона, раздуваясь на глазах. Алые вены выступили поверх мускулов, как гидравлические шланги, готовые лопнуть под давлением. Неизвестные биологические процессы внутри чудовища заставили его биться в судорогах от ярости и бушующей силы. Из его срощенных пальцев выдвинулись черные когти. Вдоль позвоночника толчками прорезались костяные шипы. С удлиненной крокодилией челюсти с шипением закапала слюна. «Сейчас было бы неплохо, брат», – произнес Шараукин. Но Тарса понятия не имел, к кому тут обращается. Обезумевшая из-за мутации чудовище бросилась на ворона с ненавистью ревя. Шараукин отпрыгнул в сторону. И стена апотекариона взорвалась в облаке искрящегося металла, обрывков кабелей, ребристых опор и кессонных панелей. Гигантское устройство из голой стали и покрытых черными полосами брони пробило себе путь внутрь мощными шагами и тяжелыми ударами механических конечностей. Он схватил звероподобного космодесантника-мутанта, вращающимся, покрытым с полохами энергии кулаком, и, используя силу мышц из сверхплотного волокна, ударил его головой об стену. Череп монстра невероятным образом остался цел. Существо пошатнулось от удара и попыталось сосредоточиться на том, кто почему-то сумел причинить ему боль. Брат Бомбаст, железный гром медузы, стряхнул себе обломки и кабели-проводы, проходящие в стенах. Бомбаст был слишком велик, чтобы войти в апотекарион любым обычным способом. Поэтому он сделал нестандартный вход. Продолжая стремительно поглощать собственное тело и раздуваться, мутант выпрямился. Ноги его трещали и набухали, изменяясь согласно какому-то новому, неизвестному шаблону, заложенному в гены. Он ударил Бомбаста удлиненными руками, пился истекающими слюной зубами в саркофаг с оттиснутым на нем черепом. Покрытые кислотой клыки оставили в голом металле глубокие борозды, а крепкие, как алмаз когти, начали рвать броню, словно плазменные резаки технодесантника. Бомбаст схватил существо за раздувшуюся шею и ударил его лицом о свод собственного железного контейнера. Раздробились кости, сломались клыки. Вся передняя часть черепа мгновенно провалилась внутрь. Для ровного счета взревел штурмовой болтер, закрепленный под кулаком Бомбаста. Фонтан из крови и мозгового вещества забрызгал потолок, когда разрывные снаряды сдетонировали в голове чудовище. Монстр обмяк в кулаке дредноута, как тряпичная кукла, и его изрешеченные останки бросили на пол с полным отвращением скрежетом. «Апотекарий Тарса!» – прогудел Бомбаст. «Ты звал на помощь!» Тарса едва не рассмеялся от облегчения, пока Шараукин оказывал ему первую помощь. Он все еще чувствовал слабость во всем теле, но хотя бы мог вновь им управлять. «Звал, брат Бомбаст!» – ответил он, с трудом поднимаясь на ноги и обхватывая кулак одной руки ладонью другой. «Я искренне благодарен тебе за помощь!» Тарса оглянулся по сторонам в поисках детей Императора, которые едва не убили его и не вскрыли стазис-контейнер капитана Бронтана. Они сбежали при виде Бомбаста, и Тарса не мог их винить. «Ты в порядке?» – спросил Шараукин. «Со мной все хорошо, или по крайней мере скоро будет», – ответил Тарса. Шараукин кивнул и отошел, чтобы проверить состояние двух поверженных марлоков. Тарсе еще нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя. А Бомбаст, между тем, нагнулся и заглянул в контейнер Ульраха Бронтана. Неподвижное лицо капитана, замершее на середине предложения, смотрело вверх. «Я предлагал ему взять это тело из железа и стали», – сказал Бомбаст. «И он отказался», – отозвался Тарса. «Он никогда не стал бы брать то, что ему не принадлежит». «Неправильно это, что я существую, а он нет». Тарса махнул рукой в сторону стремительно разлагающегося трупа последнего из мутантов. «Сейчас я очень рад, что среди нас ходишь именно ты, брат Бомбаст». «Ты – Саламандр», – сказал Бомбаст. «Тебе не понять. Плоть несовершенно по сути своей, а его тело долго не выдержит это состояние отложенной смерти. Я достаточно прожил в этой железной оболочке, и быть здесь следует военачальнику, а не простому воину». «Ты не прав», – сказал Тарса. «Ты позволяешь себе слишком много», – сказал Бомбаст. «Ты не знаешь меня, а я бы тысячу раз умер, если бы это вернуло моему капитану жизнь». Тарса не знал, что ответить Дредноуту, поэтому оставил его предаваться грусти. Он помог Шараукину поднять септа Тойека на наклонный стол для осмотра. Броня Марлока была разорвана и помята, но он выжил после нападения. Обе его руки были изогнуты под углами, указывавшими на множественные вывихи. Игнаций Нумен поднялся. По оцепенелому выражению на его лице Тарсе было очевидно, что звуковая атака, повергнувшая его, вызвала сотрясение. «Ты в порядке?» – спросил он, когда Нумен поднял свое оружие. Нумен не ответил, и Тарса протянул к нему руку, чтобы коснуться плеча. «Брат Нумен, ты что-то говоришь?» – очень громко спросил Нумен. «Да», – ответил Тарса. «Ты слышишь меня?» «Что?» «Я сказал, ты слышишь меня?» – Нумен покачал головой. «Я тебя не слышу. Тебе придется кричать». Тарса посмотрел на запекшуюся кровь и плоть на щеках Нумена и понял, что даже тот остаточный слух, который сохранился после взрыва плазмы на Истване, теперь пропал. Морлот полностью оглох. Велунд смотрел, как растут значения мощности во внутренних контурах, и железные пальцы на левой руке непроизвольно сжимались. Он не испытывал страха. В глубине души он давно верил, что они погибнут здесь, в северных окраинах, всеми оставленные и забытые. И в будущих книгах об этой войне о них, в лучшем случае, упомянут в сноске. Что по-настоящему его беспокоило, так это тот факт, что они могут погибнуть из-за безрассудных действий Железного Отца, которого многие считали недостойным своего звания, опасным, ненадежным элементом в механизме Легиона. Томатика был, без всякого сомнения, гениален. Но природа его гениальности была такова, что на своих неудачах он учился больше, чем на победах. Велунд надеялся, что Сизифий не станет последней из неудач Томатики. Дуги света заплясали вокруг Форекса, когда демпферные катушки, установленные по краям зала, закончили поглощать телепортационную энергию. Сверхпроводящие каналы подали ее в энергетические колодцы. Клаксон ревом возвестил об импульсном оттоке. А через несколько мгновений на телепортационном диске, железном подиуме, украшенном гравировкой из черепов и электрически очищенном, толпились воины в доспехах. От перемещения замутило, как от удара в живот. И Форекс подавил знакомую тошноту. «Не нравится телепортироваться, да?» – спросил Крагер. Форекс покачал головой. «Нет, это расщепленное состояние, как будто каждый раз умираешь». Крагер кивнул, словно мог понять, и они сошли с подиума. В бронированных корпусах роботов из железного круга в это время что-то жужжало и щелкало. После перемещения их встроенным системам требовалось некоторое время на перенастройку. Когда энергетические катушки вдвинулись в пол, Пертураба широкими шагами спустился с диска и вышел из комнаты через диафрагменный люк. Крагер и Форекс последовали за железным владыкой обратно на мостик, чувствуя в его молчании неизбежность расправы. У командной кафедры стоял Фальк, а в воздухе перед ним висел гололит, на который выводились данные о корабле-железноруких и его реакторах, определенно находящихся на грани перегрузки. «Сколько еще?» – спросил Пертураба. «Меньше минуты», – сказал Фальк. Тупоносый, похожий на пулю вражеский корабль, беспомощно плывущий в космосе, как туша мертвого пустотного кита, был виден и на главном обзорном экране, за мерцающим изображением. «Их маневровые двигатели заработали», – сказал Форекс, заметив вспышки, корректирующих струи вдоль корабля. «У них снова есть энергия». «Ее будет недостаточно», – ответил Фальк. «Это просто последняя отчаянная попытка подобраться как можно ближе к нам, прежде чем двигатели взорвутся». «Ты уводишь нас в сторону?» – спросил Крагер. «Разумеется», – огрызнулся Фальк. «Смотря на стены за Крагером, с таким видом, будто на тускло окрашенных переборках что-то было. Мне пришлось ждать, пока вы не вернетесь, но да, мы отходим». «Мы будем в зоне действия ударной волны, когда он взорвется», – спросил Форекс. Фальк переключился с бегущего графика на схему с концентрическими сферами действия. «Корабль железных рук находился в центре, а андроник и железная кровь в первой зоне поражения». «Несомненно», – ответил Фальк. «Мы отдалимся, но все равно урона не избежать». Пертураба поднял руку и склонил голову на бок, изучая потоки данных о корпусе и реакторах вражеского корабля. Он переключился с показаний энергетического излучения на медленно поворачивающееся изображение корабля железноруких и обратно. Форекс будет еще сотню раз вспоминать этот момент, пытаясь разгадать выражение на лице Пертураба. Уголок его рта дернулся, словно примарха что-то позабавило, но взгляд оставался ледяным и расчетливым. Тело его было напряжено, боевая ярость еще не ушла, но приобрела оттенок спокойной уверенности, смягчивший его суровую агрессивность. Примарх всегда состоял из противоречий, но и никогда прежде эти противоречия не были сильны так, как сейчас. «Оставайтесь на месте», – сказал Пертураба. «Повелитель», – переспросил Фальк. «Мы все еще в зоне удара, на таком расстоянии взрыв нанесет нам серьезный урон». «Барбан Фальк, я сказал оставаться на месте. Мне каждый раз нужно повторять для тебя приказы». «Нет, повелитель», – ответил Фальк, тут же прекращая подачу энергии в двигатели и останавливая корабль. Форекса все сильнее терзало мрачное предчувствие, но он не сомневался, что Пертураба знает, что делает. «Расчет всех данных для стрельбы закончен, повелитель», – сказал Крагер. «Не стрелять», – приказал Пертураба, проходя в переднюю часть командной палубы и становясь перед обзорным экраном. «Я говорил, что легион Фулгрима заплатит за жизни, которые мы потеряли. Вот их расплата». Едва ли можно было вообразить себе ад, более точно отвечающий представлением древних, чем тот, который превратилась в инженерная палуба. Она стала удушливым, обжигающим кошмаром, где сверхнагретые газы вырывались из лопающихся труб и сиял красный свет. Обширные пространства были усеяны телами мертвых, сервиторов со вскипевшими внутренностями и машиновидцев, которых экзозащита не спасла от утечек разрушительной радиации и скачков температуры. В замогильном алом сумраке двигались тени монструозных созданий с многочисленными руками и когтями, повелители этой обители проклятых. Но то были не демоны, а железнорукие, хозяева корабля, теперь пытавшиеся его спасти. Томатика бился с выходными данными от сразу нескольких систем, пропуская потоки информации через когнитивный комплекс, встроенный в его мозг марсианскими жрецами, и сопоставляя их со скоростью, недоступной даже самому талантливому из смертных. Сказать, что он пытался провести операцию, требующую крайней осторожности, было все равно, что заявить, что передовая биоаугметическая нейрохирургия может представлять некоторую сложность для варвара с дикого мира. Энергия в реакторе могла в любой момент вырваться из защитного поля и превратить корабль в стремительно расширяющееся облако радиоактивной пыли. Томатика полагал, что ему удастся направить колоссальные мощности в нужном направлении. У них может появиться шанс спастись. А если не удастся, они, возможно, смогут хотя бы нанести врагам урон. Корабль детей императора отступал. Рой улетающих грозовых птиц и отозванных абордажных торпед на магнитных фалах оставлял за собой светящийся узор из траектории. Любопытно было то, что корабль железных воинов больше не двигался. Возможно, их капитан догадывался о его плане. На железной крови был пертураба, так что это было вполне вероятно. Но почему он не сообщил ничего детям императора? Освободив разум от мысли о прошлом, пертураба наблюдал за плавно поворачивающимся сизифием. И искренне восхищался его экипажем. Информационное устройство железной крови, наконец, идентифицировали корабль железных рук. Чей тяжело бронированный и значительно модифицированный силуэт раз за разом заставлял алгоритмы, проводившие сравнение моделей и анализ энергосигналов, выдавать ошибки распознавания. Его конструкция и характеристики излучения были так сильно изменены, что в нескольких промежуточных результатах он был даже определен как боевой корабль зеленокожих. Пертураба узнал корабль задолго до этого. Улучшения, модификации и заплаточные ремонты, проведенные экипажем, не скрыли от его глаз, лежащую в основе конструкцию. Корабль железных рук был теперь уродлив. Рядом с андроником он выглядел, как тюремная заточка, рядом с гладиаторским мечом. Но оружие всегда оставалось оружием, и даже самое грубое могло убить. А экипаж Сизифия был полон стремления убивать. Невыносимо яркий ореол от ядерных реакций вспыхнул из перегруженных двигателей. Цунами электромагнитного излучения вышло из Сизифия и накрыло железную кровь и андроника. Десятки пультов заискрились и заполыхали. Незащищенные системы перегружались и сгорали. — Костя Лохаса! — выругался Фаль, когда его командную кафедру охватило пламя. — Крагер, у тебя есть еще расчетные данные для выстрела? — спросил Форекс. — Нет, орудийный ауспикс ничего не видит. — Заставь его работать, — приказал Форекс. — Дайте минуту, — отрывисто сказал Крагер, пытаясь что-нибудь сделать с теми немногими системами управления огнем, которые оставались целы. — Нет у нас минуты, — рыкнул Форекс, отталкивая Крагера в сторону. Пульт представлял собой почерневший обломок, но работало еще достаточно систем, чтобы можно было выпустить ряд неуправляемых торпед и дать многозарядный залп. — Ничего не делайте, — сказал Пертураба. — Но... — Я сказал, ничего не делайте, — прокричал Пертураба, но к тому моменту ничего уже и нельзя было сделать. Раскаленное облако ослепительной энергии вырвалось из двигателей Сизифия, как хвост у кометы, подлетевшей слишком близко к сверхплотной звезде. Корабль выстрелил вперед, словно снаряд из ручного гранатомета. Из практически неподвижного состояния, в мгновение ока развив скорость до второй космической. Окруженный ярким, как лазер сиянием, Сизифий преодолел расстояние до Андроника и врезался в борт сразу за плугообразным носом изящного корабля. Пусть Андроник и был покрыт позолотые орнаментами, он оставался боевым кораблем легиона Састартеф и обладал броней, способной выдержать удары ракет, торпед и любых боеприпасов взрывного действия. Но против скорости, массы и носовых орудий Сизифия у него не было шансов. Корпус Андроника прогнулся под ударом клинообразной ракеты, которой стал корабль железных рук. Атака смяла внутренностей, и в космос вырвалась волна воспламенившегося кислорода. Пылающий орел Сизифия поджег атмосферу в Андронике. Нос его легко отделился, будто отрубленный гильотиной. Он отлетел, оставляя за собой спиралевидный след горящего кислорода. А броневые плиты на всей передней половине крейсера коробились от внутренних взрывов, прошедших по его длине. Огонь вырывался из разломов в корпусе. Лучи ослепительного света били из пробоин. В результате катастрофической атаки корабль Дикей Императора сгорал изнутри. Пламя и обломки расширяющимся конусом вылетали наружу, когда Сизифий инерцией и орудийным огнем пробил внутренности Андроника. Как пуля, влетающая из тела застарелой жертвы, прошел он сквозь корабль третьего легиона, таща за собой расплавленные обломки и расчерченное пламенем облако перегретой плазмы. Корабль замерцал в дымке, и Пертураба заметил дрожащие сполохи света на краях пролома. Щиты увлекали за собой километры броневых пластин, попавших в магнитное поле. Хотя в космосе не существовало понятий верх и низ, Андроник накренился к низу, слепо разворачиваясь, как нокаутированный боец. Гироскопические системы старались его выровнять, но урон был слишком велик, слишком внезапен и слишком мощен, чтобы можно было скорректировать его влияние. Капитан еще пытался спасти корабль, но Пертураба знал, что Андроник обречен. Энергетические поля замерцали в отчаянной попытке удержать внутреннюю атмосферу, когда передняя часть корабля отлетела. Потеряв конструктивную целостность, Андроник начал разрываться на части под напором собственной огромной массы и жадных волн варпа, стремившихся заполучить свою награду. «Во имя двенадцати!» — выдохнул Корикс, на глазах которого развертывалось величественное зрелище гибели космического корабля. Ни один воин не смог бы забыть, как умирает в бою Левиафан, пораздивший звездные просторы, как повергается могучий, как посрамляется неуязвимый. Андроник потерял ход, его сигнальные огни на мгновение мигнули и угасли. Двигатели корабля еще время от времени вспыхивали, уводя выпотрошенный каркас с тщательно намеченного пути. Скоро он исчезнет в расплывающихся течениях варпа и станет очередной жертвой неукротимой ярости империев. «Думаете, там кто-нибудь выжил?» — спросил Фальк. «Выжившие будут», — ответил Форик, переходя к наблюдательной станции и устанавливая связь со взлетными палубами. Нескольким наверняка удалось добраться до спасательных капсул, но многие еще находятся в пустоте, на борту грозовых птиц и торпед, и, уверен, немало осталось на разрушенном корабле. «Я отправляю к ним бригады спасательного транспорта». Пиртураба смотрел, как Трезубец начал возвращать контроль над Железной Кровью, выставлять линии обороны из оградительных кораблей и организовывать спасательную операцию для экипажа Андроника. Тысячи погибли, когда корабль был так внезапно и безжалостно поражен. Но благодаря своим несравненным логистическим талантам Форекс мог еще спасти несколько сотен. Он смотрел, как корабль железных рук развернулся с легкостью, казавшейся недопустимой для столь уродливого творения. Оставляя за собой след из раскаленной плазмы и прикованных магнитным полем обломков, Сизифи устремился по нисходящей дуге к завихрению штормовых облаков, отнюдь не выглядевших, как простой путь. «Повелитель», — сказал Крагер, держа палец на спусковой кнопке. «Стрелять?» — «Нет», — ответил Пертураба. «Оставьте их, они это заслужили». Глава семнадцатая Башня Братоубийство Командовать буду я В отличие от многих своих братьев, Пертураба не испытывал ненависти к легионам, которые остались верны императору. Они были инструментами, с помощью которых отец выстраивал свою империю. С этими воинами обошлись так же несправедливо, как и с сынами Пертураба. Но они были или слишком упрямы, или слишком слепы, чтобы это понять. Железные руки были достойным легионом, но они сильно изменились за века, прошедшие с тех пор, как Пертураба и остальные примархи поднялись на зубчатую вершину башни Астартес и принесли свои особые обеты. Пертураба ждал Фулгрима в своем убежище, среди организованного хаоса, картин. Под защитой стазисных полей, анатомических моделей и недостроенных автоматов. Поигрывая с механизмом заводного льва, который держал в пасти скульптурные лилии, примарх вспомнил, как собирал это устройство еще на Олимпии, и тем самым нарушил одно из своих самых незыблемых правил, не оборачиваться к прошлому. Он вспомнил, как в ночь перед отлетом Стеры, перед жизнью, в которой будет только война, поднимался к вершине шпиля из полированного мрамора. Каждый шаг требовал нечеловеческого усилия воли, требовал решимости и мужества. Он не просто взбирался по винтовой лестнице, он отвечал на вызов, брошенный его разуму и духу в психическом единении с императором, которое требовало от воина предельной стойкости. Не все из них тогда прошли это испытание. Пертураба уже не был уверен, что и сам его прошел. О великих клятвах, которые прозвучали тогда на вершине высокой башни, складывались эпические оперы. Художники всех мастей пытались запечатлеть тот грандиозный миг, когда примархи один за другим проходили под позолоченной аркой. Сотни драматургов хотели передать стихами возвышенные идеи, что олицетворяла собой эта встреча. Ни у кого из них ничего путного не вышло. Они думали, что клятва имела символический смысл, произвольно выбранный момент, призванный отметить начало чего-то исключительного. Они думали, что ценность этого ритуала только в значении, которую он придаст еще одной крупинке в песках таранской истории. Пертураба много раз вспоминал тот день, критически оценивая каждое слово в их разговоре с отцом. Но в холодном одиночестве, которое сопутствовало измене, любая интерпретация той беседы несла не утешение, а только упрек. «Ты станешь моим молотом, Пертураба», — сказал тогда его отец. «Ты должен сокрушить преграды, которые враги возводят на предначертанном нам пути. Я сломаю любую стену, кто бы ее ни построил. Любую». «Знаю», — сказал отец и посмотрел на звезды. На вершине мира они казались чистыми, как алмазы. Дворец оставил далеко внизу пелену химических остатков. Наследие веков войны и пепла ее последствий. Пертураба также поднял взгляд к небу, предвкушая, как поведет к этим звездам своих воинов. «Вина за ненужную войну велика, сын мой», — сказал отец. «Она навсегда пятнает душу и, словно рак, выедает все, что было хорошего в человеке. Посылать людей на смерть, обрекать врага на гибель, не имея при этом благородной цели. Это бремя, которое никто не вынесет и не должен прощать. Всегда помни об этом, сын. Сражайся, когда должен сражаться, но серьезно обдумывай, как распорядиться силой своего легиона. Стоит спустить зверя войны с цепи, и он не вернется в железную клетку, не утолив свой голод кровью невинных». Эти слова были произнесены задумчиво, словно отец говорил с сожалением под грузом горького опыта. «Теперь они казались пророческими, предостережение, болезненное, как укус змеи. Но то, чего я прошу от тебя, продиктовано необходимостью, которое большинство не понимает», – продолжил его отец. «Многие в этом новом мире считают меня тщеславным, видят гордыню в моих словах о предначертании, которое дает право на звезды. Но они не понимают, какова вселенная на самом деле. Они не знают, что это битва за выживание целого вида. Или мы оставим Землю и завоюем галактику, пока есть еще время, или нас ждет медленная смерть или застой, который может оказаться гораздо хуже смерти. «Твои сыновья этого не допустят», – тогда его отец улыбнулся. «Может быть, это уже неизбежно. Избежать можно всего». «Надеюсь, ты прав, Пертураба», – ответил отец. И в этот миг между ними чувствовалась настоящая привязанность. Ни раньше, ни потом Пертураба не испытывал ничего подобного. За прошедшие века наш вид перепробовал множество способов борьбы со злом. Молитвы, посты, добрые дела, ритуалы и священные тексты. Но мы будем бороться иначе. «Со злом», – переспросил Пертураба. «Метафорически говоря», – ответил император, «но не слишком убедительно. Все эти способы оказались бессмысленны, неэффективны и губительны для миллионов. Мы же будем биться с помощью болтеров, клинков и мужества величайших воинов во всей галактике. Именно так нужно сражаться со злом». И опять это слово. «Железные воины ждут твоего приказа, отец. Неважно, куда приведет нас судьба. Неважно, с чем мы столкнемся и сколько времени это займет. Мы не подведем тебя». Отец обернулся, и взгляд его золотых глаз пронзил сердце Пертураба, как осадный бур, проникнув в самую суть и в одно мгновение узнав о нем все. Но в чем бы ни заключалось это знание, на его непроницаемом лице оно не отразилось, и Пертураба еще долгие годы пытался разрушить эту стену. Император выглянул из башенного окна на горы, которые прорывались через высочайшие слои облаков, на миллионную армию рабочих, которая все еще трудилась, превращая горный хребет в здание, достойное благоговения. Его взгляд охватил все. От самых новых поселений, выросших вокруг границ дворца, до земель, принадлежащих королям техноварваров и изуродованных войной, и до самых далеких сатрапий. «Я больше не вижу, как будут развиваться события после этого момента, и чем все закончится», — сказал отец, когда молчание, повисшее между ними, нарушили анаботические ветра, что поднимались с равнины. «Поэтому-то Магнус и его легион остаются на Тере, хотя остальные отправляются в крестовый поход». «Отчасти. Но и он скоро к вам присоединится. Надеюсь, однажды Магнус вернется ко мне, ибо он видит многое из того, что для меня скрыто». «Он покинет крестовый поход?» — с разочарованием спросил Пертураба. «Магнус вернется на Теру, но ненадолго». Император повернулся к нему, словно удивленный тем, что его сын расстроен. «Вы с ним близки?» «Мы встречались всего несколько раз», — ответил Пертураба после короткого размышления. «Но да, он мне нравится. Он уже помог мне перевести некоторые из менее прозрачных текстов в моей коллекции. Думаю, мы с ним подружимся». Почему? Уже тогда вопрос показался странным. Со временем, особенно после никейских событий, эта странность только усилилась. Как если бы император заранее узнал, какой путь изберет для себя алый король. «Нас объединяет любовь к знаниям и жажда узнавать новое», — сказал Пертураба. «Если не будет ни знаний, ни культуры, то в чем смысл крестового похода?» «Только истреблять, только уничтожать?» «Нет. Если крестовый поход ведется, то лишь для того, чтобы оставить после себя что-то лучшее». «А, слова твоего ференцийского энциклопедиста». Император мягко улыбнулся. «Ну вот, а я надеялся выдать их за собственную мудрость», — ответил с такой же улыбкой Пертураба. Он часто вспоминал эти слова, они казались насмешкой над тем, во что превратилась великая мечта императора. Два века идеализма и надежды оказались стерты взрывом восстания, и великие достижения мгновенно были сведены на нет. Что скажут историки будущего об авантюре Хоруса? Будут ли они, сидя над пыльными фолиантами, пытаться воссоздать давно минувшие события и увидеть, как все могло бы сложиться?» Пертураба отбросил этот вопрос как незначимый. История — не игра, которую можно проходить снова и снова, и каждый раз получать новый результат. Прошлого не изменить, а тому, что не случилось, сбыться было не суждено. Сослагательное наклонение могло увлечь ученых и теоретиков, но воинам оно только мешало. Фулгрим поднялся на башню Астартес намного лет раньше, и Пертураба часто думал, о чем они с императором говорили в их последнюю ночь на Терри. Мучился ли фениксиец от воспоминаний бессонными ночами? Может быть, ему не давали покоя особый смысл и подтекст, которые были скрыты в словах отца и только теперь прояснились? Слышал ли Фулгрим в своем разуме голос, который нашептывает темную правду? Выживших с Андроника разместили на одной из верхних палуб железной крови до тех пор, пока их не будет готова забрать гордость императора. Местом, способным вместить 3000 человек, спасенных от пустоты космоса, стала бывшая палуба летописцев, расположенная в середине корабля. Суда железных воинов отличались жесткой функциональностью, не признававшей лишнего пространства, но на этих палубах царило запустение. Здесь когда-то жили и работали тысячи летописцев, сопровождавших легион на позднем этапе крестового похода. Но их больше не было, а легионеры никак не использовали эти темные помещения. На стенах еще оставались обрывки графики, фрагменты поэтических строчек и порнографических карикатур, и наспех набросанные нотные знаки. Но многое скрыли алые отпечатки и потеки засохшей крови. Верховный Сулака пробирался сквозь толпу смертных и легионеров, которая наполнила тесные коридоры с низкими потолками. Не веря собственным глазам, он чувствовал все большее негодование. Тела легионеров были свалены на полу без всякого порядка. На наплечниках стояли отметки сортировки, хотя ясно было, что помощи не оказали даже тем, кто в ней отчаянно нуждался. Воздух пропитали вонь открытых ран и нестерпимый запах генетически модифицированного коагулянта, свидетельствовавший о том, что многие воины серьезно ранены. Не дожидаясь приказов, апотекарии железных воинов направились на палубы летописцев. Но спасенные Сандроника отказались от помощи. Задержался только Сулака. Вопреки всему, он надеялся увидеть кого-то из тех созданий, о которых упомянул Камнерожденный, после своего злополучного визита на оргию Детей Императора. Он углубился в лабиринт проходов, идя на звуки, похожие на крики охотящихся горных рапторов. Влажный клекот, усиленный металлом стен и искаженный бесчисленными поворотами. В воздухе гудели басовитые ноты, пронзительный визг терзал нервы, словно расстроенный вокс. Но Сулака не мог обнаружить источник этого назойливого шума. Раненые легионеры лежали в лужах липкой крови. И никто не обращал на них внимания, кроме нескольких медицинских сервитеров Третьего легиона, кибернетических рабов, которые могли ухаживать только за низкоприоритетными амбулаторными больными. Среди выживших были и смертельно раненые, но рядом с ними не было никого с достаточными врачебными навыками. Сулака этого не понимал. Без апотекариев умрет огромное число воинов, которым умирать было вовсе не обязательно. Без своевременного применения редукторов, где на семя умерших будет потеряно. А детям императора, казалось, было все равно. Воины-фениксийцы лишались самого ценного ресурса легиона и ничуть об этом не беспокоились. Чем дальше Сулака углублялся в лабиринт летописцев, тем сильнее он подозревал, в чем причина этого. Очень многие дети императора настолько отдалились от изначального генетического шаблона, что в них стало практически невозможно узнать легионеров. Или то, насколько их геносемя вообще пригодна для обычного сбора. Сулака увидел воина, на грудне которого был расколот. А под ним виднелась широкая грудь, больше похожая на морщинистая брюхо рептилии. То, как согнулась рука другого легионера, указывало, что в ней слишком много суставов. У третьего шлем, казалось, сросся с тканями головы так, что невозможно было различить, где кончается доспех и начинается плоть. И на этом изменения, которые он видел, не заканчивались. Разноцветные фасеточные глаза следили за ним с такой злостью, словно он был чужаком, вторгшимся на их корабль. Он чувствовал себя уже не как апотекарий, старающийся помочь страждущим, а как скаут-новичок, впервые оказавшийся в тылу врага и обнаруживший себя. Сулак одвигался быстро, отмечая для себя все разнообразные деформации и уродства, которые проявились на телах детей императора. Некоторые изменения были очевидным результатом хирургической обработки, другие же могли возникнуть только вследствие манипуляций с геносеменем. Поражало, что у кого-то за пределами тайных лабораторий на Терри и Марсе хватило мастерства на такое. И судя по тому, что рассказывал ко мне рожденный, вернувшись с гордости императора, на это был способен только один человек. Сулака услышал булькающий стон и почувствовал, как чьи-то слабые пальцы цепляются за его ногу. Посмотрев вниз, он увидел воина с цианатичным лицом и кровоточащими глазами, что говорило об ужасной гипоксии и травмах из-за взрывной декомпрессии. Воина явно выбросило в вакуум без всякой защиты. И то, что он вообще был еще жив, лишь доказывало стойкость организма космодесантников. Легионер ослеп, глаза его в буквальном смысле налились кровью, пока не лопнули. «Апотекарий!» – заговорил он. «Я ранен!» Встав на колени рядом с воином, Сулак оскривился, увидев кольца и крючки, пришитые к его лицу. Раненый сжимал шипастую рукоять кнута, что лежал рядом, словно спящая змея. На мгновение Сулаке показалось, что утыканный зубьями кнут шевельнулся в ответ на взгляд постороннего. «Скажи, как тебя зовут?» – сказал Сулаке. «Калимас!» «О, какая боль!» Сулаке кивнул и вытянул руку, проводя ауспиксом нортециума над телом Калимаса, чтобы собрать диагностические данные для лечения ран. Повреждения были серьезными. Многие органы уже необратимо пострадали от нехватки кислорода. А те, что еще действовали, находились на грани. Но у воина еще был шанс на спасение, и с полным набором медицинских инструментов Сулака вернул бы его в строй через несколько дней. «Я могу тебя вылечить», – сообщил ему Сулака. «Но для этого мне нужно доставить тебя в апотекарион». Судорога агония заставила Калимаса содрогнуться. Его раздвоенный язык облизал треснувшие губы, и Сулака заметил, что резцы воина заменены на острые имплантаты из хирургической стали. «Ты не из третьего легиона», – сказал раненый, и с уголков его рта побежали две струи крови. «Ты не понимаешь, да?» «Не понимаю, что», – Сулака наклонился к нему. «Боль», – ответил Калимас. «В этом я могу помочь». Сулака выдвинул Нортециум, но Калимас оттолкнул инструмент и покачал головой. «Нет», – сказал он, – «боль, она восхитительна. Я даже не подозревал, как это хорошо – умирать». Голова его склонилась на бок, и Сулаке не нужен был сигнал Нортециума, чтобы понять – раненый мертв. На его руках умерло много воинов, но именно этот случай вызывал тревожное чувство. Космический десантник не должен приветствовать смерть. «Твоя война закончена, легионер Калимас», – сказал Сулака, положив руку на плечо мертвеца. «И я почту твою память обещанием, что геносемя твое будет жить дальше». Он осторожно снял нагрудник воина, обнажая комбинезон со вшитыми в него проводящими накладками для дефибриллятора. Лезвие скальпеля разрезало упрочненную ткань и открыло широкую грудь Калимаса и рельеф сросшихся костей панциря. Покрытую синяками кожу украшали татуировки змей, извивающихся то ли в битве, то ли в совокуплении. И чернила, блестящие необычными красками, вызвали у Сулаки смутную тревогу. Он по памяти ввел код в Нортециум, и прибор, меняя конфигурацию, переключился между несколькими подвижными панелями, после чего изрыгнул облако ледяного воздуха. Сверло редуктора выдвинулось из верхнего края перчатки. К нему пристыковалось несколько стеклянных кол. Сулака распылил на грудь умершего обеззараживающий раствор и протер нужный участок, удаляя загрязнение. Приставив сверло к груди Калимаса, он активировал проникающие спектры на визоре, чтобы определить расположение имплантированного прогеноида. Обычно, даже в условиях боя, Сулака мог извлечь геносемя воина менее чем за 30 секунд. Но на этот раз почти такое же время ушло у него лишь на то, чтобы обнаружить прогеноид в лабиринте, которым был организм Калимаса. Все тело его было переплетением органов и искусственных каналов, которые соединялись с нервной системой способами, казавшимися Сулаке неведомыми и даже невообразимыми. Грудная клетка воина была буквально набита гибридными анатомическими образованиями и неизвестными биологическими устройствами, большинству из которых в теле любого живого существа быть не полагалось. Наконец Сулака нашел то, что искал. Небольшой, похожий на сливу орган, и переплетение загадочных усиков из плоти, не толще волоса, которые прикреплялись к нему. «И зачем все это?» – спросил он вслух, активируя сверло, которое затем прижал к слоям кости с достаточной силой, чтобы пробить их и добраться до внутренних органов. Лазерные резаки прожигали плоти кость, а внутренняя система трубок отводила кровь. Тело Калимаса, пронизанное необычными нервными путями, задергалось в ответ на энергетические разряды от лазера. Лопнувшие глазные яблоки снова закровоточили, и из посиневших губ сорвалось что-то вроде вздоха удовольствия. Сверло встало в нужное положение, и автоматика редуктора завершила работу, после чего Сулака осторожно извлек дрель. Колба наполнилась кровью, в которой плавал подрагивающий комок изъятого органа. Лезвие самостерилизовалось, и редуктор втянулся в перчатку, запечатывая внутри столь ценное геносемье. «А разве ты вправе это забирать?» – спросил кто-то. И Сулака, подскочив от неожиданности, потянулся к болт пистолета у бедра. Но рука другого, двигаясь быстрее мысли, опередила его сжало приклад оружия. «Так-так, не нужно спешить!» – сказал воин с лицом, покрытым шрамами. Глаза его блестели высокомерной, даже наглой самоуверенностью. «Мы же тут все друзья, разве нет?» «Кто ты?» – спросил Сулака, медленно поднимая руку от кобуры. «Люций!» – ответил воин, и опустился на колени рядом с Калимасом. «Где ваши апотекарии?» – возмутился Сулака. «Легионеры умирают, а ведь их можно спасти!» Люций проигнорировал вопрос и высвободил из рук мертвеца шипастый кнут. «Тебе, Калимас, он больше не понадобится!» – сказал воин, явно наслаждаясь тем, что колючая рукоятка легла в ладонь. «Не волнуйся, я о нем позабочусь!» «Ты слышал, что я спросил?» – продолжал Сулака. «Слышал!» Поднявшись, Люций повесил свернутый кнут на крюк на поясе. Присмотревшись внимательно, Сулака увидел, как совершенно этот воин владеет своим телом. Убийца, досконально знающий все свои силы и слабости. «И?» «Что и?» «Где ваши апотекарии?» «На ваш железный корабль перешел только один из них», – ответил Люций. «Не думаю, что его так уж интересует спасение жизни. Какой же он тогда апотекарий?» Люций наклонился ближе, и Сулака почувствовал кислое дыхание, резкий запах пота на немытом теле и крови из свежих ран. «А вот такой, что оказался у тебя прямо за спиной!» Сулака резко обернулся и увидел перед собой человека, изможденными чертами лица напоминавшего труп, с редкими белыми волосами и глазами чернее черного. Поверх пурпурно-золотого доспеха на нем был плащ из дубленной кожи. За плечами возвышалось уродливым наростом сервозбруя, а тонкие и сухие, как у богомола пальцы, сжимали удлиненный пистолет-игольник. Послышался короткий свистящий звук, и Сулака почувствовал укол в шею, словно укус насекомого. Он потрогал ужаленное место и извлек из шеи тонкий полый кристалл, на конце которого повисла рубиновая слеза крови. Осознать происходящее не получалось. Мозг, словно окутанный туманом, отказывался работать. «Фабий!» Сулаке казалось, что его собственный голос доносится со дна глубокой пропасти. «Он самый!» – ответил тот, и, поддержав внезапно обессилевшего апотекария, помог ему опуститься на пол. Когда Сулака попытался снова заговорить, Фабий остановил его, мягко прижав палец к губам. «Кликлас – это токсин, который действует сильнее, когда ему сопротивляешься. Если хочешь болезненной смерти, он превратит твои страдания в кошмар». Сулака, который уже не чувствовал рук и ног, только кивнул, словно Фабий говорил что-то само собой разумеющееся. «Ты забрал то, что тебе не принадлежало», – сказал Фабий, и умело вскрыл кодовый замок редуктора, чтобы вынуть геносемя Калимаса. «Нет, я…» – начал Сулака, но слова ускользнули от него. Фабий прижал к его груди что-то тяжелое. Сулака понимал, что предмет, который он сейчас видит, должен быть ему знаком, но не мог вспомнить ни его название, ни предназначение. Давление резко усилилось. Лазерные лезвия набрали скорость резания и вгрызли сначала в слоистую броню нагрудника, а потом и в костный щит грудной клетки. Сулака чувствовал, как инструмент погружается все глубже, но боли не было. Это хорошо. Потом внутри него за что-то потянули, и один из внутренних органов отделился. На глаза навернулись слезы, но он не мог понять почему. Наклонившись, Фабий шепнул ему на ухо. «Скажи мне свое имя». «Что?» «Имя», – повторил беловолосый ангел смерти. «Твое имя». «По крайней мере, это он точно знал». «Верховный Сулака». Он был и рад, что хоть в этом память не подвела. «Верховный? Ты мастер каменщиков?» «Да». «Интересно», – сказал Фабий. Сулака посмотрел вниз. В его нагруднике было просверлено аккуратное отверстие. Кровь покрывала броню блестящей пленкой. Вязким, пузырящимся потоком стекала на колени, неся с собой фрагменты кости. Апотекарий детей императора осторожно держал в руках металлический сосуд, на котором паучьи лапы и его биосбруи выгравировали два слова. «Верховный Сулака». В агонии Сулака обратился к единственному, что еще могло его поддержать. «Из железа рождается сила, из силы рождается воля. Ис...» Голос его затих. «Да», – сказал Фабий, – «силы в твоем геносеме непредостаточно». Фулгрим не спешил явиться на зов, но Пертураба это ожидал, и потому был спокоен, когда бронированные двери наконец открылись. Роботы железного круга активировали датчики угрозы, но отступили по сигналу хозяина, когда его брат вошел внутрь с выражением утомленного страдания на лице. Внимание Пертураба было сосредоточено на заводном автомате, действующей модели Титана, Пса Войны, не уступавшего по функциональности своему настоящему прообразу. Верхний панцирь был откинут, обнажая неимоверно сложную систему зубчатых колес, шестерен и распределительных волок. Метроном этого механического сердца отбивал точный ритм. Отвертка, которую Пертураба держал в руках, была не толще человеческого волоса. Два робота круга расступились, пропуская Фулгрима, за которым последовали его капитаны, Кесарон и Вайросиан, а также хромающий лорд-командер Эйдалон. За ними появились члены Трезубца. Они встали на вершинах треугольника, в центре которого был сам Пертураба. Он медленно кивнул Фориксу. Фулгрим быстро осмотрелся, не заметил практически ничего нового со времени последнего своего визита в святилище брата. И потерял всякий интерес к обстановке, которая дала бы тиранским ученым пищу для ума на многие месяцы. На нем была боевая броня, недавно заново покрашенная и оттого почти болезненно яркая. Золото и аметистовый фиолет казались слишком реальными, слишком резкими, как будто краску нанесли прямо на сетчатку глаза. — Сядь! — сказал Пертураба. На мгновение ему показалось, что Фулгрим не подчинится. Приказ был слишком властным, слишком унизительным в присутствии подчиненных. Понимая, что брат с самовлюбленной проницательностью сразу же разгадает его детскую уловку, Пертураба все равно продолжал заниматься титаном, игнорируя Фулгрима. А когда по его расчетам тот уже собирался заговорить, опередил его. — Я вызвал тебя пять часов назад. — Знаю, — ответил Фулгрим, лаконичный и напряженный, как струна. — Но я только что лишился корабля, и потому был несколько занят. Корабля ты лишился без всякой на то необходимости. И поэтому ты позвал меня в свою мастерскую жестянщика, — огрызнулся Фулгрим. — Будешь отчитывать за то, что я проявил бесстрашие? Если ты позвал меня, чтобы поглумиться или напомнить, как предупреждал меня, то не трудись. — Я не буду извиняться за то, что хотел больше узнать о наших врагах. — И что же ты узнал? Пертураба наконец поднял голову от механизма, над которым работал. — Какие откровения добыли твои монстры в ходе этой столь дерзкой операции? Вместо ответа Фулгрим снова осмотрел зал. Словно картины, анатомические рисунки и математические доказательства внезапно показались ему достойными внимания. Его взгляд стал жестче, дойдя до рисунков позади Пертураба. И тот понял, что брат собирается сказать, еще до того, как были произнесены слова. — Откуда у тебя эти рисунки? — Какие? — Вот те, ужасные, те, на которых изображено что-то вроде. — Примарха в разрезе? Ты знаешь, откуда они у меня? Фулгрим кивнул, и лицо его исказилось от горькой зависти. — Я мало что помню из времен до того, как нас разбросало по вселенной. Он пренебрежительно пожал плечами. — Достаточно, чтобы рассказать своему специалисту по изменению плоти. — Фабию? — спросил Фулгрим. — Нет, я лишь дал ему разрешение экспериментировать, насколько позволяют его знания. — Правда? Ты действительно ничего ему не рассказывал? — Может быть, указал некоторые пути, — признался Фулгрим. — Но все, что он сделал, целиком его заслуга. — Да, в его творениях есть еще некоторые изъян, но великое искусство всегда рождается в поте и крови. — Это неправильно, — сказал Пертурабе. — Неправильно? Казалось, само это слово отвратительно Фулгриму. — Ты до сих пор не понял? Правильного и неправильного не существует. Нас определяет воля и желание, и лишь руководствуясь первым и потакая второму, мы можем достичь истинного совершенства. Пока что несовершенная наукофабия рождает чудовищ, но в конце концов он создаст подобие бога. — Он будет создавать только ублюдочных гибридов, нечистых полукровок, которых лучше бы придушить при рождении, — сказал Пертурабе. — Останови его, прежде чем все зайдет слишком далеко. — Не буду, — отрезал Фулгрим. Вздохнув, Пертурабе вернулся к заводному псу войны. — Увереннее всего себя чувствуешь, когда даже не догадываешься, что неправ, — сказал он, и, взяв инструменты, продолжил работать с внутренним механизмом. — Он что, сломан? — спросил Фулгрим. — Ведущее колесо вечного двигателя в его сердце отстает. Я думал, это невозможно. Напротив, Пертурабе подтянул винт размером не больше, чем крупица песка. Тысячи лет назад один гений Старой Земли сформулировал теоретические принципы. Но технология того времени не позволила ему построить действующий прототип. В моей библиотеке много его дневников и тайных записей, и, опираясь на них, я смог восстановить утерянные фрагменты и создал чертеж, по которому Вулкан собрал готовую модель. Фулгрим тевнул, ему уже стало скучно. Я думал, Вулкан использует свои кузницы с большей пользой, например, для производства оружия. — Тогда ты совсем его не знаешь, — ответил Пертурабе. Он любит кузнечное дело во всех видах, от ковки оружия до создания миниатюрных шедевров искусства. И даже таких, которые не работают, тогда он не такой уж мастер, как о нем говорят. — Нет, модель была идеальна, — сказал Пертурабе, но она получила повреждения при битве у Фола. Упала с полки, и механизм разбалансировался. Если прислушаешься, то заметишь, как меняется каждый цикл его механического сердца. Пертурабе переставил Пса Войны на верстак перед Фулгримом. — Меня твои игрушки не интересуют, — возразил тот. — Слушай, — настаивал Пертурабе. Вздохнув, Фулгрим склонился над столом и повернул голову, прислушиваясь. И Пертурабе одним мгновенным движением схватил его за волосы. С неожиданной силой он толкнул брата лицом вниз, прямо на модель Титана. Чудесный автомат рассыпался на тысячу кусочков, и голова Фулгрима с треском врезалась в шершавую поверхность верстака. Хрустнула кость, полилась кровь, шестеренки, микроскопические пружины и рычаги разлетелись во все стороны. Фулгрим вскрикнул от боли и удивления, и его капитаны ринулись вперед. Роботы железного круга отбросили их в сторону сокрушительными ударами энергетических щитов. И прежде чем дети императора пришли в себя, рядом с ними уже был трезубец. Пертурабе протащил Фулгрима по всему верстаку, сметая по пути чертежи, хрупкие инструменты, схемы и незаконченные наброски. Он поднял брата без труда, словно простого смертного, хотя тот и был в полном доспехе. Фулгрим сплюнул кровь, но Пертурабе ударил его кулаком по лицу, и голова его запрокинулась назад с треском ломающейся кости. Глаза фениксийца потемнели, черты исказили змеиной злобой. Он хотел что-то сказать, но Пертурабе не дал ему такой возможности. Словно кулачный боец, намеренный прикончить противника, он продолжал наносить методичные удары, пока не оттеснил брата к железной колонне. Удерживая Фулгрима одной рукой, другой он потянулся за сокрушителем на ковалем, занес молок, но так и не ударил. Идеальное лицо Фулгрима превратилось в открытую рану, влажную от крови, слизи и слез. От мокроты и сломанных зубов дыхание стало хриплым, глаза заплыли от гематом. Он снова попытался заговорить, и Пертурабе снова прервал его. «Нет, брат, говорить буду я, а ты станешь слушать». Фальк, Крагер и Форекс подтащили схваченных офицеров Фулгрима, держа их за шеей и сильно вдавливая вплоть стволы крупнокалиберных пистолетов. «Я сдерживался и молчал, позволяя тебе привезти мой легион в это место», — сказал Пертурабе. «Я следовал за тобой во всем, слушал твои байки, разрешал определять ход этой экспедиции». Он наклонился к брату. «Все, хватит». Он отпустил Фулгрима, но тот держался прямо, не отступая перед его холодной яростью. «Твои воины не знают дисциплины, в битве за тебя сражаются чудовища, а ты в тщеславии пожертвовал целым кораблем, но больше так не будет. Отмени команду и я, и пока не закончится эта миссия, твой легион будет подчиняться мне. Твои воины будут выполнять мои приказы, будут следовать за мной и не сделают ничего без моего на то разрешения. Если ты согласен, мы продолжим путь в око ужаса и вместе завершим начатое. Если не согласен, то я забираю свой легион и ухожу. Ты все понял?» Фулгрим кивнул и проглотил скопившуюся во рту кровь. «Я понял, брат». Его булькающий, сипящий голос разительно отличался от обычного совершенного тембра. «Я понял, что ты унизил меня и ждешь, что я проглочу оскорбления, стану твоим лакеем». «Не нужен мне никакой лакей», — прорычал Пертураба. «Мне нужен тот, кто равен мне». «Но, брат, я тебе не ровно». Фулгрим улыбнулся разбитыми губами, словно эта вспышка ярости чем-то его развеселила. «Я превосхожу тебя во всем. Однако, молот у меня», — напомнил Пертураба. «Ты говоришь, что нуждаешься в равном себе? Ну, о каком равенстве речь, когда ты принуждаешь меня силой оружия?» Опустив сокрушитель, Пертураба вернул его в крепление на плечах. Затем обернулся к трезубцу. «Отпустите их!» «Повелитель!» — отозвался Фальк. Кесарон все еще извивался в его захвате, несмотря на пистолет, упирающийся в подбородок его широко распахнутой челюсти. «Вы уверены?» «Уверен. Как учит история, если хочешь сам добиться чего-то, дай что-то и другим. И что же ты дашь мне?» — спросил Фулгрим, отхаркивая окрашенную кровью слюну. «Жизнь!» — ответил Пертураба. «Немного. Таково мое предложение. Решай, примешь ли ты его. Если примешь, то никто из присутствующих слова не скажет о том, что произошло. Это я тебе обещаю». Фулгрим пожал плечами, словно это было неважно. Потом посмотрел на грудь Пертураба и плотоядно улыбнулся. «Вижу, что недооценил тебя, брат. Знаешь, как давно никто не причинял мне настоящей боли?» «Нет, конечно. Откуда тебя знать?» «Поверь, много времени прошло с тех пор. Гематома на челюсти Фулгрима уже спадала. Сломанные кости, скулы, носа и челюсти уже срастались. Синяки вокруг глаз желтели. Примархи быстро исцелялись. Но Пертураба все равно поразила скорость, с которой тело брата устраняло полученный ущерб. «Мы договорились?» «Да», — сказал Фулгрим, провел пальцами по волосам и коротко кемнул своим воинам. Трезубец отпустил пленников, но ни оскорблений, ни угроз не последовало. Капитаны просто удалились вслед за фениксийцем. Пертураба проводил брата взглядом. Он был удивлен, что тот так легко уступил. Но и доволен тем, как показал Фулгриму свое нежелание мириться с самоуправством. Эта стычка забрала у Пертураба все силы. Он тяжело выдохнул и потер рукой голову. В глаза словно насыпали песка, и отчаянно хотелось выпить. Жестокость, которую излучали его триархи, сопровождалась дурманящим запахом боевых стимуляторов и феромонов агрессии, химические предвестники битвы, которая так и не произошла. Крагер был разочарован, что не пролилось еще больше крови. Кулаки Фалька были сжаты в предвкушении убийства. Один Форик, сказалось, чувствовал себя неуютно, и теперь собирал разбитые останки титана. «Ты чем-то обеспокоен, мой триарх?» спросил его Пертураба. «Не знаю, почему, но я всегда ненавидел эту модель», сказал Форикс. «Хотя мне жаль, что она разбилась». «Я не об этом. Ты думаешь, я поступил неправильно, избив Фулгрима?» «Нет». «Ты не умеешь врать, Форикс. Я не думаю, что вы поступили неправильно», ударив его. «Но зачем было унижать его перед его же воинами?» «Фулгриму нужно было преподать урок», сказал Крагер. «Это так», — согласился Форикс, подбирая крохотное зубчатое колесо и медленно вертя его между большим и указательным пальцем. «Но не стоит держать в доме кошку, с которой собираешься содрать шкуру». Книга третья Разрушенный завод стал им убежищем на время проволочной бури, укрыв всех троих от взвеси бритвенно-острых частиц, с воем метавшихся за стенами облученного здания. Ктолия и Сулакс не хотели здесь задерживаться, но что еще им оставалось? Выходить под порывы бури, способной за минуту ободрать человека до кости? Да, счетчики радиации мигали красным, но Корин знал, что опасность минует прежде, чем они подвергнутся губительной дозе излучения. Говорили, что подобные строения когда-то были генераторными станциями, что они использовали забытые технологии и извлекали энергию из опасных материалов. Однако эта энергия явно обратилась против своих создателей и опустошила планету. Испустив яды, от которых сгорела атмосфера и выкипели океаны. Здания испускали радиацию и будут испускать ее еще тысячи лет. Лишь по этой причине их не разобрали, чтобы использовать материалы повторно. В Калаксе, блеклой окруженной железными стенами крепости, которую Корин называл своим домом, повторно использовали все. В ней не было почти ничего нового. Все когда-то было чем-то другим. Единственным на планете легко доступным источником воды был воздух, из которого ее извлекали с помощью высоких конденсационных мельниц, а еду воспроизводили из вчерашних отходов жизнедеятельности. Корин не знал иной жизни, но в книжке, которую отец подарил ему на пятый день рождения, рассказывалось о древних богах и их великолепных пирах, о столах, ломящихся под тяжестью бесконечных кубков с чистой водой, и блюд с роскошной едой, которую не выскребали из утилизационных цистерн и не перерабатывали тысячу раз, чтобы избавить ее от вредных примесей. Книга принадлежала еще к прапрадеду Корина, и страницы ее стали хрупкими и тонкими, но чернильные рисунки сохранили яркость и живость. Они были единственными пятнами цветов тусклой серой жизни Корина. На них изображались синие-золотые небеса с сотнями огней, которые его отец называл звездами. Отец говорил ему, что звезды все еще были наверху, за тенью, но никто в это особо не верил. Его отец много чего говорил, но никто не придавал значения словам старика. Его дни все равно были сочтены. Он стал слишком слаб, чтобы работать в кузне, и слишком рассеян, чтобы его могли использовать в управлении логистикой. Корин расстегнул молнию на стеганой куртке и вытащил книгу из кармана рубашки. Осторожно, чтобы не повредить обложку, и тонкие, готовые рассыпаться от дыхания страницы. И пока Буря вымещала свою раздирающую ярость на фасаде здания, он читал истории, которые знал наизусть, но продолжал с удовольствием перечитывать, ибо они давали возможность на время забыть о тяжких трудах будней. «Все читаешь свои детские сказки?» спросил Аптолия, устала заходя в комнату и стряхивая блестящие стальные волокна с собственной стеганой куртки. Она села рядом с ним, прислонившись спиной к стене и подтянув колени к груди. «Это не детские сказки», — ответил он. «Не вижу в них смысла», — сказала Аптолия, зажигая сигарету, состоявшую большей частью из ссора с фабричных полей. Та ужасно воняла, но Корин не мог отказать подруге в одном из немногих, еще доступных ей удовольствий. «Зачем читать о том, чего нет?» Корин развернул книгу и показал ей страницу, на которой был изображен воин в синих доспехах, борющийся с многоруким змееподобным чудовищем. «Потому что это лучше того, что есть», — сказал он. «Красиво», — сказала она, и протянула к книге руку, но он вновь прижал ее к груди. «Извини», — смущенно сказал он. «Она хрупкая, что-то вроде семейной реликвии. Я всегда надеялся, что передам ее своим детям. Ну, знаешь, если получу разрешение». Вошел Сулакс, громко топая, и тоже стряхнул себе проволочную пыль. «Пробудем здесь еще дольше, и о детях можно забыть», — сказал Сулакс, хватая себе запах. «Тут все жужжит от радиации. Идти сюда было идиотизмом». «Тебе идти было необязательно», — заметил Корин. «Еще как обязательно», — ответил Сулакс так, будто разговаривал с дураком. «Ты, мой брат рабочий, я не могу дать тебе умереть». «Как трогательно», — сказал Аптолия. «Ага. Если он помрет, мне придется и его план выполнять», — прорычал Сулакс, лишь отчасти в шутку. Корин не ответил, прекрасно зная, что они предприняли опасную затею, но не желая признавать это перед напарниками-скаутами. Очень сложно было убедить администрацию вообще разрешить ему выйти на патрулирование. Не хватало еще вернуться с трупами, изорванными проволочной бурей, или живыми, но получившими дозу радиации, от которой они станут бесплодными, или, что еще хуже, неспособными работать. Он не был уверен, что заставило его покинуть безопасный герметичный Калакс. Но вид фиолетовой кометы задел в душе струну, еще способную звенеть жаждой действия. Корин должен был узнать, чем она была, и ему удалось донести свой пыл до облаченных в серое членов администрации. Возможно, она подтвердит, что какой-то другой мир тоже выжил, станет связывающей нитью с потерянной историей и другими планетами, которые, как говорили, раньше существовали за тенью. А возможно, там окажутся обломки спутника, чья орбита опустилась слишком низко, позволив гравитации, наконец, увлечь его вниз. Обе причины были достаточным основанием для отправки патруля. Но в администрации сочли необходимым выделить ему только двух других скаутов. И настояли, чтобы они оба были добровольцами. Он, разумеется, выбрал сестру соседа и брата рабочего. Им обоим не нравилась его идея, но им обоим не хотелось отпускать его в химпустоши одного. Комета упала всего в нескольких километрах от стен, но путешествие все равно предстояло сложное и опасное. Им не выделили никакого транспорта. Поэтому по пеплу и камням, под вечно серым небом, пришлось идти пешком. Когда они почти добрались до подножия горы, вздымавшейся за Калаксом, разразилась проволочная буря, вынудив их укрыться в разрушенной электростанции. Кажется, утихает, заметила Птолия, приподнимаясь и заглядывая в трещину в стальной обшивке. «Будет мерзко и больновато, но мы можем все успеть и вернуться до начала следующей смены. Тогда пойдем», – вздохнул Сулакс. Вздремнуть перед сменой не помешало бы. Корин почувствовал укол вины, но постарался не подать вида. Смены на фабриках, перерабатывающих станциях и конденсаторных мельницах были и так тяжелы, а человеку, не сумевшему отдохнуть, отрабатывать их было еще сложнее. Они натянули плащи химзащиты, надели маски, спустились обратно на нулевой уровень и подставились тупым зубам проволочной бури. Птолия оказалась права, самый яростный период миновал, и вихрь в центре уже двигался дальше. Он чувствовал уколы острых частиц сквозь плотную материю штанов и стеганой куртки и знал, что когда снимет слои защитной одежды, его кожа окажется усеянной небольшими кровоточащими ранками. Но чем дальше они уходили, тем слабее становились порывы ветра, пока в конце концов не стали видны горные хребты. Несложно было понять, где пролетел метеорит. В нижней части каменистого предгорья появилась дымящаяся борозда с осевшими, будто расплавившимися краями. Горячим черным дождем падал вулканический пепел, пахнувший пережженным металлом. Корин подождал, пока несколько хлопьев не упадут на ладонь в перчатки и продемонстрировал их остальным. Углеродный осадок от сгорания при входе в атмосферу, спросил он. От звездного корабля? Может быть, сказал Аптолия, но Корин понял по ее голосу, что она взволнована. Они вступили в новообразованную лощину, стены которой из-за пронесшегося объекта стали глянцевитыми, застекленевшими. Теперь, когда последние порывы бури больше не могли их достать, Корин снял маску и сделал вдох. Воздух был абсолютно неподвижен и пах чем-то приятно сладким, как масло, которым натирали новорожденных, и ни следа ожидаемых им токсинов. «Все еще считаю, что мы зря сюда пришли», – спросил он Сулакса. «Пока не знаю», – ответил Сулакс. «Зависит от того, что мы найдем на месте. Но это хотя бы лучше, чем смена у вентиляторов», – заметил Аптолия, двинувшись вперед. Корин и Сулакс последовали за ней, и они все вместе прошли глубже в расселенную, вырезанную в камни. В дальнем конце борозды, примерно в сотни метров от них, что-то светилось. Упавший предмет еще явно был раскален до бела. Они начали осторожно приближаться. А когда сократили часть расстояния, Корин начал понимать, что перед ними были не обломки разбившегося спутника и не упавший космический корабль. Он не знал, что это было. Это был свет, облако цельного света, наполнявшее конец расселены ярким сиянием. Корин не сводил с него глаз, пытаясь разглядеть в нем что-нибудь, но видел лишь обрывки образов и форм. Глаза, золотые крылья, тысячи вращающихся колес, напоминавших сердце мощнейшего механизма, бесчетные генетические спирали с невозможными структурами, складывавшиеся в миллиарды различных сложнейших последовательностей. «Что это, черт побери?» – воскликнул Сулакс, доставая свою одноствольную винтовку. «Оно опасно?» «Я не знаю, что это», – сказал Корин, «но не думаю, что оно опасно». «Почему?» – спросил Аптолия. «Просто знаю», – ответил Корин, «и это было действительно так». Он не видал, откуда это знание пришло, но чувствовал, что этот свет, чем бы он ни был, возник здесь не для того, чтобы причинить им вред. Он двинулся к свету, начавшему сжиматься, преобразовываться во что-то чудесное, существо, возродившееся в самосожжении. Он почувствовал, как что-то коснулось его разума, какая-то сущность, столь великая, что он не смог бы и вообразить ничего подобного. Она знала все, чем он был, она знала все, что он знал. В этом не было грубого вмешательства, сущность была абсолютно благостной, даже робкой, как рука, протянутая прекрасному незнакомцу в предложении дружбы. По мере того, как свет сливался воедино, в нем начал вырисовываться силуэт, и Корин ахнул, увидев, что лежало в центре. Маленький мальчик, столь совершенный, будто был порожден чистейшей генетической алхимией. «Не верю», — сказал Сулакс. «Это невозможно», — добавил Аптолия. «Нет», — сказал Корин, опускаясь на колени рядом с ребенком. «Это чудо, которое мы все ждали». Кожа ребенка сияла, будто окружавший его свет каким-то образом влился в плоть. При виде него ребенок счастливо гукнул и потянулся к нему с улыбкой, казавшейся слишком знающей для того, кто только возник. «Не трогай», — предупредил их Сулакс. «Оно может быть опасно. Это просто малыш», — сказал Корин. «Малыши не опасны. Ты не знаешь, что это такое», — ответил Сулакс. «Убьем его, и все». «Убьем», — воскликнул Корин. «Что ты такое говоришь?» Сулакс вытащил нож. «Это сирота. А ты знаешь правила насчет сирот. Висеть на нас мертвым грузом он не будет». «Мы не станем его убивать», — сказал Корин, беря малыша на руки. Кожа у ребенка была теплой, и это тепло волной омыло каждую клетку в теле Корина, заполняя яростным стремлением защищать. «Убери нож», — сказал Аптолия. «Поверь, я окажу нам всем услугу», — перерезав ему горло, — сказал Сулакс. «Кто его будет расти?» «Ты?» «Он?» «Тебе не нужна лишняя буза, если в ней течет не твоя кровь». «Я сказала, убери нож», — повторил Аптолия, по лицу которой начал разливаться свет ребенка. «Нет», — процедил Сулакс, и протянул руку, намереваясь выхватить ребенка из рук Корина. Пуля Аптолии вылетела из затылка Сулакса. Он рухнул на колени, а потом повалился на бок. У их ног начало собираться лужа крови, и хотя Корин знал, что убийство брата рабочего должно его потрясти, он ничего не чувствовал. Смерть Сулакса его не тронула. Он видел, чтоб Аптолия все поняла. На ее сияющем лице не было и следа вины за выстрел. Сулак стал угрозой совершенному ребенку и поплатился за это. Корин посмотрел вниз, когда у его ног раздалось какое-то бульканье, и увидел струйку воды, пробивавшуюся из трещины в земле там, где лежал маленький мальчик. Струйка усиливалась, превращалась в непрерывный поток, и в конце концов кристально чистая вода хлынула из глубин земли рекой. Вода текла вокруг них, смывая кровь и химическую пыль с ботинок, наполняя воздух своей свежестью. «Он принес воду», — сказал Корин, передавая маленького мальчика Аптолию. Она принялась боюкать крохотное тельце с любовью матери, впервые взявшей своего ребенка на руки. Корин достал книжку из нагрудного кармана и начал перелистывать страницы, не замечая, что клочки бумаги выпадают из рассыпающегося корешка и растворяются в воде. «Смотри», — сказал он, протягивая книгу Аптолии, и слезы потекли по его лицу. Страницы изображали древний миф о сотворении мира, пурпурного бога, выходящего из первичных вод, чтобы принести жизнь в бесплодный мир, в котором раньше ничего не росло, но который теперь превращался в плодородный рай. «Кто это?» — спросил Аптолия. «Приносящий воду», — ответил Корин. «Фулгрим». Глава восемнадцатая «Выполняй!» Старый мир Город мертвых Предельная внимательность к мелочам «Ангрон» — сослужила Пертураба хорошую службу на протяжении вековой жизни. Он с радостью погружался в детали любого задания, в мире и в войне, требовалось ли сравнять с землей крепость Ксеноса или установить золотые соотношения для всех элементов чертежа. «Ангрон» ругался, что он тратит время на ненужные мелочи. А Желеман хвалил за скурпулезность. Две совершенно разные личности, два совершенно разных мнения. Оба были по-своему правы, но оба не понимали в полной мере суть его методов и не видели, какое горькое стремление стоит за этой взыскательностью. Потребность быть лучше, желание доказать, что он способен на большее, чем дробить камни. Пертураба был творцом, но чтобы он был достоин этого звания, каждое творение, носившее его имя, должно было оцениваться так долго, пока существовало. После ничего не останется, ни одного незавершенного дела, таким будет его наследие. Над любым заданием он работал так, словно оно могло стать для него последним. И это исключением не являлось. Тени укутывали его светилище, скрывая от глаз грандиозные эскизы и бесценные произведения искусства, развешанные на стенах. Автоматоны стояли на полках, поникшие и молчаливые, и только шелест вощеных листов с оружейными схемами, сложенных в стопку и все норовивших свернуться, нарушал тишину. Даже доносившаяся издалека пульсация корабельных двигателей не мешала его самосозерцательному уединению. Кусочки сломанного пса войны были разложены перед ним, как детали затея левейшего из хронометров. Голова фулгрима разбила механизм в дребезги, и теперь Пертураба по крупицам его восстанавливал. Он поступил импульсивно, разрушив пса войны, рассчитывая таким образом донести свое мнение, но тем не менее импульсивно. Согнувшись над верстаком, Пертураба аккуратно выпрямлял покореженное зубчатое колесо с помощью микроскопических губок штангенциркуля, разгибая миниатюрные зубчики. Месяцы уйдут на то, чтобы полностью починить его, но Пертураба всегда верил, что только ничтожный человек не доводит начатое до конца. Десять дней прошло после его нападения на брата. Пертураба не жалела содеянам, но слова Форекса не выходили из головы. Глупо было доверять словам себе любца. Трезубец уговаривал его повезти флот железных воинов прочь из ока ужаса. Новое имя уже начало распространяться и вернуться к магистру войны, но он поклялся фулгриму, что доведет это предприятие до конца, и на этом уговоры закончились. Пертураба знал, что брат предаст его, он смирился с неизбежностью этого. От подобных личностей нельзя было ожидать ничего, кроме продвижения своих интересов, и фулгрим не был исключением. Вопрос был лишь в том, когда предательство произойдет. Нет смысла гадать, это случится, и он будет к этому готов. Часть его даже ждала этого. Тогда он хотя бы освободится от своих обязательств перед фулгримом. Удовлетворенный, что зубчатое колесо вернулось в первоначальную форму, Пертураба осторожно поместил его на нужное место и убрал инструмент в ячейку. Он выпрямился и потер лицо основаниями ладоней. В уставшие глаза словно насыпали песка, как будто он плохо спал или не отдыхал вовсе. Пертураба откинулся на спинку кресла и налил себе большой кубок из бронзового кувшина. Вино, горькое, приправленное миндалем и специями, восстановленными из генетических образцов на Терри, сбродил сын Алого Короля. Оно было не таким насыщенным, как крепкие вины Олимпии, но интересным и полным любопытных контрастов. Совсем как сам Алый Король. Он закутался в подбитый мехом плащ, чувствуя холод и усталость во всем теле. Из всего, что Фулгрим привез с собой в этой миссии, подаренный плащ Пертураба ценил больше всего. Ткань была теплой, а череп-застежку отделались нечеловечески прекрасным мастерством. Камень в центре был отполирован так гладко, как даже он не сумел бы в шлифовальной мастерской. Он был черным, с тонкими, как волос, золотыми прожилками, когда Фулгрим только передал ему плащ. Но теперь черный и желтый в нем смешались, и последний постепенно становился основным цветом. Пертураба повернул камень, дав свету от нависавших люминосфер заиграть на поверхности. «Непостоянная вещица», сказал он, «идеальный подарок от моего брата». Пертураба вздохнул и вернулся к сломанному псу войны. Взял распределительный рычаг и начал выпрямлять погнутый металл с помощью миниатюрного молоточка и лазерного измерителя. Сосредоточенные флоты Железных воинов и Детей Императора еще шли сквозь бурные течения Варпа под управлением коручи воры. Но их путешествие уже подходило к концу. Трезубец жаждал боя, жаждал вновь отправить свои гранд-батальоны на войну. Одинокий боевой корабль с умелым навигатором мог использовать стремительные потоки Варпа и прыгать от одного шквала к другому для лучшей скорости. Но с большим флотом подобные маневры привели бы к катастрофе. Пиртураба ни за что бы не позволил себе такую рискованную поспешность ни здесь, ни в глубине ока ужаса, где любой шторм был способен в мгновение разорвать корабли на части. Верхние пути были спокойным течением через Варп, как коручи вора и обещал. Но для того, чтобы провести по ним столько кораблей, требовалось время. Он не доверял воре, как и Фулгриму, но не знал точно, чего на самом деле хочет проводник. Чему мог стремиться одинокий Эльдар-ученый, если он действительно был ученым, обманывая их? Барбану Фальку был отдан приказ выпустить в голову проводника болтерный снаряд при первом признаке предательства. И тот уже надеялся, что ему доведется исполнить этот приказ. И еще оставался вопрос о втором корабле, который он заметил, когда Сизифи по неосторожности себя выдал. Наблюдательная аппаратура корабля его не зарегистрировала. Экипаж мостика его не видел, но Пертураба верил своим глазам. Кто еще мог охотиться за ангелом Экстерминатус? Имперские силы? Маловероятно, поскольку все указывало на то, что второй корабль скрывался и от Сизифи. Возможно, короче, вора был вовсе не так одинок, как утверждал. Или, возможно, какие-то другие расы знали об этой миссии и рассчитывали помешать ее успеху или извлечь из этого успеха выгоду. Дальнейшие вопросы пришлось отложить. У входа в его светилище раздался тихий звонок. Пертураба ответил, не поднимая головы. Войдите! Дверь открылась, и силуэт Форекса вырисовался в резком свете висящих позади газоразрядных ламп. В терминаторской броне он казался неуязвимым. Повелитель, сказал Форекс, простите, что беспокою. В чем дело, мой триар? Эльдар говорит, что мы прибыли к месту назначения. Пертураба не ответил, пока не закончил работу над распределительным рычагом. Когда лазер показал, что он стал настолько прямым, насколько это было возможно, он убрал его и молоток на положенные места. Вам удалось его починить, повелитель? спросил Форекс. Я про пса войны. Пертураба поднялся и устало охнул, когда позвоночник прострелила резкая боль. Только несколько деталей из тысячи, ответил он, потирая лицо. Здесь где-то кроется урок, но я слишком устал, чтобы его искать. Никогда раньше Пертураба не видел подобного мира. Как же мчужина на забытой под дождем ткани, он был безупречной драгоценностью в кипящих миазмах варповых энергий. Другие скопления массы были адскими мирами, захлестываемые штормами, с невозможной физикой и кошмарными псевдореальностями. Но эта планета невообразимым образом оставалась нетронутой. Круг света на фоне непроницаемо черного занавеса. Восхитительно, сказал Фулгрим, чье голографическое изображение дергалось и прерывалось от статики. Она как девственница в борделе, как полковой талисман на скотобойне. Голографический Фулгрим был облачен в доспехе, и золотое крыло на наплечнике сияло даже сквозь помехи неустойчивого соединения. Следов от побоев, нанесенных ему Пертураба, не было. «У нее есть имя?» спросил Пертураба. Короче, вора стоял рядом с командной кафедрой, а в шаге позади него неотступной тенью возвышался Барбан Фальк. «Этот регион космоса когда-то был домом для планеты, известной как Иидрис», сказал вора. «Говорили, что ему покровительствует богиня Лилиад, но я не знаю, тот это мир или нет. «И ты уверен, что здесь находится оружие?» спросил Форикс. «Разумеется, он уверен», огрызнулся Фулгрим. «Как, по-твоему, много существует подобных миров?» «Оно здесь», сказал вора. «Это говорит мне скорбь, которая охватывает меня, когда я просто смотрю на него». «Что это значит?» спросил Крайгер. «Это старый мир, осколок давно исчезнувшей империи моего народа», сказал вора. «Здесь пала раса, миллиарды душ были навеки потеряны. Мне нелегко на него смотреть». Пертураба почувствовал ложь в ответе вора. «Но сейчас с этим едва ли можно было что-то сделать. Они были здесь, и предстояла работа». Он повернулся к механическому гибриду, капитану железной крови. «Капитан Ворт, сделать полное сканирование окружающего пространства», приказал он. «Я хочу знать, есть ли рядом что-либо еще». «Ты думаешь, что здесь могут быть железные руки?» спросил Фулгрим. «А ты нет», – парировал он. «Я думаю, их крейсер был наверняка слишком сильно поврежден после того, как протаранил Андроника. Чтобы надолго пережить мой прекрасный корабль», ответил Фулгрим. «Тогда ты забываешь, как изобретательные сыны Ферруса», – сказал Пертураба. «Они понесли такой урон, какой мог бы вывести из строя капитальный корабль, но все еще летают. Их корабль крепок, как коренные породы Олимпии, и столкновения недостаточно, чтобы лишить его способности сражаться. Допустим, ты прав, но, брат, что может сделать один корабль против наших сосредоточенных сил? У нас два полных легионерских флота, сотни кораблей, десятки тысяч воинов. Ты слышал, что случилось над Велле?» «Нет», – ответил Фулгрим. «Ты лжешь», – сказал Пертураба. «И тебе-то следует знать, что воинов железного десятого нельзя игнорировать». «На Истване они умирали достаточно быстро», – ухмыльнулся Фулгрим. «У тебя плохая память, брат», – сказал Пертураба. «Они умирали долго и умирали сражаясь, и они где-то тут». Из-за решеченных воксов, установленных в потолке, раздался нежный напев. Мелодия, без мотива и без слов, выражавшая эмоции невообразимой силы. Звук проник в каждый уголок на мостике железной крови, который со своими резкими краями и строгими линиями выглядел таким неподходящим местом для этой лирической ноты. Казалось, он даже заставил стихнуть мягкий бинарный рокот от информационных устройств на мостике. «Что это?» – спросил Крагер. «Фоновая радиация и потоковое излучение от планеты», – отрапортовал капитан своим аугметическим голосом. «Ауспикс воспринимает их как вокс-сигналы. Отфильтровываю». «Подожди», – сказал Пертураба. «Не убирай его». «Ты тоже слышишь?» – спросил Фулгрим. Пертураба кивнул. «Да, это не помехи». Он заметил растерянное выражение на лицах своих триархов и пояснил. «Это погребальная песня». «И предупреждение», – добавил Фулгрим. «Я слышал подобное раньше, возле убийцы». «Предупреждение о чем?» – спросил Форекс. Пертураба сменил масштаб на обзорном экране, и они увидели то, что раньше было скрыто из-за фокуса на жемчужной планете. «Сердце ока» – чудовищный гравитационный шторм со сверхмассивной черной дырой в центре, сферой из полированного оникса, на которой нефтяными завихрениями кружились цвета. Она казалась зияющей раной на теле галактики, изрыгающей в пустоту неестественную материю. Они не знали, что за катаклизм породил око ужаса, но его эпицентр находился здесь. Это был темный портал в неизвестной и невообразимо мощная сингулярность с гравитационным полем такой силы, что в ее разрушительном внутре исчезали свет, материя, пространство и время. «Почему планету не затягивает внутрь?» – удивился Форекс. «Почему нас не затягивает внутрь?» «В легендах говорится, что Лилиад стремилась защитить свой мир и крепко прижимала его к груди», – ответил вора. «Даже черный голод Марайхек не мог сорвать его с небосвода». «Это не ответ», – прогудел Фаль. «Другого у меня нет», – ответил Эльдар-проводник. «Верхние пути подвели нас к Идрису так, что неведомые силы, не дающие миру разрушиться и оберегающие его от губительного действия варпа, хранят и нас». «Тогда нам следует приступать, прежде чем это изменится», сказал Пертураба, переключаясь на топографическое представление планеты. «Где цитадель Амон Нишак Каэлис? Покажи мне». Короче, вора кивнул и приблизил изображение поверхности. Ничто не указывало на то, какие у мира климат и среда. Можно было увидеть только географическое состояние. Но одну уникальную черту Пертураба заметил сразу. Фулгрим тоже это увидел. «Это идеальная сфера». «Какое значение имеет форма планеты?» спросил Краагер. «Такие идеальные геометрические фигуры просто невозможны в планетарных образованиях», сказал Пертураба. «Гравитационное притяжение от ближайших звезд и астрономические процессы растягивают и сжимают планеты. Большинство представляет собой приплюснутые эллипсоиды, но это идеально сферично». «Что могло это вызвать?» спросил Форекс. «Я не знаю», ответил Пертураба. «Кому известно, как на самом деле работают силы Варпа?» «Здесь», сказал коручий вора, и на гладкую поверхность Идриса наложился поблескивающий слой, мутные изображения устремленных ввысь башен, роскошных дворцов и величественных храмов. Скомбинированное изображение продолжало получать информацию от многочисленных наблюдательных систем железной крови, пока в конце концов строения не покрыли всю планету. Мир гробница, вся поверхность которого была отдана скорби и памяти мертвых? Нет, не так, но истинная природа этого мира ускользала от Пертураба. «Погибель Иши, гробница в центре Амон Нишак Каэлес», сказал вора, указывая на мерцающие ряды геометрических фигур на Северном полюсе. «Если пользоваться определениями для планет Терранского типа, она стоит над входом в тюрьму-могилу Ангела Экстерминатус». «Как он защищен?» спросил Пертураба. «Говорили, что вихрь был лучшей защитой Азуриана от тех, кто мог бы найти последнее пристанище Ангела Экстерминатус», ответил вора. «Хотя в некоторых легендах говорится об армии Бессмертных, стоявших на страже у стен Цитадели и охранявших ее оружие, но это все, что я знаю». «Бессмертных?» переспросил Крагер. «Возможно, роботы?» «Маловероятно», сказал Форекс. «Тогда кто?» Пертураба прервал их спор, ткнув кулаком в сооружение, на которое указал коручий вора. «Мы вторгнемся здесь», сказал он, «что представляют из себя остальные строения. Зачем возводить здания по всей планете, если в них некого поселить?» «Я не знаю, повелитель», ответил коручий вора. И вновь Пертураба почувствовал, что из Эльдар течет ложь, но Фулгрим не дал ему добраться до сути, заговорив, поверхность, не стоит бояться небольшой загадки. Пертураба отстраненно кивнул и сложил руки на груди, чувствуя, как при взгляде на мертвую планету в кости пробирается холод. Все тело словно онемело, а легкие горели, так сложно было дышать. Он прогнал этот ступор и сказал, «Фальк, я хочу, чтобы сравняли с землей все вокруг этой гробницы, оставь нетронутыми три километра от дальних краев, а все, что на сто километров дальше, необходимо полностью разбомбить». «Что? Нет!» воскликнул Фулгрим. «Таков мой приказ», сказал Пертураба, «я ни одного воина не отправлю в потенциально опасную зону, не проведя предварительной бомбардировки. Ты можешь повредить то, что внизу». Пертураба отметил про себя выбор слов и покачал головой. «Поверь», сказал он, «Уж то железные воины умеют делать лучше всех, так это вести прицельные орбитальные бомбардировки». Флот четвертого легиона выстроился для обстрела на домон «Нишак-Каэлис». В системы залпового огня массовые ускорители и бомбоотсеки были загружены сокрушающие поверхность боеприпасы, снаряды с кратким временем горения, электромагнитные импульсные бомбы малого калибра. На кораблях, определенных в сектора обстрела ближе к цитадели, использовались маломощные снаряды, а те, которым предстояло сравнять землей внешние участки, подготовили самые крупные боеголовки. Стреляющие залпами фрегаты теснились рядом с более тяжелыми капитальными кораблями, собираясь пролить яростный взрывчатый дождь на планету внизу. Дети императоров в подготовке к бомбардировкам не участвовали. Пертураба не желал доверяться их огневой дисциплине, а Фулгрим отказался бомбить мир, о котором так долго мечтал. Через час после отдачи приказа последний из назначенных кораблей железных воинов занял позицию на геостационарной орбите над Идрисом с готовыми к разрушению орудийными отсеками и пушками. Команда на открытие огня пришла мгновение спустя, и небеса озарили параллельные потоки выстрелов. Целый легион космодесанта атаковал в управляемой смертоносной вспышке. Одного залпа было достаточно, одной испепеляющей секунды точно рассчитанного огня. Первыми ударили светоимпульсные лучи, зажигая атмосферу, чтобы последующие снаряды не испытывали трения. Затем вылетели снаряды из кинетических массовых ускорителей, обрушившиеся на поверхность планеты как молоты богов. Ударные волны разошлись из различных секторов, вызывая тектонические взрывы по выверенным векторам. За этим последовали неядерные боеголовки, бившие последовательно, от внутренних волна за волной. Зажигательные снаряды разгладили зону удара, превратив камень в стекло и испепелив всю органику, которая только могла там быть. Огненный конус стер все с поверхности Идриса. В мгновение ока выжиг, снес, разровнял город, стоявший нерушимо десятки тысяч лет. Цитадель Омон-Нишак-Каэлис окружила кольцо пустой, растертой в порошок земли. Огненный шквал, способный раскалывать планеты, превратил ее в остров, отрезал стены, башни и храмы от остальных строений. Стаи громовых ястребов, грозовых птиц, боевых ястребов и большегрузных посадочных аппаратов вылетели из заполненных посадочных палуб. Грузовые тендеры спустились на низкую орбиту и извергли тысячи войсковых транспортеров, броневых перевозчиков и барков снабжения. Гигантские масс-транспортники на гравитационных вели на поле боя две боевые машины Легио Мортист, но то была лишь первая волна вторжения. За ними последуют еще восемь, пока на планету не опустятся силы двух полных легионов космодесанта и их армия Ауксилий. Но Идрис боролся. Форик знал, что глупо так думать, но он чувствовал это. Большинство миров не были рады Железным Воинам, ибо Четвертый Легион нередко нес с собой разрушения и кровопролития. Не собирались для их легионеров ликующие толпы. Не устраивались утопающие в цветах триумфальные парады, как для жельмановских попугаев. Однако этот мир, казалось, активно им противился. Пустошь, оставшаяся на месте эпицентра, представляла собой безжизненную равнину, покрытую пыльным щебнем и почерневшими обломками какого-то неизвестного материала. Может, раньше здесь и был город, захватывающий дух архитектуры, возведенный в забытые века павшей цивилизацией. Но теперь его разрушили до основания тщательней, чем это сделали орды варваров со Старым Римом. Зону высадки заполнили тысячи бронированных машин, лагеря снабжения, арсеналы, топливные бункеры, облака ядовитого дыма, а тормады гусеничных воплощений ярости, готовых вести железных воинов и детей императора к погибели Иши собирались над головой, как грозовые тучи. Батальоны подвижной артиллерии жаждали вступить в бой, и обоймы с закаленными стенобитными снарядами уже были установлены, готовые утолять эту ненасытную жажду. Огромная армия ждала приказа атаковать, но безопасность места высадки еще не была обеспечена. Через считанные минуты, после приземления первого корабля железных воинов, легион начал строительство фортификаций, чтобы укрыть вторгшиеся силы и защитить линию снабжения с орбиты. Башни и стены вырастали за время, необходимое, чтобы освободить один грузовой отсек. Благодаря модульным системам сборки, природному таланту и вековому опыту выполнять эту работу было так же естественно, как дышать. За железными воинами спустились дети императора. Они изрыгнули на поверхность планеты свой иступленный карнавал безумных смертных, вопящий, сумасшедший и размахивающий знаменами. А за фанатиками последовали, купаясь в их преклонение сами воины Фулгрима, построившиеся, с удивившей Форекса точностью. Фулгрим и Пертураба, блистательные в своих боевых доспехах, в золоте с пурпуром, в железе с бронзой, поднялись на вершину первой башни, построенной Форексом, где им открылся вид на огромную, как город, гробницу, которую им предстояло захватить. «Город мертвых», заметил Пертураба. «Но подтверждающий, что в смерти есть красота», отозвался Фулгрим. Форекс был вынужден согласиться. Орбитальные авгуры не передавали и намека на грандиозность и величие этого места. Даже гиперболизированная легенда, которую Фулгрим рассказал в Талиакроне, не отражала захватывающий дух колоссальности города-гробницы Эльдар. С безжалостной неотвратимостью Железные Воины возводили укрепления на месте высадки. Но если поверхность Гидры Кордатус с готовностью отдавалась лезвием их тирок и буров, то этот мир их отвергал. Он сопротивлялся гигантским землеройным машинам. Он сравнил левиафаны-экскаваторы. Им не удавалось уложить ни одного камня, который не нуждался бы в укреплении сверхожидаемого. Три часа они провели в зоне боевых действий, и начальные контрволационные линии до сих пор не были построены. Обозленный Форекс громко поносил пневмашину, своих подчиненных и инженерные команды. Но ничего нельзя было сделать. Высокие зубчатые стены поднимались вокруг обширного района развертывания гораздо медленнее, чем когда-либо на памяти Форекса, хотя все же становились длиннее с каждой минутой. Форекс прошел вдоль нового сегмента, который возвели тяжело качающиеся, изрыгающий дым, все перемалывающие механизмы пневмашины, казавшиеся колоссальными в своей трудолюбивости муравьями-рабочими, собирающими для своей королевы-муравейни из листового металла, жидкого пермакрита, высокопрочной арматуры и сверхплотного утрамбованного щебня. Такие стены могли выстоять после выстрела из макроорудия звездного корабля. В полотне стен помещались блокгаузы, бараки и опорные пункты, которые уже начали занимать батальоны силиквитских таракитов. Пыль от орбитальной бомбардировки висела в воздухе зернистым туманом, приглушая странный свет в небесах. С орбиты казалось, что на планете спокойно и ясно, но на Земле все было совсем не так. Воздух наполняли едва слышные завывания, похожие на жалобный плач, необычный побочный эффект от бомбардировки или затяжное эхо какого-то местного явления. Но в любом случае это был тревожный звук. Наполовину стенание, наполовину злобное проклятие. В загрязненном небе клубились странные цвета. Нагнилось на желтом пологе, растекались вихри фиолетовых и красных кровоподтеков. Извергался пеной желчно-зеленый. И все это освещало фосфорисирующее сияние Атомон Нишак Каэлис. Из-за стен в небо лился лучистый изумрудный свет, будто камни далекой гробницы были радиоактивны. Он тек над пейзажем лениво и сонно, окутывая армией вторжения ядовитым зеленым сиянием. Это место вызывало у Форекса всю большую неприязнь. Он смотрел, как рабы-клепальщики суетливо бежали за гигантской машиной, которая поглощала обломки и, изрыгая дым, откладывала уже сформированные блоки из прессованного камня и наслаждался монотонным ритмом их работы. Гидравлические челюсти механизма раскалывали собранные камни, а поршневые молоты ударами формировали из них блоки, которые отправлялись на место установленными позади подъемниками. Форекс опустился на колено, чтобы рассмотреть формированный камень там, где он упал на землю, и увидел паутину тонких, как волос трещин, расходящихся от скошенного основания. Стены уже надо было укреплять, и Форекс неверяще покачал головой. Механизмы пневмашины двигались дальше, не прекращая строительство, которое шло гораздо медленнее, чем он требовал, но все равно неумолимо. Форекс подошел к складной железной лестнице, привинченной к стене, и забрался на парапет, ведущий в крытый переход со свешивающимися кинетическими щитами, дырами-убийцами и заслонками от гранат. Стены, предназначенные для обеспечения безопасности на месте высадки или для того, чтобы помешать вражеским силам освободить осажденный город. С их квадратными углами и жесткими линиями были полной противоположностью органической архитектуре этого мира. Во всех направлениях от места высадки до самого горизонта тянулось выровненное бомбами поле. Зона отчуждения, зачищенная орбитальным обстрелом. Ничто не двигалось на этой разглаженной пустоши. Только мерцающие отражения и плывущие облака дыма нарушали однообразную пустоту. Но несмотря на оголенность пейзажа, Форекс не мог избавиться от чувства, что за ним следят. Будто армия невидимых наблюдателей изучала его, оценивала, решала, чего он стоит. Форекс помотал головой, прогоняя ощущения, и зашагал по парапету. Железные воины 134-го гранд-батальона и таракиты заняли позиции на стенах. Офицеры уважительно кивали ему, когда он проходил мимо. Форекс пересек парапет, не сводя взгляда сведневшегося вдали города, который ему и его боевым товарищам предстояло разгромить. Это был город с элегантно пропорциональными башнями, которые заканчивались канилированными сегментными куполами с округлыми стенами, изящными и легко обороняемыми одновременно, с дугообразными мостами, такими тонкими, что не верилось в их способность выдержать хоть какой-то вес. Его заполняли храмы с золочеными крышами, гробницей, честовавшие тех, кто был похоронен внизу. Мавзолеи столь грандиозные, что лишь императоры могли быть достойны лежать в них. У горизонта город был обрамлен диском чудовищной тьмы, жутким черным солнцем в центре ока ужаса. Изумрудный город стоял в тени зловещей силы, способной поглотить его одним движением. Но как бы ни был, город красив, красота не скрывала его безжизненную пустоту. Здесь никто не жил, никто никогда не жил и никогда не будет. Камнерожденный выразил это лучше всего, когда вышел из утробы грозовой птицы. Коснувшись ладонью земли, Фулброн покачал головой. Этот мир мертв, у него нет души, камень не выстоит. Возможно, это было сказано слишком поэтично, но на этот раз Форикс понимал, что имел в виду Камнерожденный. В трех километрах от него, дальше вдоль стены, Барбан Фальк смотрел на поднимающийся участок бастиона перед собой. Прерывисто хрипло дыша. С трещин на рассыпающемся зубчатом мерлоне, упавшем с парапетной стены, на него плотоядно глядело то же самое ухмыляющееся лицо череп, которое он увидел на мостике железной крови. «Нет!» прошепел он, «Я этого не вижу!» Отрицание, будто смеялся в его голове глубокий голос, как банально. Фальк замотал головой, отвел взгляд от призрачного видения и зашагал вдоль постройки, заставив себя сосредоточиться на нюансах работы своего гранд-батальона. Гигантские краны поднимали новые участки стен под надзором его воинов, а огромные осадные роботы вбивали их в землю молотами размером с ленд-рейдер. Что-то шевельнулось на рваных краях его сознания, какое-то вкратчивое, но настойчивое давление пришло со всхлипами плачущих ветров, заставив его остановиться и уставиться на недавно возведенный участок стены, словно неисправный сервитор. Сначала он не увидел ничего необычного, но потом линии стыков, борозды в пермакрите и скрипучие заклепки в основании стены сложились в знакомое мертвое лицо, будто какой-то художник мастерски расположил их там ради единственного зрителя. Он моргнул, и видение пропало, но стоило ему повернуться, как оно всплыло в пыльном облаке, вырисовалось в изогнутых линиях подъемных кранов, пневмашины, проступило в кучах разбросанных обрезков. Фальк зажмурился, прогоняя изображение гротескного черепа, но оно все еще царапалось об его мысли, как животное, запертое в темноте. Он судорожно выдохнул и заставил себя вновь посмотреть на продолжавшееся строительство. Ухмыляющееся, бесплотное лицо взглянуло на него в ответ. И на этот раз он не сомневался, что в голове раздался голос. «Барбан Фальк», произнес он, «имя того, кто будет безымянен». Ни один мир не вызывал у Крагера такой ненависти, как этот. Мерцающее зеленое свечение от стоящей вдали гробницы раскрашивало все в тошнотворной оттенке, отчего Крагер, и так готовый взорваться, раздражался еще сильнее. После приземления все шло не так, машины ломались, камень крошился, металл деформировался сверх допустимых пределов. Он подавил желание злобно выругаться, когда очередная часть ленточного фундамента погрузилась в камень, заполнив траншею вровень с поверхностью. От ушедших в землю блоков полетели клубы пыли, и работы опять пришлось остановить. Мощные грузоподъемные машины с яркими корпусами и развивающимися знаменами, на которых была изображена шестерня, подъехали на своих широких гусеницах, чтобы вытащить их из земли. Группы роботизированных и кибернетических рабов тащили длинные стальные пруты ржавого цвета, чтобы лучше укрепить стенки фундаментальной траншеи. Еще одна задержка, которую мы едва ли можем себе позволить в этой компании, сказал Харкор, с усталой покорностью, в которую Крагеру верилось лишь отчасти. Я знаю, огрызнулся он, моя первая война в качестве триарха, и я отстаю от графика по всем пунктам запланированного наступления. Хоть сам фундамент закапывайся. Харкор показал ему планшет, на котором ползли графики оперативных отчетов. Все кузнецы войны сталкиваются с похожими задержками. Они меня не волнуют, ответил Крагер. Меня волнует лишь то, укладываюсь ли в сроке я сам. Чем скорее эти работы будут закончены, тем скорее мы сможем атаковать эту проклятую гробницу и убраться с этой планеты. Накрывшее их синее облако, грязного масляного дыма и рев строительных механизмов отвлекли Крагера от размышлений. Выругавшись, он отошел в сторону. Трещал раскалывающийся камень. Левиафаны экскаваторы пытались вытащить осевшие блоки из земли, которая теперь словно не хотела их отпускать. Возможно, процесс удастся ускорить, если сказать мне в машине пару крепких слов, предложил Харкор. Я тоже об этом подумал, ответил Крагер и двинулся через ряды безмолвных сервиторов, пока машины доставали из земли блок, который тут же превратился в груду обломков. Сервиторы не обращали на него внимания, но на краю траншеи, которая была заполнена щебнем, хотя в ней должны были быть уложены фундаментальные камни. Крагер заметил трех магасов в черных одеждах, споривших о чем-то на трескучем бинарном языке. Вокруг одного из жрецов висело несколько голографических изображений с результатами подземного ауспикс-сканирования, и Крагер почувствовал, как его злость фокусируется на этом нечеловеческом гибриде. Магас размахивал многочисленными аугметическими руками, бессмысленным бинарным треском, отдавая приказы отрядам рабов, исполосованных кнутом. Не успел Крагер ничего подумать, как меч уже оказался в его руке, а палец надавил на активационную кнопку. Один скупой взмах, и машинный жрец повалился на землю, разрубленный от плеча до паха. Виск механической боли вырвался из его аугмиттеров, но угас. Едва органические части жреца с металлическим лязгом развалились, залитые маслянистой кровью. Остальные жрецы пневмашины отступили от неожиданно погибшего лидера, яростно стрекача на своем машинном коде. Крагер выстрелил в голову ближайшего из них, блестящую, состоящую наполовину из плоти и наполовину из железа, и наставил дымящееся дуло на последнего жреца в опущенном капюшоне. Гнев Крагера взвел курок. На готике, сказал он, говорить умеешь? Жрец кивнул и раздалось несколько влажных металлических щелчков. То, что выполняло у него роль голосовых связок, перестраивалось под капюшоном. Умею, кузнец войны, произнес жрец. Комментарий мои товарищи тоже умели. Не сомневаюсь, но они оба мертвы, и теперь за возведение стены отвечаешь ты, сказал Крагер. Так что объясни мне, что это за задержки? Вы понимаете, с какими сложностями мы сталкиваемся? спросил жрец. Понимаю, ответил Крагер. И мне все равно, просто построите эту ублюдочную стену. Жрец продолжил, то ли смирившись неуравновешенностью Крагера, то ли не боясь ее. Разъяснение. В таком случае вам также должно быть известно, что данной земле не соответствует ни одна из моделей геологической динамики, имеющихся в марсианских архивах. Измеренная прочность не удовлетворяет параметрам ведущегося строительства. А вот тебе мое разъяснение, сказал Крагер, нажимая на спусковой крючок. Харкор опустился на колено рядом с трупами и откинул капюшон последнего из жрецов. От его лица ничего не осталось, только клубок подергивающихся проводов выходил из рваного обрубка шеи. Черная органическая жидкость толчками проливалась в траншею, воняла химикатами и гнилой плотью. Какие крепкие слова, сказал Харкор. Приведи мне новых жрецов мне в машины, ряфнул Крагер. Таких, которые умеют строить эти проклятые фундаменты. Крагер отвернулся прочь. Глава девятнадцатая ОМОН Нишак Каэлис Дисгармония Тот, кого я хочу убить Через пять часов, когда круг укреплений еще не сомкнулся, атака началась. Зона высадки уже была почти окружена, но между стенами еще оставался разрыв. Снаружи от них расходились многоуровневые минные поля и целые акры колючей проволоки, максимально затрудняя подступы для того, у кого не было подробных карт и кодов временного выключения. Пертураба оставил Торамина во главе пяти тысяч железных воинов, завершить строительство укреплений и организовать огневые позиции для орудий Стор без аж, а сам поднялся на башню переоборудованного теневого меча с усиленным бронированием всего корпуса и дополнительными системами управления. Для того, чтобы обеспечить достаточно места железному владыке и его роботам-телохранителям, пневмашина полностью изменила надстройку и двигатель танка. Мощь основных орудий была увеличена и в результате появилась самая грозная машина во всем парке бронетехники легиона. Сам примарх не давал имен своим транспортам, но железные воины прозвали этот танк мучителем. Обычно Пертураба не одобрял театральность жестов, вроде поездки на битву в командирской башне танка. Но военачальнику не стоило пренебрегать возможностью произвести впечатление. Он снялся крушитель наковален с плеч и поднял оружие так, чтобы видели все. Пусть железо будет внутри, прорычал он и резко опустил молот. Двигатель теневого меча с грохотом заработал, и танк, отрыгнув облако токсичных газов тяжело покатился вперед, дробя своей трехсот тонной тушей скалистый грунт. Тысяча носорогов ревя тронулась в место, и гудящий бас их двигателей расколол основание стен вокруг зоны высадки. Сам воздух вибрировал от звука, и поверхность планеты застилал туман выхлопных газов. Рядом с носорогами шли целые батальоны лендрейдеров, хищников, вихрей, а также странные составные конструкции пневмашины, когтистые двуногие, шагающие танки с орудийными платформами на подбрюшье, огненные сферы, ремонтные тягачи и прочая техника, чье предназначение нельзя было сразу понять. Вместе с железными воинами на бой шли и два титана Легио Мортис, обоим этим разбойникам уже доводилось убивать своих бывших братьев. Мортис Вульд и Малум Бенедикцио сражались в вирусном аду Иствана-3 и теперь оба несли знамена победы с изображениями легионов, которых когда-то считали союзниками. Железные воины собрали значительные силы, но дети императора им не уступали. В воздухе между армией железных воинов мелькали как розовые стрелы, разведывательные гравициклы третьего легиона. Они прощупывали местность перед наступлением. Губы Пертураба скривились при виде этого пестрого шествия машин и пехоты настоящего представления, которое разыгрывала бронетехника Фулгрима. Тот тоже ехал впереди своего войска, словно божество войны в ослепительно сверкающем доспехе. Фулгрим возможно и уступил брату право командовать, но от роли лидера отказываться не собирался. Воздев перед собой золотой меч словно рыцарь копье, он воинов. Взгляд Пертураба упал на фанатиков смертных, что следовали за армией Фулгрима. Та же карнавалия, что сопровождала детей императора на Гидрикордатус, присутствовала и здесь полным составом. Над бурлящей толпой раздавались визгливые звуки музыки, и сотни ярких знамен трепетали в восходящих потоках жара от работающих двигателей. Во всех воинах, которые знала история, за армией всегда следовали разные китанты, кузнецы, мясники, шлюхи, конюхи, пекари, прачки, хирурги, портные и еще сотни профессий. Но обычно они оставались в тылу, когда начиналась битва. Фулгрим же, казалось, собирался ввести в сражение и их тоже. Мучитель быстро и неумолимо преодолел расстояние между зоной высадки и гробницей и, перемалывая гусеницами обломки разрушенных могил, приблизился к тем немногим руинам, что еще не рухнули после орбитальной бомбардировки. На изрытой воронками пустоши иногда попадались остатки стен, одинокие фасады и хрупкие экзоскелеты сооружений, больше похожие на подстриженные деревья, чем на конструкции из сборных частей. Тепловые потоки увлекали за собой облака пыли, которые скользили между остовами зданий. Руины только усиливали скорбные крики, которые доносил ветер. Наступление замедлилось, водителю приходилось искать путь через внешний район обширной цитадели. Для бомбардировки этой области использовали менее мощные снаряды, так что окраины цитадели остались более-менее целыми. Мучитель, разрушая все на своем пути, тяжелым носом пробивал прямую дорогу к той точке, где орбитальное зондирование обнаружило несколько проходов в крепостной стене. Пиртураба держал открытым канал обмена данными между дисплеем своего визора и системой ауспиксов, установленных на сверхтяжелом танке. Из-за помех сигнал доходил сильно искаженным. Но то, что он все-таки видел, не вызывало особого беспокойства. Руины были пустынны, ни замаскированных гравитонных ловушек, ни снайперских команд с пусковыми установками, ни подземных мин, на которых мог бы подорваться танк. Судя по всему, путь в цитадель Омон Нишак-Каэлес был открыт, и никто не собирался им мешать. Коракс особенно любил повторять одну из аксиом военного дела. Убивает не тот враг, который на виду, а тот, которого ты не заметил. Пиртураба не мог поверить, что планета, явно столь ценная для Эльдар, была окончательно брошена. Западные ловушки могут задержать неосторожно, но они не заменят воинов с оружием, которые знают, как им пользоваться. Даже неприступную Кавею Феру охраняли тысячи легионеров. Пиртураба открыл канал пикт-связи с Фулгримом, и в воздухе возникла мерцающая голограмма брата, парящая над наклонной броневой плитой теневого меча. «Разве это не возбуждает?» засмеялся Фулгрим. Его темные глаза широко распахнулись от предвкушения, а лунно-белые волосы парили за спиной пикселированным облаком. «Мне не нравится», ответил Пиртураба, «слишком все просто». Фулгриму, судя по его виду, было досадно, что его энтузиазм не разделяют. «Брат, мы в шаге от исполнения наших планов, так зачем ты портишь мне радость?» «Потому, что тактическая ситуация слишком уж хороша. Обычно это означает, что враг вот-вот атакует, и сильнее, чем ты мог представить». «Если хочешь, можешь ныти дальше», покачал головой Фулгрим, «я же собираюсь насладиться радостью и успеха». «Это место брошено, его никто не защищает». Пиртураба оттянул взглядом здания вокруг, которые в этом районе стояли плотнее. «Ты наверняка это знал». «У меня были некоторые подозрения», признался Фулгрим. «Тогда почему мы просто не атаковали самое сердце цитадели на крылях грозовых птиц и в десантных капсулах», прорычал Пиртураба, рассерженный этим последним откровением. «Потому что подозрения могли не оправдаться», сказал Фулгрим. «Кроме того, я не хотел лишать тебя возможности построить еще несколько отличных крепостей, водрузить флаг, так сказать. Я тебе здесь не нужен, ни я, ни мой легион». «Отнюдь, когда мастер осады под рукой, но нужды в нем не возникает, это гораздо лучше, чем без тебя у меня ничего не получится. Дорогой брат, ты необходим мне для завершения этой миссии». От этих слов Пиртураба обдала мертвенным холодом, но все, что Фулгрим говорил в эти дни, сочилось намеками и скрытым ядом. Никакие из его речей не следовало принимать дословно, однако для колкостей, которые возможно стояли за этими словами, сейчас было не время. Мучитель проехал мимо зданий на самой границе разрушений, вызванных бомбардировкой, и потому сохранивших многое из своего былого облика. В небеса взметнулись бело-золотые башни и странного люцитового материала, которое окружало призрачное сияние, исходившее от самого города. Вероятно, раньше это был внутренний предел цитадели, грандиозное преддверие ее великолепия. Теперь они стали ее внешней границей, гробницы и строения непонятного предназначения, наделенные изяществом и гармоничностью, которые казались Пертураба обманчивыми. Даже в самых дерзких своих проектах, когда он забывал об одержимости прямыми линиями, он не мог добиться такой пластичной архитектурной изысканности. Их бессмысленное разрушение вызвало в Пертураба внезапное чувство вины, и пронзительным уколом вернулись образы пылающих городов Олимпии. Вонь горелого мяса от гигантских костров, охвативших целый мир и пепельный привкус утраты. Брат окликнул его голографический фулгрим. Пертураба отогнал морок воспоминаний. Впереди открылось широкое пространство, опоясывающее внешние стены цитадели, которые вздымались на сотни метров, были безупречно гладкими, словно поверхность драгоценного камня, любовно отполированная мастером-ювелиром. Именно от этих стен исходило зеленоватое свечение, неведомым образом мягко озарявшее этот невероятный мир. Над парапетными стенами поднимались башни дивных очертаний, похожие больше на органические колонии кораллов, чем на творения зодчего. Внутрь вело множество высоких и широких проемов, по форме напоминавших листья, по внешнему краю которых были вырезаны неведомые письмена. «Зачем строить такие высокие стены, чтобы потом испещрить их столь частыми проходами? Это казалось абсурдным». «Здесь даже ворот нет», сказал Пертураба, направляя танк к ближайшему проходу. «Кажется, ты разочарован», отозвался Фулгрим. «Не разочарован», ответил он, оглядывая гладкие стены в поисках хоть каких-то следов гипотетической армии бессмертной, а подозрителен. Мучитель проехал под аркой, и Пертураба ощутил холод от чужого взгляда. Такое же покалывание вызывает медицинский ауспикс или биометрический анализатор, проникший сквозь плоть и кость. С самой посадки он чувствовал, что за ними следят, а сейчас даже сильнее, чем прежде. Потаенный разум в сердце цитадели, медлительный, словно ледник, наконец заметил незваных гостей. Хотя и собственный характер и тактические соображения подсказывали Пертураба двигаться дальше, он остановил танк всего в 300 метрах от стены, спустился с высокой башенки и спрыгнул на землю перед ворчащей машиной, погружаясь в траурную атмосферу цитадели. Железный круг покинул кабину экипажа через расширенные двери в боку сверхтяжелого танка и образовал охранный щит вокруг своего хозяина. Не обращая на роботов внимания, Пертураба запрокинул голову, чтобы рассмотреть украшенные кессонами плиты на верхних цоколях ближайших к нему гробниц. Каждая такая плита была покрыта росписью, где в измрудном свете представали плачущие девы и жнецы смерти с лицами, скрытыми под капюшонами. В нижней части каждого фасада располагались яркие фрески и мозаики, рассказывающие о жизненном пути усопших. В бесконечно повторяющемся цикле еще живые воздевали руки в безграничной радости, а затем не звергались в бездну отчаяния. Здесь не было двух одинаковых изображений, и Пертураба поразился, какой любви и заботы удостоились те, кто никогда уже не сможет их оценить. Каждую фреску украшали тысячи сверкающих драгоценных камней овальной формы, цвета морской волны, небесной синевы или алой как кровь. Некоторые складывались в ожерелье или броши, принадлежащие этим увековеченным мертвецам. Некоторые аллегорически обозначали сердце или душу. Промежутки между башнями скорби, мавзолеями и гробницами были столь широкими, что вызывали мысль не об улицах, а об открытом пространстве площадей, обрамленном зданиями, благодаря чему город казался свободнее, просторнее, не город, а парк, наполненный скульптурами. Однако Пертураба чувствовал некий гнёд, словно здания подступали всё ближе, как сжимающиеся стенки пресса. Ощущение слежки достигло своего пика. Железный круг раступился, пропуская членов трезубца, но внимание Пертураба было приковано к фигурам со стройными конечностями и луковицеобразными головами. Ряды постаментов с этими статуями заполняли промежутки между зданиями. Каждый конструкт был выше дредноута Контемпта, но по виду уступал тому и по массе и по силе. Изящная скульптура, вырезанная из матового кристалла. Над плечами возвышались выступы, похожие на крылья. Глубоко под поверхностью шлемов-черепов мерцали драгоценные камни. Тысячи и тысячи таких фигур стояли вдоль улиц и проспектов города, молчаливо наблюдая за вторжением в его внутренние пределы. Армия бессмертных спросил Форекс, заметив, на что смотрит Пертураба. Даже если так, из них получились плохие стражники. Пертураба опять показалось, что внутри крепости затаилось какое-то циклопическое существо, которое лишь сейчас заметило муравьев, кишащих у его ног. Повелитель, заговорил Барбан Фальк, мы движемся дальше. Нет, ответил Пертураба, будем окапываться. Носороги железных воинов разделились на три отряда. Первый образовал круговое охранение для плацдарма внутри цитадели. Второй создал кордон вокруг точек входа. Каждый из носорогов, вариант Кастеляна, модифицированный Пертураба, имел откидные листы брони и амортизационные распорки, которые превращали машины в миниатюрные бункеры. Модульная конструкция позволяла выстраивать носороги в цепочку так, что получалась импровизированная укрепленная линия, даже в тех случаях, когда для возведения постоянных огневых позиций не было материалов или времени. Четыре сотни машин снаружи крепости стали многоуровневым форпостом, защищавшим путь отступления для легиона, и столько же машин образовали такое же построение внутри. Их разделяли стены, испещренные проемами, так что обе группы носорогов составляли оборонительный бункер, откуда можно было проводить операции Защищать эту фортификацию должны были еще три тысячи железных воинов и детей императора. Третий отряд пертураба раздробил на меньшие группы, отдав каждую под командование одного из триартов. Крагеру достался левый фланг, Фальку правый, а он и сам Форекс будут наступать по центру. Каждое отделение трезубца состояло из около трех тысяч железных воинов с тридцатью носорогами, десятью танками артиллерии в качестве поддержки. Кузнец войны Берест провел жестоких дредноутов легиона через стену и занял позицию в центре, распределив их между лезвиями трезубца. Точно в середине выступали оба титана Легио Мортис. Гигантские боги войны сопровождали самого Примарха, испуская рев, который эхом отражался от зданий, сотрясая их до основания. Мортис никогда не прятался в тени так что враги знали, что их ждет и боялись все сильнее с каждым шагом колосов. Каждое соединение обладало достаточной мощью, чтобы сокрушить целую планету. Мощью явно избыточной для завоевания этой цитадели. Пертура бы не хотел никаких сюрпризов. Если события будут развиваться так, как он подозревал, ему понадобится сокрушительная сила, готовая действовать без промедлений. Воинство Фулгрима раздробилось на отдельные банды, размером от нескольких сотен легионеров до почти тысячи. Судя по всему, каждую такую группу возглавлял капитан, но причудливые украшения на доспехах воинов часто не позволяли определить их звание. Хотя Третий Легион и далеко ушел от стандартной организации, его воины все же сохранили некое представление об иерархии. Рассредоточившись, они присоединились к отрядам Трезубца. Завершал построение длинный конвой автопоездов, 60 высокобортных грузовиков, так тяжело нагруженных, что их днища почти цепляли землю. Обычно они перевозили большие партии боеприпасов, необходимых для артиллерийских полков. Сейчас их охраняли воины в терминаторской броне и целая армия дредноутов. «Что же ты задумал, брат?» тихо спросил Пертураба. Обернувшись к нему, Фулгрим витиевато поклонился. Так что плащ взметнулся у него за спиной, точно крылья того мифического существа, с каким он всегда себя отождествлял. В тени Фулгрима под присмотром двух воинов из его гвардии Феникса стоял коручий вора. На лице Эльдар одновременно читались и торжество и настороженная неприязнь. Как будто внутреннее пространство цитадели в равной степени завораживало его и пугало. Пертураба решил, что убьет приказ, брат, сказал Фулгрим с неисходительным тоном и с хищной улыбкой так, словно проявлял великодушие. Пертураба кивнул, и дети императора радостно взревели, когда заработали двигатели сотен машин. Триархи уже собрались присоединиться к своим отрядам, но Пертураба остановил их. Остерегайтесь, он искоса взглянул на воинство брата. Всего. Форекс, понимающий, кивнул. Железо внутри. Железо снаружи, ответил Пертураба, и оставив укрепленный плацдарм позади, повел армию железных воинов и детей императора в самое сердце Омон Мишак Каэлис. Люций бежал рядом с ревущими носорогами по широким улицам цитадели, раздраженный тем, что враг до сих пор не показывался. Зеленое мерцание, которое испускал город, давало достаточно света, но жизни в нем не было. Люций заметил один любопытный факт. Этот цвет не отражался ни от одной поверхности, даже самой чистой и отполированной. Блестящее серебро его клинка не приобрело даже слабого зеленоватого оттенка. Воины третьего легиона двигались без всякого порядка. Каждый отряд шел в своем темпе, некоторые еле плелись, другие обгоняли технику. Реактивные мотоциклы, выписывая в воздухе переплетение мог бы при желании отрубить наезднику голову. Ядром наступления были угрюмые железные воины, собравшие смехотворно большие силы для такого пустякового задания. Командовал ими Барбан Фаль, один из приближенных Пертураба. Люций потратил несколько мгновений, прикидывая, насколько силен этот воин, как он держит равновесие, как глубоки его выпады. На всякий случай, подумал он с упоенным весельем, если этот хрупкий союз все же даст трещину. Даже без многослойной брони катафракта Фальк был гигантом, потому как он быстро оглядывался по сторонам казалось, что он что-то ищет. Люций заметил в воине нерешительность, непонятную настороженность, из-за которой его отряд отстал от двух других. Интересно, что Фальк видит. Люций решил запомнить эту деталь. Пусть его клинок и не сразу пробьет доспех Фалька, до Люция. Мечник пошевелил пальцами на рукояти кнута, который он забрал у погибшего Калимаса. Ее поверхность была обтянута фактурной внешней шкурой глубоководного цифалопода, каждый квадратный миллиметр которой покрывали микроскопические крючки, гарантировавшие владельцу оружия непередаваемые ощущения. Отвлекшись от расправы над Барбаном Фальком, Люций сосредоточился на статуях, что стояли вдоль широких улиц. Он позволил колонне бронетехники неторопливо прогрохотать мимо, а затем подбежал к ближайшей гробнице, наслаждаясь яркими цветами и волнующей текстурой мозаик, украшавших ее поверхность. Фигуры в основном представляли смесь художников, скульпторов, певцов, акробатов и других творческих личностей, но неожиданно много среди них было и воинов. Некоторые сражались с длинными пиками, которые изрыгали огонь, на других были кричащие маски, третьи были вооружены парными клинками. Люцию нравилось, каким изяществом и чувством равновесия держатся эти воины, и он попробовал воспроизвести движение мечников Эльдар, копируя их боевые стойкие приемы в собственном танце, в котором его клинок сплетал вокруг него серебристую паутину из стали. Хмыкнув, Люций стал двигаться еще быстрее, так что каждый поворот, каждый удар сливались в вихри пурпура доспехов и серебра клинка. Мечник кружился вокруг фигур, украшавших дорогу, и наслаждался восторженными взглядами собратьев-легионеров и сдержанным уважением железных воинов. Он пронесся по всему мавзолею, лавируя между кристаллическими статуями, и в конце пути взвился в воздух, хлестнув кнутом. Шипастый ремень обвился вокруг шеи скульптуры на углу здания и начисто срезал голову, но не успела она упасть, как меч Люция рассек ее надвое. От удара о землю половинки рассыпались взрывом блестящих стеклянных осколков. После этой экзекуции Люций легко опустился на ноги, отводя руку, державшую меч за спину, и позволив кнуту извиваться на мостовой. Из рядов авангарда вышел Ланомия Руин, и меч ругнулся про себя. После смерти бастерни Абрангса Руин обратил свои восторги на Люция. Какое-то время это рабское обожание казалось тому любопытным развлечением, но настойчивость фаната начинала утомлять. «Твое тело восхитительно», сказал Руин. Лезть всегда приятно, но Люций предпочитал, чтобы его поклонники сохраняли здравый смысл и не скатывались в фамильярность. Руин вызывает. «Узнал что-то новое», продолжал он. «Только то, что эльдарские стили боя мне не подходят», ответил Люций. Поворотом кисти свернул кнут и подвесил его к поясу. «Мне казалось, что у тебя неплохо получается». «Это потому, что ты не знаешь, с какого конца браться за меч», огрызнулся Люций, пряча собственный клинок в ножны. «Разве Абрангс тебя ничему не научил?» Руэн напрягся, и Люций, широко улыбаясь, стал прикидывать, схватится ли тот за один из своих отравленных ножей. Абрангс был замечательным мечником, но плохим учителем. Инстинкт выживания заставил Руэна сдержать обиду и гнев. «Объясни тогда, почему эльдарский путь клинка для тебя бесполезен?» «Стойки рассчитаны на эльдар с их тощими телами и легким сложением», ответил Люций, проявляя редкое для себя снисхождение. «Космическому десантнику это не подходит, мы быстры, но с ними никогда не сможем сравниться». «Ты бы смог однажды». «Не глупируем», сказал на это Люций, несмотря на все усилия, все же тронуты искренностью такой лести. От колонны бронетехники и артиллерии, двигавшейся по улицам города, отделился воин. Массивный, несоразмерный. Он был вооружен секерой с длинным древком, которое выло и ревело пронзительными гармониками. За Марием Вайросианом следовала группа воинов, вооруженных таким же образом. Илюцию показалось, что его зубы шатаются в деснах от приближения какафонов. Хотя большая часть их звуковых пушек была зачехлена, каждый воин сам был проводником для несмолкаемых, бьющих по нервам воплей. На непокрытой голове Вайросиана виднелось переплетение свежих хирургических швов, отмечавших места, где в измененную структуру черепа были вживлены резонирующие усилители. Глаза, черные и безумные, глубоко запали в бледную, пастозную плоть. Кожа, исчерченная лопнувшими сосудами, шелушилась. «Не останавливаться», сказал командир какафонов, и от тембра его голоса тело Люция пронзил спазм боли. Широко растянутый рот Вайросиана с трудом выговаривал слова, а горловые мешки на его шее раздувались в такт дыханию. Такие органические резонаторы были имплантированы в шею и грудь всех какафонов, чтобы усиливать нервно-парализующий эффект от их звуковых атак. «Просто любуюсь архитектурой», сказал Люций, и наклонился за гладким рубином, лежавшим среди осколков отрубленной головы. Камень был теплым на ощупь, и он засмеялся, почувствовав исходящую изнутри панику. Кажется, камень боялся. Звуковая пушка за спиной Вайросиана рявкнула, и оружие остальных его воинов отозвалось синкопой криков. Люций сжал камень и ухмыльнулся, когда паника внутри кристаллизовалась в ужас. «Что это?» спросил Вайросиан, протягивая руку. Пожав плечами, Люций вложил камень в его раскрытую ладонь. Артефакт завибрировал, словно в потоке диссонирующих гармоник, и в танце своем стал похож на магнит, меняющий полярность. Затем с резким треском раскололся надвое, и Люций ахнул, ощутив, как внезапный прилив энергии пронзает тело. Это было сильнее любого боевого стимулятора, и по иступленному блаженству на лице Вайросиана стало ясно, что он тоже это почувствовал. Оружие какафонов затрубило с оглушительной силой, и с полдюжины скульптур поблизости разлетелись на куски, как если бы по ним ударили молотом. Среди мельчайших осколков, в которые превратилась каждая фигура, находилось такое же сердце из драгоценного камня, и воющие какафоны немедленно набросились на добычу. Они дрались за каждый артефакт, отталкивали и рвали друг друга когтями, выхватывая лучившиеся теплом драгоценности. Оказавшись в руке, камень немедленно взрывался, вызывая экстаз, от которого кипела кровь всех воинов, стоявших поблизости. Их оружие ревело и гудело, и визжало в животном наслаждении. Эотональное эхо заметалось между гробниц, наполняя улицы, словно стая голодных гонщик. Люций отступил от Ваиросиана, когда тот снял с плеча секиру, длинная древко которой было окутано мерцающим синим светом, а корпус гудел от энергии. Ваиросиан ударил по оружию рукой, и разряд шума, сопровождавшегося молниями, разорвал воздух яростной дисгармонии. Фасад гробницы треснул, и ударная волна выбила в покрытии дороги воронку 10 метров шириной. Новость о ценности чудесных камней распространилась среди детей императора подобно вирусу, и наступление в начале своем неравномерное, но упорное превратилось в бешеную потасовку, настоящую оргию разрушения, когда легионеры сбрасывали с постамента все скульптуры, до которых могли дотянуться, и разбивали их на части. Железные воины Барбана Фалька прошли мимо не останавливаясь. Никона Шараукин наблюдал за тем, как все силы детей императора на этой оси наступления погружаются в безумие разгула. Воины разбивали статуи, доставали камни, хранившиеся внутри, и затем или давили их ногами, или проглатывали целиком, или погружали в свежие раны, которые наносили себе сами. В оплях их звучало иступление, в действиях не было никакого смысла. Что это за новое безумие, спросил Саби Квелун, недоуменно качая головой. После Иствана и атаки на Сизифий я даже не пытаюсь понять мотивы предателей, ответил Шараукин. А как же познай врага своего? Я начинаю думать, что это не слишком здравый совет, медленно проговорил Шараукин. Познание детей императора может заразить душу безумием. С этим спорить не стану, согласился Велун. Шараукин наклонился через парапет странно светящейся гробницы, на вершине которой они разместились. Чтобы подняться сюда, Велунду пришлось лезть по стене. Его же спутник воспользовался своим сильно модифицированным прыжковым ранцем. Более чем в половину уже в поперечном сечении, чем стандартный ранец штурмового десантника. Тот практически не оставлял видимых выбросов. Двумя стами метрами ниже дети императора дрались между собой, замерцавшие теплым светом камни, которые хранились внутри каждой хрустальной скульптуры. Шараукин не представлял, какое именно неизбывную тоску, которая сопровождала гибель каждого камня. Железные воины продвигались все дальше в город, не обращая внимания на бесчинство своих братьев. Шараукин их не винил. Ненадежный союзник хуже, чем никакого. Железные руки были надежны. Шараукину доводилось сражаться вместе со многими братьями из других легионов. Но никого он не уважал так, как осиротевших сынов Ферруса. 146 воинов вокруг центрального мавзолея храма. Куда, судя по всему, и направлялись предатели. Развертывание сил, схема наступления и боевой порядок указывали, что враг идет прямо к потрепанным воинам Ульраха Бронтана. Шараукин знал, в каком месте железные воины войдут в город, и потому едва села пыль после бомбардировки, повел товарищей к цели по противоположной траектории. Командовал рейдом Кадм Тира, а ветераны верманы Сайбуса, рассредоточенные по всему отряду, служили опорными звеньями в ослабевшей структуре железных рук. Сайбус более-менее оправился после схватки с Пертураба. Сломанные механические части его тела были заменены новой аугметикой, снятой сизифия, а те органические компоненты, которые не полностью регенерировали, теперь были под защитой синтекожи и имплантированного пластика. Еще одна частичка его человечности была принесена в жертву в борьбе против магистра войны. Сизифий оставался на низкой орбите так близко, насколько позволяли его сильные повреждения. Бой с Андроником дорого обошелся кораблю, но он держался, как держался легион, которому он служил. Прижавшись к планете, Сизифий скользил в зонах помех между слоями атмосферы, избегая обнаружения. Корабль был близко, но это не поможет, если обнаружит их самих. На борту оставались лишь Фрати Артаматика и Атиш Тарса. Первый в наказание, второй в качестве стражника. Грозовые птицы и громовые ястребы, доставившие отряд на поверхность, ждали, словно терпеливые хищники в своих гнездах, на крышах гробниц, расположенных дальше в городе. Глупость слишком мягкое слово для этой миссии. Да, отряды гвардии Ворона часто сражались в тылу врагов, значительно превосходящих их по численности, но сейчас соотношение сил было абсурдным. Десятки тысяч железных воинов и детей императора приближались к небольшой группе, у которой не было ни малейшей надежды дать им отпор. Тысяча к одному. О таких битвах рассказывают легенды, но на то они и легенды. Можно сколько угодно восхищаться победами мифических героев, но оказаться перед таким соотношением самому совсем другое дело. Вокс Шараукина затрещал, наполняя шлем голосом Вермана Сайбуса. «Что ты видишь?» спросил командир Морлоков 10-го легиона. Одна колонна детей императора замедлилась, но железные воины продолжают движение. Несколько род бронетехники, минимум 15 тысяч воинов и артиллерия поддержки, и еще два разбойника. Сайбус следует отдать ему должное, нисколько не был обеспокоен той воинской мощью, что приближалась к его позиции. «Когда они достигнут гробницы?» уточнил он. «Через десять минут самое большее». «Хорошо, мы будем ждать», сказал Сайбус. «Возвращайтесь немедленно». Выплюнув разряд помех, Вок замолчал. Велун слышал весь разговор и чувствовал, что Сайбус Шараукину неприятен. Симпатии он не вызывает, но командует хорошо. Шараукин покачал головой. «Он забыл, что ведет за собой людей. Он пользуется почтением, которое твой легион испытывает к железу и превращает ненависть в плоти в достоинство. «Возвращайтесь в нашу природу», возразил Велун. «Плоть не вызывает ненависти ни у меня, ни у моих братьев. Мы просто знаем, что она не так надежна, как железо. Разница от меня ускользает», заметил Шараукин. «Очень в этом сомневаюсь. И все равно, ты не хуже меня знаешь, как важно воинам чувствовать, что их командир живой человек, что он понимает и разделяет риск, на который они вынуждены идти». «Избавление?» Шараукин кивнул. «Восстание преподало нам урок, который мы отлично помним, и любой командир в гвардии ворона, забывший о нем, вскоре обнаружит, что командовать ему неким». «Может быть, ты прав, но сейчас неподходящее время», сказал Велун. «Они снова наступают». Проследив за взглядом Велунда, Шараукин понял, что товарищ прав. Неведомое безумие, охватившее детей императора, наконец стихло, сменившись неким подобием порядка. Среди предателей Шараукин узнал воина с кнутом, мастера-мечника, с которым ему пришлось столкнуться на Сизифии. Узнавание вызвало неуместное волнение, и память в ту же секунду воскресила всю дуэль, что развернулась на посадочной палубе. Шараукин в первый раз бился с подобным противником и не мог предсказать, чем бы закончился тот танец клинков, если бы их не прервали. «Что там?» спросил Велун. «Один знакомый», сказал Шараукин, «тот, кого я хочу убить». Глава двадцатая Погибель Иши Этот мир живой Я разбираюсь в лабиринтах Колонна Крагера из грохочущих машин, марширующей пехоты и мобильной артиллерии, поднявшей стволы к небесам, добралась до центра цитадели первой. В осторожности не было нужды, никто не вставал у них на пути, и Крагер ощущал безлюдность физически, как пустоту внутри. Лишь усилием воли ему удавалось сдерживать желание, сломя голову, броситься к цели. Наступление в цитадель его изводило. Рассредоточенная враждебность, исходящая от каждой мерцающей стены, выматывала душу. Казалось оружием, приставленным к голове. Его тело переполняли боевые стимуляторы, пальцы сжимались на рукояти цепного меча. Ему хотелось убить кого-нибудь, кого угодно, лишь бы почувствовать, как уходит напряжение, скапливающееся с момента высадки на эту планету. Выйдя из широкой улицы площади, колонна раздвинулась и плавно сменила построение на шахматное. Крагер не скрывал, что не доверяет Харкору, но не мог не признать, что воины его бывшего гранд-батальона были отлично обучены и дисциплинированы. Если и существовало место, способное запечатать себе останки низвергнутого бога, им было строение в сердце Омон-Нишак-Каэлис. Погибель Иши представляла собой грандиозный, простиравшийся вдаль дворец, богато украшенный луковичными главками погребальных башен и широкими куполами цвета слоновой кости. На фасадах выселись изгибающиеся арки и величественные колонны. Призрачные и в то же время рукотворные, будто сплетенные из лунных лучей, но при этом обладавшие прочностью, совсем не соответствующие хрупкому виду. Все это сооружение казалось гигантской скульптурой из льда и стекла. Натуральным образованием органического кристалла, возникшего в какой-нибудь темной пещере, а на свету начавшего стремительно расти самым причудливым образом. Оно выглядело абсолютно природным, но невозможно было не заметить его точно выверенные пропорции. В нем была естественность и искусственность одновременно. Оно состояло из сплошных противоречий, было укрепленным и открытым, наполненным геометрическими формами и будто бы не стесненным архитектурными ограничениями. Тысячи одинаковых кристаллических статуй неподвижно стояли на постаментах в сияющих ольковах, обрамляя извивающиеся аллеи, ведущие к высокому порталу в фасаде. К узкой арке, по бокам которой выселись две гигантские копии обычных стражей. По размерам, хотя и не по пропорциям, они могли сравниться с машинами Мортис. А Крагеру доводилось видеть, какие разрушения подобные боевые машины могли производить на полях битв. Но эти имитации были неподвижными, стекловидными, хрупкими, легко ломающимися. Здесь подводный свет, укутавший всю цитадель, был сильнее всего, стены гробницы сияли изнутри. Это же сияние пронизывало гладкий камень земли, словно капилляры с энергией, словно нити живого света. Ноги Крагера оставляли на камне не дающие света синяки, и ему казалось, что он ходит по поверхности какой-то нейронной сети, охватывающей всю планету. Рядом с ним притормозил ощетинившийся вокс-антеннами носорог. От давящей массивной машины разбегались черные трещины несвета. Крагер почувствовал присутствие Харкора еще до того, как его помощник заговорил. «Вам нужно кое-что услышать», сказал Харкор, прижимая к уху вокс-аппарат. «Что такое?» рявкнул Крагер, сам не понимая, почему злиться. Харкор протянул ему гарнитуру. «Слушайте!» Крагер снял шлем, забрался на подножку танка и, схватив гарнитуру, резким движением прижал ее к голове. Раздался только тоскливый вой статики, то усиливающийся, то ослабевающий, как ночной ветер в пустыне. «Что там должно быть?» спросил он. «Продолжайте слушать», настаивал Харкор. Крагер все стоял с прижатой к уху гарнитурой, когда в полутора километрах к востоку из широких улиц показались головные подразделения колонны Пертураба. Развивающиеся знамена виднелись над крышами, стоящих между ними зданий, и ревели гудки двух титанов, гулким эхом разносясь над открытой площадью. Крагер перевел взгляд дальше на восток. Колонны Фалька еще не было видно. «Не слышу ничего кроме статики», сказал он. «Слушайте внимательнее». Крагер хмуро посмотрел на Харкора, размышляя, много ли проблем у него возникнет, если он убьет бывшего кузнеца войны прямо сейчас. Он отказался от этой идеи, когда услышал в волнах статики обрывки чего-то похожего на слова имперского готика. «Ничего определенного и понятного, но они были». «Что это?» «Зашифрованный Vox Traffic», ответил Харкор. «Переговоры Десятого Легиона». Харкор смотрел, как присвоенный Крагером носорог уносится прочь, чтобы присоединиться к остальным лезвиям трезубца, направленного в сердце цитадели. Он не мог удержаться от усмешки при мысли, что с командующей должности его сместил бандит вроде Крагера. В нем не было благородства, не отличался он и культурностью. Харкор однажды провел расследование и знал, что в Крагере не текло и капли хоть чего-то стоящей крови. Он родился простолюдином, и в свое время легионеры кузницы плоти не забраковали этого оборвыша с улицы лишь благодаря удачному сочетанию генов и едва допустимому уровню наследственной вариативности. Тот факт, что гранд батальоном командовало подобное плебейское отвращение при одной мысли об этом и настроил Вокс на согласованную ранее чистоту на самом пределе доступного диапазона. Ты был прав, сказал он, не представившись, так как знал, что на другом конце будет только один слушатель. Он уже не в состоянии контролировать растущую ярость. Последовал шелест статики, перемежаемый щелчками и хрипами шифрации. Ты сказал ему о Вокс трафике десятого легиона, произнес сильно искаженный голос. Сказал, ответил Харкор. Ему едва удалось сдержаться и не броситься на штурм гробницы в одиночку, размахивая мечом. Он простолюдин, сказал голос. Чего еще ожидать от людей неблагородного происхождения? Мне больно осознавать, что Пертураба этого не понимает. Железный владыка мудр во многом, но он поступил неправильно, лишив тебя командования, произнес голос. Когда руководить начинают выродки вроде Крагера, это начало конца, свидетельство о падении в посредственность, которое закончится тем, что в ряды воинства станет вливаться грязная кровь. Через мой труп сплюнул Харкор. В нас течет благородная кровь Олимпии, сказал голос. Этим мы едины, и верность крови в конце концов себя оправдает. Но мы можем приблизить этот конец, правда? О да, можем, ответил голос, и не только для Крагера. В Форексе течет кровь одного из двенадцати, но он ни за что не выступит за свое восстановление. Значит, он тоже должен умереть, сказал Харкор. Я командующий стор Безарш, сказал Торамино. Я могу это устроить. Пертураба не было нужды смотреть на потоки данных с миганием пробегавшие в боковой части визора, чтобы знать, что они достигли места назначения. Погибель Иши была сооружением, подобно которому он никогда не видел и никогда не представлял. Ее структурные элементы, столь непринужденно гармоничные в пропорциях, обладали той внутренней идеальностью, которую не помогли бы воспроизвести даже самые упорные занятия теорией и практикой, и не создали еще такого храма, который был бы более достоин стать последним пристанищем для Бога. Вот только никакого Бога там, вероятнее всего не было, напомнил он себе. Дух захватывает, правда, сказал Фулгрим, приближаясь к нему вместе со своей гвардией Феникса и съежившимся коручи ворой. Ни ты, ни я не смогли бы создать и воплотить на земле ничего подобного. Пертураба взъярился в ответ на едва прикрытый выпад, но удержался от язвительного комментария, понимая, что Фулгрим прав. Ему достаточно бутанов и извивающихся галерей, чтобы осознать, ему никогда бы не удалось такого спроектировать, но слова Фулгрима от этого жгли не меньше, и не меньшим было удовольствие, которое его брат явно от них получил. Нет, не смогли бы, согласился он, но меня больше интересует то, что внутри. Разумеется, согласился Фулгрим, с нескрываемой алчностью разглядывая чудесный погребальный дворец. Как счастлив я увидеть наконец объект наших исканий. Пертураба посмотрел мимо своего брата на коручий вору. Теперь, когда они наконец добрались до цели, Эльдар проводник казался еще более встревоженным, словно ему было больно просто находиться здесь. Он был болезненно бледен, как при обстиненции, и дрожал всем телом. Твой проводник, кажется, эти чувства не разделяет, сказал он. В чем дело, вора? Эльдар тяжело сглотнул и посмотрел на Пертураба глазами цвета молока, смешанного с кровью. Вы бы радовались, посетив братскую могилу. Вам хочется улыбаться в присутствии мертвых. В тоне его голоса была неучтивость, граничащая с враждебностью, и Пертураба подумал, не стоит ли убить Эльдар прямо сейчас. Это не могила, ответил он. Это город, построенный в память о мертвых, не более. Не злись на несчастное создание, сказал Фулгрим, хотя объяснение Эльдар и его определенно не убедило. Мы здесь, и не в последнюю очередь потому, что я позволил ему жить. Да, мы здесь, и что теперь, спросил Пертураба. Разве не очевидно, ответил Фулгрим, мы двинемся внутрь. Будучи воином, выросшим в вулканическом мире расплавленных рек и сернистых небес, Атиш Тарса обычно остро чувствовал холод, но сейчас прохлада апотекариона не ощущалась. Он разделся до тонкого комбинезона, чтобы силовой генератор боевого доспеха не стал лишним источником тепла рядом с контейнером ульраха бронтана. Но закованная в стазе загадка заставляла забыть о неудобстве, которое могла доставить низкая температура. Фракер Томатика провел диагностику всех машин, поддерживающих в бронтане жизнь, и не нашел ни дефектов, ни непредвиденных особенностей конструкции. Ничего, что могло бы исчерпывающе объяснить, что за чудо заставило рану от Болтера исчезнуть с тела воина, целиком помещенного во время вне времени. Чудо Как легко бросались этим словом, исключавшим любые вопросы. Назвать что-либо чудом значило отказаться от объяснений, отнеся случившееся к категории неизъяснимого. Кряда Апотикариона гласила, что чудес не бывает, есть лишь событие. Считать событие чудом можно было только в том случае, когда его объяснение было еще более невероятным, чем оно само. Сейчас Тарсов был готов поверить в чудеса. Он как мог изучил рану через нерушимый пузырь, окружавший Бронтана, и не было никаких сомнений в том, что рана почти полностью пропала. Не до конца, поскольку на коже осталось розовое пятно, как от рубца. Даже вне стазис-поля такая рана затягивалась бы дольше. Воины 10-го легиона были на поверхности планеты, которой их привел проводник Эльдар, и Сизифи казался совсем пустым. Рыскающим в коридорах сервитором не было дела до тех, кто был вынужден сидеть на корабле в одиночестве, когда нужно было сражаться. Тарса тоже был воином, снискавшим славу среди своих родных ноктюрнцев, но только Апотекарию можно было доверить заботу об Ульрахе Бронтане. Кроме того, миссия на поверхности планеты попахивала местью, а такие миссии редко заканчивались хорошо. Фратер Томатика остался в утробе корабля, исправляя вред, нанесенный его безрассудным экспериментом. Тарса вспомнил яростный спор Фратера и Кадма Тира, походивший на столкновение двух грозовых туч. Но Тира был капитаном и официально назначенным заместителем Ульраха Бронтана. Томатика никуда не полетел. Тарса прошелся по Апотекариону, постукивая кончиками физиологические показатели Ульраха Бронтана упали до нуля под влиянием температуры, не говоря о стазисполе, и результаты были такими же, как и в последние сто раз, когда он их проверял. Содержимое стазисполе всегда оставалось постоянным, это было аксиомой, но каким-то образом в этой неподдающейся изменении среде кое-что все же изменялось. Тело Бронтана сумело исцелиться, или скорее его исцелило что-то, не зарегистрированное ни одним из сложнейших точнейших контрольных устройств. Могло ли железное сердце быть причиной? Сколько Тарса не изучал организм Бронтана, оно одно оставалось элементом неопределенности. Даже железнорукие не могли объяснить, как сердце работает. Об артефакте было известно лишь то, что Феррус Манус якобы получил его от призрака в земле теней несколько веков назад. Это противоречило имперской истине и звучало крайне неправдоподобно. Но другого объяснения тому, откуда оно появилось, Тарсе не дали. Не было таких ветеранов железноруких, которые бы не утверждали, что обладают какой-нибудь реликвией времен исчезнувших технологий, добытой в тех безлюдных, окутанных тьмой пустошах. Должно быть, там находилась настоящая сокровищница, где привидения выстраивались в очередь, чтобы отдать свои бесценные побрякушки. Отбросив эти мысли, Тарса вновь перевел внимание на смертельно раненого воина. В контейнере стоял неподвижный ледяной туман, но красные глаза Тарсы легко видели тело под полупрозрачным сиянием. Хотя одна из болтерных ран затянулась, оно все равно состояло из окровавленной кожи и разорванной плоти, сломанных костей и изрезанных мышц. Груди по-прежнему крепилось железное сердце, этот бесшумный неподвижный паразит, чьи свойства не поддавались рациональному объяснению. Исходя из немногочисленных проверенных данных, устройство, видимо, пыталось регенерировать внутренние органы капитана, но делало оно это, питаясь за неимением лучшего выражения его жизненной силой. Воина, раненого не смертельно, оно, вернее всего, исцелило бы, не убивая, но повреждения бронтана были так значительны, что любое лечение велось бы за счет его жизни. Это чудо наверняка его убьет. Тарса обошел контейнер, прекрасно понимая, что не сможет ничего сделать для лежащего внутри человека, не имея точных, полученных в реальном времени данных. Был лишь один способ получить такие данные, но Кадм Тира ни за что бы не позволил ему вывести бронтана из стазиса, без присутствующих рядом железных рук, в составе экипажа, на случай, если эти мгновения станут последними в жизни бронтана. Однако Кадма Тира здесь не было. Воины Ноктюрна не отличались склонностью к бунтарству. Более того, они цепями долго приковали себя к причинам и методам, которые иные назвали бы неблагоразумными, но от которых они не отступали до конца. И между тем Тарса чувствовал, что его рука медленно тянется к приборам, регулирующим температуру в контейнере и генетическим замкам на пульте управления стазис-полем. «Чтобы вам помочь, я должен приблизить вас к смерти», сказал он, понимая, что риск, связанный с выведением бронтана из криозаморозки, нарушит его клятву о непричинении вреда. Он решил эту дилемму, рассудив, что если ему удастся спасти капитана, причиненный вред будет допустимой ценой за это. Мысль о возмездии Тира и Сайбуса, которая последует, если что-то пойдет не так, заставила его руку замереть. Но даже если он узнает что-то важное, они все равно будут в ярости. Так какой смысл колебаться? Тарси было больно держать в вегетативном состоянии человека, которого можно было назвать живым лишь в очень узком смысле этого слова. И в сущности, разве не причиняли они бронтану больше вреда тем, что держали его в таких тарса быстро установил биозаписывающее оборудование, подсоединив свой нортециум к контейнеру, чтобы отслеживать все физиологические параметры ульрахабронтана. Если уж он решил это сделать, он должен сделать это правильно, не оставляя ничего на волю случая, используя все возможности собрать как можно больше информации. Подготовив все необходимое, тарса разблокировал пульт управления. Он вдохнул морозный воздух, на этот раз чувствуя, как холод стерильного апотекариона проникает в кости. Или это был холод неуверенности. Он уже принял решение и не знал, почему колеблется. Возможно, он давал себе последний шанс отступить, понимая, что может убить бронтана. Тарса повернул медную рукоять силовой муфты на нулевое деление. Истазис поля опустилась, как театральный занавес. Спирали тумана в контейнере завертелись, когда внутри снова потекло время, возвращая застывшего капитана в общий поток Вселенной. Перейдя этот рубикон, Тарса начал небольшими приращиваниями поднимать температуру. Его нортециум начал мигать и щелкать. В его катушке памяти хлынул поток данных. Приборы бионаблюдения затрещали, принимая от оттаивающего тела новые показания и принялись выплевывать перфорированные ленты с информацией. Приборы показывали возрастание нейронной активности в предфронтальных долях и увеличение числа синаптических связей в целом. Скоро мозг капитана достигнет состояния, при котором вернется способность к узнаванию и когнитивной деятельности. Когда это случится, Тарсе надо будет задавать вопросы как можно более лаконично. Мозговая активность продолжала возрастать, а железное сердце на его глазах выпустило в тело бронтана новые нити в волос толщиной. Сегментированные конечности скользили по телу, словно выискивая что-то, а само сердце испускало тонкие струйки ядовитого дыма, пахнущего гнилой плотью. «Я!» произнес бронтан, завершив предложение, начатое несколько недель назад. «Капитан, я потекарий Тарса, ваши раны затягиваются, но я еще собираю данные, чтобы установить причину». Пауза, пока едва оттаивший мозг капитана пытался догнать настоящее. «Миссия продолжается», ответил Тарса, наблюдая за резко возросшими потоками данных от контейнера. «Мы на искомой планете, ваши воины пытаются сорвать планы предателей». Мозговая активность бронтана внезапно подскочила, изобразив на графике колебания, подобных которым Тарса еще ни разу не видел, и заставив тело капитана забиться в судорогах. Поднявшись, Тарса заглянул в контейнер. Глаза ответом. «Идрис, капитан. Этот мир, мертвые называют его Идрисом». «Капитан, я не понимаю», сказал Тарс. Возможно, пока капитан был заперт в стазисе, его посещали видения. Это должно было быть невозможно, но если миссия в сердце варп-шторма чему-то и научила Тарсу, так это тому, что слова вроде «невозможно» предназначались для глупцов и невеж. Зеленый блеск что-то не так, но он не решался понизить температуру и вновь активировать стазис поля. Вместо этого он спросил «Какие мертвые?» «Души Идриса, я слышу их всех, они кричат в ужасе». Голос капитана затих, и Тарс осознал, что синоптическая система Бронтана деградировала до такой степени, что у того начали возникать слуховые галлюцинации. Позволить ему умереть сейчас, пока некогда выдающийся герой еще не превратился в бормочущего безумца было бы милосердием. «Вы должны остановить ангела экстерминатус», сказал Бронтан, когда Тарса занес руку над регуляторами температуры. «Что вы сказали?» спросил Тарса. Импульс данных, переданный Сабиком Велландом, включил упоминание о мифическом создании. Но в словах Бронтана явно чувствовалась конкретность, связь с настоящими событиями. «Он собирается возродиться на Идрисе. Вы должны ему помешать!» Тарса попытался связать слова капитана с тем, что Велланд и Шараукин услышали на Гидре Кардатус. Ангел экстерминатус был мертвым богом Альдар, заточенным под поверхностью планеты верховным божеством их расы. Они не знали, каким реальным событием соответствовал этот миф, но что-то странное было в этих словах. «Что такое ангел экстерминатус?» спросил Тарса, инстинктивно понимая, что это самый важный вопрос, который он когда-либо задаст. «Все самое худшее в мире облаченное вплоть. Откуда вы это знаете? Этот мир живой, он взывает о помощи, он ждет». «Ждет?» переспросил Тарса. «Ждет чего?» «Чтобы его создатели вернули мертвых домой». Гробницу оцепили, и стало сразу очевидно, что для ее взятия не потребуются длительные осады. У нее не было оборонительных сооружений, не было орудий на огневых позициях. Подходы к ней не прикрывали глубокие траншеи, кострища, минные поля или мотки колючей проволоки. А в портале между кристаллическими гигантами не стояло никаких ворот. Вертураба поручил Форексу возвести укрепленную позицию на открытой площади перед гробницей, и его главный триарх с орвением приступил к заданию, реквизировав для этого все доступные носороги. Чтобы окружить гробницу, требовались еще тысячи носорогов-костелянов, поэтому Форекс выстроил прямоугольную охраняемую зону с многоугольными бастионами, самый простой вариант крепости, лишенный слепых зон. По мере того, как носороги занимали свои стены брони, центр площади из места, где мерцал свет и призрачно стенал ветер, превращался в крепость из холодного железа, черных пик, мотков колючей проволоки и бронированных огневых сооружений. Даже в четвертом легионе немногие разбирались в искусстве фортификации так, как Форекс, и последние башни вырастали на углах оборонительной позиции прямо на глазах Пертураба. Мортис водрузили на место последнее из элементов в тот момент, когда двое оставшихся носорогов отъехали назад, образуя собой створки механизированных ворот. «Твои воины быстро работают», заметил Фулгрим. Пертураба видел нервное желание двигаться дальше, в каждом подергивании его рук и в каждом тике алебастрового лица. «Но нам не следует задерживаться». «Оружие никуда не денется», ответил Пертураба. «Мы не сдвинемся, пока я не удостоверюсь в надежности фортификации». Фулгрим кивнул, но в кивке чувствовалась грубая нетерпеливость. Пертураба уже знал, что все три оборонительных сооружения находились в состоянии боевой готовности. Несмотря на сопротивление к камням, крепость, окружившая место высадки, была укреплена, как и временная надстройка из носорогов вокруг стен цитадели. Работы над последней фортификацией почти завершились, но Пертураба задержался, чтобы внимательно рассмотреть Фулгрима и собранное им воинство. Кожа его брата блестела, но не пот покрывал лицо. Из Фулгрима тек свет. Слабо, разумеется, но заметно для генетически улучшенных глаз, которые были способны видеть больше, чем даже глаза легионера. Капли света собирались на кончиках его пальцев и падали на землю, чтобы впитаться в землю и раствориться. Пертураба подумал, знает ли Фулгрим об истекающем из него сиянии и решил, что должен знать. Казалось, что ему тяжело в доспехе, а лицо выглядело напряженным и усталым, будто он лишь усилием воли еще стоял на ногах. Его капитаны выглядели не лучше, как псы, натягивающие поводок. Кесарон держался рядом с Фулгримом, в то время как Ваэроссиан и его вопящие воины ревели и гремели своими странными звуковыми пушками. Эйдолон и отряд массивных воинов в терминаторских доспехах-катафрактах стояли на готове, чтобы повести детей императора в наступление. Плоть лорда-командора тоже пронизывал свет наподобие того, что обволакивал Фулгрима. Гибельное сияние, которому не было места в живом существе. Из всех воинов-фениксийца только мечник Люций, по-видимому, не разделял восторг предвкушения, охвативший детей императора. Он бросил взгляд на Пертураба, словно почувствовал, что его изучают и размашисто поклонился. Наглая неискренность жеста привела Пертураба в ярость, заставившую его приподнять сокрушитель наковален в креплениях на спине. Короче, вора стоял рядом с Фулгримом, то сжимая руки, то потирая их, как преступник, знающий, что ему никогда не отмыть их от крови. Пертураба знал, что ему следует убить Альдар прямо сейчас, просто сокрушить его жалкое тело одним ударом молота. Но он чувствовал, что от проводника еще можно что-то узнать. Подошли Крайгер и Фальк и кивком подтвердили, что готовы. За ним последуют только два лезвия трезубца, но этого должно быть достаточно. Железный круг поднял щиты, как только Пертураба отправил через БМУ приказ об активации в органические процессы их киберцентров. «Значит ли это, что мы можем наконец идти?» «Надоедливо» и раздражающе спросил Фулгрим. «Да», ответил Пертураба. Воины, удостоенные чести сопровождать двух примархов в кристаллическое воплощение красоты, которым было увенчанное куполом гробница, шли позади. Железные воины маршировали такими же ровными рядами, в какие впервые выстроились еще на бранных полях Олимпии, а дети императора с ревом неслись, как орда варваров. Сотни знамен развивались над их головами, а пронзительный вой звукового оружия сотрясал воздух и терзал раскатами слух. Тысячи последователей Фулгрима также их сопровождали, неся за плечами жестко закрепленные контейнеры. Пертураба видел, как они разгружали их и заполняли чем-то похожим на осколки кристаллов. С таким весом за плечами они не будут поспевать за легионерами, но Пертураба не собирался их ждать. Пертураба и Фулгрим, прикрытые клином из щитов железного круга, возглавили шествие по извивающейся дороге, ведущей главному порталу. И только когда они приблизились к нему, стало ясно, как он в действительности огромен. 300 метров в высоту и 20 в ширину. Он был вертикальной прорезью в полупрозрачных кристаллических стенах цитадели. Зеленое, как Марьева, свечение, распространявшееся по всей остальной крепости, шло, казалось, только в одном направлении. Внутри же была лишь тьма, всеобъемлющая чернота, поглощавшая свет и не пускавшая ни луча наружу. Она напомнила Пертураба об огромной сингулярности в центре ока ужаса. И это сходство ему совсем не понравилось. Возможно ли было составить карту внутренних помещений этой гробницы, или же они не поддавались эмпирическому измерению? Я его чувствую, сказал Фулгрим, когда они прошли между когтистыми лапами стражей, стоявших по бокам от входа в гробницу. Свет с мерцанием проносился сквозь них, как стайки блестящих рыбок, бросающихся прочь от приманки рыбака. Ничто здесь не отреагировало на их как долго это продлится после того, как они окажутся внутри. Пертураба приказал остановиться и повернулся к Фулгриму. Брат, мне нужно спросить у тебя кое-что, прежде чем мы двинемся дальше. Фулгрим напрягся и настороженно сощурился. Да. Есть ли что-то, чего я не знаю, спросил Пертураба. Даю тебе последний шанс рассказать мне все, что ты мог утаить. Пертураба услышал ложь еще до того, как ее произнесли. Нет, брат, ответил фениксиец. Я рассказал тебе все так, как оно есть. Пертураба кивнул, получив именно тот ответ, которого ожидал. Он отвернулся от Фулгрима и, окруженный роботами-стражами и сопровождаемый своими воинами, вошел в гробницу. Темнота приветствовала его, обволокла органы чувств так, что абсолютная неестественность ее стала очевидна. Он мысленно охватил окружающее пространство, изучая его на пределах восприятия, недоступных смертным. Что для них было беспрерывной чернотой, непроглядной, липкой, неизбежной? Для него стало лишь сумраком. За порталом находилось подобие гулкого вестибюля, чье гигантское пространство, казалось, изменялось при каждом новом взгляде. Вперед вело несколько проходов, арок листовидной формы, выделявшихся большей чернотой, но Пертураба вдруг заметил, что не может определить, сколько их. Дешевые фокусы, усмехнулся Фулгрим, окидывая взглядом изгибающиеся коридоры, разбегающиеся сразу в нескольких направлениях. Нет, сказал Пертураба, все отнюдь не так просто. Эльдарское колдовство, сплюнул Фулгрим, ничего интересного. Капли света лучезарными слезами текли из глаз Фулгрима, а испарина на руках падала на гладкий мраморный пол гробницы, где превращалась в жидкие солнечные крапинки. В этих стенах даже смертные воины могли видеть свет фениксийца. Дети императора восхищенно кричали. Железные воины не обращали внимания. Пертураба не сводил взгляда с черных стен впереди, заметив кое-что знакомое в переменчивых дорожках и непостоянных линиях этого места. Он уже видел такие постройки раньше. Это лабиринт, сказал он, а я разбираюсь в лабиринтах. Расположившись на куполе высокой гробницы, стоявшие вдали напротив цитадели, Никона Шараукин и Сабик Велунг наблюдали из укрытия за двумя примарками, ведущими своих воинов внутрь. Около тысячи легионеров и столько же смертных следовало за ними узкой колонной, заползавшей в гробницу как паразитический червь в носителя. Сайбусу это не понравится, сказал Велунг. Его пристрастия меня не касаются, ответил Шараукин. Тебе легко говорить, отозвал Савелунг. Ты когда-нибудь вернешься к своему легиону. Шараукин ничего не ответил и сделал несколько пик-снимков грозной крепости в центре площади, понимая, что за ее штурм пришлось бы заплатить тысячами жизней. В этой крепости, возведенной с поразительной экономией времени и сил, башнями стали орудия от носорогов, стенами бронированной машины, а в роли мобильных опорных пунктов выступали рычащие лендрейдеры, стоявшие в окруженных проволокой окопах. Это теневой меч? спросил Велунг. В центре крепости на приподнятой платформе стоял сверхтяжелый танк, бронированный и укрепленный до немыслимости. Командный танк Пертураба, ответил Шараукин. Его орудийные системы могут охватить каждый сантиметр стены, а главная пушка попросту уничтожит все, что окажется на ее линии огня. Значит, от линии огня будем держаться подальше, сказал Шараукин. Два титана грабителя, несущих знамена Легио Мортис и окрашенных в их цвета, стояли напротив своих стеклянных двойников, с непоколебимой точностью направив на них орудия. Воины Пертураба отличались исключительно из курпулезности. Прямая атака на эти позиции будет самоубийством, заявил Велун. Девятнадцатый никогда так не сражается, сказал Шараукин. Я обратил внимание, ответил Велун. Идем, капитан Тира должен узнать, что этим путем внутрь не попасть. Шараукин кивнул и отошел от края крыши. На таком расстоянии от врага не было смысла растворяться в тенях, но он все равно это сделал. Благодаря сверхъестественно чуткому восприятию, Шараукин с самого момента приземления начал ощущать на себя враждебные взгляды невидимых наблюдателей, которые следили за каждым его движением, как змея, готовящаяся напасть. И он знал, что они видели его, даже когда он двигался со всем доступным ему мастерством. Чередой уверенных перебежек, головокружительных прыжков с ранцами и резких падений, Шараукин и Велун добрались до крытого участка земли, где их ждал отряд вторжения железноруки. Шараукин спрыгнул в тень и вышел к Кадму Кира и Вермане Сайбусу. Игнаций Нумен и Сеп Тоек держали между собой дрожащего воручью вору, а над ними возвышался брат Бамбаст, в грозном огнемете которого вспыхивали раскаленные голубые струи. «Ну что?» спросил Кадм Кира, «Мы сможем пробиться внутрь?» Выражение его лица не было видно за железным шлемом. Сотни вырезанных имен покрывали доспехи. Их было так много, что обнажившегося керамита стало столько же, сколько покрашенного в черный. На Истване он находился в гуще жесточайших боев, и легко было забыть, что пострадал он не меньше их всех. Златокрылый Горуда устроился на его наплечнике, сложив крылья, и сверкал красными глазами, напомнившему Шараукину о бате Шитарсе. В его облике сквозила нравящаяся Шараукину стремительность. Орел был греющим хищником, как и он. Не стоит и надеяться, ответил Шараукин. Железные воины уже построили крепость прямо перед входом. Чтобы пробиться к нему, нужно атаковать целым легионам, не меньше. Значит, мы напрасно проделали весь этот путь, спылил Сайбус, ударив кулаком по ладони. Я с самого начала говорил, что эта затея обречена на провал. Мы только спросил Кира, прочитав это в позе и мимике Шараукина. Мы все погибнем, если станем атаковать железных воинов в лоб, сказал Шараукин. В этом я с Сайбусом соглашусь, но в лобовой атаке нет необходимости. Что ты имеешь ввиду, хмуро спросил Кира. Шараукин кивком подозвал Нумина и Тойка, и те подтащили к нему болезненно выглядевшего Эльдар проводника, потому что парадный вход не единственный, верно. Воручий вора поднял на них взгляд и кивнул. Плоть туго обтягивала выступающие кости лица, словно промасленная бумага, а сквозь жирно-блестящую кожу просвечивали фиолетовые вены. Верно, ответил Эльдар, есть другие способы попасть внутрь. Глава двадцать первая Фрагменты целого Им материальная математика Их никогда не было. Кошмар его существования не закончился. Наоборот, все стало еще хуже. Феликс Кассандр, хотя это имя теперь так мало для него значило, мерил шагами помещения, раньше бывшее медицинским карантинным отсеком на гордости Императора. Кости болели, суставы с трудом двигались из-за колющей, словно осколки стекла боли. Единственное оставшееся легкое было наполнено едкой, как кислота жидкости, которую приходилось смучительно откашливать раз за разом. Его сверхчеловечески выносливый организм цеплялся за жизнь, вопреки отчаянному желанию своего хозяина умереть. Он и Наварро были двумя из около десятка Терат Фабия, которые выжили в нападении на корабль железных рук. Наварро в совершенно жалком состоянии лежал в углу карантинной камеры и по его мутировавшему телу пробегали волны изменений. Внутренние органы то сливались вместе, то разъединялись в генетическом мятеже. Конечности меняли форму в ответ на гипермутацию пар нуклеотидов. Тераты теперь мало чем отличались от зверей, неразумные воющие создания, знавшие только голод и жестокость. Лишь Кассандр и Наварро сохранили память о прошлой жизни. Сознание Наварро держалось на волоске и сохраняло верность слову Дорна исключительно благодаря тому, что Кассандр без остановки повторял подсчетные списки Легиона, начиная с Викторик с Рома и заканчивая Гонорис Марциус. Его собственное сломанное я помнило, кем он был, где он был раньше и самое главное, что он сделал. Он убил космических десантников, лояльных императору. Он ничем не отличался ни от детей императора, ни от железных воинов. Боль, которой сопровождалась каждая минута его жизни, с этим сравниться не могла. Она была наказанием, карой за то, что он уступил превратностям судьбы. Он был одним из кулаков императора, воином, которого не мог победить никакой враг, для которого не было непреодолимых препятствий и невыносимой боли. Ложь, все это ложь. Распухшие мышцы его рук покрывали сочащиеся гноем струпи, которые никак не заживали, из-за того, что генетически изменяемая иммунная система постоянно боролась с новыми токсинами. Эти струпья он обдирал, так он содрал всю плоть с правой руки, пока не остались только обрывки гнилого мяса. Кости стали алыми от крови, пальцы дергались лишь на струнах сухожилий и клочках регенерировавшей мускульной ткани. Огромными когтями одной руки он выцарапывал сложные узоры на костях другой, наслаждаясь агонией пытки, и зная, что так не искупит даже малой части того, чему позволил случиться. Он все еще видел лицо легионера, чье горло вырвал, видел ненависть, которая горела в его глазах. Ненависть абсолютно оправданная. Даже содрав плоть с собственных рук он знал, что никогда не очистится от крови братьев, им пролитой. На крови он и старался сосредоточиться, надеясь, что боль вытеснит ужас от того, что он сделал и кем стал. Сознание Кассандра, все более неустойчивое, превращалось в калаш кошмаров, место которым было в голове безумца. Мучительные эксперименты, крышки света перед глазами, треск ломающихся костей, которые его тело постоянно перекраивало и сращивало снова. Ход времени нарушился, и связь между обрывками воспоминаний исчезла. В одном из таких обрывков он сдирал кожу и мясо с виновной руки, а в другом же смотрел на полосу люминов на потолке в побольничном устрогой комнате, где были белые керамические плитки и стальные фермы, выкрашенные в ядовитые зеленые заводских помещениях. Он был привязан к столу, предвещала боль, а именно в боли он на тот момент нуждался. Боль давала свободу, боль давала искупление. Источник всей его боли склонился над ним, в нимбии слепящего света и пощелкивающих механических рук. «Ты особенный, дитя мое», сказал Фабий, и из уголка его рта вытекла струйка черной крови. «Вы, кулаки, сохраняете все высшие функции, а остальные превращаются в зверей, но не вы двое. И почему же так происходит?» Кассандр хотел дотянуться до сумасшедшего Апотекария и разорвать ему глотку, но цепи, удерживающие его на столе, на этот раз были практически несокрушимы. Фабий оскалился в трупной усмешке и покачал головой. «Думаешь, неприятности, возникшие в последний раз, меня ничему не научили?» Апотекарий сделал шаг назад и изменил угол наклона стола, на котором лежал Кассандр. На гордости императора приватности поменьше, чем на Андронике, но здесь хотя бы есть хорошо оборудованные медицинские уровни. В отличие от старого логова Апотекария, это помещение было залито ярким светом и организовано более традиционным для медицинского отсека образом. Вдоль стен выстроились приборы, назначения которых Кассандр не знал, но догадывался, что в лояльном легионе ни один Апотекарий их использовать не станет. В зачищенных шкафах разместились колбы из зеленого стекла, в которых плавали эмбрионы-мутанты. Генетические аномалии, чудовищно деформированные на разных этапах утробного развития. Криобак, наполненный клубами азотных газов, содержал ряды ампул из редуктора. На каждый символ одного из легионов и что-то напоминающее имя. Ванны для выращивания тканей, центрифуги и реторты с бурлящими трубками и стеклянными колпаками шипели и плевались на стальном столе. Слева от Кассандра лежал вскрытый труп, органы которого были помечены, разрезаны и соединены заново. У трупа не было головы, но татуировка на правом бицепсе указывала, что при жизни воин принадлежал четвертому легиону. «Теперь взялся за своих», выговорил Кассандр, с трудом заставив двигаться изуродованные челюсти. Фаби обернулся к трупу так, словно только что вспомнил о нем. «Уже давно, еще до восстания Хоруса». «Почему?» прохрепел Кассандр и пошевелил изувеченной рукой, которая отчаянно болела. «Потому что нас убедили в том, что мы совершенны». Фаби отхаркнул с густок черной флегмы и схватился за грудь. «Что было совершенно не так? Мы части чего-то большего, бледное отражение чего-то невероятного. Каждый легион в своей генетической структуре хранит часть этого совершенства, и я намереваюсь раскрыть все тайны, заложенные в творение императора». «Почему?» повторил Кассандр, понимая, что этот вопрос самый главный. «Потому что я не хочу умирать». Раздвинув края одеяний, Фаби обнажил две гноящиеся раны, покрытые смолистой коркой. Оставленные мечом эти раны до сих пор не зажили. Громовые воины, солдаты, служившие императору до нас, несли собственную гибель в своем же генокоде. Им повезло прожить хоть сколько-то прежде, чем гиперметаболизм поглотил их тела. Примархи думают, что их воины бессмертны, но они ошибаются. «Мы смертны, как и все живое, просто умираем медленнее, и мне это не нравится». «Ты хочешь жить вечно?» «Конечно», сказал Фабий, разозленный глупым вопросом. «А ты разве нет?» «Нет», прохрипел Кассандр. «С каждым вдохом я молю о смерти». Фабий склонился над ним, вытянув паучьи щупы манипулятора-хирургиона. Зажглась тонкая, как бритва, полоска термического резака. Из другого манипулятора выдвинулась масса толстых игол. Две других руки активировали сифон для крови и потрескивающий шовный пистолет. «Если это так, то почему ты не разбил себе голову о стену камеры?» спросил Фабий с любопытством ученого. На этот вопрос у Кассандра был только один ответ. «Потому что я слаб». Его мощное, изуродованное и отвратительное тело задрожало от муки. «Нет, дитя мое, ты силен, очень силен». Другие сгорали в пламени ускоренного метаболизма. «Но не ты и не твой собрат по легиону», почти нежно сказал Фабий. «Вот поэтому мне и нужно еще раз тебя вскрыть». Термический резак приблизился, и боль началась снова. Искупление и страдания, покаяние и боль, столь желанные для Кассандра. Кузнец войны Тарамина мерил шагами бастионы вокруг зоны высадки, со все возрастающим гневом наблюдая, как его воины и пневмашина стараются укрепить стену. Трещины ширились, дробя камень, ежесекундно. Этот мир не принимал стен, построенных чужаками. И чем быстрее можно будет его покинуть, тем лучше. Даже звуковые фильтры шлема не справлялись с плачущим стоном ветра. От узклое сияние, исходившее от города вдалеке, действовало Тарамина на нервы. Его не только лишили законного места в Трезубце, ему еще и поручили быть практически сторожем. Командир Сторбезаш повелевал несравненной огневой мощью. Под его началом было значительное артиллерийское вооружение и средства его использовать. Огромная роль, которую его вынудили играть, оскорбляла не только гордость Тарамина, но и его звание. Подобное задание было бы важным и почетным в военной зоне. Но защищать пустые площади и проходы, окруженные высокими стенами, минными полями и акрами колючей проволоки на необитаемой планете. Нет, тут не было ни чести, ни шансов на повышение. Такие задания следовало давать дуракам-простолюдинам, вроде Камнерожденного или еще лучше Краагера. Эта ситуация сложилась из-за глупой опрометчивости Харкора на Гидрикардатус. Но бывший кузнец войны 23-го Гранд-батальона был хотя бы из олимпийской знати. И даже глупый аристократ лучше Черни, вроде Краагера. Тарамина остановился и оглянулся на центр укреплений, окруженный просевшими, осыпающимися стенами. Целый лес артиллерийских стволов вздымался под углом в небо, словно тысяча рук, воздетых в приветствии. Гаубицы и бомбарды, громобои, мортиры, ракетные батареи и точные самонаводящиеся ракеты. Командиры орудий и их расчеты суетились вокруг пушек, готовые обрушить смертоносный дождь снарядов на любую подходящую мишень. Однако Тарамина сомневался, что мишенью в этом случае был бы враг в обычном значении этого слова. Досадно, что обстоятельства толкнули его на брата убийства. Но если невежество и зависть дураков загнали благородного и высокопоставленного воина в угол, что еще ему остается? Он вывел на экран инфопланшета план города, учитывающий информацию, в реальном времени поступающую от топографических процессоров на Кастелянах. Трехмерная модель, представшая перед Тарамина, показывала город, его здание и местоположение передовых укреплений железных воинов. Столь подробная информация позволяла Тарамина одним приказом сравнять с землей весь Эльдарский город-гробницу или выбрать отдельное строение и уничтожить его, даже не поцарапав остальные. Наслаждаясь тем, что может повелевать столь сокрушительной мощью, он передал данные в орудийные системы обнаружения целей. Плачущий ветер изменил тональность, стал более пронзительным и настойчивым, и Тарамина убрал инфопланшет. Он стукнул ладонью по боку шлема, выругался, затряс головой, стараясь заглушить стон потоков воздуха, но все без толку. Звук становился все более раздражающим, и Тарамина, расстегнув замки горжета, стянул шлем, обнажая патрицианское лицо и гриву белых, как слоновая кость волос. Поставив шлем на зубец крепостной стены, он склонил голову на бок, и прищурил глаза, в замешательстве рассматривая горизонт. На самом пределе видимости колыхались волны еле заметной дымки, зеленоватая марева, похожая на предвестник далекой песчаной бури. «Что это еще такое?» спросил он подскорбные стинания ветра. Пертураба возглавлял авангард, но из-за того, что поступавшая темнота исключала всякую поспешность, темп продвижения был медленным. Передовая группа держалась вместе, колонна воинов в броне, с обнаженными клинками и взведенным огнестрельным оружием. Даже фулгримовая орда утихомирила свои вопли и песнопения. Тяжелый поступь кузнеца войны Бераса эхом отражалась от обсидиановых стен, и тьму наполнял неумолчный перезвон стекла в контейнерах, которые несли смертные прислужники фулгрима. Стены были все так же гладкими, но в их глянцевой глубине плавали отблески света. Пертураба обнаружил, что они вращаются, как далекие галактики, и столь же многочисленны. Внутри стен была заключена целая вселенная звезд, каждая из которых была уникальна. Он задумался о том, что они могли означать, чем были эти всполохи света, чисто декоративной деталью, добавленной архитекторами гробницы, или же у них была своя неизвестная функция. Может быть, это часть механизма самовосстановления, вроде того, каким обладала Кадмейская цитадель. Возможно, это колония каких-то литобиотических паразитов, или же остатки древнего вычислительного архива. Возможно, вся эта постройка – вид хранилища данных, летопись ранее Великой Империи, теперь пришедшей в упадок. Пертураба лучше других понимал ценность древней мудрости, ведь он построил Кавею Феррум, используя проекты давно умершего гения. Этот лабиринт был создан по сходным принципам. Его переплетения охватывали несколько наложенных друг на друга измерений, и Пертураба понял, что ключом к успешному прохождению этих коридоров будет стойкая решимость. Плюс неевклидовы уравнения ференцийца. Когда математики древности впервые обнаружили, что за пределами физического мира существуют другие измерения, многие ученые сошли с ума, пытаясь выразить эти открытия в эмпирических терминах. Благодаря зашифрованному тексту в тайном дневнике ференцийца раскрыть код ему помог Алый Король, Пертураба освоил извилистые пути этого исчисления. Метод был неточным и не предназначался для смертных умов, но своими когнитивными способностями примарх намного превосходил тех помешанных гений, которые пытались и не смогли осознать всю грандиозность иных миров, лишь мельком увиденных ими во сне или в состоянии фуги. Когда Пертураба еще юный, впервые появился на утесе Лохаса, увидел Око Ужаса, взирающее на него с другого конца галактики, он инстинктивно понял, что за этим отвратительным пределом лежит другая вселенная, полная темных кошмарных чудес. Шли годы, он по крупицам собирал знания, и постепенно невероятные законы Ока становились все очевиднее, все постижимее. Пертураба слой за слоем снимал покровы с тайны, пока не обнаружилась ее истинная суть. Завершающей частью ключа стали чертежи, найденные в Сомницкой яме для кремации. Это были последние, действительно, еретические работы ференцийца, и Пертураба с восторгом окунулся в выступленную математику имматериума и геометрию империев, создавая непроходимую путаницу коридора в глубине Кавеи Феррум. Место, в котором они оказались сейчас, было точно таким же, сделанным более тонко, с изяществом, от которого захватывало дух, но в основе своей таким же. Не издавая ни звука, заставляя себя не слышать эхо вокруг, Пертураба принялся за чудовищно сложные вычисления, которые раскрывали сущность лабиринта. Он не обращал внимания на матрицы из искр, вспыхивавшие в стенах и на мерцающую дымку, плывущую в глубине. Он не замечал ни прошедшего времени, ни настойчивых щелчков в ок сообщений снаружи гробницы. Фулгрим держался рядом и бросал на брата восхищенный взгляд каждый раз, когда тот выбирал один из коридоров, уводивших все глубже в переплетение лабиринта. Путь, петляя, вел их то вверх, то вниз, по спиральным переходам, через комнаты, туннели, игулки и залы, вызывающие сдерживаясь принципов межпространственной математики, Пертурабе заставил свое врожденное чувство направления уступить место разуму. Он ощущал, как раздосадован брат этим лабиринтом и невозможностью составить его плант. Даже хвастливый Дорн с огромным трудом находил путь по Кове и Феррум, а уж эта совершенная ксеноверсия с ее бесчисленными препятствиями поставила бы его в тупик. Дорога через лабиринт, многомерная и каверзная, извивалась словно клубок змей и менялась относительно маршрутов, по которому двигались пришельцы. Пертурабе чувствовал, что с каждым их шагом холодное создание, обитавшее в центре этой планеты, если это вообще была планета, он уже начал сомневаться в этом, постепенно фокусировало свое внимание. Что бы ни находилось там, внизу, грезящее божество или вновь активируемое оружие с искусственным интеллектом, Пертурабе знал, что совсем скоро оно обретет силу, достаточную для открытого противостояния. Прозрение, которое несло в себе чувство величия, Пертураба вдруг понял с абсолютной ясностью, что он единственный во всей галактике, кто может пройти этот лабиринт. Даже ручной ксенос фулгрима был не способен на такое. Однако, вместо удовольствия это открытие отозвалось в Пертураба диссонансом смутной угрозы. Зафиксировав в уме опорные пункты, пространственные он остановился на пересечении четырех проходов. Все они внешне были одинаковы, но к цели вел только один. Почему мы остановились, спросил фулгрим. Похоже, мы вплотную приблизились к центру лабиринта. Действительно, согласился Пертураба, один из этих коридоров выведет нас к чему-то, что лежит под центральным куполом, который мы заметили снаружи. Остальные уходят в вечность безумных скитаний. Но ведь ты знаешь, какой проход нам нужен. Знаю. Тогда зачем мы медлим? Берас, скомандовал Пертураба, приведи ко мне вору. Ошеломляющий громадный дредноут вытолкнул съежившегося Эльдар вперед, грубым тычком молота. Испуганно оглядываясь на Бераса, вора поклонился примарху. Проводник выглядел отвратительно. Он исхудал до изможденности, словно каждый шаг в лабиринте высасывал из него жизнь. Повелитель! Огни в стенах, сказал Пертураба. Что они такое? Сложно объяснить, лорд Пертураба. В отличие от людей, мой народ строит стены не из камня или стали. Да, вы их выращиваете из какого-то биополимера, и за свою жизнь я сокрушил не одну такую стену. Но ответь на вопрос, что это за огни? Какая разница, как было построено это место? Резко и нетерпеливо вмешался Фулгрим, не дав воре заговорить. Если я говорю, что это важно, значит так оно и есть. Схватив Эльдар за ворот, Пертураба подвел его к перекрестку путей. Каждый из проходов был погружен в темноту, ничем не отличаясь от сотен других коридоров, которые они уже миновали. Который, спросил примар, аккуратно положив руку воре на плечо. Повелитель, который из них, повторил Пертураба, мы практически в центре гробницы, и ты должен сказать, какой из этих проходов приведет нас туда. Как он и предвидел, коручий вора нервно обернулся к фулгриму, а затем неуверенно поднял руку и указал на второй коридор слева. Вон тот. Ответ неверный, сказал Пертураба и сломал воре шею. Клаустрофобия, которую вызывал форт железных воинов, становилась невыносимой, и с каждым мгновением, которое Юлий Кесарон проводил, меряя шагами безликий внутренний двор в окружении стальных стен, его нутро сжималось от потребности освободиться из этого телесного плена. Как хищник в клетке, он не был приспособлен к статике заключения за высокими стенами. Один мудрец как-то сказал ему, что застой означает смерть, и для детей императора это было справедливо, как ни для кого другого. Властители разврата сняли с их глаз пелену обыденного, открывая бесконечные миры чувств и удовольствий, незабываемые перспективы излишеств во всем, в шуме и музыке, кровопролитии, пытках и насилии, обожании и самое главное поклонении. Каждая секунда, не потраченная на вещи, ранее запретные, превращалась в пустую трату времени, а Юлий Кесарон давно уже поклялся, что не оставит неиспробованным ни один порог. Поэтому, покинув скучных железных воинов за их несокрушимыми стенами, он вывел три тысячи воинов на площадь перед гробницей, где те могли предаться разрушению и надругательству по своему вкусу. Юлий наслаждался силой, еще не тронутой, которая, как он ощущал, пропитывала этот мир, как содержащая нефть, вода, песок. Он разбивал кристаллические статуи, а затем раскалывал светящиеся камни о собственный череп, чтобы потом втереть осколки в порезанной коже. Предвкушение удовольствия было почти столь же приятно, как и его переживания. Своим измененным зрением Кесарон видел все силовые линии, все воспоминания, которыми была пронизана любая конструкция на этой планете. Он дивился тому, что железные воины ничего подобного не видят и почти жалел их за такую ограниченность. Какая должна быть невыносимая у них жизнь, если притупленные чувства показывают им только строительный материал того, что считается для них реальностью. Юлий и его воины окружили крепость четвертого легиона. Тысячи гикающих, орущих маньяков, высоко воздевших оружие и боевые знамена. Словно вулкан накануне извержения или как певец поднимающийся к высокой ноте, энергия, переполнявшая этот мир, готова была вырваться на свободу. Юлий хотел прорвать неведомую преграду на ее пути, чтобы эта энергия щедрым потоком излилась на улице и затопила их всех. Он истерически захохотал и, достав нож, вонзил его в пространство между обтянутым кожей наплесником и исцарапанным нагрудником. Боль длилась недолго, недолго текла и кровь, но он чувствовал, что каждая пролитая капля увеличивает ужас этого мира. С пришедшей откуда-то извне уверенностью он понял, что кровь его насыщена чем-то исключительным, чем-то невыносимым для расы, создавший этот город. Кровь его молитва была заражена той силой, что пробилась к жизни благодаря гибели этой расы. И в этот же миг Юлий узнал, что должен сделать. Нож для этой цели был слишком маленьким, слишком неуместным, и он отбросил его, обнажая взамен меч с зазубренным, утыканным шипами лезвием. Затем вознес клич верности калейдоскопу красок в небесах и ринулся в толпу скандирующих воинов, своих воинов. Первым ударом Юлий раскроил напополам одного из какафонов Вайроссиана, и тело этого взорвалось кровью, словно лопнувший пузырь. Вторым он вскрыл живот воина, чей доспех был столь поврежден, что от него давно уже была пора избавиться. Третий удар обезглавил смахивавшего на быка чемпиона, и фонтаны крови, вырвавшиеся из его шеи, ударили в воздух на три метра. Юлий пробивал и прорезал себе путь сквозь толпу детей императора, и с каждой вскрытой артерией, с каждой отсеченной конечностью и пролитой каплей крови росла его уверенность, что он совершает благое дело. Он рассмеялся, заметив, что железные воины с ужасом смотрят на это братоубийство. Даже безликие, невыразительные шлемы не могли скрыть их недоумение. Органы чувств кесарона были оглушены запахом крови и сильным ощущением того, к его примеру дети императора набросились друг на друга в смертельной оргии, и сладострастная жестокость убийства вытеснила из их разума все представления о дисциплине или цели. Юлий вспомнил то нарастающее чувство свободы, какое он испытывал в Лафиничи в день, когда властители разврата явили себя в искалеченных облаках смертных тел. Со временем та утраченная боль и экстаз истинной жизни поблекли, и он был готов вынести и причинить любые страдания, лишь бы вернуть те ощущения. При одной лишь мысли об этом ему показалось, что некая сила тянет за каждую клетку в его теле, умоляя впустить ее. Нет, еще не время, позволь мне еще немного насладиться этим. Вся площадь перед гробницей превратилась в бойню. На этом поле боя не было врагов, лишь орущие орда воинов, помешавшихся на самоуничтожении. Дети императора старательно, хоть и слепо, приносили себя в жертву, и их кровь несла в себе память о жизни и смерти, рождении и гибели. Это противоречие заставило силу в сердце Идриса задрожать от полного ненависти и узнавания и пробудиться. «Брат!» вскричал Фулгрим, когда Пиртураба бросил бездыханное тело воры на пол и, не обращая внимания на потрясенного спутника, направился к крайнему левому проходу. Его воины двинулись следом, при этом железный круг с легкостью, без всяких жалоб, подстроился под его быстрый шаг. Берлс же прошел оскорбительно близко от фениксийца. Фулгрим схватил Пиртураба за руку и тот обернулся, сжав кулак в ожидании драки. Обернулся с грохотом щитов и железный круг. Все корпусные орудия роботов были нацелены точно на Фулгрима. «И тебе еще нужно спрашивать?» воскликнул Пиртураба. «Спрашивать что?» Фулгрим шагнул назад с возмущенным видом, от наигранности которого Пиртураба чувствовал тошноту. Короче, и он широко улыбнулся. Разоблаченный обманщик, плут, которого поймали за руку. «Сомневаюсь, но если и так, какая разница?» «Огромная», оскалился Пиртураба, потому что он никак не мог проникнуть так далеко в лабиринт, однако утверждал, что своими глазами видел оружие, которое мы ищем. «Как ты это объяснишь, братец?» Фулгрим пожал плечами, и Пиртураба как никогда остро пожелал сделать свой молот сокрушителем черепов, а не наковален. Он медленно опустил сжатую в кулак руку и отвернулся раньше, чем гнев его вышел из-под контроля. «Я знаю, брат, ты врал мне с самого начала, но все равно надеялся, что в твоих обещаниях будет хоть крупиться правды. Что ж, сам виноват, не стоило лететь с тобой сюда». «Нет, ты был нужен мне», умолял Фулгрим, следуя за братом, но больше не пытаясь к нему прикоснуться. «Возможно, я преувеличивал кое-какие детали вальдарской легенде, но я знал, что только ты найдешь путь в этом лабиринте. Тогда зачем врать мне, зачем выдумывать все эти байки? А ты бы согласился на путешествие, если бы я сказал, что твоей задачей будет просто пройти лабиринт?» «Нет», ответил Пертураба. «Ну вот, видишь? Тогда что именно мы найдем в конце пути?» Пертураба кивнул в сторону прохода. «Что там такого важного, ради чего ты жертвуешь столькими жизнями и обманываешь собственного брата?» «Там именно то, что я и обещал», ответил Фулгрим. «Возможность уничтожать миры и испепелять армии. Сила ангела Экстерминатус заключена в сердце этого мира. Это правда. Но лишь мы вдвоем сможем освободить ее. Мы всего в шаге от победы, так что больше никакого обмана». Вопреки всему, Пертураба почувствовал любопытство. Фулгрим заманил его сюда обманом и уловками. Но в его последнем признании не слышалось лжи. «Пусть так, но он все равно не верил в напускную искренность брата. Пертураба не собирался делиться тем, что окажется в сердце лабиринта, чем бы это ни было. Тогда мы подчиним эту силу вместе», солгал он. Боиня, развернувшаяся за стенами форта, была в равной степени ужасной и бессмысленной. И Форекс в изумленном онемении мог лишь наблюдать, как дети императора методично истребляют сами себя. Воины, прежде выступавшие под одними знаменами, теперь кромсали друг друга огромными мечами или расстреливали в трупы товарищей целой обоймы. Площадь наполнилась влажными звуками стали, рубящей плоть и грохотом стрельбы. О том, чтобы сдвинуть с места носороги, перекрывавшие вход на его позицию, и впустить внутрь тех немногих, кто не участвовал в этом побоище, Форекс не стал даже думать. «Что они творят во имя Двенадцати?» спросил он, сжав силовыми перчатками сталь парапета. «Это абсурдно!» Фулброн, стоявший рядом, покачал головой. «Понятия не имею. После того, что я повидал на гордости императора, я даже не пытаюсь понять Третий Легион». «Но это же такое... расточительство!» воскликнул Форекс, и металл под его ладонями погнулся. «Ты видел, с чего все началось?» «С чего не знаю, но знаю, с кого». Форекс указал на залитого кровью Кессарона, который, словно сумасшедший берсеркер, добивал немногих детей императора, еще державшихся на ногах. Меч капитана обогрился разорванной плотью и внутренностями, а вопли Кессарона напоминали скрежет ногтей по стеклу. «Попробуем вмешаться?» предложил ко мне рожденный. «Хочешь оказаться в самой гуще?» «Нет, когда у нас есть стены». «Тогда пусть сами разбираются», сказал Форекс. «Идиоты!» Бойня скоро выдохлась. В одной судороге маниакального разрушения оборвались тысячи жизней. Форекс никогда не видел ничего подобного. Над площадью воцарилась тишина, и на ногах стоял только Юли Кессарон в доспехах, пурпуры золота которых полностью скрылись под слоем крови и влажных ошметков кожи. Выронив меч, он рухнул на колени и закричал. Это был горестный звериный вопль, после которого воин обхватил голову руками и распростерся низ, как будто присмыкаясь перед неким невидимым хозяином. «Не знаю, зачем Кессарон это устроил, но проклятие, я это выясню», сказал Форекс и, подозвав к себе товарищей терминаторов, спустился во двор форта. Вместе с пятью гигантскими воинами он прошел к носорогам, служившим воротами. По его кивку две машины втянули выдвигающиеся опоры и глухо, металлически кашляну запустили двигатели. «Я стану железом внутри», сказал Камнерожденный, когда машины дали задний ход. «А я железом снаружи», отозвался Форекс и повел своих воинов за стены к плачущему Кессарону. Ворота за ними закрылись, площадь напоминала скотобойню, где повсюду были разорванные, выпотрошенные тела и бессмысленная смерть. Железные воины не обращали на мертвых внимания, без жалости топча на своем пути их останки. С каждым шагом Форекс чувствовал, как невидимое враждебное око, не оставлявшее их с момента высадки, все пристальнее следит за ними, словно они оказались в пределах досягаемости. Он остановился перед Кессароном, который при их приближении поднял голову. Лицо воина было ужасно. Расплывшаяся рубцовая ткань, обожженное мясо и следы чудовищных хирургических операций. Его прежний облик полностью исчез под этой кожаной маской из увечий, которой воин нанес себе сам. Кессарон оскалился в улыбке, обнажая гнилые зубы. Между изогнутых клыков мелькнул чешуйчатый язык ящерицы. Мы привлекли их внимание. Мутировавшая плоть во рту превратила его голос в хрип. О чем ты говоришь? Мертвые, продолжал хрипеть Кессарон. Мы раздразнили их, и они пришли. Теперь ангел Экстерминатус сможет восстать из праха. Ты убил своих же воинов, заметил Форекс. Они не мои, возразил Кессарон, и никогда не были моими. Разве? А чьи же они тогда? Вопрос, казалось, заставил Кессарона задуматься. Он склонил голову на бок, словно пытаясь услышать ответ. Затем улыбнулся, и лицо его расползлось, стягивая сворачивающуюся кожу с черепа. Они принадлежат Сланиш, закричал он в экстазе откровения. Это имя, словно проклятие, заставило Форекса отшатнуться. По всей площади раздался громкий хруст и треск разбитого стекла. Неизбывный стон, который звучал в заунывном ветре, усилился до крика болей, и из земли вырвались тысячи потоков светящегося дыма. Форекс и его терминаторы мгновенно заняли круговую оборону, и автоматы заряжения подали снаряды в патронники комби-болтеров. «Камни рожденные!» скомандовал Форекс. «К бою!» За вьющимися струями дыма он увидел, что кристаллические статуи, пережившие побоище, приходят в движение. Они шевелились медленно, словно после сна, что длился целую вечность. Драгоценные камни внутри их луковицеобразных голов пропитывали тела ярким светом, отчего похожий на стекло материал становился явно менее хрупким. Многие фигуры были уничтожены руками Кесарона и его воинов, но сотни и сотни еще оставались на площади, не говоря уж о тех, что стояли вдоль дороги от форта до стен цитадели. С обреченностью Форекс увидел, что титанические стражи у входа тоже оживают. Драгоценности, наполнявшие их тела, струили свет в гигантские конечности, и плавно изогнутые выросты у них на спинах, похожие на крылья, сверкали лучезарной энергией. Хлопья мерцающего света падали с их кулаков, и треск и скрип, которые сдавали их суставы, походил на грохот расколовшегося ледника. «Назад, Форд!» приказал Форекс. «Сейчас же!» Терминаторы слаженно и тяжеловесно двинулись вперед, но не успели сделать и пяти шагов, как их путь оказался перекрыт. Не кристаллическими скульптурами, сошедшими с постаментов, но армией призрачных воинов, которые явились из изумрудного тумана. Тысячи тысяч этих мерцающих фигур наполнили площадь, и каждая была облачена в облегающую броню и вооружена длинным клинком. Белые глаза светились сквозь полупрозрачный фарфор шлемов, и Форекс чувствовал в этих взглядах острейшую ненависть. Вопреки всем светским убеждениям, он сразу же понял, кто на самом деле эти призраки. Мертвые Эльдар Идриса. Глава 22 Полуреальные горизонты Война с призраками Огонь на поражение Совсем не это Пертураба ожидал увидеть в погибели Иши. Он думал, что здесь окажутся ряды могил, надгробные памятники или какие-нибудь иные материальные предметы, увековечившие память о мертвых. Что-то буквальное, величественные скульптуры, монолитные обелиски, летописи громких подвигов и заветов. Теперь он осознал, что подобное тщеславие было характерно для людей. Эльдар же хранили память о мертвых совсем иначе. Последний проход вывел их на мостик 30-метровой ширины, висящий посреди просторного купольного зала, который заливал тот же зеленый свет, что окутал могилы и мавзолеи города. И здесь они обнаружили источник этого сияния, гигантский, ярко-изумрудный дезер. Сияющие колонны, поднимающиеся из бездонной шахты в центре огромного помещения. Высоко наверху, вместо внутренней стороны золотистого купола, который они видели снаружи, чернело абсолютное ничто, одновременно статичное и бурлящее. Ослепительный свет вонзался снизу в эти глубины и поглощался, оставляя тьму нетронутой. «Как будто смотришь в сердце черной звезды», сказал Крайгер, зачарованный зрелищем. Пертураба кивнул. Его воображение создавало, всаживая черных глубинок узнаваемые формы, далекие горизонты, чужие земли, невообразимые галактики. «Думаю, это оно и есть», сказал он, отведя взгляд от полуреальных горизонтов во тьме. «Думаю, оно имеет какое-то отношение к причинам, по которым планету не затягивает в центр ока. Тогда давайте постараемся не наделать здесь глупостей», сказал Фальф. «Нам еще надо будет выиграть войну после того, как покончим со всем этим». Пол зала был похож на переливающееся морское дно, из которого вырастал лес изящных башен, сегментированных, луковицеобразных, конических, как сталагмиты. Блестящие, мигающие в потоке пенящегося света самоцветы усеивали их, словно ракушки прибрежные камни. Даже самые низкие явно насчитывали высоту сотни метров. Между ними извивались мостики и дорожки, расположенные словно бы случайно. Но Пертураба сразу увидел в их расположении закономерность. «Все они сходятся к отверстию, через которое льется свет», сказал Фулгрим. «Ты заметил?» Фулгрим бросил на него испепеляющий взгляд. «Идеальные структуры, геометрическая периодичность и последовательность Фибоначчи в природе, я тебя умоляю», Пертураба улыбнулся. «Я не думал, что ты читал Либер Абачи. Читал, я ее переписывал». Пертураба указал на центр огромного зала. «Так что, ты этого ожидал?» Фулгрим прошигал краю мостика. Белый плащ развивался за его спиной, как и копна волос, придерживаемых, чтобы не падать на лицо, изящным серебристым обручем. Пертураба узнал в нем руку того же мастера, что изготовил застежку плаща, подаренного Фулгримом на гидрикордатус. Он опустил взгляд на установленный в блестящем черепе камень, в котором золото уже полностью затмило черноту. Пертураба, взятый в кольцо железного круга и сопровождаемый по бокам триархами, повел всех вдоль края зала к туго скрученной винтовой дорожке, что спускалась к полу, словно змея, свисавшая с мостик. Дойдя до конца дорожки, Пертураба взглянул на тянущееся вниз шествие, которое замыкал Берас. Они вошли в гробницу примерно с тысячей легионеров и таким же числом смертных, но теперь последователей фулгрима стало заметно меньше. Поглотил ли их лабиринт незаметно для всех? Поддались ли они по пути жажди крови или зоу похоти? Судьба смертных Пертураба не беспокоила, смерть ждала их в любом случае. Пол зала был теплым, как земля в джунглях, влажным и облепленным клочьями мерцающего тумана, вытекавшего из башен, словно дыхание. Теперь, оказавшись у их основания, они в полной мере осознали, насколько огромны были эти колонны, эти устремленные ввысь скульптуры, казавшиеся нетронутыми созидательной рукой. Ярко-черные тени плясали на земле и скользили по башне, а свет из центра зала разливался между ними стремительными волнами. Железные воины маршировали в ногу, двигаясь единой колонной боевой мощи, в то время как Фулгрим и его воины бродили среди башен и с восхищением разглядывали гигантские строения. Фулгрим шагал, вытянув руки в стороны и запрокинув голову, будто купаясь в лучах первого рассвета. Военная операция стремительно превращалась в нечто совершенно иное. «Чем бы они ни были, они не руками созданы», сказал Крайгер, потянувшись к одной из колонн кулаком. «Не трогай их, идиот!» рявкнул Фальк. Крайгер отдернул руку, и линзы его шлема враждебно блеснули, отраженным зеленым светом. «Ты мне не указ», сказал Крайгер. «Пока нет», ответил Фальк. «Это еще что значит?» прорычал Крайгер, шаг в его сторону. «Не знаю», сказал Фальк, которого собственные слова удивили не меньше, чем Крайгера, а они разозлили. Пертураба заметил, что Фальк покосился на плотную россыпь кристаллических камней, украшавших колонну сбоку, словно увидел в ней что-то, что предпочел бы не видеть. «Фальк!» позвал Пертураба. «В чем дело?» Барбан Фальк не отвечал, пока Пертураба не положил руку в тяжелой латной перчатке ему на плечо. Тогда Триарх вздрогнул, как от удара, и замотал головой, прогоняя мимолетный приступ рассеянности. Пертураба взглянул через визор на биометрические параметры воина. У того подскочил пульс, и сильно участилось дыхание. «Я...» «Мне показалось, я что-то увидел», сказал он. «Что?» «Не знаю», ответил Фальк. «Наверное, ничего». «Это место виновата», сказал Крайгер, сжимая пальцы в латной перчатке на рукояти меча. «Путает мысли. Колдовство эльдарское». Фальк кивнул сказал он. «Идем». Пертураба повел их вглубь зала, следуя по извивающимся между башен тропкам. И чем ближе они подходили к центру и колонне света, тем сильнее сгущался зеленый туман вокруг башен, подобно токсичному дыму, плывущему по улицам грязного промышленного улья. Вскоре, как они с фулгримом и предугадали, спирали тропинок начали сужаться, пока, наконец, не вывели их к вертикальной реке света в сердце гробницы. Вопреки их ожиданиям, река была не плотной, а представляла собой водопад из ярких завитков прозрачного света. Будто божественный ткацкий станок в центре планеты собирал миллиарды пучков из миллиардов нитей и сплетал их в один широкий поток. Нити этого потока перепутывались с затейливой, немыслимой сложностью. Пертураба же без удивления обнаружил, что дорога привела их к самому краю шахты, из которой поднимался свет. Шахта насчитывала в диаметре 200 метров, и как сам этот мир была идеально круглой. Ни малейший изъян не нарушал совершенство ее геометрической формы. По периметру были вырезаны рукописные символы, древние руны, непонятные даже Пертураба с его познаниями в языках. А ведь он считал, что свободно владеет множеством эльдарских диалектов. Фулгрим прошагал к самому краю шахты, свет из которой окружил его изумрудным ореолом, а плащ метался за его спиной, как белые крылья. «Так красиво», сказал Фулгрим, поворачиваясь к Пертураба. Пертураба уже собирался ответить, когда раздался встревоженный крик. Обернувшись, он успел увидеть, как невидимый нападающий утаскивает одного из легионеров в туман. «К оружию!» прокричал он, а туман между тем начал сгущаться. Из удушающей дымки донеслись крики, крики смертных. Раздался грохот болтеров, приглушенный туманом и странным образом искаженный противоестественной архитектурой зала. Вслед за ними прогремели новые выстрелы и зазвенели новые крики. Пертураба заметил в дымке созвездия ярких огней, алых, лазурных, изумрудных пятен, пульсирующих в яростном ритме. Сначала он решил, что это всего лишь реакция драгоценных камней, украшавших колонны на происходящее, но потом ближайшая колонна прямо на его глазах начала двигаться. Нет, не двигаться, преобразовываться. Материал башни вокруг сияющего сбоку рубина вытянулся, принимая гуманоидные очертания, словно его заливали в форму. Фигура была выше космического десантника, но изящнее и с овальной удлиненной головой, в середине которой оказался драгоценный камень. Фигура выступила из башни, увлекая за собой потоки искрящегося света, оставшиеся после ее рождения. У нее были когтистые руки, а в одной она держала устройство в форме трубки, которое могло быть только каким-то неведомым оружием. И она была не одна. Всюду, где были инкрустированы драгоценные камни, из тьмы выступали похожие фигуры, они походили на автоматонов, но двигались с ужасающей естественностью, и с каждой секунды их становилось на сотни больше. Они притягивали к себе туман, будто вдыхали его, и вскоре Пертураба с замиранием сердца осознал, что зал оказался заполнен этими существами. Многими, многими тысячами. «Фолгрим!» закричал Пертураба, но его брата нигде не было. Форекс пробил кулаком тело очередного эльдарского призрака, эфемерное, но к ударам восприимчивое не меньше, чем тела из плоти и крови. Тот взорвался в облаке световых осколков, издав перед гибелью крик, но тут же угасший, как забытый сон. Однако, эти призраки могли не только получать повреждения, но и наносить их. Форекс почувствовал ледяной холод в груди, там, где один из призраков протянул руку к сердцу прямо сквозь броню, намереваясь сжать его. Эфемерное существо растворилось после удара тыльной стороной руки, но урок Форекс усвоил. Его терминаторы, встав вокруг кольцом, пробивали путь через призрачные ряды эльдар, ломая, рассекая и разрывая сотканные из тумана тела. Трое из его воинов уже погибли и остались лежать на площади, внешне невредимые. Рядом с ним сражался Юлий Кесарон, ненавистный спутник, но желанный помощник в бою. Может, безумие Кесарона и стало причиной происходящего, но убивать он умел, как никто другой. Мимо них пролетали снаряды, которыми поливали эльдар из-за железных стен, с парапетов форта, но массореактивные болты оказывались бессильны, они проходили через призрачные тела атакующих и взрывались при ударе о землю. «Используйте кулаки», закричал Форекс, «Приберегите болтерные снаряды для конструктов». Орудия мучителя взрыли площадь, сражая конструктов кромсающими лучами лазерных пушек и снарядами, с глухим лайем, вырывающимися из тяжелых болтеров, а призраки испарялись подстрелами лазерной энергии. Форекс отбил в сторону клинок из тумана и света и проломил мерцающий шлем эльдар-призрака огромным кулаком. Тот пропал над головой сверкнули полосы разрушительного света. Машины Мортис вступили в дуэль с гигантскими стражами гробницы. Огненные следы пушечных ядер, плазменные кометы и полыхающие снаряды озарили небо разъяренным полярным сиянием орудийных залпов. На металлических поверхностях заплясали электрические дуги от вспыхивающих пустотных щитов. Паутина молний оплела весь форт. Земля затряслась под шагами титанов, занимающих позиции между ближайшими мавзолеями. Эльдарские боевые механизмы, полускрытые сияющими лентами отраженного света, были быстрее, но машины Мортис всегда отличались агрессивностью уличных бойцов и умением вести бои на малых дистанциях. В укрытие возбужденно прокричал Кесарон. Тонкие изящные стеклянные конструкты беспрепятственно проходили сквозь призрачную армию и ослепительно изумрудные молнии срывались с их пальцев. Большинство набросилось на форт, голыми руками срывая со стен листы брони и поливая воинов на парапетах потоками пульсирующей энергии. Но одна разъяренная группа устремилась к Форексу и его оставшимся в живых солдатам. Кесарон метнулся конструктом, обрушил кулаки на ближайшего из них и разломал его надвое. Он едва не повалился от удара в голову, но продолжал двигаться с поразившей Форекса скоростью. Доспехи катафракты давали воину множество преимуществ, но скорость была обычно не язык числа. Кесарон выпрямился и раздавил голову противника между кулаками, смеясь при этом, словно с ним поделились главной шуткой вселенной. Он сражался как одержимый, а бескожее лицо искажалось судорога какой-то сверхъестественной трансформации. Форекс выкинул Кесарона из головы, когда на него бросился очередной отполированный конструкт. Их кулаки встретились, выдавая обжигающие поляризованные энергии. Пылающий разряд побежал вверх по руке Триарха, но плотность броневых пластин и хорошая изоляция доспеха ослабили боль. Создание первым нанесло удар, но не более того. Форекс взмахнул второй рукой и выстрелил ему в пах потоком взрывчатых снарядов. Осколки и свет брызнули из раны, пробитой в стеклянном теле. Оно отступило, но Форекс не собирался его отпускать. Он шагнул вперед и обрушил кулак на луковицеобразную голову. Существо пошатнулось и лишилось верхней части головы под залпом из комби-болтера. На Форекса напал еще один конструкт, но копье выжигающего света ударило ему в грудь с парапетной стены и разорвало на части в урагане расплавленного стекла. Еще один его воин погиб. Один из кристаллических гигантов раздавил ему голову, идущим вниз ударом. Шлем расплющился, череп превратился в массу кости и крови, но тело все не падало, удерживаемое в вертикальном положении каркасом брони. «Бегите к воротам!» прокричал камни рожденный по воксу. «Я буду ждать там и впущу вас!» Сфера бурлящего огня осветила поле битвы. Рискнув поднять взгляд, Форекс увидел, как что-то похожее на огромную трубу или водопад Улья падает сквозь слой орудийного дыма. Спустя мгновение он осознал, что видит отрезанную пушку Титана. Ствол орудия рухнул на землю с сейсмической силой, а оглушительный грохот расколовшегося металла отдался эхом, как звон вечного колокола Олимпии в тот день, когда Легион попрощался с его величием. Сирены измученно взревели, и Форекс дернулся от резкого электрического запаха и вспышек пустотных щитов. «Не останавливайся, чтоб тебя!» прорычал Кесарон, с характерным непостоянством, мгновенно впавший в ярость. «Мне твои наставления не нужны, Кесарон!» ряфкнул Форекс, разозленный, что о главном правиле ведения боевых действий в доспехе катафрактии ему напоминает воин из Детей Императора. «Движения и импульс были самым важным. Несись вперед, и едва ли что-нибудь сможет тебя остановить. Но потеряй этот импульс, и вернуть его под вражеским огнем будет практически невозможно». «Незаметно!» бросил Кесарон, пробив конструкта насквозь и направившись к закрытым воротам форта. Форекс последовал за ним, не переставая бить кулаками и стрелять из комби-болтера. Последний из его воинов пал, убительными прикосновениями. Крики его огласили Вокс, но смолкли через мгновение, заставив Форекса вновь осыпать ругательствами фениксийца, приведшего их в это место. «Будь ты проклят, Кесарон, и будь проклят Сланиш!» Едва последнее имя слетело с его губ, как желудок скрутило, а рот наполнился желчью. Форекс попытался прогнать нахлынувшую тошноту, но безуспешно. Горькая рота хлынула изо рта, едкая до удушливости, она собралась под шлемом, сжигая электронику сверхсильными кислотами. От механизмов поднялся режущий глаза дым. Ничего не видя, Форекс продолжал двигаться и повел комби болтером из стороны в сторону, выпуская последние снаряды. Он дотянулся до шлема, сорвал его, и на него хлынули звуки битвы. Рев взрывающихся высокоскоростных ядер, электрический треск энергетического оружия, что-то огромное. Он не видел, что именно. Его омыла горячая волна, а Форд превратился в силуэт на фоне растущего грибного облака, пронизанного синими разрядами плазмы. Кто-то схватил его за край нагрудника и потянул вперед. Глаза слезились, но он разглядел, что это кессарон тащит его к воротам. Носороги слегка сдали назад, чтобы они могли протиснуться между машинами, и несколько ревущих болтов и гранат отправились наружу. Взрывы их были, почти что не слышны за грохотом орудий, принадлежащих боевым машинам над головой. Тактическая обстановка потребовал он от камня рожденного и сплюнул остатки едкой желчи. Дульное пламя освещало по периметру пункт, штурмуемый армией призраков. «Тяжелое», ответил Салтарн Фулброн. Фортификации устины осаждаются со всех сторон. Армия из живых статуй и этих. Ему пришлось заставить себя произнести последнее слово. Привидений. «Примарх связывался?» «Нет», ответил Камнерожденный. Форикс кивнул «Отарамина!» «Сообщений о вражеских действиях нет», ответил Камнерожденный. «Судя по всему кузнец войны, все внимание досталось цитаделе». «Значит, еще не все кончено», сказал Форикс, снимая вокс-передатчик с ближайшего носорога. Пертураба обругал себя за то, что не уследил за братом, но понимал, как бы он не поступил, Фулгрим нашел бы способ притворить свой план в жизнь. Отделяющихся от башен существ становилось все больше, и все сильнее они сжимали кольцо вокруг гигантской статуи, бьющего вверх света. Его железные воины по-прежнему были рядом, вместе с небольшой группой детей императора, которые охраняли начало дорожки, ведущей в шахту. По крайней мере, теперь он знал, куда исчез Фулгрим. Смертные последователи фениксийца, до сих пор несшие на спинах массивные и лица их светились фанатичной страстью. Он узнал дерганые движения Эйдолона и стремительную изящность, покрытого шрамами мечника Люция. Несколько десятков детей императора ударами кнутов загоняли их на место, хотя смысла в насилии не было видно, поскольку смертные были только рады исполнять свое задание. У Пертураба не было времени размышлять о смысле их действий. Он снял сокрушитель наковалин со спины и ахнул, поразившись его внезапной тяжестью. Обычно он поднимал молот с такой же легкостью, с какой смертной поднимает кинжал. Сейчас же казалось, что его вес с каждой секундой растет по экспоненте. Повелитель позвал Барбан Фальк. Пертураба покачал головой, прогоняя мгновенную слабость и выставил оружие перед собой. Из железа рождается сила, прокричал он. Из силы рождается воля, отозвались его воины. Из воли рождается вера. Из веры рождается честь. Пертураба водрузил сокрушитель наковален на плечо и завершил нерушимую летанию, бросаясь на врага. Из чести рождается железо. Пятеро пали под первым ударом его молота, шестеро под вторым. В кольце железного круга Пертураб оказался силой природы. Его молот был орудием смерти, описывающим вокруг все более широкие дуги и разбивавшим врагов на осколки. Оружие, прикрепленное к латной перчатке, вспыхивало, пожиная зловещий урожай эльдарских машинных созданий. Железные воины, дисциплинированные и несгибаемые, сражались плечом к плечу. Ряды болтеров ревели с неослабевающим неистовством, разбивая хрупкие тела врагов на блестящие куски. Фаль командовал слева, Крайгер справа, и оба фланга были стенами неприступной крепости из плоти и крови. Каждый удар Бероса разламывал на части эльдарских созданий, не способных противостоять сокрушающему молоту и массивному телу. Снаряды из зеленого огня скользили по саркофагу и взрывались на бронированных боках. При жизни Берос был могущественным воином, но теперь став дредноутом, он вознесся к новым вершинам свирепости. Сотни эльдарских созданий разбивались о железную крепость, отбрасывались раз за разом, но из башен выдвигались новые фигуры, сияя камнем душ в центре. Дети императора у дальней стороны шахты тоже подверглись нападению, и Пертураба заметил, что они защищали стоящих позади мужчин и женщин. Что в этих смертных было такого ценного? Молот Пертураба раскалывал головы, кулак ломал конечности, число его убийств росло скачками в геометрической прогрессии. Фальк и Крагер вели собственные бои, и погрузившись в родную стихию, старались не подпускать эльдарских созданий к своему поражению. Но что еще им оставалось, кроме как сражаться? Его генетический отец всегда говорил, что плохой план лучше никакого, и один такой план начал оформляться в голове, пока он продолжал теснить назад эльдарские призрачные машины. Рождаемые из башен существа не знали колебаний, но по отдельности представлять железным воинам серьезную угрозу не могли. Пертураба видел, что создания, окутанные сиянием от колонны света не были разумны. Их оживили, но не дали никаких стремлений, кроме стремления атаковать. Они сражались без стратегии или плана. Единственной их функцией было убийство вторженцев, и неважно, сколько их погибало при этом. Их можно было некоторое время сдерживать, но численное превосходство рано или поздно позволит им взять вверх. Даже Пертураба не выжил бы в схватке с таким железным кругом прошагал обратно к краю бездонной шахты в центре зала. Дети императора, стоявшие у наклонной дорожки, скинули оружие при его приближении, но Пертураба покачал головой. Убить их всех, сказал он. Роботизированные воины железного круга открыли огонь, выстрелами из тяжелых пушек и плазменных орудий, сбивая с ног всех детей императора, кроме одного. Изломанные тела подхватила полотном света, словно стремительным течением реки. На глазах Пертураба они взмыли к черноте наверху и растворились. Последнего воина Пертураба застрелил точным залпом из орудия, закрепленного на латной перчатке. Он не почувствовал сожаления, убивая легионера. Тот сделал свой выбор и пошел против Пертураба, а это каралось смертью, какому бы легиону солдат не служил. Он прошагал к краю шахты, ощущая почти непреодолимую мощь изумрудного света, вздымающегося к сингулярности наверху. Оставшиеся последователи Фулгрима взирали на Пертураба с неприкрытой ненавистью, сбросив маски братства, ставшие ненужными теперь, когда их повелитель начал последний этап обмана. Внизу тропа спирально уходила в неизвестность, и Пертураба был почти готов поверить, что она ведет к самому центру мира. Едва эта мысль оформилась, он понял, что это действительно так. Именно туда она его и приведет, к сердцу искусственно созданной планеты, где со времен не сохранившихся в памяти смертных был скрыт ото всех объект тайных устремлений Фулгрима. К нему направлялся Барбан Фальк, и Пертураба знал, что именно тот собирается сказать, прежде чем первые слова раздались по Оксу. Не тарай слова напрасно, сын мой, сказал он, куда я иду, ты не можешь за мной идти. Пертураба вступил в свет, и тот с яростью вцепился в броню, пытаясь оторвать примарха от земли. Но не физическая сила тянула его, а незыблемая воля жизни, это сияние составлявших, ибо теперь он понимал, что оно было не порождением природы и не механически сгенерированной энергией, а квинтэссенцией всех, кто здесь погиб, и кто до сих пор оставался в тюрьме сияющих драгоценных камней. Этот мир не бросили, его превратили в склеп для тех, кто никогда не умрет, для тех, чьи души обитали в чистилище и чьи тела перестали существовать, для тех, чья сущность была вынуждена находиться в сумеречном состоянии бестелесности. Он не мог и представить себе более жестокой судьбы, чем быть обреченным на это небытие. Пертураба начал спускаться к сердцу их мира. Орудия Сторбезашк смотрели на полосы призрачно-зеленых огней, словно предвещающих бурю, что вот-вот разыграется в бурлящем небе. Торамина наблюдал за командирами орудий и их бригадами, выносившими из подземных казематов снаряды и с машинной точностью готовящими установки к ведению огня. Форикс торопливо выпалил по Воксу приказ провести завершающую оборонительную операцию, обстрелять зону, которая соединит позицию гробницы и стены цитадели. Между двумя крепостями следовало расчистить полосу, чтобы в нужный момент отступить по ней к месту высадки. Торамина припомнил, что Вокс-канал был забит помехами и наполнен непрекращающимся плачем ветра, из-за которых слова Триарха можно было понять и неправильно. Какая трагическая ошибка связи, с которой, впрочем, доводится сталкиваться всем воинам на поле боя. Он пролистал топографические схемы цитадели, на которые его собственные массивные строения были выведены белым, а позиции железных воинов синим. Точки падения снарядов и области поражения были обозначены красными отметками, переходящими в оранжевые круги, потом в желтые и, наконец, в зеленые. Красные и синие накладывались друг на друга в крепости, которую занимали Форекс и Камнерожденный. У Торамина не было веских причин не любить Салтарна Фулброна, и его гибель лишит легион ценных знаний, но Торамина был вполне готов заплатить эту цену. Имея столь точные данные о цели, командиры орудий Сторбезаш не нуждались в пристрелке или корректировщиках. Торамина стоял у края парапетной стены, разглядывая расплывчатый силуэт цитадели. К его огромному облегчению мерцающая зеленая дымка, показавшаяся высадки и не тронула контрволационные линии. Грозовое облако извивающихся линий и мимолетных форм с неотвратимой яростью налетело на укрепление возле стен цитадели. Туда, где колонны дыма и мечущиеся столбы огня свидетельствовали о жестокости битвы, идущей внутри. Значок финальной готовности на его инфопланшете стал зеленым, и Торамина вновь повернулся к рядам орудийных стволов, устремленных в небо. Это были его орудия, его воины. Стор-Безаш отвечал только ему и никому другому. Скоро они станут почетной гвардией Триарха, и охваченный этой мыслью он коснулся мигающего красного символа на экране. «Огонь на поражение!» сказал он. Глава двадцать третья Голоса мертвых Слава павшим Жнец Свет объял Пертураба, и он ощутил, что в спектрах его и в волнах заключены миллионы духов. В одном Фулгрим сказал правду, целая цивилизация погибла, хотя здесь содержалось лишь толика жизней, оборвавшихся в тот катастрофический миг грехопадения. Он не знал, да и не хотел знать, что случилось с Эльдар. Рог настиг их в эпохе уже минувшей, и причины того уже не имели значения. Достаточно знать, что раса – это сейчас на пути к полному вымиранию. Мертвые Идрис никуда не ушли. Их духи, хотя Пертураба не нравилась сверхъестественная подоплека этого термина, были вплетены в саму природу света, вырывавшегося из неведомого источника на дне шахты. Здесь же оставался и ужас, который умершие пережили в момент гибели. И Пертураба чувствовал, как отчаянно они стремятся заставить его испытывать то же самое. Он сопротивлялся, помня о собственных целях. Но чем глубже уходила спираль пандуса, тем сильнее становилось влияние мертвых. Каждый его шаг вызывал эхо, которое звучало куда дольше и распространялось куда дальше, чем было возможно физически. Как будто он шел по дорогам уже нематериального мира. Хотя путь перед ним казался ясным, Пертураба понимал, что он не предназначен для людей, что каждый шаг вниз здесь никак не связан с понятием расстояния в мире наверху. Искры алмазов, мерцавшие на мосту, разбегались у него из-под ног, словно крошечные кристаллические арахниды. Стена рядом с ним была абсолютно гладкой, за исключением выступа внизу, на котором он стоял. И Пертураба видел призрачные силуэты, парящие внутри ее материала. Силуэты тянулись к нему, но не могли вырваться из своей каменной ловушки. Звуки боя, доносившиеся сверху, утонули в реве света и шелести миллиарда голосов, говоривших наперебой. Пертураба мысленно отгородился от них, но полностью изолировать эту помеху не смог. Его мозг, созданный на основе генетической структуры императора, был наделен намного большей способностью к восприятию, чем у простых смертных. Мертвый Идрис чувствовал это, и потому изо всех сил старались докричаться до него. Эти пленники ока ужаса беседовать с разумом кого-то другого, а не таких же обреченных товарищей они упускать не собирались. Мертвые целой планеты выкрикивали свою историю, и голоса их сливались в оглушительный, непроницаемый шум. Однако в смерти, как и в жизни, некоторые голоса звучали громче других, и Пертураба уловил фрагменты их рассказов. Они говорили о том, что любили, о чем мечтали, на что надеялись, говорили об утрате, о своем невыносимом одиночестве, о том, что уже и не ждут, что другие из их народа придут за ними, о страхе, вызванном силой, наступающей на шаткие границы их гибнущего мира. Но чаще всего они говорили о противоестественных желаниях, которые увлекали их все глубже в пропасть гедонизма, о непомерном вожделении и безрассудности, обернувшейся безумием и крахом. На Пертураба обрушилась целая жизнь страданий, но он старался не поддаться их скорбным стенаниям. Вы сами выбрали путь к разрушению, огрызнулся он. Вы все навлекли на себя гибель, и мне вас не жаль, вы получили то, чего заслуживали. Но голоса продолжали осаждать его, твердя, каким ужасом обернулись их жизни, рассказывая, какими путями нашла их судьба. И Пертураба осознал, что в жалости его они и не нуждались, они не искали его сочувствия, его мнение для них ничего не значило. Этот мир мертвых ничего не ждал от него, но напротив, хотел дать, дать предупреждение. Бойся той, что жаждет. Вниз. Все время вниз. Бесконечная спираль спускалась к точке света, которая не становилась ярче, независимо от того, сколько он уже прошел и как быстро. Пертураба начинал сомневаться в правильности избранного пути, но он никогда не бросал начатое, и это путешествие исключением не станет. Он не знал, как Фулгрим сумел так сильно его обогнать, но решил, что в этом месте время и расстояние относительны. Он обязательно найдет Фулгрима и убьет его. Только эта мысль и поддерживала Пертураба, когда голоса стали еще настойчивее. Чтобы сохранить контроль над разумом, он намеренно ввел себя в некое подобие транса и механически двигался, шаг за шагом, все дальше вниз, все время вниз. Верхний участок глубокой шахты скоро скрылся из виду в потоке света, но расстояние до дна никак не сокращалось. Пертураба вспомнились скалы Лохаса. Он испытывал похожее чувство, когда взбирался по ним к неведомой судьбе. Сегодня он достиг дна так же, как тогда достиг вершины. Затем он задумался, а стал ли он вообще подниматься на тот утес, зная он, как знает сейчас, что наверху его ждет только предательство, горечь и боль. Может быть, лучше было бы не цепляться за скалу, а упасть, а разбиться насмерть на камнях внизу и тем самым избежать безрадостных лет юношества, которые он провел без друзей, не слыша ни от кого доброго слова. Тогда он избежал бы оскорблений от наставников, которых за считанные дни превзошел в мастерстве. Избежал бы недоверия приемного отца, проклявшего пасынка в день, когда тот покинул его, чтобы странствовать среди звезд с отцом генетическим. Да, так было бы проще, но Пертураба никогда не искал простых путей. Долог путь, безмерно тяжек от преисподней к свету. Этими словами заканчивался единственный уцелевший отрывок из запрещенной книги, которая каким-то образом оказалась в личной библиотеке Пертураба. И в словах этих было больше правды, чем мог бы предположить их давно исчезнувший автор. А что было после Олимпии? Более 100 лет войны, в которой его сыновья гнули спины на бесчисленных планетах, разрушая цитадели ксеновских захватчиков и тиранов, властвовавших над целыми системами. Битва за битвой, компания за компанией. И каждая все больше изматывающая. Все надежды на маневренную войну нещадно разбивались новыми приказами, направлявшими железных воинов в стойкие системы, лучше прочих освоившие мастерство фортификации. Пертураба бросает своих людей на стены, сказал о нем как-то Дорн. А Аракиты еще только думали возвести стены, а он уже наседал на нее с нашими легионерами, словно других вариантов не было. Дорн сказал это с мрачным юмором, после того, как спираль Аракии была приведена к согласию, дорогой ценой. Он подразумевал, что они вместе выдержали все испытания, но Пертураба что-то не видел золотых воинов брата в траншеях, по шею в грязи и дерьме. А Аракины знали свое дело и хорошо окопались в узких ущельях и на высоких горных склонах, используя естественные особенности ландшафта как защиту. Горные породы в этой системе были прочными и сопротивлялись вторжению. Вражеские воины ее не уступали, и 4-й легион много лет восстанавливал силы после той кампании. Та победа стала поводом для шедевров искусства, восхвалявших мужество имперских кулаков, темных ангелов и белых шрамов. Но ни одно из произведений даже не упомянуло изматывающий труд железных воинов. Только на пределе, одной лишь детали в более масштабной работе Келана Роже, воины 4-го легиона были хоть как-то отображены. Одинокий апотекарий изымал геносемя умершего легионера, в то время как кулаки водружали свой флаг на захваченной крепости. Сцена называлась «Слава павших». И Пертураба специально нашел автора, чтобы заполучить себе его произведение. Роже был в восторге от проявленного примархом интереса. Но радость его быстро сменилась горем, ибо Пертураба картину сжег. «Если никто из моих сынов не получает должных почестей, они не станут частью произведения, восхваляющего других», сказал Пертураба испуганному художнику, когда пламя охватило полотно. Потом до него дошли слухи, что Дорн предложил художнику щедрую награду, чтобы он нарисовал картину заново. Но Роже отказался. Что ж, хотя бы один смертный понял Пертураба. Он не вспоминал этот эпизод уже несколько десятилетий и понял, что голоса мертвых принуждают его вернуться в прошлое, заново проживать собственную жизнь, если уж он не хочет слушать их истории. «Никому не под силу вернуть прошлое», сказал он Свету, «и я не буду ни говорить, ни думать об этом». Путь вниз казался вечным, но и он наконец завершился. Пертураба больше не слушал мертвых, он учел их предупреждения, но не обращал внимания на них самих. Его не интересовали мрачные истории об их ошибках и заблуждениях. Однако, эта странная фраза «Бойся той, что жаждет», засела в его мозгу подобно занозе. Он никогда не слышал ничего подобного и не мог даже предположить, что за существо могло соответствовать такой характеристике. На кораблях его экспедиционного флота женщин всегда было немного, а стало еще меньше, когда он изгнал всех летописцев. Он бы точно узнал, если бы хоть одна из них соответствовала подобному титулу. Спуск сменился ровным участком так внезапно, что Пертураба сбился с шага, внезапно осознавая, что достиг дна шахты. Он посмотрел вверх, и вихрь смутных мыслей сложился в представлении о цели, ради которой он и проделал весь этот путь. Вынимая сокрушитель наковален из заплечного крепления, он уже не удивлялся тому, что физическая геометрия этого места не имела никакого отношения к маршруту, который привел его сюда. Пертураба оказался в начале узкого моста, который дугой перекинулся к центру сферического зала невероятных умопомрачительных размеров. Основания крайних опор были закреплены на экваторе. Помимо этого места, еще несколько десятков таких же тянулись к шару из кипящего света, который сиял как миниатюрное солнце странным зеленоватым светом. Размеры шара не поддавались определению, так как весь зал превосходил границы возможного. Как оказалось, планета Идрис внутри была полой. Место ее ядра занимала эта колоссальная пустота, в центре которой сверкало невыносимо яркое солнце. Тени, которые отбрасывали мосты, плясали на внутренней поверхности каверны, стены которой были усеяны теми же самоцветами, что охраняли поверхность. Это и был источник света, а также голосов, мучивших Пертураба на пути вниз своими горестями. Стены из дымчатого, пронизанного огненными жилками камня, в сиянии неподвижного солнца окрашивались зеленым. Драгоценности во внутренней оболочке этого сферического мира образовывали целую вселенную. Мерцающие точки окружали Пертураба повсюду и внизу и над его головой. Шагнув на мост, он заглянул в сумеречную пропасть, откуда неторопливо поднимались, словно фосфорисцирующие глубоководные твари светящиеся камни. Он пошатнулся, впервые испытывая головокружение, и подождал минуту, замедлив дыхание, пока чувство пространственной ориентации адаптировалось к бездне пространства вокруг, возвращая ему равновесие. Затем пошел дальше по мосту, шириной не больше метра и толщиной в несколько фолиан. И этот, и остальные мосты в зале изгибались плавной дугой, соответствующей золотому сечению. Расстояние здесь, как и на пути, приведшем Пертураба в это место, противоречило физическим законам Вселенной. И он осознал весь титанический размер зеленого солнца, лишь когда прошел практически к центру Идриса. Он не отводил взгляда от фигуры прямо впереди. Зыбкий силуэт на платформе, в которой завершался мост, стоял Фулгрим, купавшийся в лучах пылающего солнца. Зная, что брат уже заметил его, Пертураба не стал и пытаться идти тихо. «Так вот, что ты здесь искал?» спросил он. «Это и есть ангел Экстерминатус?» Фулгрим обернулся со столь искренней улыбкой, что Пертураба на секунду подумал, что ошибся, и никакого предательства не было. «Нет, это пустяк», Фулгрим ухмыляясь, покачал головой. «Чужаская некромантия только и всего». «Значит, никакого оружия здесь никогда и не было?» «Оружие в том смысле, который доступен твоему ограниченному разуму?» «Нет». «А что ангел Экстерминатус? Он тоже не существует?» «Пока нет», ответил Фулгрим, «но с твоей помощью это скоро изменится». Заметив недоумение брата, он, жестокий даже в победе, рассмеялся. «Эльдар же предупреждали, что ты так ничего и не понял». «Так просвети же меня», сказал Пертураба, поднимая молот на плечо. «Это я! Я должен стать ангелом Экстерминатус!» Крепость стала островком из железа в океане светящихся зеленым призраков и их спутников с конечностями из стекла. Хотя тела призраков были нематериальными, какая-то сила, то ли не уничтоженный остаток жизни, ими прожитой, то ли некое свойство оплота железных воинов не давали им просто так пройти сквозь твердый материал модульных фортификаций. Колючая проволока отрывала от их оболочек куски тумана, а физические повреждения уничтожали их так же, как и живого врага. Фантомы не могли преодолеть стены сами по себе, но разряда энергии, используемой призрачными механизмами, вполне могли проложить им и штурмовать бастионы, а их руки могли вырвать воину сердца, даже несмотря на защиту доспеха. Форикс разбил кулаком стеклянный купол шлема на голове высокого создания, которая как раз перелезала через дымящиеся оплавленные останки носорога, раньше бывшего частью восточной стены. Очередь из комби болтера пробила заднюю часть шлема. Перешагнув через растерзанные тела трех аналогичных созданий он уступил место железным воинам в силовых доспехах. Их оружие разнесло на клочки фантомов, уже собиравшихся в бреши. Камнерожденный просигналил Форикс по воксу, занимая позицию в тенем учителя на приподнятой центральной опоре. Восточная брешь перекрыта. На время атаки фантомов теневому мечу была уготована роль стационарной орудийной платформы. Сдвинуться с места он сможет только когда будет разобрана вся крепость. Но пока многочисленные орудия танка выкашивали наступающих эльдар, не стоило подвергать его угрозе ближнего боя. Несколько этих созданий идут к воротам, ответил Фулброн. Те, что большие. Камнерожденный вел бой из верхнего люка мучителя с помощью пушки жнец, прочерчивая четкие горизонтальные линии обстрела и координируя огонь воинов ставь своих стор без аж потрудиться. Рев боевых горнов и грохот тяжелых стеклянных конечностей эхом отражались от стен цитадели, возвещая битвы между машинами Мортис и Титанами Эльдар, которая разворачивалась где-то поблизости. Из обрывков Вокс-эха от стоящих рядом легионеров Форекс понял, что боеспособность сохранил только Мортис Вульф. Однако пользы от разбойника будет немного, если только он не сумеет машин-призраков. На каждой из четырех стен крепости воины в броне цвета вороненого железа с черным и золотом сражались с мертвецами Ибриса, с неумолимой точностью автоматов. Слаженные действия легионеров, каждый из которых знал свою роль в битве, делали оборону несокрушимой. Их болтеры поливали площадь внизу чередой залпов. Когда у одного воина заканчивался боеприпас, он отступал с огневого рубежа, чтобы перезарядиться, а опустевшее место занимали другие братья. На данный момент Форекс и его отряд численностью около роты действовали как мобильный резерв, затыкая разрывы в обороне. Хотя из всей группы терминаторов приданой этому отряду оставался только он, даже один воин в таком доспехе был подкреплением, с которым стоило считаться. На данный момент Форекс и его люди перекрыли пять брешей и предотвратили в два раза больше прорывов на линии обороны. Наблюдая за братьями с неизгибаемой стойкостью сражавшимися на бастионах, Форекс подумал о заводных автоматах, которых железный владыка собрал в начале крестового похода. Он вспомнил золотого льва, который планировался как подарок главе темных ангелов, но так и не был закончен. Бронзовая лошадь, которая должна была стать частью главной декоративной композиции на Никее. Железные воины превратили войну в искусство, в науку столь же чарующую, как и трагические истории о героизме и мужественно пролитой крови. Истории, которые обычно рассказывали волка Фенрика или всадники Чегориса. Неоновые разряды энергии плеснули по цитадели, разрушая ее каркас, пробивая ранее ослабленные места. Ремонтные механизмы техники старались устранить повреждения, но запас деталей на борту уже давно был израсходован. За стенами укреплений скопились горы тел. Легионеры гибли или от выстрелов на вылет из плазменного оружия врага, или от призрачных когтей, разрывавших плодь. Хотя Железные воины бились слаженно, словно хорошо смазанный механизм, детали этого механизма начинали изнашиваться. При текущих темпах потерь не пройдет и трех минут, как прозвучит последний болтерный выстрел. Форекс перебрался через заслон из носорогов, как раз в тот момент, когда разряд сверкающей синей энергии разнес в одном из них отсек экипажа. Металл его взорвался, капли расплавленного адамантия и остатки плазмы закапали на землю, и оба танка с грохотом качнулись назад. Еще один выстрел, и танки отбросило еще дальше, словно в них врезался большой шар осадного титана. Один из них скользил, вращаясь, словно по льду прямо к Форексу, и тот, выставив плечо вперед, приготовился к столкновению. Носорог врезался в него с такой силой, что остановить его казалось почти невозможным. Почти. Терминаторский доспех превращал самого воина в подобие танка, и в столкновении с холодным железом, которым стал Форекс, у носорога не было шансов. Корпус его прогнулся, и Форекс оттолкнул танк обратно. Каждая в два раза выше легионера, и конечности их были объяты изумрудным пламенем. Носорог врезался в одну из машин, заставив ее пошатнуться. Масса танка перебила ей ноги, и она рухнула. Форекс, двигаясь тяжело, но неумолимо, пошел в атаку на вторую. Эльдарский конструктор заметил его и наставил на приближающегося врага стройную руку, которая заканчивалась длинноствольным оружием, похожим на копье. Не надеясь избежать выстрела, Форекс приготовился к удару. Пульсирующие потоки энергии врезались в него, и Форекс закричал от боли, когда пластрон его доспеха разлетелся под скорострельным огнем. Грудь охватил, опаляющий жар, и если бы не доспех, Форекс бы упал. Обратный поток жара от оружия расплавил его в вулканизированный капюшон и потянул воздух из легких. Стараясь отдышаться, Форекс понял, что второго залпа не выдержит. Верх орудия уже начал разогреваться для следующего выстрела, но прежде чем тот смог убить Форекса, прямо к центру продолговатой головы машины протянулся белый инверсионный след. Самонаводящаяся ракета, выпущенная мучителем, раскатисто детонировала, и предсмертный вопль машины резко оборвался, когда корпус ее расплавился всего за мгновение. Обернувшись, Форекс увидел камня рожденного. Тот склонился над вспомогательной пусковой установкой на башне танка. Хороший выстрел фулброн. Форекс указал за плечо брона, на тень огромных размеров, которая накрыла собой укрепление. Но вот тебе мишень получше. На северной стороне крепости из-за вихрений дыма и горячего воздуха показался последний из эльдарских титанов. Верхняя часть его панциря истекала светом от полученных повреждений. Один из спинных выростов крыльев сломался у плеча. Светящийся разрез на ноге заставлял машину хромать, и казалось, что она вот-вот развалится. Очевидно, оба титана Морти спали, но их гибель дорого обошлась врагу. Оставшаяся у механизма рука несла тоже чудовищных размеров оружия, которое чуть не убило Форекса мгновением раньше. И он знал, что всего один выстрел сотрет их с лица этой планеты. Камнерожденный скрылся внутри танка, и огромная башня заскрипела, поворачиваясь под действием мощных приводов. Поднялся ствол главного калибра, орудия вулкан, модель Фаэтон, убийца Титана. Форекс даже не шевельнулся, он не видел в этом смысла. Противника уничтожит огневой меч успели выстрелить, раздался звук, который ни с чем нельзя было спутать. Приближающиеся артиллерийские снаряды. Развернувшись, Форекс увидел, как дуги следов, которые оставляли летящие в нижних слоях атмосферы снаряды, начали клониться к земле. Чертовски вовремя, Тарамина, сказал он. Ты, Ангел Экстерминатус, спросил Пертураба, не зная, смеяться ли надманией величия брата или дать волю гневу. У тебя всегда была склонность к чрезмерной самовлюбленности, но этот бред переходит все границы. Фулгрим широко развел руки, и вихрь слепящего света наполнил пол его плаща. Сияние зеленого солнца создавало ореол вокруг его головы и окутывало все тело бледным свечением. Я даже не надеюсь, что ты поймешь, ответил Фулгрим, и Пертураба не сразу заметил, что брат его больше не стоит на земле, а медленно воспаряет над полом. Ты им восхищаешься, но сам стал бы плохим учеником для того давно умершего изобретателя со слишком буйным воображением и неутолимым любопытством. Тебе не хватает фантазии, и всегда не хватало. Впрочем, чего еще ждать от землекопа? Если ты все время роешься в грязи, как ты можешь увидеть открытые перед нами горизонты? Пертураба двинулся к брату, но успел сделать только шаг, как Фулгрим произнес одно единственное слово. Его жуткие звуки вонзились в мозг Пертураба, словно колючий шип, проникая глубоко в череп. Он споткнулся и упал на одно колено, и вся его нервная система кричала от боли. Несмотря на то, что кости грозили сломаться, а сухожилия лопнуть, он сжал зубы и выпрямился. «Впечатляет», сказал Фулгрим удивленно. «Немного найдется тех, кто может противостоять истинному имени развратника». Слова брата казались Пертураба бессмыслицей, но ему не нужно было понимать Фулгрима, чтобы убить его. Он продолжал двигаться боли вопреки, сражаясь за каждый шаг без надежды победить. Усталость, которая раньше вызывала приступы боли и слабости, теперь нахлынула с опустошающей силой. Сокрушитель наковален казался неподъемным. За каждый вдох приходилось бороться, так как грудная клетка казалась, раздавила легкие. «А ты силен, Пертураба, ты самый сильный из нас», сказал Фулгрим с искренним восхищением. «Подозреваю, поэтому-то камню мау гитару и понадобилось столько времени, чтобы достаточно ослабить тебя». «Жнецу», проговорил Пертураба, медленно, с трудом вспоминая значение эльдарских слов. «Мой подарок». Тонкий палец Фулгрима указал на грудь брата. Золотой камень, вставленный в центре заколки для плаща в форме черепа. Теперь пульсировал в собственном ритме. «Ты подходил лучше всего не только потому, что хорошо разбираешься в лабиринтах». «Подходил для чего?» прохрепел Пертураба. Самолюбование, без которого не мог обойтись его брат, могло дать ему еще немного времени. «Жертва имеет смысл, только если ею становится что-то очень ценное», ответил Фулгрим. «А твоя сила очень ценна и для меня, и для магистра войны». Хорос, само собой, разозлится, «Но когда он увидит, кем я стал, он поймет значение твоей смерти». «Ты собираешься меня убить?» Фулгрим улыбнулся с притворной грустью. «В этом смысл жертвоприношения». «Но зачем? Чего ты надеешься добиться?» «Ах, это!» Фулгрим широко развел руки, протягивая их к звездному полю мерцающих драгоценностей. «Помнишь, я сказал, что мне открылись многие тайны?» Пертураба кивнул, стараясь преодолеть литургическое оцепенение, от которого тело наливалось свинцовой тяжестью. Улыбка Фулгрима стала невозможно широкой, безумной и голодной. «Я обещал однажды поделиться с тобой этими тайнами и сказал, что тогда мы станем ближе, чем когда-либо». Так вот, этот день настал. Пертураба упал на колени от боли, которая пронизала его тело. Казалось, что в сердце его вонзился ланцет-хирурга, медленно высасывающий жизненные силы. «Я уже не тот, кем был раньше, брат», сказал Фулгрим, плывя в воздухе по направлению к нему. «Я начал меняться еще доиственно, хотя сам этого не понимал. Думаю, для тебя это не важно, но все началось на Лайоране. Раса, населявшая эту океаническую планету, поклонялась существам, которых я поначалу счел мифологическими образами из доисторических времен того мира. Но я ошибался, их боги были настоящими, очень даже настоящими». «Боги?» Фулгрим взмахнул рукой, отвергая отрицательный подтекст слова. «Существа настолько могущественные, что их вполне можно назвать богами. Они также превосходят человека, как мы превосходим микробов. Они огромны и бессмертны, великолепны и всемогущи. Микробы все равно могут одолеть свою жертву числом», возразил Пертураба, но брат его не слушал. «Эти существа обитают в кипящих пучинах варпа и могут дать безграничную силу, взамен требуя лишь поклонение себе. Одно из таких существ желало заполучить мое тело, и это ему удалось на какое-то время, в ходе которого оно творило небывалое зло, прикрываясь моим именем. Лицо фулгрима исказилось, словно в теле примархов, вплоть до клеточного уровня все еще шла борьба. Существо познавало меня, но и я познавал его и выяснил, как с ним можно справиться. Мы сражались за контроль над моей плотью и в конце концов пришли в компромиссах. Зная, как ненавидит фениксиец любые полумеры, Пертурабе явственно услышал презрение в последнем слове. Я вновь обрел контроль над своим телом, но прикосновение создания хаоса это рана, которая никогда не заживет, стигмат, который постоянно кровоточит. Без этого создания я бы не смог достичь высшего совершенства. Что бы я тогда не делал, чего-то этого мне всегда не хватало. Как сосуд без дна, как зудящее место, которое не получается почесать, как голод, который невозможно утолить. Поэтому я решил стать таким же существом, как то существо, и вот что из этого получилось. И что же? Смотри, ответил фулгрим, и, сжав кулаки, поднес руки к груди. Пертураба услышал хруст, как будто ломалось множество костей, и мерцающие огни над ним сдвинулись со своих мест. Казалось, что дальние стены зала пришли в движение, и мгновением позже он понял, в чем дело. Волна тумана, похожая на размытую пелену от движения внешних спиралей галактики, превратилась в нечто невозможно более страшное. Все драгоценные камни, которые раньше украшали стены, теперь мчались к зеленому солнцу, сверкавшему за спиной фулгрима. Блестящие камни пулями летели к нему, но за секунду до удара фулгрим выставил ладони, и самоцветы остановились, образовав вокруг солнца переливчатую сферу. Верхняя часть ее оставалась незамкнутой, и за ее пределами Пертураба видел только тьму. Неужели его зрение помутилось, или же это гаснет свет солнца? Как звезда, исчерпавшая свое тепло, зеленое светило начало катастрофически сжиматься. Его поверхность бушевала, сопротивляясь изменениям, но Пертураба видел, что исход этой борьбы предрешен. Сняв сокрушитель наковалин с плеча, он опустил головку молота на землю, и, опираясь на оружие, вновь поднялся с колен. На коленях ты или стоишь, это не имеет значения в свете того, что должно произойти, указал фулгрим. Это важно для меня, ответил Пертураба, едва найдя силы, чтобы говорить. Если мне суждено умереть, то я умру стоя. Я буду скучать по тебе, брат, сказал фулгрим и протянул руку вниз к груди Пертураба, чтобы забрать из серебряной застежки черепа золотистый камень. Затем он вложил драгоценность в выемку в изображении орла на собственном нагруднике и вздохнул с удовлетворением наркомана, чувствующего прикосновение иглы. О да, проговорил он, когда в камне показались первые тонкие прожилки черноты. Никто другой бы не подошел, только ты. Мечтательно улыбаясь, фулгрим приблизился и обнял брата. Прикосновение вызвало у Пертураба тошноту, но он едва мог дышать, не говоря уже о том, чтобы оттолкнуть его. Растыловав брата в обе щеки, фулгрим запрокинул голову с восторгом на лице. В сферу вливался сияющий дождь из стеклянных осколков, разбитых кристаллов, добытых из тверди другой планеты, которые сейчас сбрасывали с верхнего края глубокой шахты. Именно их смертные рабы фулгрима несли в гробницу «Великолепный город-зеркал», сказал фулгрим, и по лицу его текли сверкающие слезы. «Это будет город миражей, одновременно незыблемый и текучий, одновременно из воздуха и из камня». Пертураба лишился дара речи, и брат вновь крепко прижал его к груди. «Идем же», сказал фениксиец, «Настало время вознестись». И фулгрим вместе с братом словно два метеора помчались обратно к поверхности, а миллионы кричащих самоцветов следовали за ними, как хвост огненной кометы. Глава 24. Железо на железо. Наследие крови. Тяжелый бой. Мучитель выстрелил первым, но в конечном счете это не имело значения. Форд все равно уничтожило. Отдача вулканической пушки отшвырнула стоявший на платформе танк, так что крепежные скобы сорвало с пронзительным треском, ломающейся высокопрочной стали. Взметнулись лопнувшие кабели, разрезая целые группы железных воинов, которых даже доспехи не могли защитить от подобной силы. Главная пушка теневого меча, созданного специально для борьбы с титанами, была самым убийственным оружием, которое можно было поставить на танк. Мощный лазер пробивал даже самую крепкую броню, уничтожал многослойные пустотные щиты и обладал кинетической и взрывной мощью, недоступные ни одному оружию в имперском арсенале, за исключением того, что стояли на самих титанах или на могучих ординаторах Марса. У альдарского титана, стоявшего вблизи, потерявшего голо щиты и стекавшего светом из трещин, которые остались на усиленном корпусе после схватки с машинами Мортис, не было шансов. Верхняя часть торса попросту исчезла во взрыве струящегося света и кристаллических осколков. Выше тазовых шарниров гигантской боевой машины не осталось ничего. Она покачнулась на полупрозрачных ногах, стремительно начавших терять прозрачность, когда свет хлынул из нее с мощью последнего артиллерийского залпа на Уланорском Триумфе. По стекловидному материалу пробежали трещины, и, наконец, машина обвалилась, как скульптура из пепла. Форекс судорожно выдохнул, но радость пропала. Едва он услышал, как деформируются рамы, и усиленные опорные элементы платформы, не выдержавшие отдачу вулканической пушки. Они возвели конструкцию, не предполагая, что им доведется стрелять из главного орудия сверхтяжелого танка. И теперь за эту недальновидность придется дорого заплатить. Задняя часть платформы начала заваливаться со скрипучим стоном разрушающихся опор, падая с экспоненциально растущей стремительностью по мере того, как отказывали все новые и новые элементы конструкции. Танк накренился и взревел мощными двигателями, заскрежетал гусеницами, пытаясь удержаться. Водитель прикладывал все усилия, чтобы замедлить спуск. Мучитель упал, и зубчатые гусеницы, не переставая вращаться, вгрызлись в камень, раскидывая вокруг обломки. Но вместо того, чтобы зарыться вглубь, за счет их движения, массивный танк выехал вперед, и носовая часть приземлилась невредимой. Танк повело в сторону, а то, что произошло потом, Форекс увидел, словно в замедленной съемке. Накренившись, теневой меч с ревом описал крутую дугу, и бронированный борт стеной понесся на него. Форекс знал, что ему не убежать, но все же развернулся и попытался убраться с пути танка, на безумной скорости, ушедшего в занос. Казалось, что его пнул титан, с такой силой врезалась в него машина. Пластины доспехов покоробились, встроенные системы разбило вдребезги. Форекс покатился, и земля с небом долго вертелись перед глазами, пока он не замер, пропахав земле борозду. Он едва мог дышать и совсем не мог двигаться. Встроенную нервную систему, управлявшую жгутовой мускулатурой доспехов, полностью уничтожила. Теперь перемещаться в тяжелой броне можно было лишь, задействовав собственную силу. Услышав хорошо знакомый вой артиллерийских снарядов, Форекс поднял взгляд в небо. Тарамина начал обстрел, однако целая жизнь, проведенная в траншеях под небом, расчерченных полосами от взрывчатых боеприпасов, научила Форекса интуитивно чувствовать траекторию любого огня. «Кровь Олимпии!» охнул он, отчаянным рывком перекатываясь на бок. Первые снаряды упали несколько секунд спустя, распространяя ударные волны сейсмической силы. Северо-восточный участок пункта исчез в крещендо грохота и огня. Форекса отбросило назад. Из руин повалились тела. Тела железных воинов, лишенные конечностей, лишенные голов, сплавившиеся со своими почерневшими доспехами или попросту разорванные на куски. По броне Форекса зазвенела шрапнель, и он перевернулся, опуская голову и подставляя взрывом выпуклый на спинник. Ударная волна едва его не опрокинула, но он пригнулся и прикрыл лицо руками. От немыслимого грохота и перепадов давления барабанные перепонки мгновенно лопнули, а воздух выбило из легких. Новая партия снарядов разрушила ворота и оставила между двумя обломками стены 15-метровый кратер. Еще больше трупов. В воздухе повис кровавый туман, куски почерневшей плоти падали дождем. Обломки брони, острые, как лезвия топоров, рассекали воздух, рикошетия от поверхности. Западные стены исчезли, запелено из сплошного огня, а за ними и южные бастионы. Вокруг Форекса без конца что-то падало, то шлем, из которого торчал неровный обрубок шеи, запрыгал по земле, то покореженный болтер рухнул рядом, то цепной меч с клинком в желто-черных полосах. Его воины гибли, его воинов убивали. Накладывающиеся друг на друга ударные волны обрушились на Форекса, мотая его из стороны в сторону, как тряпичную куклу, травмируя генетически улучшенные внутренности. Лишь оплавленные пластины разрушенной брони берегли органы от полного разжижения. «Отставить огонь!» закричал Форекс. Голос его звучал, словно издалека. Он даже не знал, работает ли его вокс. «Железо на железо!» «Отставить огонь!» «Железо на железо!» Но обстрел не ослабевал. Все новые и новые снаряды падали по радиальной схеме, центром которой, как знал Форекс, был Форд. Над ним навис гигантский силуэт, выплывший из тумана. Железное чудовище, грохочущее и ревущее. Вокс в латном воротнике искрился, но из него раздавался лишь тихий звон и слабый вой оглушенных взрывами. Монстр надвигался на него с убийственным намерением. Перед ним стоял тот самый железный зверь, который, как он всегда знал, станет причиной его гибели. Оракул Лохаса предсказал ему это, когда он был всего лишь мальчишкой. Детский страх, забытый во взрослом возрасте, теперь, когда истинность предсказания подтверждалась, разгорелся с новой силой. Огромная черная пасть распахнулась и проглотила его целиком, отправив залитое красным светом чрево, где воняло маслом и металлом. Артобстрел стирал все, что было на площади. Неумолимые удары все били и били в землю, перед гробницей, полностью уничтожая живое, мертвое и находившееся между жизнью и смертью. Дым и обжигающий горячий воздух некоторое время еще не истовствовали среди развалин форта, пока не осталось ничего. Ни одного камня на камне, ни одного целого куска железа, ни одного бьющегося сердца. Светящиеся осколки стекла осыпали Крагера, едва он низким взмахом цепного меча отсек ноги эльдарского конструкта. Создание повалилось на бок, испуская свет изобрубков и раскололось при падении на тысячи кусков. Драгоценный камень, выпавший из шлема черепа, Крагер раздавил ногой, наслаждаясь чувством законченности, возникшим в момент его разрушения. Он сражался, двигаясь стремительно и четко, не опуская меч ни на мгновение, при каждом выстреле выбрасывая пистолет вперед, словно рассчитывая придать снарядам еще больше силы в момент убийства. Только ближний бой и личное противостояние. Призрачные воины оттесняли их все ближе к краю бездонной шахты в центре. И Крагер чувствовал мощную пульсацию света, бьющего из глубины. Но все его внимание было сосредоточено лишь на полчищи безустанно атакующих кристаллических врагов. Хотя он не видел, чтобы Пертураба отдавал команду, Железный круг разделился на две группы, по одной на три арха. Три боевых робота прикрывали Барбана Фалька, сражавшегося справа от Краагера, по бокам и сзади, а трое других Колосов аналогичным образом защищали его самого. Автоматоны не отличались ни скоростью, ни особым мастерством, но каждый удар их щитов разбивал эльдарские машины на осколки, а мощи в гулко-тороторящих наплечных пушках было достаточно, чтобы вблизи оставались лишь самые удачливые враги. Дети Императора позади него, у дальнего края шахты, вели собственный бой, сражаясь так, будто с минуты на минуту ожидали подкрепления. Крагеру едва не пришлось дорого заплатить за невнимательность. Обжигающий луч изумрудного света ударил ему в плечо, развернув и лишив равновесие. Эльдарский воин воспользовался секундным замешательством и обрушил на него кулак. перед глазами заплясали яркие полосы. Он выпустил оставшиеся болты ему в грудь, после чего другой враг подбросил его в воздух размашистым ударом снизу вверх. Крагер упал рядом с шахтой и выпущенный из рук пистолет перелетел за край. Поток света тянул его, словно утопленник, пытавшийся затащить его в подводную могилу. Крагер не поддался, откатившись в сторону за мгновение до того, как массивная кристаллическая нога опустилась на землю туда, где только что находилась его голова. Он выбросил меч вверх и клинок скользнул вдоль внутренней стороны ноги к паху. Вращающиеся зубья вгрызлись, осыпая Крагера стеклянной крошкой, и он отдернул меч, понимая, что не успеет ударить прежде, чем его швырнут в колонну света. Мысль, что он погибнет от рук искусственного создания привела Крагера в такое бешенство, что он издал дикий животный вой, прыгнул вперед и вцепился в иссеченные конечности. Вдоль одной ноги пробежала трещина, истекающая воющим светом, однако вторая оставалась цела. Но не успел он атаковать снова, как создание разрубили в талии ударом окутанного энергии меча. Крагер поднялся, не чувствуя из-под красной завесы ничего, клинок на ближайший череп, на стально-серый шлем с полосой визора. Тот раскололся, брызнула кровь, удар отсек половину головы, заливая все алым и серым. Харкор упал не сразу, он застыл в той же позе, в какой убил эльдарского конструкта, вытянув вперед руку с мечом. Потрясенное выражение на половине лица выглядело едва ли не комично. Крагеру было все равно, что он с грохотом мертвого механизма. Его щит превратился в кусок оплавившегося пузырящегося металла. В груди зиял кратер из почерневшей пластали, сплавившихся биоорганических полимеров и вскипевших капель хладагента. В грудь Крагеру одновременно ударили два заряда ксеноской энергии, но он не почувствовал боли ни от опаленной плоти, ни от двух лопнувших ребер, ни от теплового ожога внутренних органов. Он вновь взмахнул мечом, рассек одного эльдарского конструкта надвое и завершил движение выпадом в лицевую пластину другого. Драгоценные камни, вставленные в их броню, треснули, потухли, и вид поверженного врага заставил Крагера взрыветь с первобытным восторгом. Взяв меч обеими руками, он бросился в толпу эльдар, рубя направо и налево. Он видел Фалька и Бераса, шметки плоти, чтобы он был сыт черепами побежденных. Сердце его дрожало от провальности этой резни. Восторженная радость разливалась внутри при каждом ударе меча. Он должен был умереть от многочисленных ран, но был полон ужасающей силы. А красный туман перед глазами служил лишь величественной декорацией к убийствам. Зрение помутилось и на миг ему показалось, что он вдруг очутился в другом месте. На пересеченной равнине, покрытой черным пеплом, под бронзовым небом, усеянным черными тучами. Небездушные машины были теперь его противниками, а люди в шкурах с тяжелыми бровями и спутанными волосами, в которые были вплетены костяные амулеты. Они размахивали грубыми топорами с кремниевыми лезвиями, а Крагер со смехом потрошил их одного за другим. Десятки, сотни кидались на него, гортанно крича на каком-то протоязыке, ему незнакомом. Он бездумно убивал, зная, что никогда не убьет достаточно, чтобы утолить свою жажду крови. Ему казалось, что он сражается уже несколько часов, но рука, в которой он держал меч, была тверда, а тело переполняло энергией, и он знал, что ее хватит на вечность резни среди звезд. Неожиданно для самого себя Крагер обнаружил, что теперь убивает не покрытых шкурами дикарей, а людей в военной форме, с шелковыми буфами и железными нагрудниками, в гребенчатых шлемах, сражающихся длинными пиками и пистолетами с деревянными рукоятями. И сам он был облачен не в полированный доспех из железа, золота и гагата, а в шкуры животных, перья и боевую раскраску. Пепельная равнина сменилась буйными джунглями из высоких деревьев и разросшихся кустарников. Впрочем, немало деревьев вокруг уже успели повалить люди с топорами на длинных древках и двуручными пилами. Эпунамун, ибо потеряв облачение четвертого легиона, он потерял и собственное имя, замахнулся Макуауитлем на конкистадора, поднимающего к плечу длинный деревянный мушкет. Алые зубы, усеивающие голодное оружие Эпунамуна, ударили человека прямо под стальным шлемом и прошли сквозь плоть и кость шеи. Голова человека слетела с плеч и брызнувшая кровь омыла Эпунамуна теплом. Сморгнув липкую кровь, он без удивления понял, что очутился в другом месте, на этот раз в полном грязи окопе. Но его покрывали выщербленные доски, а стены были укреплены листами рифленого металла. Воздух наполняли дым и крики, и Карл заморгал, спасаясь от брызг грязи в глазах, когда откуда-то из-за края окопа начал приближаться рев голосов. Он не понимал, что они говорили, и лишь чувствовал все усиливающийся голод при виде людей, выбегающих из устроенных в окопе бетонных блиндажей. Они были его соотечественниками, но он испытывал к ним лишь слабое презрение. Люди взбирались на стрелковую ступень, устанавливали тяжелые пулеметы или возились с затворами винтовок. Карлу подбежал мужчина в грязном мундире оберста и нелепом шлеме с погнутой металлической пикой на макушке. «Шевелись! Враги рядом!» прокричал оберст, но большего сказать не успел. Его подбросило высоко в воздух, взрывом гранаты, оставив на земле большую часть его ног. Карла вновь забрызгало кровью, и он упал на колени, услышав грохот выстрелов, идущий от края окопа. Он подбежал к кричащему оберсту, который полу лежал у грязной стены, иссеченной шрапнелью и обожженной до мяса. Запах опьянял, совсем как у той плоти, которую он срезал с любопытного цыгана, после того, как заманил его в свой дом на краю деревни тогда, много лет назад. Цыган, конечно, сопротивлялся, но это лишь придавало белому мясу терпкость, от которой ощущение силы, переполнявшее его после каждого проглоченного куска, стало только ярче. Карл выдохнул оберст. О боже, как больно! Боже, помоги! Но Карл просто смотрел на него, не шевелясь. Глаза оберста стекленели, и Карл поднес ко рту кусок обожженной плоти с его изувеченных ног. Он начал есть, чувствуя, как стекает в горло теплая кровь и куски жирного мяса. Закрыл глаза, наслаждаясь запретным вкусом, а звуки битвы все бушевали вокруг. Люди падали с края копа под огнем наступающего врага, но крики умирающих его не трогали. Они потеряли верден, но Карл знал, что было неважно, кто победил и кто проиграл, что желанно была любая кровь и его, и его врагов. Он продолжал есть мертвого оберста, чувствуя, как наполняет его сила мертвой плоти. Крики вокруг становились все громче, но он услышал позади возглас, полное отвращение. Он резко обернулся, потянулся к винтовке, готовый убить любого, кто узнает о его потаенной потребности. Он и раньше это делал, а в скором времени наверняка сделает снова. Но было слишком поздно, он только успел увидеть, как вражеский пехотинец делает выпад штыком. И в животе Карла вспыхнула боль, когда клинок проткнул его внутренности. Солдат ногой скинул его со штыка и поднял оружие, намереваясь убить еще раз. Свет от огня и взрывов позволил Карлу хорошо его разглядеть. У него было невероятно, невероятно старое лицо. И глаза его видели столько кровопролития, сколько не видел ни один человек на этой планете. Из-под разорванной рубахи показались его жетоны, и Карл прочитал имя, отштампованное на стали. По крайней мере, он умрет, зная, кто его убийца. Персон, Оливье. Но не успел солдат нанести последний удар, как волна солдат в серой форме налетела на сражающихся из резервных окопов. И шквалом выстрелов заставило его отступить. Окоп снова был их, и Карл судорожно выдохнул. К нему приблизился солдат со значком медслужбы на Лацкане. Карл знал его, они жили в одном городе. «Не беспокойся», сказал Флориан, раскрывая перевязочный пакет и прижимая повязку к раней в его животе. «Ты выживешь!» Карл кивнул, а между тем из раны, неизвестно когда полученной, по лбу глазам потекла кровь. Он сморгнул ее и... Крагер открыл глаза. Миллион наполненных кровопролитием жизни хлынул в него, как в сосуд, неожиданно для него оказавшийся пустым. Тело переполняло силы, вены вздувались от энергии, нервы дрожали в ожидании грядущей жатвы черепов. Его окружала многосотенная толпа эльдарских конструктов, и он был абсолютно один. Харкор лежал рядом. Череп его был проломлен, а в теле зияли многочисленные раны от меча. Фалька и Бераса не было видно, а эльдарские призрачные машины двигались к нему с неумолимой неизбежностью. Его ждала смерть, но Крагер только приветствовал возможность умереть в бою. В памяти всплыл обрывок последней увиденной жизни. Слова, произносившиеся во все времена, на миллионе различных языков, но не изменившие своего значения с того момента, когда первый камень раскрыл череп первого невинного. «Мне все равно, откуда льется кровь», взревел Крагер, и, высоко подняв меч, бросился на призрачных воинов. «Лишь бы лилась». Свет окружал Пертураба, обволакивал его. Он беспомощно висел в руках брата, всего лишь попутчик в этом ослепительном вознесении к поверхности. Скрепленные сильнее, чем родственные души, они летели сквозь сердце мира, который миром не был. И куда бы Пертураба не бросил взгляд, он видел лишь отражение своего брата. Сверху в шахту падали осколки гладкого стекла и кристалла, разграбленные сокровищем мира, когда-то звавшегося призматикой. Пертураба не смог бы объяснить, откуда это знает, но в знании этом был уверен так же, как в собственном имени. Они с Фулгримом поднялись сквозь пустоту с головокружительной стремительностью, подобно пулям, выпущенным из ружья. А на пути к поверхности они миновали падающие тела. Тела смертных последователей Фулгрима, добровольно отдавших жизнь во имя служения своему повелителю. Многие были уже мертвы, но те, кто еще оставался в живых, вопили в бездумном экстазе, бросая свои жизни на алтарь фулгримовских желаний. Его брат смеялся и кричал, наслаждаясь сиянием своих отражений, ни одно из которых не было похоже на другое, и ни одно из которых не могло сравниться с последующим в чудовищности воссоздаваемых образов. В одном Фулгрим был прелестным созданием с перламутровыми крыльями, белыми и увешанными жемчугами и серебряными цепочками, как у Сангвинио. В другом он и представал в облике бароноголового, краснокожего, истекающего кровью существа. Третья изображала его в виде бесформенного порождения из первичной слизи, в виде массы, отторженной, мутировавшей плоти, деградировавшей слишком сильно, чтобы жить. Тысячи порождений и мага, тысячекратно повторенных, возникали перед Пертурабой. И сначала он решил, что мысленно оговорился, порождений магии. «Нет!» — возразил его разум. «И мага!» Фулгрим запрокинул голову и прокричал. «Я чувствую эту силу!» «Темный принц одарил меня своим вниманием!» Пертураба хотел ответить ему, прокляясь за предательство, но сил говорить не было. Маугитар, закрепленный теперь на нагруднике Фулгрима, сыто пульсировал. Теперь, глядя на этот чудовищный, жуткий предмет, высосавший из него душу и укравший его жизнь, Пертураба видел, что тот был уродливой побрякушкой, который создали в городе теней и предательство, и наделили этой силой существа, проводившие жизнь за изобретением новых способов страдания. «Брат, ты чувствуешь?» — спросил Фулгрим, обхватывая его лицо ладонями, словно возлюбленного. «Чувствуешь, как сплетаются нити судьбы. Боги смотрят на нас!» Пертураба действительно чувствовал. Чувствовал что-то, похожее на разрушение мира, на столкновение реальности, на конец всего. Возможно, именно так ощущалась гибель вселенной, смерть самого времени. Узрев дела людей, боги насылали катаклизмы, невообразимые в своей неистовости, и сейчас исключения не будет. «Я всегда буду носить тебя в себе, брат!» — сказал Фулгрим, нежно гладя, испещренные черными прожилками мау-гитар кончиками пальцев, которые теперь казались неестественно тонкими, похожими на когти. «Я никогда не забуду твой сегодняшний дар!» «Я ничего тебе не дам!» — сказал Пертураба, чувствуя, как жгучая ярость придает ему сил. Услышав ответ, Фулгрим бросил на него холодный взгляд, разозленный, что его мгновение портит чужой голос. «Неважно, отдашь ли ты ее добровольно, или я вырву ее из твоего бьющегося сердца, итог будет один!» Пертураба ничего не сказал, пытаясь сберечь те крупицы сил, которые удалось отобрать у камня на груди. Он закрыл глаза, чтобы не видеть отражения брата в падающем стекле, и сосредоточился на исправлении того, что сделал с ним ксеновский камень. Тот боролся, разумеется, жадно впившись в украденное, но Пертураба обладал исключительным умением пробиваться в места, путь в который ему пытались закрыть. Некоторые интерпретировали это умение лишь буквально, и Пертураба с подобным сталкивался нередко. Людям было свойственно недооценивать его способности, если те выходили за пределы сложившихся представлений о нем. Пертураба потянулся глубоко внутрь, к тому ядру собственной сущности, в котором железо и плоть сливались воедино, к незыблемой квинтэссенции себя, доступной лишь ему самому. Сосредоточив на ней все свое внимание, он собрался с еще оставшимися силами, и наполнил ее мечтами юности, устремлениями и ненавистью к тому, что делал с ним Фулгрим. Квинтэссенция его ненависти росла, питаясь причиненной болью. А затем произошло то, о чем знали даже алхимики древности. Подобное устремилось к подобному. Украденная Маугитаром сила начала вливаться обратно в Пертураба. Сначала по каплям, а потом все быстрее и быстрее, как вода через едва заметную трещину в дамбе. Эта перемена не могла укрыться от внимания фениксийца, обратившего на него потрясенный и одновременно недоверчиво гневный взгляд своих черных глаз. «Что ты делаешь?» крикнул он. «Возвращаю то, что принадлежит мне!» прорычал Пертураба. Фулгрим покачал головой, и в его руке засиял золотой огонь. Меч, когда-то давно выкованный для него Феррусом Манусом. «Он мой!» крикнул Фулгрим и вогнал меч в живот Пертураба, направляя его мимо ребер груди. Мастерство броню Пертураба, как плазменный резак рассекает листовое железо и доставит немыслимую боль. Яркая кровь хлынула из раны, заливая правую руку фениксийца алыми каплями. Пертураба запрокинул голову и издал рев полной злости и боли, который отразился от далеких стен с грохотом сталкивающихся континентов. Над головой возник свет, мерцающий круг, образованный вспышками выстрелов. Это могло значить только одно. Они приближались к поверхности. Черная пустота наверху ярилась, как волны в бушующем океане. Пертураба почувствовал, как его отбрасывают, словно что-то нечистое. Энергия и кровь его не были неисчерпаемы, но используя силы, которые удалось вырвать обратно, он потянулся к тому, что, как он знал, было для Фулгрима важнее всего. Он сжал кулак и все исчезло. Фальк не поверил своим глазам, увидев, как Райгер бросается в толпу конструктов, но у него не было времени думать, что за безумие охватило твердолобого триарха. Эльдарские создания воспользовались брешью в оборонительном рубеже железных воинов и направили в нее клин своего войска. Фальк прошил выстрелами грудь одного ксеноса и продолжил уверенной рукой разрушать тела созданий, неустанно поливая их огнем. Дети императора вели собственный бой, уйдя в оборону, будто с секунды на секунду ждали чего-то. Они принимали участие в сражении лишь в той мере, в какой это было необходимо для удержания позиций. Нерациональная тактика, а значит, они знали что-то, чего не знал Фальк. Но что? Он выкинул третий легион из головы, когда нагрудник покасательный задел огненный заряд. Доспех катафраг был способен защитить от любых выстрелов, кроме сделанных совсем в упор. И ни один пока не пробил броню настолько, чтобы причинить ему вред. Он разбил заходящего с фланга врага силовым кулаком, а обратным движением отшвырнул другого, как игрушку. При каждом шаге он поливал врагов огнем из строенного оружия и ударами выбивал из них жизнь. Два робота из железного круга рядом с ним приняли на щиты весь огонь Эльдар. Оба они умерли. Пластины обляционной брони сорвало, а от щитов остались лишь покореженные обломки. Через считанные секунды Фальк не останавливался, не давая Эльдар возможность наброситься на него. Под ноги упал призрачный воин, и он раздавил его кристаллический шлем ботинком. Тот взорвался, и Фальк уже собирался двигаться дальше, когда увидел в россыпи осколков, образованных ботинком, жуткое лицо черепа. Оно жарно уставилось на него снизу вверх, заставив замереть на кратчайшее мгновение. Но каким бы кратким оно ни было, Эльдар его оказалось достаточно, чтобы пустить в ход оружия. Залп изумрудного огня ударил Фалька в поясницу, и он пошатнулся от жара, обжегшего сквозь доспехи. Клинок из колышащегося света вошел в подмышку, где броня была самой тонкой. Он взревел от боли и обрушил кулак на голову нападавшего. Из луковицеобразного шлема вырвался фонтан сияния, и с мерцающего полотна этих лучей Фальку вновь ухмылялся череп. Прочь, закричал он угасающему свету. Ты так близок! Голос, голос небывший, звучал в каждой частице плоти, резонировал во всем теле, от мельчайшей клетки до главнейшего элемента нервной системы. И вновь враги воспользовались его секундным замешательством и сосредоточили на нем огонь. Убирайся из моей головы крикнул Фальк, пробираясь сквозь группу вражеских воинов обратно к Беросу, громящего ближайших к нему Эльдар размашистыми ударами своего гигантского молота. Ряды железных воинов значительно уменьшились, в гробнице осталось от силы сто легионеров. Несколько тысяч еще были снаружи, и Фальку оставалось лишь гадать, подвергались ли они столь же беспрестанным атакам. Вокс не работал, неужели они были последними железными воинами на Идресе? Неужели четвертый легион стал жертвой безумных планов фениксийца? Раскололся на наковальне его мании. Но Фальк чувствовал, что решимость железных воинов крепла, когда он был рядом. Он был железом фундаменте, болтом в несущей конструкции. Его присутствие убережет их сердца от ржавчины. Бера сражался, как титаны из олимпийских легенд, создания, про которых рассказывали, что именно они породили богов, после чего погрязли в братоубийственных растре. Энергетический молот легко разбивал Эльдар на куски, и хотя роторная пушка давно израсходовала весь магазин, в качестве тяжелой дубинки она была не менее эффективна. Фальк осторожно приблизился к нему, помня, что в бою дредноуты нередко переставали отличать союзников от врагов. Воин с невыразительным, незапоминающимся полосой пересекавший череп были заплетены в многочисленной косичке, сражался бок о бок с кузнецом войны, словно его защитник. Фальк оценивающе взглянул на него, после чего выбросил из головы как незаслуживающего внимания. Берас повернулся к нему, и в голосе его прозвучало узнавание. «Тяжелый бой», сказал дредноут. «Еще немного», согласился Фальк, тратя последние болтерные снаряды. «Роль дредноута тебе прекрасно подходит». «Ты видел этого идиота, Крагера?» спросил тот. «Видел», отозвался Фальк, взрывая выстрелом призрачного воина. «Кажется, скоро в Трезубце освободится место», сказал Берас. «У меня еще есть шанс стать Триархом». «Если выживем, я попрошу, чтобы Пертураба тебя повысил», ответил Фальк. Но не успел дредноут ответить, как из шахты за его спиной вырвалась волна энергии. Силой взрыва Фалька сбила с ног и швырнула в толпу эльдарских конструктов. Она опрокинула даже Бераса, и Фальк заметался, пытаясь встать на ноги, прежде чем эльдарские создания успеют приблизиться к нему для убийства. Безнадежно пытаясь подняться, Берас раскачивался из стороны в сторону, дергая руками орудиями и стуча по земле ногами. Вдоль боков корпуса пробежали трещины, а у Гмиттера гневно раздраженно гудели. «Проклятый Эльдар!» прорычал поверженный дредноут. Фальку, наконец, удалось перевернуться на живот и подтянуть ноги, чтобы можно было опереться и встать. С секунды на секунду его жизнь могла оборваться во вспышке изумрудного света. С секунды на секунду призрачные воины могли закончить то, что началось только что по воле этих дьявольских сил. Он скинул комби-болтер, хотя магазин был уже пуст. «Поднимите меня!» взревел Берас. «Я не умру на спине!» Фальк пораженно осмотрелся и покачал головой. «Мне кажется, сегодня мы не умрем», сказал он. «Призрачные воины Эльдар, окружившие группу железных воинов, больше не атаковали. Они стояли молча и неподвижно, словно статуи. Жизнь покинула их, и мерцающий свет в шлемах-черепах начал блекнуть, как фонаре, садящийся батарейкой. Колонна ослепительного света, выходившая из шахты в центре зала, исчезла, будто в центре планеты перекрыли какой-то гигантский канал. Чернота над головами забурлила. Казалось, только река света, пронзавшая тьму, до этого момента и сдерживала ее. С десяток железных воинов подняли упавшего Бераса на ноги, и Дредноут сделал оборот на 360 градусов. «Что случилось?» спросил он трескучим от повреждений голосом. «Не знаю», ответил Фальк, поворачиваясь к шахте, из которой начал доноситься неуклонно усиливающийся рев. Едва железные воины нацелили на шахту оружие, как она извергла гейзер эльдарских драгоценных камней. Миллионы миллионов этих камней взрывались в воздухе, наполняя пустоту наверху яркими искрами. Но вместо того, чтобы пролиться на пол сверкающим дождем, они разлетались по залу, словно образуя немыслимо сложную карту небес, на которой не осталось без представления ни одна звезда, ни одна планета, ни одна точка света. «Что?» успел только произнести Фальк, когда два воина вылетели из шахты, словно выплюнутые из пасти гигантского зверя. Фулгрим, пылающий божественным огнем, и Пертураба, крепко прижатый к его груди. Примарх детей императора отбросил брата в сторону, и Пертураба, пролетев по низкой дуге, упал у края шахты с треском сломанного металла и разбитого стекла. За ним протянулась красная полоса крови, вытекавшая из груди. Фальк охватил дикий и рациональный страх. Железный владыка лежал не шевелясь, окровавленный и бездыханный. Глава двадцать пятая Тот, кто был мертв. Сны о железе. Орел десятого Люций вскочил на ноги, первым из детей императора, придя в себя после ударной волны, которая вырвалась из шахты. Все его чувства трепетали в предвкушении нового ощущения, которое превзойдет все испытанное раньше. Клинок меча, плясавшего в его руке, мерцал. Даже воздух был наполнен предчувствием чего-то необычайного. Бой в зале башен стал для Люция проверкой. Не его мастерство, ибо эльдарские призрачные воины не могли сравниться с мечником, а его способности мириться со скукой. Эйдалон получил от примарха ясный приказ обеспечивать безопасность смертных, которые несли трофеи с призматики, пока их ценный груз не отправится вниз в шахту. Люций не знал, почему выполнение этого приказа было поручено именно Эйдалону. Возможно, причиной было то, что один раз он уже умер. Как бы то ни было, смертные рабы опорожнили контейнеры, которые несли, а затем сами шагнули в зеленый свет и скрылись в шахте. Этого тоже требовал приказ. Люцию было все равно. Бой превратился в серию скучных, однообразных поединков, которые он с легкостью выигрывал. Среди эльдарских механизмов не было ему равного, и Люций перепробовал все известные ему стили боя, просто чтобы не насытиться повторением одних и тех же смертоносных ударов. Но сейчас Фулгрим вернулся, и Ореол, окружавший его, состоял из тех же самоцветов, что служили сердцами безмозглым эльдарским механизмом. Полок из драгоценностей был столь плотным, что за ним практически терялась дальняя часть зала. Однако Люций различил там смутное движение, и его инстинкт воина подсказывал, что увиденное важно. Но он не мог сосредоточиться ни на чем, кроме примарка. Люций видел, что фениксиец уже не тот, кем он был, когда высадился на планету. Он парил над Девом шахты, откуда вместо прежнего фонтана зеленого сияния, устремлявшегося в бесконечную тьму наверху, сочился лишь угасающий отцвет. Броня Фулгрима лучилась, словно под ней была заключена энергия тысячи солнц, рвущаяся на свободу. Темные, как будто искусственные глаза примарха превратились в две черные дыры, врата к таким высотам чувственности, о которых могли помыслить лишь безумцы, те, кто готов на все ради этих ощущений. Плащ Фулгрима упал, затем лицо его исказилось, как если бы он испытывал одновременно острейшую боль и наслаждение. Люций не хотел отводить глаз от этого чудесного зрелища, но все же посмотрел и на остальных присутствующих в зале. Рядом стоял Ланомия Руин, чьи ядовитые кинжалы оказались бессильны против творения Эльдара. Язвительное выражение на его лице сменилось волнением, вызванным грядущим преображением примарха. Из носа и ушей Руина сочились багряные ручейки крови. Прямо впереди был Марий Вайроссиан, преддверий чуда, заглушивший свое акустическое оружие. И Люцию захотелось попросить его сыграть какую-нибудь оглушительную какафонию, которая бы сделала честь такому моменту. Вид Фулгрима вызвал у него слезы и заставил изуродованные черты лица изобразить нечто между обожанием и злобной завистью. Учитывая насколько Вайроссиан увлекался модификацией плоти, прочитать его эмоции на месте, широко улыбаясь от удовольствия и облизывая утыканным крючем языком изрезанные губы. Величие момента наконец, похоже, дошло и до Железных Воинов. Присутствие Божества, обретшего полную силу, заставило их оцепенеть. Грядущий триумф Фулгрима заворожил их настолько, что ни один из этих тугодумов даже не попытался подойти к своему обреченному примарху, несмотря на его явные после атаки эльдарских механизмов. Он пошел к примарху, когда Фулгрим медленно спустился к краю шахты. Едва ноги примарха коснули земли, Люций ощутил, как весь мир содрогнулся, словно протестуя. Казалось, в глубинах планеты столкнулись две тектонические плиты, и сокрушительная сила этого толчка лишь начинает свой путь к поверхности. Люций хотел подойти ближе к примарху, но не мог приказать своему телу двинуться так же, как не мог приказать сердцу успокоиться. Его тело понимало то, чего не понимали его желания. Рождение должно было скоро начаться, и, как свойственно всем рождением, это был очень личный момент. Эйдалон достал из-под плаща меч, серый, тускло-мерцающий клинок, который Люций сразу узнал. Таким оружием можно было убить Бога, и в древние времена подобный меч считали бы заколдованным. Анафем был тенью того, двуручного меча, который, как гласили слухи, был украден из зала изобретений на Ксенобии. Капеллан из 17-го легиона укоротил клинок до размеров обычного гладиуса, хотя никто не знал, зачем это было сделано. Эйдалон поднял Анафем глазам Фулгрима и проговорил что-то, но Люций не расслышал слов. Примарх кивнул, Эйдалон воткнул клинок в бок Примарху. Дети Императора хором вскрикнули, но не сдвинулись с места под влиянием удивительной силы, исходившей от божественной фигуры. «Тот, кто был мертв, вернет меня к жизни», закричал Фулгрим. И Люций заплакал от боли, которая слышалась в его голосе. «Тот, кто воскрес, станет свидетелем моего перерождения». Двигаясь по кругу, Эйдалон продолжал вонзать меч в тело Примарха, каждый раз погружая клинок вплоть до самого Эфеса. Фулгрим истекал кровью, и лицо выдавало муки, которые вызывал каждый удар. Вернув обогренное оружие в ножны, Эйдалон встал перед Примархом и руками развел края первой раны. Запрокинув голову, Фулгрим издал яростный крик, который мог бы соперничать с ревом Ангрона. Никакие гвозди мясника не заставили бы живое существо так кричать, и Люций поклялся, что убьет Эйдалона за пытку, которой тот подверг Примарха. Но это был еще не конец. Эйдалон вновь зашагал вокруг Фулгрима скользкими от крови латными перчатками, растягивая края каждой раны, пока Примарх не зашатался на ногах, чуть не падая. Усилием воли он сдерживал собственный метаболизм, не позволяя ранам исцелиться. Люций не понимал, ради чего устроена эта пытка, но мог сказать, что процесс близок к завершению, потому, какой силой полнился зал. Сила эта, освободившись, могла, наконец, явить себя миру, чьи мертвые стражи сдерживали ее веками. Плоть Люция отзывалась на ее ауру. По коже шли мурашки, а нервные окончания трепетали одновременно от блаженства и отвращения. Он все больше чувствовал предвкушение, почти как в той засаде, которую капитаны легиона устроили фулгриму в галерее мечей. Только на этот раз чувство было острым, пронзительным. Так ждут удара молнии или попадания пули. Так замирает время вмиг перед приземлением десантной капсулы. Могущество, которое за всю историю человечества не видел ни простой смертный, ни транс-человек, ни кто-либо еще, вот-вот должно было стать явью. С предельной ясностью Люций вдруг осознал, что Эльдар погибли именно из-за этого. Они жаждали могущества, но оказались его недостойны. «Давай же», сказал Эйдалону Фулгрим, чье лицо превратилось в плачущую маску. Эйдалон кивнул, поднял руку и целое созвездие самоцветов, отделившись от основной массы камней под сводом зала, устремилось к нему. Выхватывая камни из воздуха, он начал погружать их один за другим в раны, которые нанес плоти примарха. Люций уловил мимолетные всплески ужаса и отчаяния, но эти отголоски исчезали с каждым новым камнем, который Эйдалон помещал в тело Фулгрима. Сначала десять, потом еще десять, и еще, и еще, пока не стало казаться, что больше уже не влезет. Плоть Фулгрима бугрилась от поглощенных душ, но Эйдалон все равно продолжал собирать их из воздуха и вдавливать в раны. Хватит, взмолился Фулгрим, на что Эйдалон покачал головой. Несмотря на плач и стоны, несмотря на борьбы о прекращении пытки, в глазах примарха горела просьба еще. Наконец Эйдалон закончил, и Люций судорожно выдохнул. Еще один, прошептал Фулгрим, камень Маугитар. Эйдалон помедлил, идя вокруг изуродованного примарха и осматривая каждую окровавленную трещину в его доспехе. Быстрее, вскричал Фулгрим, время пришло, последняя ступень к моему вознесению. Я не могу найти его, повелитель, ответил Эйдалон. Он там, заорал примарх, он в нагруднике. И тогда по залу разнесся голос, скрипучий и резкий, словно камень, царапающий металл. Пошатываясь, на краю шахты стоял Пертураба, поток крови стекал по его животу из глубокой раны. Лицо железного владыки стало землисто-бледным, и он напоминал труп с пергаментной кожей, способный двигаться только благодаря лихорадочной одержимости. В руке он держал Маугитар, поверхность которого разделили сталкивающиеся вихри черного и золотого цветов. «Ты не это ищешь?» спросил он. Пертураба понимал, что должен уничтожить камень. Это не составило бы особого труда. Просто держа его в руке, он чувствовал сильные и слабые места в его кристаллической решетке и знал, какое давление понадобится, чтобы расколоть его, раздробить или измельчить в порошок. Он также знал, что так и нужно поступить, но не представлял, что потом станет с ним самим. Возможно, сила, которую отобрал камень, покинет его навсегда. «Ты привел меня сюда, чтобы убить», сказал Пертураба и пошел к фулгриму, держа камень, мол, гитар в вытянутой руке над пропастью шахты. Из глубины сочился свет гаснущего зеленого солнца. И хотя Пертураба мало что знал о небесной механике, он понимал, неведомый механизм, ранее хранивший планету от разрушительного воздействия сингулярности в сердце ока ужаса, перестал работать. Жизнь этого мира подходила к концу, и он был уверен, что силы, пробудившиеся там внизу, уничтожат мау-гитары. Готов ли он пойти на такой риск, чтобы остановить фулгрима? «Ты ошибаешься», ответил тот. «Ты здесь, чтобы вернуть меня к жизни. Что полезно одному, вредно для другого, да?» «Приблизительно так», согласился фулгрим. Эйдалон встал рядом с примархом, и рука его скользнула под плащ. «Еще шаг, лорд-командер Эйдалон, и я убью тебя на месте», сказал Пертураба. «Ты знаешь, что даже теперь мне это по силам». Эйдалон остановился и посмотрел на фулгрима, который еле заметно кивнул. Пертураба искал в его глазах хотя бы намек на раскаяние, тень сожаления о том, что все обернулось именно так. Какой-нибудь знак, что фулгрим чувствует хотя бы смутные угрызнения от того, что планировал убийство брата. Но тщетно, он не увидел ничего, и с разрывающимся сердцем понял, что тот фулгрим, которого он знал раньше, исчез навсегда. Можно ли упасть так низко, что не останется никакой надежды на искупление? Даже полностью опустошенный человек, погрязший в бесчестии, еще может спасти свою душу, если испытывает хотя бы минутное, но искреннее раскаяние. Пертураба хотел бы сам поверить в это. «Ты понятия не имеешь об этой силе, брат», сказал фулгрим. «Я смогу в мгновение ока исполнить любую собственную прихоть. Мне откроются тайны, о которых не подозревает даже Магнус. Я стану богом, созданием сверкающим, чистым и прекрасным. Это мой апофеоз, и он превратит меня в основу бытия, явленную во всех измерениях галактики». «Значит, ангелом ты уже быть не хочешь?» ответил Пертураба. «Ты вознамерился стать богом, и что в этом плохого? Человечеству боги не нужны. Мы давно выросли из потребности в божественном». Фулгрим засмеялся, но Пертураба видел, что все его внимание уходит на то, чтобы удержать от распада свое разбухшее тело. На коже выступили капли света, блестящие как ртуть, и падали с распятого тела жарким серебром. «Ты так думаешь? И тогда почему боги все еще существуют? Их питает поклонение, а мы служим им каждым совершенным убийством, каждым предательством, каждым прегрешением и стремлением к вечной жизни. Осознанно или нет, но мы все равно отдаем им дань каждый день». Пертураба покачал головой. «Я никому не поклоняюсь, и я ни во что не верю». Последняя фраза прозвучала как приговор, чуть не лишивший его способности действовать. В этих словах, поразивших его подобно удару, была горькая истина, которую он отказывался видеть до последней секунды. По глазам Фулгрима он понял, что тот тоже это заметил. «Вот почему твоя жизнь уныла и горька», сказал Фулгрим, и его насмешливые слова источали презрение и жалость. «Ты позволяешь помыкать с собой. Ты стал рабом Бога, у которого не хватает совести даже признать свой истинный статус. Наш бывший отец давным-давно обрел божественность, но не желает ни с кем ею делиться. Он посулил нам новый мир, но главенствовать в нем планировал сам, а мы должны были стать его бесправными лакеями. Так почему ты присоединился к Хорусу?» Пертураба в гневе встал прямо перед Фулгримом, так что никто не мог разделить их с братом. «Из-за ревности, из-за тщеславия, твоя мелочность у дел слабых, нас создали для великих дел». «И что ты знаешь о великом?» усмехнулся Фулгрим. «Ты понятия не имеешь, о чем я мечтаю», ответил Пертураба. «Об этом никто не знает, никто даже не пытался узнать». Голова Фулгрима резко наклонилась вперед, и изо рта вырвался мерцающий розовый пар, пронизанный алыми прожилками. «Это облако окутало Пертураба удушливо пряным туманом, в котором аромат благовоний мешался с вонью нечистот. Тогда покажи мне свои мечты, брат», прошипел Фулгрим, «и я сделаю их реальностью». Знакомый Пертураба мир уступил место городу, которое он видел во сне каждую ночь, с тех пор, как покинул Олимпию. Он стоял посередине широкого бульвара, мощеного мрамором. По краям улицы среди деревьев выселись великолепные статуи. Пертураба обнаружил, что одет в длинный бледнокремовый хитон и сандалии из мягчайшей кожи, одеяния ученого или общественного деятеля. Он был человеком мирного времени, а не войны, и эта роль подходила ему идеально. В опьяняющей чистом воздухе чувствовался аромат сосен, растущих в горных долинах, и свежей воды из кристально прозрачных водоемов. Безбрежное голубое небо расчертили завитки облаков, легкие как дыхание. Понимание того, что все это грезы не мешало Пертураба восхищаться собственным творением, любоваться изломами гор, снежными вершинами и правильными линиями города. Лохас, мрачная горная твердыня Домекаса, преобразился благодаря фантазии его приемного сына. Город составляли здания, о которых люди всегда могли только мечтать, и каждая из них была прекрасно знакома Примарху, хотя в реальности эти строения никогда не существовали. Позади него возвышался Талиокрон, на этот раз построенный из полированного мрамора, и ауслита, и украшенный парфиром, золотом и серебром. Вокруг были галереи правосудия, торговые палаты, дворцы памяти и жилища горожан. На бульваре было многолюдно, обитатели Лохаса двигались с неторопливой размеренностью тех, кто доволен жизнью. Повсюду Пертураба видел горожан, привыкших к миру, полных надежд и устремлений, знавших, что у них есть и мечты, и возможности их осуществить. Именно таким он всегда хотел видеть народ Олимпии, здоровый телом и духом, объединенный общей целью. Они приветствовали его, и их улыбки были искренними. Они любили его, их счастье чувствовалось в каждом добросердечном приветствии. Его библиотека архитектурных проектов наконец воплотилась в реальность, стала городом фантазии, гармонии и света. И он шел по улицам этого города как его строитель, как его отец. Этот город создала мечта, его мечта. Даже не видя их, Пертураба знал, что все 12 великих городов Олимпии стали такими же. Каждый был построен в точности по его плану на основе логики и порядка. Но с учетом того, что города предназначены для людей. Ни одно архитектурное сооружение, каким бы величественным и амбициозным по масштабу оно не было, не может считаться удачным, если его автор забыл об этом главном правиле. Пертураба помнил о нем всегда. Гуляя по улицам, он понимал, что подчиняется чужой воле, но ему было все равно. Кто откажется увидеть воплощение собственной мечты? Город открывался перед ним во всей своей завораживающей красоте, сочетавшейся с интуитивно понятной планировкой. Улицы приводили Пертураба к чудесным конструкциям, которые он когда-то создал на страницах многочисленных альбомов и почти забыл о них. Одни были юношескими капризами, другие отражали тщеславие подростка, третьи говорили о зрелости мастера, проведшего долгие годы ученичества за чертежным столом. Его прогулка завершилась на восьмиугольной площади в середине города, место общественных собраний и случайных встреч. Центр, куда дорога обычно приводит странника даже помимо его воли. По периметру площади расположились лавки ремесленников и кондитеров, мясников и бокалейщиков. В центре выселась скульптура, изображавшая воина в отполированных доспехах. В одной его руке была молния, в другой скипетр с навершием в форме орла. Бок, воплощенный в мраморе руками послушного сына. Пертураба шел статую по кругу, испытывая противоречивые чувства. Должен признать, брат, заговорил фулгрим с края площади, если ты начинаешь мечтать, то не мелочишься. Он сидел за кованым столиком перед стеклянным фасадом кафе, одетый в такой же хитон, что и Пертураба. На столе стояли два бокала, вырезанные из фиолетового кристалла. Между ними бутылка прозрачного медового цвета вина. Народ романи имели обыкновение пить из аметистовых чаш, полагая, что это защищает от опьянения. Фулгрим отодвинул ногой второй стул и указал брату на свободное место. Ну же, присядь. Пертураба все бы отдал, чтобы свернуть фулгриму шею, почувствовать, как позвоночник ломается, словно тонкая деревянная палка. Но какое значение это будет иметь в царстве грез? Поэтому он опустился на стул напротив брата, а фулгрим тем временем наполнил бокалы вином. Полная чушь, само собой, продолжал он. Но как можно обвинять людей в суеверии, когда ничего другого они не знают? Не ответив, Пертураба пригубил вино. Сладкий сорт из виноградников на склонах Итиаракских гор, что на юге, его любимый сорт. Но разве могло быть иначе, в мечте о совершенстве? Только посмотри на этот рукой восьмиугольную площадь и все, что лежало за ее пределами. Я и подумать не мог, что ты мечтаешь о таком. Что ты делаешь, фулгрим? Мы должны разрешить наш конфликт так, как положено воинам. Но, брат, мы же не воины. Фулгрим смахнул с хитона воображаемую пылинку. В твоем совершенном мире мы дипломаты, а дипломаты решают споры переговорами. Думаю, что для этого уже слишком поздно. Вовсе нет. Я смотрю на этот город и понимаю, что совершил ту самую ошибку, от которой зарекался. Я недооценил тебя. Я ведь предупреждал. Да, признаю, что не послушал, отмахнулся фулгрим. Но этот город превосходит великолепие даже МакКрак. Грандиозность бесчопорности. Вот это настоящее мастерство. Он не настоящий, его никогда не было и никогда не будет. Ты ошибаешься. Фулгрим наклонился вперед, словно собирался шепотом поведать нечто крамольное. Я могу помочь тебе воплотить мечты, все твои мечты, без исключений. Снова пустые обещания. Отнюдь. Думаю, время пустых обещаний прошло, ведь правда. У нас остались только голые сухие факты. Эти факты таковы. Если ты отдашь мне камень Маугитар, я верну Олимпию к жизни. Пертураба старался рассмотреть в лице фулгрима признаки лжи, но увидел лишь искренность. И все же он не верил брату. Ему уже доводилось слышать речи, за правдивостью которых потом обнаруживалось предательство. Если я отдам его тебе, то умру. Ты сам так сказал. Разве возрождение Олимпии того не стоит? Конечно стоит, но тогда мне нужно довериться тебе, а? Да, из-за моих поступков доверять мне стало несколько затруднительно, усмыхнулся фулгрим. Я бы сказал невозможно. Фулгрим еще раз наполнил бокалы. Хорошо, тогда попробую по-другому. Вспомни о всех тех, кто тебя унижал. Дорн, Хан, Лев. Они все смотрят на тебя свысока. Считают тебя и твоих сынов обычными землекопами. Для них вы превратились просто в тех, кто делает грязную работу, а сами они пачкаться не хотят. Насколько помню, ты думал обо мне так же, заметил Пертураба. Это так, но увидев этот город, я понял, что ошибался, ответил Фулгрим. Брат, твой город совершенен, он мог бы родиться и в моих замыслах, но этого не случилось. О нем мечтал ты. Само собой, ты представляешь то возмущение, которое случившееся здесь вызвало у остальных. Они презирали тебя, смеялись над тобой, потому что ты не смог сохранить свой приемный мир. Я могу дать тебе силу восстановить его, сделать так, будто бы ничего не произошло. Ты должен лишь отдать мне Маугитар. Впрочем, можешь и не отдавать, я обойдусь и без него. Пертураба уловил ложь в словах Фулгрима и ощутил, что брат боится упустить момент. Даже находясь в этом фантоме, он чувствовал, как в гробницу продолжают стекаться потоки энергии. Уникальный случай, слияние сфер, которое больше не повторится. Только подумай, брат, вместе мы воскресим Олимпию из пепла разрушения, и она переродится, как Феникс из легенд. Фулгрим, Олимпия мертва, сказал Пертураба. Я убил ее, и неважно, какими силами ты собираешься завладеть, то, что умерло, должно оставаться мертвым. Наклонившись через стол, Фулгрим положил ладонь на руку отблески далеких галактик. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. Возможно, ты дашь мне то, чего я хочу, с грустью ответил Пертураба, но ты никогда не сможешь дать то, что мне нужно. И что же это такое? Фулгрим усмехнулся. Наказание? Пертураба отодвинул стул и опрокинул бокал с вином. Хватит разговоров. Аметистовый бокал скатился со стола, и от удара землю разлетелся на лиловые осколки, которые рассыпались в странный узор. Звезду, каждый луч который указывал на одну из сторон восьмиугольника площади. Фулгрим покачал головой, и обличие ученого и государственного деятеля сошло с него, как кожа со змеи, обнажая фальшивое нутро лжеца, нагло прикинувшегося другом. Они вновь оказались в зале гробницы, и Пертураба видел брата таким же, как и до грезы, обнаженным, переполненным силой и истекающим светом. Олимпия, о которой он мечтал, безвозвратно исчезла в прошлом, где жители ее были мертвы, тела их сожжены, а будущая планета растоптана железными сапогами четвертого легиона. Нужно было принять мое предложение, сказал Фулгрим. Теперь все, что тебя ждет, это смерть. Нет, ответил на это Пертураба, не все. И он бросил Маугитар в шахту. Вспыхивая то золотом, то черным, камень вращаясь, полетел по дуге к центру пропасти. Фулгрим протестующе закричал, этот вопль разрушил оцепенение, в котором пребывали все воины. Бросок у Пертураба получился слабый, хуже, чем у старого Калеки, но и этого оказалось достаточно. Он следил за падением Маугитара и испытывал облегчение от того, что избавился от талисмана-паразита. Но облегчение сменилось ужасом, когда из-под текучего купола камней душ вслед за Маугитаром нырнул золотистый призрак. Это был механический орел с перьями из блестящего золота. И в теле его чудесным образом соединялись пружинная автоматика и давно забытые технологии. В конструкции этой машины Пертураба узнал замысел того же Дения, чьи механизмы он сам воссоздавал в собственном святилище. Похоже, не один он вдохновлялся трудами древнего мудреца из Ференции. С хищным криком птица выпрямила лапой и грохочек крылья меринулась вниз, чтобы схватить Маугитар обсидиановыми когтями, а затем круто развернулась в воздухе. Ее механические глаза светились умом, рожденным благодаря гибридным технологиям, а каждый взмах крыльев сопровождался звоном металла. Схватив камень, орел полетел к дальней стороне зала. Болтерные выстрелы очередями рассекли завесу из камней душ, и несколько детей императора упали. Полок из самоцветов раздвинулся, и Пертураба уже не знал, радоваться ему или плакать, когда увидел воинов, что бежали к нему. Черная броня, изображение латной перчатки на наплечниках, железный десятый. Глава 26 Общий враг Звуки безумия Безудовольствия Люций оказался у края шахты через мгновение, но Золотокрылый Орел уже отлетел слишком далеко, чтобы можно было достать его хлыстом. Он достал болт-пистолет, прицелился в золотистую птицу, и та почти тут же начала выписывать в воздухе зигзаги, словно почувствовала, что на нее направили оружие. Люций выстрелил, но промахнулся, и еще две пули прошли мимо, пока четвертая наконец не скользнула по крылу. Попался, ликующе сказал он, смотря как птица штопором уходит вниз. Парализующее оцепенение, пригвоздившее Фалька к земле спало, и он тут же бросился в сторону Пертураба. Железные руки были здесь, и в данный момент наступали в сторону примархов под защитой заградительного огня. Он был поражен, увидев их, как они прошли через лабиринт. Возможно, они нашли тайный проход в гробницу, о существовании которого короче вора не знал. В толпе наступающих железноруких у края комнаты мелькнула тень. Какое-то хрупкое существо в длинном черном плаще, и Фальк замедлил бег, узнав короче вору. Сначала он подумал, что ошибся, но потом существо вновь попало на глаза, и на этот раз не узнать эти тонкие черты было невозможно. Может быть, у Эльдар, которого Пертураба убил в лабиринте, был брат? Это казалось единственным возможным объяснением, но присмотревшись повнимательнее, Фальк понял, что сходство было куда большим, чем бывает между братьями. Эльдар, рядом с Железноруким, был во всем идентичен короче воре. Фальк прогнал удивление и заставил себя сосредоточиться на текущих проблемах. Он не знал обстоятельств этой ситуации, но понимал, что сейчас рядом с Железным Владыкой должен был находиться хотя бы один из его триархов. К примарху крикнул он и повел Железных Воинов на защиту их господина. Дети Императора поступили аналогичным образом и устремились к Фулгриму, из которого били яркие пурпурные и золотые молнии, словно он превратился в гигантский, терпящий перегрузку генератор. На него бросился, замахиваясь гигантским цепным топором воин из Детей Императора. В плоти его голой груди лежали клинки, а шлем на нем был старого образца, делая его похожим на техноварвара времен Объединительных Воин. Фальк повернулся, принимая удар на наплечник, и визжащие зубья вгрызлись в металл лишь на палец, прежде чем Варвар проигнорировал его слова и поднял топор для второго удара. Фальк пробил ему грудь силовым кулаком, целиком уничтожив торс и оставив после удара лишь кровавую груду разорванных частей тел. Раздавив шлем воина ногой, он продолжил бег, опустошая последние магазины комби-болтеров. Два бойца в черных доспехах, разорванные изнутри болтерным огнем, упали в шахту. Железные воины шли следом за ним, и выстрелы грохотали вокруг, словно молот Фальк солдаты не знали, что именно Фулгрим и его распутники делали спиртураба, но ясно видели, что ему причинили вред. Берас врезался в кордон образованной гвардией Феникса, и три удара превратили трех же элитных претарианцев Фулгрима в кровавое месиво. Расправиться с остальными оказалось не так просто. Они атаковали силовыми алебардами, отрезая от брони Бераса большие куски. Бой свелся к ближней перестрелке, к поливанию друг друга огнем из пистолетов и избиению кулаками и ногами. «Сражайтесь с железнорукими!» закричал Фальк, но никто не обращал на него внимания. Он резко замер, когда брызги крови на разбитом штормовом щите сложились в изображении черепа, преследовавшего его из варпа. «Говори моим голосом, словами не речи!» Фалька переполнил гнев. На железных рук, на детей императора, но в первую очередь на эту нелепую разобщенность. Для этого боя требовался воин, который сможет взять командование на себя. Воин, чьим приказом будут подчиняться. «Сражайтесь с железнорукими!» прокричал он. И воины, стоявшие ближе всего, пошатнулись от силы его слов. Замки на их горжетах отлетели, краска на доспехах пошла пузырями. Тех, на ком шлемов не было, согнуло и под действием рвотного рефлекса стошнило маслянистым, кислотным содержимым желудка. Долю кратчайшего мгновения они смотрели на него с благоговением и страхом, а потом подчинились. При виде железных рук Крагер, до этого бездумно разломавший неподвижных альдарских конструктов, остановился. Красный туман в голове рассеялся достаточно, чтобы стало возможным заметить появление более серьезного противника. Крагер стоял на груди разбитого стекла и сломанных альдарских останков. Он не помнил, как уничтожил их, и эта полная потеря самоконтроля его потрясла. Железные воины были безжалостными бойцами, но не вопиющими берсеркерами. Они не впадали в неуправляемую ярость, подобно ангроновским пожирателям миров, ибо она вела к безумию, а Крагер не собирался ступать на этот необратимый путь. Забыть ее все еще манило его, но он подавил это желание, шепотом прочитав нерушимую летанию. Из железа рождается сила, из силы рождается воля, из воли рождается произнес он, да будет так вечно. Он несколько раз глубоко вздохнул, чувствуя, как цепи контроля сковывают пульсирующую агрессию. Она не исчезла из глубин сознания, но теперь он будет ею командовать, он будет решать, когда ее выпустить, а когда игнорировать. Пока что. Крагер побежал к отряду железных воинов и детей императора, которых Барбанфальд вел против железных рук. Марий Вайроссян ударил пальцами по спусковым ладам звуковой пушки, поливая железноруких пронзительными гармониками. Они наступали под прикрытием башен, но это не мешало накладывающимся друг на друга взрывом сметать их ряды. Одного воина разорвало на части, ударная вибрация вырвала ему руки из суставов и раздавила голову, как яичную скорлупу. Доспехи другого вошли в резонанс и превратили его плоть и кости в жидкую ударял рукой снова и снова, играя разрушительные аккорды из диссонансных скачков вибраций. Всюду, куда он направлял оружие, земля покрывалась трещинами, а вражеских воинов раскидывало в стороны вопящей силой. Он и те немногие какафоны, что еще оставались живых, не обращали внимания на железного воина с глухим голосом. Однако пронзительная жестокость этого рева доставляла Марию немало удовольствия. Он был более сфокусированным, чем крик Эйдолона, но менее болезненным, а потому менее возбуждающим. Хотя восприятие Марию было усилено в отношении практически всех ощущений благодаря операциям Фабия, тактического таланта он не лишился и потому понимал, что пока вверх одерживали железнорукие. Они только вступили в бой, в то время как железные воины и дети императора уже успели сразиться со смертельно пасов и понести серьезные потери, а их примархи были не способны сражаться. Воины в черной броне действовали небольшими боевыми отрядами и неумолимо продвигались вперед под прикрытием губительного огня от ревущего дредноута. Зал наполняли вспышки дульного пламени и свист подожженного прометия от его болтера и огнемета. Гигантский и неудержимый он двигался через полыхающий проход между изломанными телами Эльдар. Марий огляделся в поисках дредноута железных воинов и криво ухмыльнулся, заметив, что тот прокладывает путь через башню, чтобы добраться до своего врага-близнеца. Когда из укрытия показалась группа железноруких, командир и боевая ячейка с каким-то громоздким орудием, Марий с тремя своими какафонами вышел им навстречу. Он сыграл пронзительный шквал звуковых волн и обжигающий сильных аккордов, расшвыряв троих воинов, хотя и не убив их. Четвертый вскочил и направил на Мария длинный карабин нестандартной конструкции. Выстрел насквозь пробил пушку, которую Марий создал из инструментов, изготовленной Бекьей Кинска для ее моровильи. И оно взорвалось со стоном склеснувшихся гармоник, подобным предсмертному крику живого существа. Он отбросил умирающее оружие в сторону, а между тем в поле зрения угрожающий вплыл гридноут железных рук. Ураган снарядов ударил в него, сбил с ног и прошил его какофонов. Они умерли с криками, наслаждаясь звуком собственных смертей. Марий же истекал кровью, собравшейся в доспехах, но он лишь приветствовал эти ощущения. Слишком давно он не испытывал настоящей боли. И по коре мозга прошли аргоистические взрывы синапсов, стимулируя его сверх всякой меры. Он скочил, раздувая и перестраивая мышцы и кости челюсти перед следующей атакой. Воин с карабином щелкнул предохранителем на прикладе оружия, но не успел он выстрелить, как Марий вдохнул и спустил из надутых легких и измененной трахеи поток пронзительного звука. Воин теперь Марий заметил, что тот был железным отцом, упал, схватившись за голову, оглушенный, лопающий барабанные перепонки вопль Мария перегрузил автосенсоры доспеха прежде, чем они успели его защитить. Даже дредноут покачнулся от акустической атаки, а его звукоприемники взорвались в фонтане искр. Это дезориентирует его на достаточно долгое время, чтобы Марий успел покончить с легионерами, находившимися под защитой машины и двинуться дальше. Плоть на лице Мария, начавшего втягивать огромное количество воздуха для следующего звукового взрыва, причудливым образом заколыхалась. Один из воинов в разломанной броне, с которой слезла почти вся краска, с трудом поднялся, покачиваясь под весом тяжелой волкитной пушки, и начал поворачивать взводные рычаги и зарядные рукояти, явно испытывая сложности с незнакомым оружием. На конце пушки затрещала накапливающаяся энергия, но столь мощному оружию требовалось время на выстрел, время, которого у этого воина не было. Марий раскинул руки в стороны и прогнул спину перед воплем. Воздух между двумя воинами раскололся от акустических взрывов, померк от шума, заполнившего весь зал и расколовшего сотни камней душ, которые висели над сражающимися. Марий кричал, пока легкие не опустили, пока катаптический звук безумия не разжег в голове испепеляющее пламя удовольствия, боли и иступленного восторга. По какой-то невероятной, невозможной причине воин еще стоял. «Что?» мрачно спросил Игнаций Нумен. «Я не расслышал». Марий раздул легкие для еще одного воющего удара. Абсолютно глухой морлок активировал волкитную пушку. Опаляющий горячий луч пробил нагрудник Мария Ваэроссиана и вскипятил его плоть и кровь в мгновение ока. У него даже не осталось воздуха для крика. Пробираясь между группами сражающихся легионеров, Люций не сводил взгляда с дергающейся золотой птицы. Она лежала в куче кристаллических осколков в 20 метрах от него. Крыло ее было разбито, а одна нога вывернулась под неестественным углом. Черно-золотой камень, необходимый фулгриму, упал рядом с погнувшимся клювом. И Люций позволил себе на мгновение задуматься, способны ли были подобные автоматоны испытывать боль. Позади него раздалось беспечное, неуклюжее шарканье ног по обломкам камня и кристалла. Ланомия Руин прыгнул к нему в укрытие из повалившейся колонны, держа в одной руке кинжал, с которого стекали капли, а в другой пистолет-игольник. «Что это за камень?» спросил он. Люций не ответил, не потрудившись скрыть, как раздражала его компания Руина. Он не знал, что в этом камне такого важного, но он был нужен фулгриму, и этого было достаточно. В тенях перед ним промелькнул чей-то силуэт, заставив Люция прищуренно вглядываться во мглу из зеленого тумана и оружейного дыма. Там что-то было, но что именно он не видел. Даже его генетически улучшенного зрения, ставшего еще более острым благодаря перенаправлению нейронных путей в сенсорных центрах мозга, оказалось недостаточно, чтобы разглядеть силуэт. Тот был тенью там, где тени быть не могло, призраком, кажущимся чужим на этой планете призраков. Люций озаренно улыбнулся. «Руин», сказал он, кивнув в сторону упавшего орла, «Видишь?» «Вижу, что?» спросил Руин, подползая к краю колонны и выглядывая из-за обломка. «Вон там!» ответил Люций. «Скорее!» «Я ничего не в...» успел только произнести Руин, прежде чем раздался тихий шорох, и задняя часть его шлема взорвалась. Он повалился на бок, обе линзы были разбиты и опалены. «Идиот!» сказал Люций, закидывая болтер за колонну и целясь туда, где вспыхнул небольшой огонек, но Люций отличался от большинства. Гвардеец ворона уже наверняка начал перемещаться, однако Люций мог сделать так, чтобы бежать ему пришлось со склоненной головой. Болты проложили в тени дорожку взрывов. Не переставая стрелять, он перескочил через колонну и побежал к упавшему орлу. Очередь игольных снарядов с безобидно звучащими хлопками поднимала позади него фонтанчики пыли. Люций прыгнул за останки эльдарского конструкта и схватил черно-золотой камень. Он оказался тяжелее, чем выглядел. Вес заметно чувствовался на ладони и излучал жар, словно несколько часов пролежал в печи. Этот жар вливался в него, наполняя тело столь мощным ощущением бессмертной жизненной силы, что он едва не вскрикнул. Неудивительно, что Фулгрим хочет его заполучить, сказал он, убирая пистолет и обнажая меч. За которым ввелся шлейф почти беззвучных реактивных струй. Выстрелы ударили Люцию в грудь, но броню не пробили. Он кинулся вбок и, взмахнув мечом снизу вверх, перерубил ствол орудия, рассыпая матовые керамические осколки. Гвардеец ворона извернулся в воздухе, легко приземлился на ноги и отбросил в сторону половинки уничтоженного оружия. «Ты пришел на фехтовальную противник ринулся вперед и со всей силы ударил Люция ногами в середину груди. Раздался треск ломающейся пластали и Люция отшвырнула назад. Он откатился в сторону, когда ворон прыгнул на него с выставленными перед собой парными черными мечами. Вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы блокировать идущий вниз удар, после чего изогнулся, уходя от взмаха, способного вспороть ему живот. Его собственный меч скользнул вниз, к шее ворона, но рывок ускорителей опять унес воина прочь. Люций снял с пояса кнут, позаимствованный у мертвого калимаса, и усеянный шипами ремень распрямился, как голодная змея. «Наконец-то мы одни», сказал Люций, снимая шлем и отбрасывая его в сторону. Он коснулся опухшего рубца на щеке, раны, которая давно должна была зажить, но которой он не давал затянуться и побледнеть с помощью едких порошков. «В прошлый раз ты меня ранил, и я всегда буду беречь этот порез, но на большее можешь не рассчитывать, ворон». «Шараукин», произнес воин. «Что?» «Мое имя», сказал гвардеец вороны. «Меня зовут Никона Шараукин, чтобы ты знал, кто тебя убьет». «Никона Шараукин», повторил Люций, пробуя имя на языке, словно изучая незнакомый вкус. «Нет, это не имя того, кто может меня убить». «Не тебе решать», ответил Шараукин, держа один меч высоко над головой, а второй вытянув вниз. Они настороженно кружили, прекрасно видя, каким мастерством они оба обладают. Знаю, что они почти равны, и не обращали внимания на кипящее вокруг сражение, на борьбу жизни и смерти, которая шла в разрушенной гробнице умирающего народа. Лишь чистота дуэли имела значение. Все, кто хотел вмешаться в этот бой, были мертвы, и теперь оставалось только выяснить, кому из них удастся выйти из него живым. Люций атаковал первым, хлестнув кнутом к голове Шараукина. Острый наконечник оставил на лицевой пластине и левой линзе царапину, а за этим последовал низкий выпад к бедру, в последний миг сменивший направление и устремившийся к паху. Предугадав атаку, Шараукин поставил блок с крещенными мечами и развернулся на пятках, намереваясь ударить Люция локтем в голову. Но Люция на прежнем месте уже не было, он кувыркнулся вперед, пропуская руку над собой и выбросил меч вперед к основанию его позвоночника и вновь вспыхнуло пламя, когда прыжковый ранец унес ворона от парализующей атаки. Он развернулся, приземляясь и встал к Люцию лицом. Ты быстр, сын Коракса, сказал Люций. Слишком быстр для тебя, предатель. Люций улыбнулся, не надеясь спровоцировать меня на ошибку. Он даже не успел договорить, когда Шараукин опять активировал ранец. Люций не стал уворачиваться, он прыгнул навстречу ворону, атакуя плетью и мечом. Плеть обвелась вокруг его шеи, сжалась и ранила до крови, прежде чем убраться. Меч устремился вверх, но был в последнюю секунду отведен в сторону борозду в палец глубиной. Приземлились они неудачно. Запинающийся прыжковый ранец Шараукина протащил их по земле к самому краю шахты. Мастерство перестало иметь значение, только грубая сила осталась двум борющимся, пинающим друг друга мечником. Не имея возможности фехтовать на такой дистанции, Шараукин врезался, заключенный в шлем головой в открытое лицо Люция. Скула раскололась от мощного удара, а из сломанного носа хлынула кровь. Люций заморгал, прогоняя кровавые слезы, отстранился от Шараукина и разглядев, что черный силуэт ворона устремился к нему, ткнул мечом туда, где должно было быть его горло. Его клинок рассек лишь воздух, и он так поразился, что едва не заплатил за это жизни. По какой-то невероятной причине гвардейца ворона там не было. Вбок погрузился меч, и Люций извернулся, уходя от яростной, неожиданной и восхитительной боли. Он замотал головой, прогоняя с глаз кровь. Почувствовал, что гвардейец ворона позади. Развернулся и сделал выпад вниз, но опять его клинки рассекли воздух, а не плоть. На этот раз клинок вонзился ему в спину, но теперь боль была совсем нежеланна. Люций видел гвардейца ворона, но двигался тот так, как не двигался никто, с кем Люцию доводилось раньше сталкиваться. Со скоростью, недоступной смертному человеку, словно он был призраком или чем-то существующим вне времени. Черный клинок метнулся вперед и обнажил его щеку до кости, наградив его раной, парной к той, которую он получил от Шараукина в первый раз, когда они скрещивали мечи. Люций крутанулся в сторону, неожиданно чувствуя себя беспомощным рядом с вороном, скользившим вокруг с головокружительной быстротой, ранящим его снова и снова. Он почувствовал, что меч выпал из руки, а плеть обмоталась вокруг запястья, будто не желая расставаться с ним даже перед лицом смерти. А потом ворон оказался за спиной, опуская мечи в щели между латным воротником и шеей. «Это не принесет мне удовольствия», сказал Шараукин. «Ты для меня ничто, просто бешеная собака, которую надо прибить». Люций попытался заговорить, сказать что-нибудь, что отметят мгновение его смерти. Мечи Шараукина погрузились вплоть за ключицами, разрывая сердца и легкие, перерезая артерии, оставляя такие чудовищные повреждения, которые не смог бы излечить даже постчеловеческий организм космического десантника. И все мысли о достойной предсмертной речи умерли вместе с ним. Кулак брата Бомбаста мог сокрушать доспехи катафракты, разрывать корпуса разящих клинков и проламывать сталь башен ульев. Его огнемет сжигал детей императора, плавя броню и изжаривая их прямо в керамитовых доспехах. На любой цивилизованной планете империума Бомбаст был бы заклеймен как психопат, человек с опасным неустойчивым расстройством и вернее всего закончил бы жизнь в камере смертников после невыясненного количества жестоких убийств. Но именно эти особенности, делавшие Бомбаста Девиантом с точки зрения человеческого общества, превратили его в идеальный материал для создания космического десантника. Десятилетия улучшений, тренировок, дисциплины и братства породили такого благородного и преданного железнорукого, какого только можно было получить. Но всему этому положил конец гибрид Ксенос на перевернутой палубе мертвого корабля, падавшего в звезду Королес. Без братской поддержки, психопатические склонности, в свое время привлекшие легионерских вербовщиков, вновь незваными гостями проникли в разум брата Бомбаста. Он любил войну, терпеливо пережидая долгие сны между сражением и кровопролитием. Он первым просыпался, когда в машины поступала энергия и раздавались слова активации. Бой на Сизифии вышел яростным, но коротким. К тому же велся против монстров. Однако эта битва, битва против других легионеров, была именно тем, чего он так жаждал. Для других необходимость сражаться с бывшими братьями была ужасной трагедией, но не для Бомбаста. Он был этому лишь рад. Они атаковали его снова и снова, эти насекомые, выступившие против Титана. Только воин, которого Нумен убил волкитной пушкой, сумел нанести ему хотя бы подобие реальных повреждений. Лишившись внешних звукоулавливателей, он был вынужден сражаться в тишине, что причиняло куда больше и неудобства, чем он ожидал. Крики гибнущих были такой же частью переживаний, связанных с убийством, как и зрелище смерти. А потом из-за одной из этих странных, усеянных драгоценностями башен, показалось нечто, заставившее разряд электрического возбуждения прошить его отличия, указывавшими, согласно его внутренней базе данных, на ранг кузнеца войны. Бомбаст прошагал сквозь толпу сражающихся, игнорируя все на пути к врагу, способному стать достойным противником. Машина, более массивная, чем Мон, двигалась с тяжеловесным изяществом, а ее поясной шарнир был способен поворачиваться под углами, ему недоступными. По руке молоту угрожающей пробегали молнии, но главное оружие молчало. Без патронов взревел бомбаст, но слова его воспроизводились лишь в виде текста на экране внутреннего визора. Прогремевший призыв к бою он не услышал. Дредноут повернулся к нему, активируя многочисленные механизмы на бронированном корпусе. Автоматические заряжатели попытались подать патроны из установленных на спине магазинов, но ничего не вышло. Бомбаст окатил кузнеца войны струей горящего прометия с головы до ног. Он знал, что урон будет незначительным, но в любом убийстве первым этапом было унижение. Затем нагло выпустил в корпус очередь из болтера. Большая часть снарядов отскочила, но один удачный болт угодил в верхнюю грань корпуса и отколол кусок броневой пластины. Из дразнящей трещины во внешнем покрытии из этой раны, которая скоро станет еще больше, посыпались искры. На этом время стрельбы закончилась и два дредноута врезались друг в друга с грохотом сталкивающихся космических кораблей. Драка дредноутов не была изящной последовательностью ложных выпадов, контратак и репостов. Она представляла собой жестокую, разрушительную, грузную борьбу, в которой победителем выходила боевая машина, давшая противнику меньше возможностей для атаки. Дредноут железных воинов был массивнее, но бомбаст быстро понял, кем бы он ни был, был захоронен в нем недавно, и недостаток практики ограничивал его навыки, его умение держать баланс и знания о доступном оружии и приемах. Мощный апперкот парализовал руку-пушку врага, оторвав уязвимые сервоприводы под линией наплечника. Толчок всем телом заставил бомбаста пошатнуться, но поддавшись инерции, он развернулся, метнулся вперед и силой протаранил противника. индикаторов угрозы загореться на внутреннем экране. У тебя преимущество по росту и весу, прогремел он, я больше об этом не забуду. Бомбаст набросился на дредноута, молотя кулаком по его фронтальному отделу и заставляя отступать. Теперь главное это не останавливаться. Мощные удары обрушивались один за другим. Бомбаст заметил сбоку какое-то движение, но не стал на него отвлекаться. Ауспикс зарегистрировал присутствие только одного оружия, способного причинить ему вред. Он опять атаковал дредноута, на этот раз проломив броню и обнажив участки, которые у дредноута всегда должны быть закрыты. Розоватые жидкости и дымящиеся масла, машинная кровь его противника лились из корпуса. Индикатор угрозы сзади неожиданно подскочил, когда Ауспик зафиксировал температурный скачок от оружия, способного нанести ему урон. Дредноут все еще покачивался и пока угрозы не представлял, поэтому бомбаст развернулся на центральной оси, посылая снаряды в казенник Болтера. Против одного воина это было расточительством, но расточительством весьма приятным. Мелта ударила бомбаста в центр корпуса, мгновенно испарив слои облиционного керамита и проплавив сантиметры брони, которые защищали остатки плоти, бывшие центральным элементом его божественности на поле боя. Заполнявший саркофаг гель, который поддерживал его жизнь, вскипел, а хрупкие биосинаптические рецепторы в мгновение ока перегорели, заставив бомбаста мысленно закричать. Моторы судорожно дернулись в ответ на его агонию, наклоняя туловище и разворачивая его в обратную сторону. Дредноут железных воинов ударил молотом прямо по разрушенному корпусу, превратив то, что еще оставалось от бомбаста в розовую грязь на внутренней стене пустого саркофага. Он не упал, тело было слишком большим и массивным, чтобы опрокинуться, но склонился вперед, безвольно опустив руки и истекая из пробитого корпуса зловонными биожидкостями. «Благодарю», сказал Берас через аугмитеры, трещавшие и то и дело умолкавшие за помех. «Я ваш преданный слуга», ответил Кадарас Грендель с новоявленным восхищением, поворачивая в руках мелтаган. Кольцо битвы сжималось вокруг двух примархов, пертураба, стоявшего на коленях, и фулгрима, висящего в воздухе и словно прикованного к брату цепями, который не мог разорвать даже зов войны. Шараукин сбросил тело мечника с клинков и схватил камень, который мертвый воин так хотел достать. Он состоял из изменчивого вещества, в котором черные и золотые нити переплетались, извивались, образуя сложные узоры, словно навеки соединенные инь и ян. Шараукин понятия не имел, для чего камень нужен, но это не имело значения. Имело значение лишь то, что он был нужен фулгриму, а значит не должен был попасть в его руки. Как чудовищно это не звучало, сейчас его цели и цели пертураба совпадали. Железные руки увязли в бою с детьми императора и железными воинами, обмениваясь с ними молниеносными потоками огня. Шараукин видел, как погиб Бомбас, пока Вермана Сайбус со своими марлоками сражался против отряда гвардейцев Феникса. Саби Квелун координировал огонь поддержки, а Кадам Тира обходил шахту, чтобы зайти во фланг железным воинам. Понаблюдав за ходом битвы, он пришел к выводу, что железные руки смогут пока обойтись без него. Он положил драгоценный камень на плоский обломок строительного мусора и достал болт-пистолет из ковуры на бедре мечника. У рукояти была странная, неприятная органическая текстура, и Шараукин торопливо проверил наличие патрона. Чем скорее он сможет выбросить это оружие, тем лучше. Шараукин наставил дуло на черно-золотой камень. Он нажал на спусковой крючок и Маугитар взорвался. Неожиданно высвободившаяся сила показала спирту Раба глотком воздуха, который делает утопающий, выныривая из океана в тот момент, когда его легкие уже были готовы взорваться. Закованная в железо энергия текла сквозь него, вся его невероятная мощь сейсмической волной вернулась во вспышки перерождения. Он закричал от боли, ибо ни одно перерождение не бывает безболезненным. Золотой свет окружал его, горел в глазах, в венах тек, расплав яростной сущности примарха. Подобную чистую мощь нельзя было переносить мгновенно, и он выгнул спину, пытаясь принять в ослабевшее тело этот резкий сокрушительный поток. Тело фулгрима изогнулось, опрокидываясь, ибо в Маугитаре находилась не только энергия, украденная у пертураба. В нем находились их объединенные сущности. Сила большая, чем сумма ее частей. Сила, которая обеспечит восхождение столь немыслимое, что только жизненная энергия двух примархов могла ее дать. Доспехи на фулгриме сгорали, отслаивались, как золотая пыль под ураганным ветром. Пока чудовищно раздутое тело, раскаленное от жара, не оказалось обнажено. Призрачное пламя, переливающееся розовым и фиолетовым, вилось вокруг, готовая пожрать его, едва он ослабит внимание. Пертураба оперся на кулаки, держась на одном лишь железе в душе. Вернувшаяся сила наполняла кости тяжестью, словно на плечи без его ведома взвалили какое-то бремя. Он поднялся, с каждой секундой все больше овладевая силой, разлившейся в теле. Мышцы наполнялись кровью и золотой энергией, сердце билось с мощью кузнечного молота. Спустя, казалось, целую жизнь Пертураба испытал то же, что и при первой встрече с императором, всесильным и всемогущим, наделенным исключительным правом знать, кем он на самом деле был. С того времени многое изменилось, но и прежнего осталось достаточно, чтобы, поднимая сокрушитель наковален на плечо, он с радостью почувствовал, что поступает правильно. Он размял пальцы и позволил себе потратить несколько мгновений на любование искусным творением. Хорус подарил ему это оружие в качестве символа их союза, но мог ли он подумать, что Пертураба использует его для убийства одного из его братьев. Фулгрим увидел свою смерть в глазах Пертураба и оскалился, истекая изнутри серебряным светом. Ты знаешь, что должен это сделать. Этого можно было бы избежать, сказал Пертураба. Сам же понимаешь, что нельзя, сказал Фулгрим, так что покончи с этим быстрее. Пертураба кивнул и поднял сокрушитель наковален, как палач на казни. Стально-золотая голова молота, очертив геометрически идеальную дугу, расколола тело фениксийца надвое, и это был конец. Голова 27. Апофеоз. Гибель мира. Во тьму. Но нет, это был еще не конец. От удара молота тело Фулгрима взорвалось, и прозвучавший при этом крик оказался воплем рождения. Из останков фениксийца вырвалась вспышка чистой энергии, которая наполнила зал невыносимо ярким, всепроникающим светом. Подобно новорожденному солнцу, это невероятное сияние стало центром всего. Огненное перерождение, новая плоть, создание из пепла старой. Свет усиливался, и Пертураба сделал шаг назад. С его молота каплями белого фосфора стекала высвобожденная материя, и он понял, что упоительная сила, которую он ощутил при разрушении Маугитара, была лишь тенью того, что создавалось в этом сиянии. Глаза всех в зале обратились к источнику света, хотя наверняка это будет им стоить зрение или даже разума. Заслоняясь от сияния руками, следя за ним в мерцающих отражениях, уцелевшие воины наблюдали нечто одновременно великолепное и ужасное, мучительную смерть и жестокое рождение, слившееся воедино. Из центра свечения доносились крики, и страшнее этих криков не было ничего. В них слышалась утрата, боль, отчаяние и сожаление о том, что забыто навсегда. Пертурава казалось, что дьявольские интонации страдания в этих воплях говорят о страхе новорожденного, покидающего утробу матери, об ужасе перед неведомым, наполненным болью миром, и одновременно о желании исследовать этот мир. Такой же восторг испытывает резчик плоти, не знающий иных законов своего искусства, кроме того, что работой своей он возвысится. Когда вопль боли и восторга достиг предела, за которым уже не мог продолжаться, свет начал раскрываться, словно лепестки ночного цветка или светящаяся куколка, выпускающая наружу метафорическое создание. В центре свечения парило некое существо, и Пертурава не сразу осознал, насколько невероятно то, что он видит. Это был Фулгрим, обнаженный в первозданной чистоте, стерший с тела вульгарные рисунки, которыми он уродовал свою плоть, и сделавший его столь же совершенным, каким его когда-то создал император. При виде фениксийца даже величайшим скульпторам пришлось бы отбросить свои инструменты, ибо они не смогли бы изваять ничего столь же прекрасного. От ран, нанесенных Эйдалоном, не осталось и следа. Когда Фулгрим опустил руки, в глазах его блестели оцветы давно погибших миров. Он запрокинул голову, и миллионы камней душ, поднявшихся вслед за ним из центра планеты, раскололись с оглушительным треском. Исчезая, они жертвовали свою энергию свету, многократно усиливая его. Так что вокруг Фулгрима образовалась мерцающая серебряная паутина. Я — шепот бога, который варп превратил в крик. Спина Фулгрима выгнулась, и кости лопнули с громким хрустом. Плоть, недавно казавшаяся столь совершенной, стала текучей и изменчивой. Тело его постоянно меняло очертания, словно невидимый гончар обрабатывал его, как глину на своем круге. Ноги Фулгрима, вытянутые, как у витрувианского человека, удлинились, и сросли в змеиный хвост, а кожа стала толще и покрылась чешуей, образовавшей сегменты хитиновой брони. Пертураба шагнул вперед к этому существу, рожденному ценой жизни Фулгрима, с отчаянием подозревая, что это и есть его брат. Фулгрим, нет, проговорил он, но изменить что-либо было уже невозможно. На всей этой планете мертвецов, брошенной планете, после звездного катаклизма, лишь надеявшейся, что ее создатели когда-нибудь вернутся за останками своих предков, каждый камень душ, заключенный в могилу или скульптуру, закричал от ужаса. Жизнь, спрятанная внутри этих камней, пожирала божество, чей голод утолить невозможно. Та, что жаждет. Подношение и жертва, угощение и топливо, и еще многое другое. Вот что Фулгрим отдавал в обмен на свой апофеоз. Его торс раскрылся, полнясь извивающимися жгутами мышц, и наросты плоти проложили себе путь наружу от ребер. Студенистые и подвижные, они вырастали из изменчивой плоти, вначале напоминая усохшие конечности, но постепенно превращаясь в мускулистые руки. Кожа их имела лиловый оттенок, с черных когтей с шипением капал яд. Но худшее было еще впереди, когда Фулгрим согнулся пополам от боли. Сопровождавший это превращение, свет устремился обратно к нему. Своими потоками исчертил тело, словно трещины на солнце, и вырвался из спины двумя гигантскими крыльями, перепончатыми и полупрозрачными. Пронизанные темной энергией они казались хрупкими, но постепенно обретали прочность, телесность, вещество варпа, нашедшее форму, в которой оно сможет существовать в реальном мире. Это тело больше не состояло из плоти и крови, так как Пертураба уничтожил смертную оболочку Фулгрима. Это было аватарой света энергии, души и желания. Происходящее было волевым актом, ибо существо созидало себя только благодаря собственной жажде бытия. Существо было одновременно собственным отцом и матерью. Поистине непорочное зачатие или конъюнкция, алхимический союз души, духа и тела. Лицо Фулгрима превратилось в маску мучительного экстаза, который заставлял терпеть боль ради грядущего удовольствия. Из черепа, точно в тех местах, где в Толякронском покушении прошла снайперская пуля, выросли два обсидиановых рога. Рога лицо казалось по-прежнему невинным, как у ребенка. «Это мое вознесение в хаос», сказал Фулгрим, и голос его был одновременно мелодичным и отталкивающим. «Я принц нерожденных, лорд губительных сил, избранный развратника и возлюбленный чемпион сланиш. Что ты наделал?» Пертураба чувствовал, как при звуке этого проклятого имени содрогаются остатки жизни, еще теплившейся в планете. «Я сделал то, на что раньше никто не решался», пояснил Фулгрим, «или существо, бывшее им когда-то, и моей наградой стало возрождение в жертвенном огне». Пертураба не знал, что на это сказать, его брат умер, и это чудовищное создание, все, что от него осталось. Величественный и благородный примар, сотворенный императором, как идеальный воин, сгинул бесследно, и Пертураба чувствовал бесконечную горечь от того, что славные мечты прошлой эпохи оказались так извращены. «Теперь я вижу все», сказал Фулгрим, окидывая взглядом зал. Свет, его окружавший, начал тускнеть. Камни душ наконец отдали последние капли жизни. «Вижу прошлое и все возможные варианты будущего, вижу настоящее и то, чему сбыться не суждено. Время, которое мы впустую тратим здесь, пылинка в масштабах вселенной, прелюдия к вещам как вечным, так и мимолетным». Пертураба почувствовал, как дорожит скальная порода. Это трещины разломов, начинаясь от полого ядра планеты, поднимались, все ширясь к поверхности. Пол пещеры с громким треском раскололся и зал наполнился последним свечением умирающего зеленого солнца. «Прощай, брат», сказал Фулгрим, «мы еще встретим Соснова и восстановим наши узы». Он поднял руки и из земли выросла стена лазурного света, похожая на вспышку энергии при телепортации. Она была ослепительна, но коротковременна и когда свет погас, Пертураба увидел, что Фулгрим исчез, а вместе с ним и все дети императора. Вокруг него стояли железные воины, и то, чему они стали свидетелем, оставило след в каждом. Некоторые изменились в худшую сторону, некоторые в лучшую, но судить пока было слишком рано. Верные сыны Пертураба ждали его приказов. Сверху падал дождь из пепла и осколков. Трещины, начавшиеся в полу, перекинулись на огромный купол, который ломался как стекло. В центре зала образовался зигзаг разлома. Плиты пола вздыбились под натиском раздробленной породы, вырывавшейся гейзерами зеленой пыли. Идрис распадался на части. Энергия в сердце планеты исчерпала себя. Сила мертвецов, защищавшей этот мир, таяла, и вскоре планету проглотит невообразимое притяжение сверхмассивной черной дыры. Железные руки, оказавшиеся на другой стороне разлома, подобрали своих раненых и отступили от трещины провалов, разрушавших ползала. Они смотрели на Пертураба с ненавистью, и он должен был признать, что ненависть это заслуженное. При желании он мог бы уничтожить их всех в одиночку. Силы вернулись к нему, и противники знали, что среди них нет никого способного ему противостоять. Пертураба положил сокрушитель наковален на плечо. Этот мир умирает, обратился он к своим воинам, но мы не погибнем вместе с ним. Отвернувшись от железных рук, он вышел из зала. Кадм Тира проводил взглядом примарха железных воинов и, наконец, с облегчением выдохнул. Он понимал, что схватка с железным владыкой означала смерть, но битва получилась бы достойная и вошла бы в легенды Медузы, если бы кто-то остался в живых, чтобы о ней рассказать. «Они ушли», сказал вермана Сайбус, бессильно опустив оружие. «Кажется, ты разочарован», заметил Тира. Сайбус пожал плечами. «Я надеялся умереть от руки Пертураба. Любая другая смерть будет недостойной». Новая трещина разорвала пол совсем рядом, и наружу вырвался еще один столб бледного света, порожденного неизвестным источником в центре планеты. Сверху падали обломки, и сквозь расколотый купол уже виднелось небо лилового цвета. «Тогда не умирай», сказал Тира, сжимая плечо ветерана. «Живи вечно». Сайбус кивнул и отправился собирать своих немногих уцелевших воинов. Железные руки отступили к стенам зала, обратно к тем темным секретным коридорам, по которым их провел воручий вора. Эльдарский проводник стоял на коленях у стены и руками просеивал зеленую пыль, слой которой уже поднялся до колен. Эта пыль все, что осталось от бесчисленных самоцветов, уничтоженных ради преображения фулгрима. По лицу Эльдар текли слезы. Возможно, он оплакивал гибнущий мир, возможно, что-то еще. «Нужно идти», сказал Кира, когда от ядра планеты поднялась очередная ударная волна. «Этот зал долго не протянет». «Камень Маугитар», прошептал вора, всхлипывая. «Почему он не удовольствовался только им? Слишком, слишком много. Теперь у нас ничего не осталось». «Вы еще живы, Эльдар», возразил Кира. «Мы столкнулись с примархами врага и уцелели. Будь благодарен за это». «А что касается оружия, которое они здесь искали, то далеко они с ним не уйдут». Вора посмотрел на него, лицо Эльдар преобразилось и больше не напоминало о вежливом ученом, которым вора по подозрению Кира никогда и не был, а походило скорее на маску жестокого и бесчеловечного монстра, упивавшегося страданиями других и знавшего тысячу способов причинить боль. «Владыки Каморы не прощают неудачи», сказал он. «Вы, самонадеянные обезьяны, должны были лишь отвлечь их, чтобы падшие не поняли, в чем настоящая ценность Идриса». «Настоящая ценность?» Вора поднял руку, и серая, мертвая плоть потекла у него между пальцев. «Все прах», проговорил он грустно. «Целая планета, полная камней душ, она должна была стать нашим спасением, способом умерить голод той, что жаждет. Но теперь все пропало. Нет больше силы, которая вернула бы нам то, что наше по праву рождения. По возвращении в Каморру меня ждет смерть». Кира не понял все, о чем говорил Альдар, но уловил достаточно, чтобы осознать. Их обманывали с самого начала. Они оказались здесь вовсе не для того, чтобы помешать предателям завладеть оружием, способным уничтожить целые миры. Скорее всего, такое оружие вообще не существовало. А история об Ангеле Экстерминатус, которую в Фулгрим рассказывал Пертураба на Гидре Кардатус, была изощренной ложью, призванная завлечь железных воинов со всем их арсеналом на эту гиблую планету. Точно так же и рассказ воры должен был завлечь железных рук в это место, чтобы не дать детям императора и железным воинам понять, что действительно стоит на кону. Но что-то пошло не так, и план Эльдар рухнул. «Ты привел нас сюда умирать», сказал Кира. Сверху ударили копья света, и он поднял голову к проломленной крыше, по периферии которой разбитые каменные плиты осыпались потоками осколков. «Вы, Манкей, только на это и годитесь», огрызнулся воручий вора и развел руки над головой, словно отчерчивая в воздухе замысловатый круг, напоминавший отверстие врат. Достав пистолет, Кира навел оружие на голову Эльдар. «Из-за твоей лжи погибли мои братья, теперь умрешь и ты». Эльдар произнес на своем языке одно резкое слово, и из врат, который он обрисовал вокруг себя, вырвалась фиолетовая вспышка. Кира нажал на спусковой крючок, и болт ушел в пустоту. Он продолжал стрелять, но вора исчез. Подошли саби к Велон в сопровождении Никона Шараукина. Оба были сильно ранены, доспехи обоих были залиты кровью. Кира благодарно кивнул ворону, который принес останки Горуды. Золотой корпус птицы был серьезно поврежден, но он подозревал, что фрать-артоматика с удовольствием возьмется за трудный ремонт, если только они сумеют выбраться отсюда без эльдарского проводника. И в кого ты стреляешь, спросил Велон. Пора уходить. Вора исчез, ответил Кира. Исчез? Куда? Не знаю. Кажется, у него было что-то вроде личного телепорта, сказал Кира. Должно быть, у него на орбите спрятан корабль. Только он знал путь наружу, сказал Шараукин. Я пытался запомнить дорогу, но не смог. С направлениями было что-то не то. Тогда найдем другой путь к выходу, ответил Велон и вынул из ранца переносной радиомаяк. Громоздкий прибор мигнул зеленым огоньком. В небе раздался рев двигателей и на вержащих реактивных струях спустился десантный корабль. Штормовой орел в расцветке железных рук снизился по спирали сквозь разбитую крышу и завис на ревущих столбах раскаленного воздуха. Над гробницей, борясь с ураганным ветром, парили громовые ястребы и грозовые птицы. Заполяризованным бронестеклом фонаря в кабине штормового орла Кира рассмотрел фратер-атоматику. Тот изобразил ироничное приветствие. Хотя томатика заслужил самое суровое наказание, Кира был как никогда рад присутствию своевольного железного отца. Штурмовая аппарель корабля опустилась и на неустойчивый пол зала спрыгнул Атиш Тарса. «Немедленно поднимайте на борт убитых и раненых», с команды Волон. Сизифи и так уже задержался на орбите, но мы своих не оставим. Иллюзии, которые лабиринт рождал прежде, чтобы запутать путников, исчезли вместе с силой, составлявшей ядро планеты. Пиртураба чувствовал ее тлеющие остатки и понимал, что времени до момента, когда черная бездна сингулярности поглотит Идрис, осталось совсем мало. Он провел своих воинов по дезактивированному лабиринту на площадь, как оказалось, ставшую местом сражения не менее жестокого, чем в гробнице. Он увидел разгромленный форт железных воинов, но не заметил никого из своих генетических сынов. Площадь опустошила беспощадная бомбардировка, какую обычно устраивают, когда хотят стереть с лица земли все живое. Иными словами, типичная бомбардировка железных воинов. Не отвечая на вопросы легионеров, он повел их по изрытой воронками пустоши к выходу из цитадели мертвецов, которая теперь действительно заслужила такое имя. Гробницы опустили, немногие уцелевшие скульптуры казались абсолютно безжизненными, а от мерцающего зеленого света, раньше омывавшего все здания, не осталось даже отблеска. Укрепления у стены также исчезли. Носорогов уничтожил артиллерийский огонь, сама же стена обвалилась на сотни метров в обоих направлениях. Несколько гробниц мавзолеев, ютившихся рядом со стеной, были стерты с лица земли серии залпов, которые расчистили путь от цитадели обратно к зоне высадки. Не было видно ни детей императора, ни железных рук. Идрис рассыпался на части, в земле открывались глубокие разломы, и из этих ран вырывались клубы пыли и дыма, подсвеченные слабым зеленым заревом. Из недр планеты доносился мучительный стон, с которым под немыслимыми нагрузками ломалась структура этого мира, созданного давно погибшими Эльдар. Наконец, изматывающий марш-бросок сквозь плотные, приглушавшие все звуки облака пыли, привел железных воинов к фортификациям вокруг зоны высадки. Кертураба с облегчением увидел, что эта область, похоже, атаки не подверглась. Стены укреплений пошли трещинами от самого основания, и на любой обычной планете судьба кузнеца войны, отвечавшего за такую крепость была бы предрешена. Но данная планета была далеко необычной, и почва под стенами отличалась такой же ненадежностью, как и раса, когда-то населявшая этот мир. Ворота крепости распахнулись, выпуская роту блестящих железом лендрейдеров, украшенных черными и золотыми шевронами. Их оружие было приведено в боевую готовность. В верхнем люке головной машины сидел командир Стор Безаш. «Повелитель, вы живы?» воскликнул Торамино. Когда кузнец войны приказал открыть сплошной заградительный огонь, мы опасались худшего. Пертураба кивнул, но прежде чем он успел отдать какой-либо приказ, орудия машины Торамино развернулись, гудя зарядными конденсаторами перед выстрелом. Услышав приглушенный клубами пыль рев, Пертураба резко обернулся. Лендрейдер Торамино уже маневрировал, занимая огневую позицию, но знакомый тон в шуме двигателя заставил примарха поднять руку. «Не стрелять!» приказал он, когда из дыма показался с трудом двигающийся потрепанный танк. Чудом уцелевший мучитель, покрытый шрамами и выбоинами, медленно подъехал к строю лендрейдеров. Основное оружие танка было вырвано с корнем. Надстройка лишилась всех спонсионных орудий, корму охватило пламя от загоревшегося двигателя и топливных отсеков. Огромные прорези почти оторвали листы пластальной брони, и механические внутренности танка волочились за ним в блестящем масляном потоке. Под финальный грохот двигателя мучитель остановился, на этот раз уже навсегда. Боковые люки распахнулись, лязгнув разбитый корпус и выпуская наружу клубы густого, черного, как смоль дыма. танка волоча за собой товарища в доспехе катафракта. Такая ноша оказалась для него слишком велика, и он упал как подкошенный, срывая с головы шлем и жадно глотая воздух. Оба воина были залиты кровью и опалены жаром, убившим сверхтяжелый танк. Но Пертураба почти сразу узнал в них камнерожденного Эйфорикса. «Фальк, Крагер, помогите вашему товарищу Триарху», приказал он, затем повернулся к Тарамино. «Протокол о эвакуации, всей технике и персоналу немедленно вернуться на корабли». Воины поспешили выполнить приказ, а сам Пертураба решительно зашагал к посадочным площадкам. Пертураба стоял, наблюдая за агонией старого эльдарского мира. Ему уже доводилось видеть, как умирают планеты, очищенные от всякой органики вирусом пожиратель жизни или опустошенные бомбардировкой циклоническими торпедами. Он видел даже, как за считанные минуты сжигает планету случайная вспышка ее же Солнца. Но никогда ему еще не случалось видеть планету, гибнущую изнутри. С каждой секундой поверхность перламутрового шара становилась все темнее, скрываясь за облаками выбросов, достигавших тропосферы. Строения, еще оставшиеся внизу на планете, были полностью уничтожены. Их разрушили землетрясения поднимавшиеся от самого ядра. Или поглотили разломы шириной с континент, которые изрезали верхние слои искусственного планетоида. Железная кровь пыталась уйти с орбиты, но притяжение, исходившее от тока ужаса, изо всех сил старалось подчинить себе реальность. Флот железных воинов уже лишился нескольких меньших кораблей. Колоссальные силы черной дыры затянули их в свои объятия. Только капитальные корабли обладали двигателями достаточной мощности, чтобы сопротивляться этому неумолимому притяжению. Но и они могли лишь отдалить неизбежное. Навигатор крови не сумел обнаружить даже намека на верхние пути, которые привели к этой планете. И отчаянные поиски другого выхода, пока не приносили результатов. Форекс, Крагер и Фальк стояли позади, ожидая приказа. Но Пертура бы не знал, что им сказать. Он был примархом, созданным, чтобы стать богом среди обычных людей. Но что он сам значил по сравнению с такой космической силой? Мог ли он заставить черную дыру освободить корабли или обернуть время вспять одним мановением руки? Несмотря на все свое могущество, он все равно подчинялся законам Вселенной. Корпус железной крови стонал, его несокрушимая надстройка деформировалась от немыслимых разрывающих нагрузок, на которые она не была рассчитана. Корабль кричал от боли и его духи машин наполняли командную палубу статическими помехами страха. Флот Детей Императора исчез, последовав за Фулгримом в его возвышении. Пропал даже Юлий Кесарон, хотя Форикс и Камнерожденный клялись, что он при обстреле площади укрылся вместе с ними в мучителе. Пертураба не знал, куда делся его двуличный родственник, да и знать не хотел. Предательство лишь одного человека. Был только один воин, который говорил искренне и руководствовался самыми благородными намерениями. Хорус Луперкаль. Отныне Пертураба будет доверять только ему. Какие будут приказы, повелитель, спросил Форикс. Пертураба обернулся к своим триархам, каждый из которых за время пути сюда обзавелся собственными шрамами. Барбан Фальк стал выше и как будто значительнее, словно обрел некую внутреннюю силу, которой раньше не обладал. Его доспех потемнел, местами до черноты. Когда Форикс чуть раньше окликнул воина по имени, Пертураба услышал ответ Фалька «Больше не называй меня так, теперь я просто кузнец войны». Крагер тоже изменился, какая-то скрытая часть его натуры вырвалась на свободу и подавить ее уже было нельзя. Он все еще сохранил браваду убийцы, но теперь в этой кровожадности появились отточенность и целеустремленность, говорившие о служении некой более высокой цели, чем просто упоение боем. Форикс же напротив казался подавленным и горечь загасила тот огонь, который раньше направлял его в самые жестокие битвы. Пертураба хорошо понимал это чувство, ужас предательства, невыносимая тяжесть знания, что верить нельзя никому. «Мои приказы?» переспросил Пертураба. Он повернулся обратно к смотровому экрану, на котором чудовищная черная дыра кипела темной энергией. Он заглянул в самое ее сердце, вспоминая, как мифы и легенды, окружавшие подобные феномены природы, так и научные факты и гипотезы касательно их происхождения и безумные предположения о том, что может находиться с другой стороны подобной черной дыры. «Я никогда не иду назад», ответил Пертураба. «Только вперед!» «Повелитель», снова заговорил Форикс, «Ваши приказы!» «Идем внутрь!» «Внутрь черной дыры?» Крагер был в ужасе. «Это самоубийство!» «Отнюдь, мой триар!» ответил Пертураба, внезапно понимая правду. «Фулгрим сказал, что мы встретимся снова, и я ему верю. Нам не суждено умереть здесь, а выход остался только один – двигаться вперед!» Пертураба вгляделся в бездну черной дыры, словно бросая ей вызов. «Таков мой приказ! Выполняйте!» «Немедленно!» Теогонии 4 Он родился в огне, или точнее переродился. Люций кожей чувствовал тот убийственный жар, который поглощал все без остатка, питаемый химическими реакциями, усиливаемый почти осознанным желанием пожирать. Его глаза открылись, тело пронзило восхитительная боль. Он был жив, и одним этим стоило наслаждаться, особенно учитывая предшествующие события. «Шараукин!» Его убил этот гвардеец Ворона, и все же он был жив. Люций помнил, как парные черные клинки вонзились в его тело так, как это делает оружие палача. Боль от мечей, разрезавших грудь и пробивших оба сердца и легкие, оставила после себя достойное воспоминание, которое до сих пор вызывало в нем дрожь удовольствия. Он сел, дотронулся руками до плеч, и не обнаружил никаких следов смертельных ран. Только гладкая кожа, удивительно приятная на ощупь. Он находился на железной каталке в апотекарионе, больше похожем на лабораторию безумца. Стены скрыты под толстыми трубами, жидкость которых кипела, выпуская пар от жары в помещении. Весь апотекарион был объят яростным пламенем, явно родившимся в результате поджога. На полу и стенах горели ядовитые химикаты, пролившиеся из разбитых реторт, и лопнувших баков для хранения высокотоксичных горючих веществ. Он был жив, и он был не один. В центре лаборатории шла борьба не на жизнь, а на смерть. Два чудовища гигантских размеров сражались со своим творцом и хозяином этой обители проклятых, апотекарием Фабием. Один из тарат казался отвратительной мешаниной искоревленных конечностей. Его тело раздулось от опухолей наростов, вызванных гиперэволюцией. Конечности и части тела другого множились каждой секундой, причем предназначение их невозможно было определить. Несмотря на все уродливые деформации, кошмарным образом преобразившие плоть терат, Люций разглядел на их телах отметки легиона. Неизвестно, кем эти существа станут в будущем, но раньше они оба были имперскими кулаками. Оружие Фабия состояло из посоха с пикой на конце и крупнокалиберного пистолета, стрелявшего трассирующими снарядами. При попадании они выбрасывали облако смертельных токсинов, но мутанты, казалось, от них становились лишь сильнее. Только огонь причинял им боль, и их сверхмодифицированная плоть неплохо горела. «Люций!» заорал ему Фабий. «Помоги мне! Спаси образы геносемени!» Обычно Люций не считал нужным подчиняться приказам кого-то вроде Фабия, но на этот раз он решил, что услуга, оказанная апотекарию, потом может оказаться не лишней. Он соскочил с каталки и осмотрел столы, выстроившиеся вдоль стен, в поисках какого-нибудь подходящего по виду устройства. Наконец, ее взгляд остановился на криоконтейнере, прикрепленном к стене, охлаждающими трубками и контрольными кабелями. Люций с трудом пробился сквозь пламя, доспех защитил его от жара, но без шлема кожа на его покрытом шрамами лице пошла пузырями, а волосы, так поредевшие, выгорели полностью, уже навсегда. Боль при этом была изумительной. Один эстерат упал. Тело его, пронзенное посохом Фабия, уже не могло справиться с грузом хаотических мутаций. Второй монстр был объят пламенем с головы до ног, и плоть его стекала с костей, словно расплавленный воск. Фабий выстрелил ему в голову, и позвоночник существа треснул, не выдержав нового скачка эволюции. Схватив контейнер, Люций оторвал его от стены. Разорванные трубки обдали его горячей жидкостью, которая воняла чем-то органическим, аммиаком, мочи и биологическими отходами. Стенки контейнера раскалились, и он закричал от боли, хотя мозг его чувствовал наслаждением. «Уходи!» крикнул Фабий, пробираясь через лабораторию. Пламя уже подступало к бочкам со взрывчатыми веществами. Откуда-то из глубины апотекариона раздались глухие взрывы, и в зал вырвались потоки огня. Развернувшись, Люций бросился к выходу, и вслед за Фабием выскочил в коридор. Апотекарий ударил по запирающему механизму двери, и бронированная перегородка резко опустилась. Люций чувствовал испепеляющий жар даже через взрывостойкую пласталь, и слышал, как один за другим взрываются баки с химикатами. «Быстрее!» рявкнул Фабий. «Отдай мне образцы геносемени!» «Если они разморозятся, то погибнут!» Люций поставил криоконтейнер на пол и вскрыл герметичный затвор. Верхняя половина контейнера открылась, выпуская клубы пара. Фабий в лихорадочной спешке активировал свой сильно модифицированный нортециум, из которого показался вакуумный цилиндр, способный вместить несколько колб с образцами. Люций увидел двенадцать колб с зиготами. Некоторые запотели от жара, другие треснули и теперь протекали. Вдоль контейнера горели датчики, по одному на каждую колбу. Все они горели недобрым, бесполезным красным светом, кроме одного. «Дай ее мне!» закричал Фабий. «Сейчас же!» Люций вынул последнюю колбу. Металлическая поверхность, когда-то гладкая, теперь обгорела и скривилась. Но генетический материал, содержавшийся внутри, каким-то чудом не пострадал. Фабий выхватил колбу у него из рук и ввернул герметическую крышку сосуда в приемный разъем нортециума. Механизм зашипел, выравнивая давление, и указатель наполненности начал понижаться, пока колба с зиготой не опустела. «Только один!» с горечью сказал Фабий и в отчаянии отшвырнул колбу. «Столько усилий и столько времени потрачено, но выжил только один!» «Что там случилось?» спросил Люций. Фабий отмахнулся. «Не твоего ума дело, мечник!» «Кстати, тебе я могу задать тот же вопрос. Когда фениксис доставил тебя в мой апотекарион, ты был совершенно мертв. Как вышло, что теперь ты жив?» Люций покачал головой. «Я не знаю. Наверное, смерти я пока не нужен». Фабий коротко хохотнул. Мрачно, без всякого веселья. «Тогда, возможно, мне стоит тебя изучить», сказал он, рассматривая мечника с хищным интересом. Чувствуя, что оставаться здесь опасно, Люций поднялся на ноги и пошел прочь от апотекариона, не оглядываясь. Добравшись до перекрестка в лабиринте коридоров, он уже ощущал себя сильнее, чем когда-либо прежде. Темный принт среди людей. Под ботинком что-то хрустнуло, и он поднял пустую колбу, которую выбросил Фабий. От огня ее поверхность местами почернела, местами пожелтела. Но одна строка текста, выгравированная в металле, еще сохранилась. Люций поднял колбу повыше к люменам, но надпись все равно была практически неразборчивой. Похоже на имя, но он мог разобрать только отдельные слоги. Хо-Н-Су Прочитал он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова